Девушки отдыхают 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 Да, похоже, сегодня не твой день. Да нет, занята, перезанята. Нет, ну скоро он там. Почему музыканты такие нерасторопные? Смотри, идет, идет. Полина, может, автограф? Ну что, стоишь, иди, дари, давай, а то мы тут за ночью. Да нет, как-то неудобно. Что неудобно? Неудобно на улице ничего. Так, все, смотри. Так, крышки, раз, а! Ой, здравствуйте. Привет. Извините, я не специально. Все в порядке? Да. А это мне? Спасибо. Воу, Моцарт, это что-то новенькое. Обычно ты у нас более скромный. Никакого самоуважения. За мужиком с цветами бегаем. Поехали, Моцарт, я Настюху в клубе ждем. Леш, полегче на поворотах. Никогда раньше не встречала такого хама. Да? Ты уверена? Моцарт, ты в клуб эту икебану потащишь? Завтра созвонимся. Да кто он вообще такой? Да это ты у нас фанатка Моцарта. Должна знать его лучшие друзья. Ну, качок это Кирилл Савинов. Профессиональный рэгбист и звезда нашего универа. Нет, я про второго. Хам. Тюк, ты что, реально? Ну, это же сам Агапов. С экономического его все знают. Он просто гений. Гений финансовой аналитики. Он с первого курса такие бабки. Просто на бирже рубит. Ну, честно, нам и не снилось. И при всем при том он красавчик. Да, честно, я бы от такого не отказалась. Но вы, вы конкуренция. Агапов. Знакомая фамилия? Ну, конечно, знакомая. Его уже все знают. Ну, Машка наша его называют принцем. Донесла. Коль. О, пришла. Лена, а что происходит? Ни одной глаженной рубашки дома нет. Я в чем завтрак, к гостям должен выходить. Оставь, я поглажу. Что, трудно сразу после стирки погладить, что ли? Дети дома? Нет еще. Кстати, позвони, узнай, где они. А тут со своей работой совсем их воспитание забросило. Я сейчас заберу. Отвали, пожалуйста. Не густо. Не густо. Отвали, пожалуйста. Пойдемте бабки, а? Не успокойтесь. И не ври, что у тебя их нет, а? Твой папаша автомастерская. Так это тот самый, по которому наши девчонки с ума сходят? Да, это он. Да что они меня нашли? Это что, Степа? Степа! Э, уроды, отошли от него. Я еще раз увижу, убью. В полицию звоните, или нет. Прости. Степа, Степа, Степа. Степа. Ты как? Ты как? А? Смотри. Тебе выходят на борьбу записаться в Толя, чтобы за себя постоять. Мама, ответь, волнуйся. Я пошла домой, хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Звонимся. Тетя Марина, привет. Да, мама. Скоро буду, да? С друзьями содержал. Да, сынок, жду тебя дома. Степа, 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 а ты не мог бы забежать в магазин купить ванилин? А то я не успела купить, а дома, кажется, закончился. Хорошо. Спасибо, дорогой. Ксюша, день рождения завтра. Неужели нельзя было продукты заранее купить? Мам, ну я не успела. Ты же знаешь, я работаю. Работает она. Семья важнее работы. Да и Коля жалуется. Сказал мне, что ты ему какие-то претензии предъявляешь. Это после того, что он для тебя сделал, взял с ребенком. Доченька, ты пойми, новую работу найти можно, а вот нового мужа в твоем возрасте уже нет. Я очень думаю. Да я тебя понимаю. Знаешь, тебе тяжело и совмещать работу, и домашние дела. Ничего. Скоро твоя сестра вернется. Риточка тебе поможет. Мам, мы же уже говорили об этом. Я помогу ей снять квартиру. Яночка, а зачем же тебе эти траты? Ты вон сколько выкладываешь на учебу дочки. А потом, зачем Рите жить вне семьи? Это ее квартира тоже. Мам, мы же договаривались. У нас был уговор. Что-то я устала. Точись сама. Ты что был теперь делать? Ура! С днем рождения. Спасибо. Да. Я с вами, я с вами. Давай. Ксюшенька, 20 лет, золотой возраст. Я как раз в твои годы с дедушкой твоим познакомилась. Он тогда был заведующей кафедрой, а я... Так, девчонки, кому что налить? Давайте сок, может еще вина. Вы ешьте, ешьте, не стесняйся. Лен, давай еще горяченького. Сейчас. Мам, я помогу. Стоять. Не мужское это дело. Правильно? Ой, Степа, Степа, в кого же ты такой тетя-то пошел? Ты бы лучше ко мне в автосервис так рвался помогать. Нет, на филфак поступил. Ну, можно подумать, тебя твои стишки прокормят. Папа, а я вот не согласна с тобой. Нет? Ты вот только знал, сколько зарабатывают эти блогеры, фрилансеры, журналисты, в конце концов. Да? Да? Да. Сколько? Вот когда этот Аболтус первую зарплату домой принесет, тогда я поверю. Сейчас вы при своем мнении, я при своем. Так. Ой. Я открою. Давай. Ты что, кого-то еще ждешь? Да, вроде нет. Сюрприз! Привет, сестренка! Давно не виделись. Так, это тебе. А как ты здесь? Тебя что, разве должно быть уже? Слушай, давай уже потом эти вопросы. Я мечтаю поздравить нашу именинницу. Где она? На, держи. Мишечку. Доченька моя, ты вернулась. Ну, мамочка. Ну, где все? Пойдем. 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 Честно, так я не смогла до конца, конечно, привыкнуть. Увы, жизнь в Америке оказалась не для меня. Не смогла я до конца там, ну, как это, как это по-русски, адаптироваться. Но радует, что с мужем мы остались друзьями. У тебя такая интересная жизнь. Я вам так завидую. Жить за границей, подальше от серости, нищеты, это просто моя мечта. Я даже документы подала на стажировку, да. А, вряд ли меня, конечно, возьмут. Там очень, очень много желающих. Ну, знаешь, где бы ты ни была, дома все равно лучше. Правильно, доченька. Вот. Я не с пустыми руками, много взять не смогла, чтобы не было перевесок. Девочки, налетайте. Спасибо, спасибо. Блин, угощайтесь. Ксюха, ты не говорила, что у тебя такая крутая тетя. Ну, моему любимому племяннику. Держи. Спасибо огромное. Вот, можешь там смотреть фильмы, читать книги, но разберешься. Вот это тебе, моей любимой племяннице. С днем рождения. Тетя Рита. Спасибо. Мне родители тоже подарили телефон. Правда, он не такой крутой, как этот. Ну, да, нам за тетей Риты не угнаться. Мамось, это вот тебе. Это тебе. Ну, Сережке. Доченька, зачем же ты денежку тратил? Ну, потому что тебе должно быть все самое лучшее, мулечка. Так, зять, я и про тебя не забыла. Держи. Ух ты. Че это? Посмотри. Ах, обалдеть. Швейцария. Швейцария. Мужики обзавидуются. Но, Маргарита, умеешь угодить мужчине. Вот, учись, жена. Учись. Леновсь, ну и мои любимые сестренки. Деньги откуда? Можешь просто сказать спасибо. Мам. А что это с мамой? Ты, слушайте, не обращайте вы внимания. Вы давайте продолжайте. Обалдеть. Я разберусь. Что это ты портишь дочке день рождения? Ну, хорошо, ты меня не любишь. Ну, зачем так откровенно показывать свою неприязнь? Так, Рит. Давай обойдемся без взаимных претензий. Хочу напомнить, что эти 10 лет я носила тебе передачу в тюрьму. Я еще раз задаю тебе вопрос. Где ты взяла деньги? И не надо сейчас заливать мне про своего американского мужа. Но были у меня сбережения. Но на кого мне их тратить, если не на свою семью? Это не допускало мысль, что у меня никого, кроме вас, не осталось. Коль, спасибо тебе. Ты такой заботливый. Ну, если что-то еще понадобится, зови. Риточка, держи, это новое. Спасибо, мама. Лен, что это? Ты же знаешь, что Рита спит под ватным одеялом. Принеси свое. Может, мы еще можем с вами поделиться? Лена, не хами. Я тебя сегодня не узнаю. Да я и под этим посплю. Ну, замерзну, пледом укройся. Ну, не ссорьтесь. Тебе не стыдно? Сестра с тобой по-человечески. Рите столько пришлось пережить, и все из-за тебя. В смысле из-за меня? Все из-за тебя. Была бы ты хорошей старшей сестрой, ты бы не допустила, чтобы с Ритой случилась беда. Конечно, ты всю жизнь завидовала. Она легкая, жизнерадостная, а ты... А я за этой жизнерадостной всю жизнь разгребаю то, что она натворила. Ну, Рита ни в чем не виновата. Мам, я что-то не понимаю. Это у меня маниакально-депрессивный синдром. Она только что из тюрьмы вышла. Она сидела там за убийство мужа. Мне даже к детям ее страшно отпускать. Не смей опьянять сестру. Она ни в чем не виновата. И ты это знаешь. Это была самооборона. Мам. Месяц методично травить мужа. Это ты называешь самообороной? Ну, а ты не пробовала как-нибудь поярче одеваться? Просто тебе фигурка отпад. Вот чуть-чуть бы подчеркнуть, и любой парень на тебя скинется. Степ, подтверди. Я в этом не разбираюсь. Мне кажется, что мама не одобрит. Ну, между нами девочками, мама твоя не очень в моде разбирается. Ты меня извини, но как это вот помягче сказать? Выглядит она так дешево. У мамы есть вкус. Просто она все время ради нас на себе экономит. Да, я ей всегда предлагаю что-нибудь новое купить. Но она отказывается. Говорит, что ей в принципе некуда наряжаться. Дом, работа, магазин. А на работе она в халате ходит. В халате? А что, она до сих пор в аптеке работает? Ну, да. Мама заведующая отделом резептурных препаратов. Как интересно. Коль, поговорить надо. Ленок, ну, что такое? Видишь, я матч смотрю. Мне нужна твоя помощь. Надо Рите квартиру найти, чтобы она побыстрее съехала. Там у Жора ведь мама сдавала квартиру. Если что, я готова за первый месяц заплатить. Тебе денег, что ли, некогда девать? Пусть с нами живет. Это ее дом тоже. В конце концов, она здесь прописана. Что это за сестра такая, а? Другая как-то помогла, а ты... Другая как-то помогла, а ты... СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Вот, перерыл весь свой гардероб. Думаю, подойдет. Это мне? Сюда бы еще Кэббла, конечно, и ты вне конкуренции. Все парни возле твоих ног. Поверь мне. Мужчины, они же только на обертку смотрят. Только убирай мужика побогаче, чтобы это все не впустую было. Тетя Рит, мне кажется, что он, ну, немного откровенный. Ну, это тебе только кажется. Зато в этом ты любого вот так сможешь получить. Ты еще своей тетушке спасибо скажешь. Переодевайся давай. Я дурного мне посоветую. Погоди, погоди. Так это ты, это ты что, а той самой Ритке, да? Нет. Я помню ее. Ты что, шикарная бабенка. Тихо, тихо. Ты еще тогда с ума сходил по ней? Ты соображаешь, что ты говоришь? Маргарита моя, своя чиница. Ты лучше скажи, ты мне поможешь реализовать ее идею? Я думаю, Степка будет рад души этому подарку. А то Ленка, ну, совсем из него девку сделала. Ну, где такое видно, чтобы парень есть готовил, полы мыл? Ну, это ж ужас. Хорошо, смотри, я займусь, короче, этим. Ну, ты должен понимать, что это удовольствие не из дешевых. Потянешь? Я ж поэтому и прошу поддержанный. На что четко был на ходу? Эээ, ну, к вечеру будет. Молодец. А, слушай, скажи, ну, как она сильно изменилась? Ну, как по мне, только краша стала. Вообще не понимаю, почему Ленка не может такой же быть? Вот не скучной, как сестра. Чтобы с огоньком в глазах, чтобы вот тут сама инициативу проявляла. Ну, ты понял, да? Да понял, брат, понял. Ну, так а что ты на ней женился, а не на Ритке тогда? Потому что Маргарита тогда была еще несовершеннолетняя, когда мы с Ленкой сошлись. Ну, и там дальше. Короче, давай за работу. Сейчас уже клиент подъедет. Пожалуйста, только будьте очень внимательны с дозировкой. Принимайте четко по предписанию у врача. Это обезболивающее содержит наркотическое вещество. Я поняла, дочка. Спасибо. Добрый день. Что для вас? Так, где мой лук? Похожий на Одри Хендер? Зачем пришел? Да как грубо. Сестренка, раз в жизни придешь с тебя на работу, тут такой прием. Тебе есть удальница? Здравствуйте, девушка. Я умираю, хочу в туалет, пожалуйста. Извините, а у вас есть ягод в головной боли? Извините, пожалуйста, а есть у вас что-то от боли? Пожалуйста. Спасибо. Так, ключи просто упали, и я... Да ладно тебе, не чужие люди. Я вообще хотела с тобой поговорить, чтобы ты не наезжала на меня при матери. Ты сама знаешь, у нее больное сердце, вот ей станет плохо по твоей вине. Потом сама себе всю жизнь гореть будешь. Видишь, я хорошая сестра, забывешь о тебе. Раньше ты о мамином сердце не думала? Не делай за меня монстра. Если тебя действительно заботит мамин о здоровье, пожалуйста, съезжай. Съезжай, занимайся своей жизнью, устраивайся. Только, пожалуйста, ни во что не вляпывайся. И не лезь к ним детям. Особенно Ксюша. Твоим? Сестренка, ты меня извини? Так и за мной, да я не представляю, как с тобой Коля живет. Придушила бы. Нельзя. Статья уголовного кодекса. И как ты ее терпишь? Родная сестра. С этого корабля уже не пьешь. С такой сестрой и врагов не надо. Это точно. Давно не виделись, дорогая. Подвезти? Я уже пожалел, что свел тебя с этими ребятами. Ты когда им долг возвращать собираешься? Твои кредиторы меня уже достали. До тебя не доходит, что это очень серьезные ребята. Тебе нарой, курортом покажется. Если ты не отдашь им долг с процентами. Я уже говорила, мне нужно немножко времени. И я как только мать обработаю, и она перебишет на меня квартиру. Ты сама-то в это веришь? Зая. Мы с тобой знакомы почти 25 лет. И я твою сестру не хуже тебя знаю. Она не позволит оставить мать без квартир. Не-не-не, я уже знаю, как избавиться от Лены. Она мне не помешает. Надеюсь, что это не так, как в прошлый раз с мужем. Высадишь меня. Не уйдет. Крутой телефон. Мне бы такую тетушку. Да, мне тоже тетя Ритя нравится. Слушай, я ее очень давно не видела, и она к нам очень редко приезжала. Но сегодня она мне принесла кучу своей одежды. Брендовой, классной. Только она такая какая-то откровенная. Слишком. Вот. Но мне тетя Ритя сказала, что если я хочу заполучить парня, то мне нужно поменять свой стиль на более женственный. Ну, как по мне, ты нормально выглядишь. Нет, если хочешь, конечно, можешь поменять. Да в том-то и суть, что я не хочу его менять. Я померила тут одно платье. Красиво смотрится. Все вроде да, но я в нем чувствую себя какой-то голой. И оно еще слишком открытое. В общем, я вообще не понимаю, как можно в таком ходить. Ну, а то вы не спроси. Как у нее еще ничего не вывалилось-то, а? Да. Привет. Шикарно выглядишь. Кирюш, без подката. Привет. Боже мой. Леша, а то когда вернется, почему не позвонил? Мы бы с папой тебя встретили. Я думаю, у дяди Семы без меня дел хватает. Что? А за рулем сегодня в клуб? Да ну как-то... Да можно. Ксюша, здравствуй. Привет. Ксюша, мне кажется, ты его зацепила. Моцарт, это не твоя фанатка там? Опять пришла ему в любви признаваться. Что ты так разумеешься? Ты чего ко мне пристал? Так, эй, дистанцию держим? Мы что-то пропустили. Тсс. У тебя проблемы с памятью, Мирона. Ну ничего, ты меня еще вспомнишь. Ты чего? Кать, пойдем? Ты чего до нее докопался? Зачем ты так? Серьезно, брат, ты женщина девчонок не бросался. Да не девчонка это. Это... Это так. В смысле? Слушай, Магон вообще берега по пункту. Агапов. Пойдем. Агапов. Фамилия знакома. Точно. Твою ж. Ты чего? Кажется, кошмар детства возвращается. На. Спасибо. Аппарат. Да, тебе все девчонки твои будут. Так, а что происходит? Что за мотоцикл? Успокойся, это я сына купил. Потому что Рита права, пора и Степке мужика делать. Правильно? Да. Ты виновата. Сделала из него бабу. Вот пылинки сдуваешь. Даже на борьбу не дала записать. Во-первых, это не я не дала, это врачи запретили. Ты забыл, что у нашего сына астма? Помоги, ты просто посмотри на него. Это опасно. Посмотри на него. Опасно, сыночек. Это опасно, ты не умеешь. Это просто. Ты не умеешь. Помоги, все будет хорошо, все будет хорошо. Это очень легко. Посмотри. Я просила тебе не лезть в наше жизнь. Нет, ты не наезжай на сестру, это мой выбор, это мое решение. Понятно, все закрыли кем? Степка, что стоим, кого ждем? Давай, езжай. Ну? Нет, ты никуда не поедешь. Лена, честное слово, все будет замечательно. Обещаю тебе, обещаю, все будет круто. Не ссорьтесь. Лена, климакс, что ли, у тебя начался? Что ты на людей-то бросаешься? Рит, пойдем. А ты уверена, что это был он? Да. Это тот самый придурок, который в летнем лагере мне жизни не давал. Я так надеялась, что больше никогда его не увижу. Может, все было не так уж и печально. А тебе ничего так не ровно? Ракурс в лицо. Агапов, ты идиот! Я тебя убью, спусти меня! Да, чтобы ты меня убила? Нет, тогда я точно буду идиотом. Агапов! Агапов! Печально? Да это был ад. Он что, к тебе приставал? Лид, ты о чем? Мне было всего 14 лет. Ему 16. Ну, по мозгам, да. Видимо, не больше 10. Слушай, а может, он влюбился, а? Не, ну а что? Мальчишки часто достают девчонок, которые им нравятся. Там, за косички дергают. Ну, не за ноги же, подвешивают к дереву. Садись ты сегодня, я больше не хочу о нем думать. Коля, я не поняла, а где остальные деньги? Здесь только 200 долларов. Нам же Ксюше нужно за 700 расплатить. Ты интересная. А мотоцикл мне так дали за красивые глазки же? Лен, давай без истерика, а с тобой вообще невозможно разговаривать. Ты, между прочим, сама виновата. Надо дочку лучше учить. Чтоб на бюджетное поступила. Ах, по-твоему, я виновата, да? Ты у нас к детям не имеешь никакого отношения. А ты помнишь, что у нас Ксюши учатся на самом престижном факультете? Туда отличники даже просто так поступить не могут. Ну, то есть я виноват. Класс. Хорошо, хорошо, я возьму еще один кредит. Ты довольна, чтобы заплатить за семестр? Да? Прекрасно. Да, сыночек, что такое? Да, я его отец. Подождите, а почему у вас телефон, Степа? Я понял, мы приедем. Коля, ты чего? Что случилось? Там Степка в реанимацию, в аварию попал. С управлением не справился. На встречку вылетел и... Нет, я сам не понял. Мы сделали все, что смогли. Но травмы были несовместимы с жизнью. Мне очень жаль. Степа, степочка, внученька. Может быть, может быть, такой момент... Доченька, как же так? Это неправда. Это неправда. Это неправда. Он жив. Доченька, как же так? Это неправда. Это неправда. Мой мальчик жив. Он жив. Он не мог. Коля, зачем ты купила мою дозу маму? Рита, зачем? Если ему отец и к вам... Я же вам говорила. Да ты во всем виноват. Не дала мне парня нормально воспитать. Сел бы раньше за руль, ничего бы этого не случилось. Он бы справился. Это ты во всем виновата. Ты, Лена. Я просто хотела порадовать. Лена не в себе. Ты ни в чем не виновата. А кто виноват, мам? Кто? Не смей обвинять и строго. Это ты во всем виновата. Это ты не досмотрела нашего мальчика. Я? Мам. Мам. Мам! 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 Бедный мальчик, ему бы жить да жить. Сейчас все успокойся. Степа. Степа. Степочка. Зачем же ты сел за руль? Мам! Как мы будем без него теперь? Мам! Он не досмотрел. Он не остановил. Лен, прости меня, конечно, за примату, но ты сама во всем виновата. Я, конечно, понимаю, что у тебя стресс. Ну, как ты могла не закрыть шкафчик? Там же наркотики были. А сейчас они пропали. Это же подсудное дело. Лен, максимум, что я могу для тебя сделать, это уволить за халатность. Скажу, что ампулы разбились. Спишем. Ты же понимаешь, что тебя больше не возьмут работать по специальности. Лен, прости, но ты сама виновата. Да, Вер, да я закрывала этот... Ты же знаешь, что у меня все на автомате. Тогда кто? Кто их взял? Кто имеет доступ в эту часть аптеки? Рита. Она была здесь в день смерти Степы. Только у меня нет доказательств против нее. Это все равно ничего не меняет. Господи, если мама узнает, если Рита сядет, она этого не переживет. Лена, мне так жаль. Дорога. 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 Привет. Дорога. Алло. Тетя Лен. Лучше заберите... Заберите Ксюшу сами. Она меня не слушает. Значит, меня зевучишься? Нет. Здесь жарко как-то. Может, прокатимся? Ну. Ну, давай, попробуй. Ксюша после похорон Рата вообще с катушек слетела. Дедка, привет. А я тебя искал. Ты исчезла. Чего? А ты нет? Вошли, потом объясню. Где? Это Агапа в спальне. Вы куда? Тебе чё надо, а? Ты чё, пристал ко мне? Суть по твоему боевому раскрасу, и этому наряду дорого не берешь. Хорош. Столько хватит? Пойдем в машине побыстренько. Чё? Мало? Да пошел ты! Меда! Меда! Чё, подожди, Саня. Чё, чё. Х Machop! Хор! Э! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Эдик, не выноси мне мозг. Я же сказала, верну тебе эти деньги. Мне просто нужно еще немного времени. Хорошо. Я верну тебе чуть с ума завтра. Доволен? Где я их возьму? Кто мне их даст? Кто мне их даст? Я никогда больше сюда не приду. Первая умная мысль за вечер. Зачем я сюда припробуюсь? Ай, я хотела, чтобы Валера меня увидела и... ...пожалела. Слава. Слушай, спасибо, Лера. Ксюша, ну, что с тобой? Ну, чего ты так? Зачем ты так напылась? Ну, ты же не такая. А какая? Какая? Что, мам? Мне надо было напиться, да, сначала? Чтоб ты меня заметила. Или что? Как Сепка разбиться на мотоцикле. Чтоб ты меня наконец-то заметила, да? Да. Все хорошо, пойдем домой. Все хорошо. Пойдем домой. Пойдем домой. Я с тобой никуда не пойду. Настя, я не слепой. Я же вижу, как ты на Алекса смотришь. Валера, тебе показалось. О, смотри, за кем-то мама приехала. Детский сад какой. Как ее вообще в клуб пустить? Детский сад, я с тобой никуда не пойду. Так, все. Поехали, нас такси ждет. Поехали. Так, все, все. Соберись. Ты меня слышишь? Я тебя слышу! Слышу я от тебя! А ты меня слышишь, нет? Нет, ты меня не слышишь. Это ты, это ты виновата, что Степки больше нет. Ты видела, как он сел на мотоцикл и позволила ему уехать. Уехать, это ты виновата. Чего ты плачешь? Чего ты плачешь? Я не хочу тебя больше видеть никогда. Знаешь что? Лучше б тетя Лита была моей мамой. Она хотя бы не лезет в мою личную жизнь. Я ненавижу тебя, слышишь? Я тебя ненавижу. Ксюша, подожди. Ксюша, подожди. Ксюша, подожди. Ксюша, подожди. Ксюша, подожди. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дура, ну... Блин, мне так плохо. Ладно, Ксюр, ты забей и на клуб, и на Валеру, и на Агапова. Сейчас самое главное помириться с тетей Леной. Как я вообще ей в глаза буду смотреть? Лид, я ей такого наговорила. Идиотка! Так, ладно. Сорок девять попущенных сет, мам. Да, доченька, как ты? Ты где? Ответь мне, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю, но прости, что была вам плохой мамой. Что значит была? Абонент временно недоступен. Где моя мама, Лид? Лида? Где моя мама? Где моя мама? А если она... Азот, товарищ Ванек. Так, хватит бухать за сюда. Отстань, зануда. Так, тихо, тихо. Не отдам, не отдам, не отдам. Плохая сестра. Сестра вообще отвратительная сестра. Эх, плохая мать. Ах, как вармаца, да я вообще оказалась никакая. Представляешь? А это что ты представляешь? У тебя такая дачка классная. А ты тоже классная. И жизнь, наверное, у тебя классная. Тебя и никто не предавал. Все меня не понять. Вот смотри, смотри. Сейчас. Ой, что ты такая маленькая машина? Аккуратнее. У меня сестра есть территория. А я всю жизнь за ней все разгребаю. А она мне чем отоплатила? А она с моим мужем вот... А у меня дома. Прямо у меня в кровати. Я прихожу, а не сегодня. Это давно уже. Я только и сейчас поняла это. Господи. Так ты из-за этого решила с моста щекануть? Что я? Дура, да. Они этого не стоят. Я? Сам ты дурак. Из-за Кольки я дома много чувствую. Мы с ним вообще как соседи живем. Ой, я тут вам намочила чуть-чуть. Что? У нас из общего-то только дети и я. Холодильник? Ну, с раму, знаешь, обидно. А будешь, а? Дальше, да. Э, ну ты только верни, зануда. Ну, из-за чего же ты решила тогда с моста щекануть? У меня сын недавно разбился, но он по цикле. Насмерть. Да, право, а не право я, плохая мать. Не досмотрела. Только дочка держала. И она мне сказала, что я не нужна. Мешаю я. Все. Как после этого жить, а? Ну, скажи, как? Ну, если бы мой оболтыш мне такой заявил, сам бы с моста и полетел. Ой, бедный ребенок. Доставься ему такой бессердечный отец. А ты че такой быстрый, а? Не, ну я сама, не надо меня, я сама. Ну иди вон. Это че-то новенькое. Ну вот, прошу. Опа. Мужей. Эй, правда, это красиво, очень красиво. А вот это зря. Что это за хрена тень? Я поверю мне, пустая вещь. Пустая. Лучше на образование детям подрать. Вот это да. А слушай, у тебя полы такие классные. Дай даме тапочки. И сам давай снимай. Полы не бойся, не сам моешь. Нужно женский трус уможать. И можешь сам я сниму тебе. Все, все, успокойся. Аккуратно. Не надо женщину лапать. Если домой привез, это еще ничего не значит. Ну кому ты нужна здесь? Только не надо мне напоминать. Я сама знаю, что я никому не нужна. Не надо. Это я рассказала все, да? Вот не надо. Я матери не нужна, мужа не нужна, сына у меня. Все, 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 успокойся. О! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, наверное, супруга этого господина, да? Я экономка, Анна Николаевна. Экономка. Добрый вечер. Вратите, Анна Николаевна. Вы же только ничего не подумайте. Я сюда не по своей воле приехала. Меня сюда привезли. Меня взяли, посадили в автомобиль. У меня вообще свои планы были на вечере. Я с МАСПА хотела прыгать. Вот. А он все испортил. Ну что, у меня варианты есть там. Вот сумки. Нет, сумки нет. Но я, если что, найду. Можно таблеток наглотаться. Правда, если не получится, потом в желудку, кердык замучаешься восстанавливать. И можно с крыши. Можно. Опять же, если не на смерть, потом инвалидам на всю жизнь. Для кого-то балластом я не хочу. Подготовьте гостевой. Пошли. У тебя гостевая есть? Пойдем, пойдем. Это что, настоящая? Все, все, все. Реально? Все, давай. Ой. Из-за тебя точно, Гляжа, за работу. Я уже не просила меня нести. Ксюш, ну, успокойся. Я уверена, что Лена не то имела в виду. Ну, наверняка она у Верки ночует. Завтра придет. Послушай, Ленка, она не из тех, кто бы… Пап, а если она… Никаких «если». Твоя мама сильная. Она смерть Степки пережила, в петлю не полезла. Будет она из-за всякой ерунды на себя руки накладывать. Давайте спать, а? Хватит. Пап, давай все-таки позвоним в полицию. Ну, а что мы им скажем? Мама с дочкой поругались, вызывайте наряд. Ну, тише, тише. Чего? Сейчас мама проснется, узнает, что Ленки дома нет. Давление поднимется. Да че ж. Ну, у Верки она на телефон не подходит, потому что спать уже легли. Конечно. Ну, завтра придет, вы померите, все будет хорошо. Давай банки, хорошо? Да. Ну, вот. Вот мы и пришли. Анна Николаевна, только ничего не подумайте. Ой, обычно я не пью. А вы знаете почему? Потому что у меня аллергия. Я очень честно я становлюсь. Ой, вижу, не верите. Он тоже не верил. Не верил. Вот давай, сворти меня что-нибудь. Давай. Ну, например, код банковской карты. Тридцать четыре шестьдесят семь. Это основная, если чего кредитная. Сорок пять два ноля. Где моя сумка? Они там лежат. А, вот там сумка. Давай, проверь. Давай. Ты просто находка для шпиона. Да нет. Ну, знаешь, сколько раций я на этом попадал. О! Что там? А у тебя еще кубики есть. Да перестань. Офигеть, настоящие. Если вам еще что-то понадобится, позовите. Хорошо. Спасибо, Анна Николаевна. Это мужик. Наконец-то заметила. Давай я с тобой и Кольки изменю. Все. Хорошо. А ты знаешь, это как-то нечестно получается. У меня рога есть, у Кольки нет. Точно я тебе... Только я предупреждаю. Я в постели бревно. Пугающий самокритик. Нет. Это не самокритика, это суровая реальность. У меня язык из мужчины таковенько был. Так что приходится верить ему на слово. Это он мне сказал. Что? Давай я завтра тебя соблазню. Конечно, да. Сейчас как-то спать хочется. Ань, ну как скажешь. Конечно, я очень разочаровываю. О, вертолеты начались. Это безответственно. Уйти на работу и не приготовить завтрак. Да. Я в последнее время Лену вообще не узнаю. Мам, ну она недавно сына похоронила. Не в себе. Какая ты у меня понимающая, Риточка. Мам, нигде нет. Ни у тети Веры не на работе. Мы с тетей Верой обзаняли всех знакомых. Пап, надо идти в полицию. Понимаю. Лена не ночевала дома? А почему я об этом не знаю? Что происходит? Ну, мы думали, что она осталась у Веры и не хотели тебя беспокоить попросту. Бабушка, это я виновата. Мы вчера вечером с ней очень сильно поссорились. А она видимо обиделась и не вернулась домой. В какой-то детский сад поссорились. Ночевать надо дома. Да. А если с ней что-то случилось? Ну слушай, заканчивай. Если что-то случилось, мы давно уже знали. Плохие новости быстро приходят. Ну вот, Рита, между прочим, права. Пусть с этим разбирается полиция. Пусть уже остановить. А что если она, я не знаю, мужчиной осталась? Чего ты во все вмешиваешься? Она бы тебе спасибо за это не сказала. Рита. Что? Теть Рит, ты какого мнения о моей маме? Она порядочная женщина, никогда не изменяла отцу. Я чувствую, что с ней что-то случилось. И каждую минуту сейчас на счету, а вы все здесь сидите. Ну что такое сказал-то? Что такое? Ты что вообще за иромица что такое? Ну а где вообще-то я? А где вообще-то я? А-а-а? Есть кто-нибудь-то? А что, у вас заперто? Есть что-нибудь? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, что получилось? Давай я с тобой Кольки изменю. Все, хорошо. Только я предупреждаю. Я в постели бревно. Ой, мама, дорогая. Нет. Я не могла. Я не могла, не могла, не могла. Ханя, нет, могла. Могла. Ой, господи. Сейчас, Лена, спокойно. Сейчас, спокойно, сейчас, спокойно. Успокоилась, Лена, и будешь удержаться. Мы подтверждаем, что наша компания, Аэрокострой, примет участие в аукционе. Мы намерены получить право на строительство элитного жилого комплекса Афины. Аэрокострой обладает для этого всеми необходимыми ресурсами, включая первоклассный проект, который гарантированно заинтересует потенциальных инвесторов. Ты это слышал? Миха, ты это слышал? Высококлассный проект, который этот гад, он нас же истощил. Миха, я тебе говорю, он нашел выход на Губера. Знает, кому на лапу дать. Иначе так смело не явился бы на этот аукцион. Он уже сейчас уверен, что выиграет, понимаешь? Успокойся еще, мы разрулим. Как успокойся? Миха, как успокойся? Мы на этот проект положили три года. Ты хочешь, чтобы этот урод опять тебя чуть не до ванкротства довел? Так не будет. Я с Егором разберусь. А ты выяснил, что я просил? Да. Это единственное вакансивание у него на фирме. Нужна женщина, 35-45 лет, с вышкой, без маленьких детей. Позиция помощник руководителя. Если мы хотим внедрить к нему своего крота, нужно было искать профи на стороне, чтобы с тобой никак связан не был. Этот шизоид совсем на безопасности помешался. Уже сто раз весь его персонал перепроверил. Он страхуется заранее. Чувствует, что под него копать будут. Если не мы, так прокуратура. То есть нам нужен человек из народа? Чистая биография и никак не связанная со мной? Да. Ни с тобой, ни с каким-либо охранным агентством, ни с журналистикой, ни со смежными областями, чтобы не вызвать у этого шизофреника какие-либо подозрения. Короче, чем проще, тем лучше. И этот человечек нам нужен был еще вчера. Завтра собеседование. Где мы сейчас такую Никиту найдем? Это что? А это Сём, цирк уехал, а клоуны остались. Так, все, держу. Знаешь, Сём, я думаю, больше непосредственности мы не найдем. Тем более, все же это и сроки. Ты о чем? Тебе же работа нужна? Да, нужна, но я лучше пойду. А куда ты собралась? Без денег, телефона и документов. Я уже не говорю про одежду и жилье. Ты что, бомжевать решила? Это вас не касается. Кстати, где моя одежда? Почему я об этом? А ты что, ничего не помнишь? А как же наша несбываемая ночь? Я до сих пор под впечатлением. Послушайте, да, я вчера выбила лишнего. Это меня не красит. Но я не верю, что между нами что-то было. Не надо на это намекать. Ты то, что ванну вместе принимали, тоже не помнишь? Ванну? Давай, я с того, что я не знаю. Давай, 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 давай. Давай, 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 Люка. Ну, что ты делаешь? Давай, 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 Люка. Мама, пожалуйста. Пожалуйста. Ой, холодненькая. Зашибись. Меня тошнило при вас, да? Лучше бы переспали. Как ни крути, но ты моя должница. И было бы правильно, если бы ты отработала свой долг. А мне как раз нужна сотрудница. Нет, если бы сроки не поджимали, я тебя не взял, конечно. Как говорится, на безруби. Ты карась. Со своей стороны, я гарантирую высокую оплату проживания, питания. А от тебя требуется исполнительность и отсутствие лишних вопросов. Нет, конечно, спать со мной не надо. Нет. Я прошу прощения, мы с вами не знакомы. Как вас зовут? Зато я про тебя все знаю, как облупленную тебя знаю. Вчера с пьяну ты про свою жизнь все в деталях рассказала. Вот это сумма оплаты за месяц работы. Я что-то сама зашли. Я столько денег даже за год не зарабатываю. Плюс, если все пройдет успешно, в качестве бонуса ты получишь квартиру. Небольшую. Но зато будет где жить. Квартира. Ага, квартира. Это скрытая камера, да? Это розыгрыш? Или мне нужно кого-то убить? Нет, нет, никого убивать не надо. Нужно будет кое за кем, скажем так, присматривать. А, я должна за кем-то шпионить. Ребят, ну вы ошиблись, я фармацевт, я не Матахари. Да мною дело не хитрое, научим. Ты не спеши отказываться. Ты сначала все взвесь. Вступай в свою комнату, Семен составит договор, Анна Николаевна принесет твою одежду. Ты изучишь контракт, а потом уже решай. Если ты отказываешься, я силы заставлять тебя не буду. Но ты подумай. Дома-то тебя все равно никто не ждет. А с моста сигануть ты всегда успеешь. По большому счету, терять тебе уже нечего. Говорю же, мы вчера очень сильно поссорились. Раньше она никогда из дома не уходила. Тем более не писала таких сообщений. Слушайте, ну вы точно уверены, что у нее нет просто другого мужчины? Может, она у него осталась? Да что же вы все заладили? Нет у мамы никакого другого мужчины. Ладно. Давайте еще раз. В чем она была одета? Черное пальто, черная юбка, черные туфли. Такие на среднем каблуке. Еще с пряжкой. Мы их недавно покупали. С пряжкой? Да, такие немножко старомодные. Подождите минуточку. Да, пап, я уже в полиции. Я буду писать заявление. Пока я не увижу маму, я отсюда никуда не уйду. Все, ладно, сейчас, подожди секунду. Узнаете эти туфли? Это они. Где вы их нашли? На мосту. Но, возможно, это просто недоразумение. Тело-то еще не нашли? Тюш, ты меня слышишь? Дочь, что происходит? Ты меня слышишь? Ну и когда ты успел ее пробить? Сегодня утром. Ты же знаешь, я терпеть не могу у себя в доме чужих людей. Ну и заодно хотел проверить, правда ли, что с пьяной она врать не умеет. И как? Проверил? Ей, в принципе, пить нельзя. Она мне вчера все про себя рассказала. Я теперь даже знаю коды и банковских карт. Жесть. Так, Миронова Елена Владимировна, 39, образование высшее, фармацевт. Замужем имеет двое детей. Муж владелец автомастерской. Живет в квартире ее матери. А недавно погиб сын, не привлекалась. Характеристика с работы положительная, ответственная, исполнительная. Да, вчера ее с этой работы уволили. Насколько я понял, там сестра крупно поцелла, стащила рецептурные препараты. Кстати, муж ей, кстати, и самую сестру изменил. С дочкой сильно поссорилась, с матерью конфликты, поэтому ушла из дома. Не позавидуешь. Сразу все свалилось. Тут любой напьется. В принципе, да, согласен. Почему именно она? Мне кажется, это не очень подходящая кандидатура. Ты же сам говорил, сроки поджимают. А что касается Елены, во-первых, у нее абсолютно чистая биография, и она не вызовет подозрения у Егора. Во-вторых, она никак не связана со мной. Мы случайно встретились на массу. И в-третьих, что немаловажно, она жертва обстоятельства. А ты же знаешь, как Егор падает на всякие эти жалостливые истории, как он любит играть роль благодетеля. Извини, дружище, но мне кажется, что в этой истории роль благодетеля играешь ты сам. Вчера же было два года, как Машка не стала. Ты ее случайно не с того самого моста снял? Ты думаешь, это Елена опять на этот мост пойдет? Ты Машку остановить не смог, так теперь ты все! Все! Не накручивай, Сема. Она просто нам подходит. Все. И вместо того, чтобы болтать, давай, составляй договор, иди сюда. Давай, 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 бегом. Окей. Хозяин, барин. А какие пункты отразить первыми? Запрет на алкоголь. На весь период работы. Сделаем. Ксю, 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 слышишь? Все обойдется, поняла меня? Такие туфли были, есть. Есть не только у тети Лены. И что обойдется, Лин? Если бы мама была жива, она бы мне точно позвонила, ты понимаешь? Ей было плохо после сверлистек. Это я виновата вам. И мама! Он мне так жал. Ну все, хорош, хорош, хорош реветь. Может, жива она еще. Тоже сама сказала, что тело не нашли. Да не могла она с моста сеганой. Это же Ленка, она сильная, она все выдержит. Слышишь? Иван, ты понимаешь? Ей было плохо. Ей было плохо. Да. Но у нас никого рядом не оказалось. Ни тебя, ни меня. Ты понимаешь? Господи, я ее ужасная дочь. Ксюха, ответь. Ну что ж ты не знакомый номер? Давай вдруг что-то важное. Тихо, тихо, тихо. Я слушаю. Те, член? Мама. 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 Доченька моя, успокойся. Все со мной в порядке. Все хорошо. Прости, пожалуйста, что я вас напугала. Прости. Прости, что не позвонила. Я телефон, но... Да потеряла я телефон. Это мне дали телефон, это не мой. Мама. Мам, прости меня, пожалуйста. Я вчера была самая не своя. Прости меня, пожалуйста, возвращайся домой. Ты мне очень нужна. Ты нам всем нужна очень. Маленькая моя, ну все, все, все. Не плачь. Все хорошо. С мамой все хорошо. Просто я, я не могу пока вернуться домой. Понимаешь, не могу. Конечно, это не из-за тебя. Нет, не из-за тебя. Мы с папой... Скорее всего, разведемся. А? Что? Разводитесь с папой? Подожди. Что? Ксюшенька, все, все, все. Давай мы с тобой увидимся, я тебе все объясню. Хорошо? Ксюш. Ксюш, ты меня слышишь? Это что значит, мы разводимся? Что значит, будешь жить отдельно? Алло, ты меня... А кто домом будет заниматься? Полы мыть, стирать, убирать? Кто? Я, что ли, по-твоему? Хорош дурить. Слышишь? Хватит жертву из себя строить. Давай возвращайся. Я тебя очень... Имей в виду, пока ты не вернешься, я ни копейки твоей семье не дам. Ни на квартиру, ни на еду, ни на Ксюхе на обучение. Ты меня поняла? У меня, может, тоже своя личная жизнь есть. Алло. Ты меня слышишь? Алло. Он еще тронку, что ли, бросил? А... Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Да что? За кого она меня держит? Оля, ну подожди, успокойся. Не надо так. Ваша одежда готова. Угу. Ну, спасибо, Анна Николаевна. Спасибо за одежду и за телефон. Спасибо. Там, если будут мои звонить, вы им... Не беспокойтесь. Я на неизвестные номера не отвечаю. Двадцать лет вместе прожили, думала, родная. Я не знаю, что делать. Возвращаться я к ним не могу. Не могу с ними вместе. Исходя из своего личного опыта с разводом, лучше сразу вырвать этот сорняк с корнем и начать все с чистого листа, пока он вас сам не задушил. Извините, я должна идти. Смотри, смотри, какие они крутые! Отрыв! Леха, а что ты мне пасту сегодня не дал? Я же открыт был. А что происходит? И что? Оно видно. Опять сцом поцапались? Нет, забей. Ну, как знаешь. Леша, привет. Есть минутка? Слушаю. Хотела тебя поздравить. Ты сегодня на высоте был. Впрочем, как всегда. Слушай, давай поужинаем, отметим вашу победу. Вдвоем. Предложить своему парню. Думаю, Валере понравится эта идея. А при чем здесь он? Я говорю, о нас с тобой. Нас с тобой? Никогда не было и не будет. Извини. Мой первый неут. Ты расслабься, пересдашь. Ну, это же зачет, а не экзамен. Не дома у тебя дурдом. Куда тебе было учить? Да вся моя жизнь в последнее время это сплошно дурдом. Из деканата снова звонили. Насчет оплаты семестра. А я вообще ума не приложу, где мне взять деньги. Ткаченко, подожди. Есть еще что сказать? Это не ты меня, а я тебя бросаю. Окей. Думаешь, найдешь кого-то лучше меня? Ой, здравствуйте. Привет. Извините, я не специально. Все в порядке? Да. Это мне? Да. Спасибо. Уже нашел. Ту, которая будет любить меня больше, чем себя. Привет. Привет. Козел. Поужинаешь со мной? Козел. Да. А Моцарт у нас шустрый. Ты смотри. Даже я на такой скорости замены бывшим не находил. Погоди, погоди. Слушай, это же ты самая фанатка. Привет. А тебя как зовут? Лично я АБШК Кирилл. Ксюша. Приятно познакомиться. А, простите, что происходит? Моцарт, что-то у тебя вкус вообще испортился. С каких пор тебе нравятся девчонки, которые сами мужиков в клубе цепляют? Я вчера сам видел, как она двое их обрабатывала. Алексей, вы заноситесь в последнее время? Я тебя не узнаю. Да, Леха, что-то, что-то вы не так-то. Агапов, у тебя какие-то проблемы со мной? Я не понимаю. Ты что ко мне прикопался? Или, наверное, влюбился? Кому-то нужна. Если только вон на временную замену. Вот урод, а. Девчонки, извините. Надеюсь, еще увидимся. Да. Леха, погоди. Я тоже надеюсь. Вот здесь вот написано, что если я раскрою себя или захочу разорвать договор, то я должна буду выплатить неустойку. Это же огромная сумма. Мне за пять лет столько не заработать. Не нарушай договор, не придется платить. Тебя никто не заставляет его подписывать. Решай сама. Вдруг тебе удастся найти более высокооплачиваемую работу. Скажу, что ампулы разбились. Спешим. Ты же понимаешь, что тебя больше не возьмут работать по специальности. Лен, прости, но ты сама виновата. Хорошо, но даже если я подпишу, где гарантия, что возьмут именно меня? А это уже не твоя забота. Подписывай. Только мне нужен будет аванс. Мне дочке за семестр нужно заплатить. И телефон. Я должна быть с ней на связи. Пункт 6.6. На время работы запрещают сообщаться с семьей. По избежанию птички информации. Да. Телефон у тебя будет. Но в рабочих целях. А что касается аванса, ты его получишь и сможешь оплатить обучение дочери. Телефон у меня в голове не выкладывается. Как Лена могла так поступить? Бедный Николай. Уйти к другому, подать на развод и ничего при этом не рассказать мужу. Да, не думала я, что моя старшая дочь способна на такой бессовестный поступок. Не расстраивайся так. А то сейчас опять давление подскочит. Доченька, ты у меня теперь одна осталась. Уже всего то, что она хочет квартиру разделить. Хотя это твоя квартира, одни ее. Лена хочет продать квартиру? Ну, она хочет свою долю. Сказала, что хочет начать жизнь чистого листа, что если ты будешь сопротивляться, она будет доказывать твою слабоумие. Сказала, что имеет на это право. Ну, потому что жизнь на вас впахивала. Так и сказала, впахивала? Мама сама в шоке. Дожила. Чтобы родная дочь, так? Мам, ну не надо так. Мы придумаем, как обезопасить квартиру от Елены. Можно на Ксюшу переписать или на меня. Ну, не сможешь же отказать, что мы все невменяемые. Эдик, не парься, деньги будут. Мама слишком меня любит, чтобы отказать. Ты фото моей племянницы получил? Угу. Я же говорила. У меня глаз наметанный. Ты знаешь, если ее в порядок привезти, вип-клиенты будут довольны. Ее и к иностранцу можно, она на инъязи учится. Угу. Едичка, только имей в виду, 50% мои. Я ее менеджер. Ой, да согласится, куда она денется. Я ей за учебу платить нечем. Кажется, пришла. Ладно, поколенки нет, я ее обработаю. Все, позже с вами все. Папа, ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Тебе уже 20 годиков, взрослая девочка, так что все, плати за свое обучение сама. Если твоя мать думает, что за время ее отсутствия я буду тебя содержать, она сильно ошибается, так я и скажу. Хорошо, пап. Я больше не буду напрягать тебя собой. Да. А тем более своими проблемами. Молодец. Че, я не прав, что ли? Почленка возвращается и сама ее содержит. Ты видишь ли, ей можно личную жизнь устраивать, а мне нельзя, что ли? Прав, прав, конечно, прав. Но я не одни. Чего? Ксюш, не обращай внимания на отца. Он отца пьяну сказал. Он брав. Меня никто не обязан содержать, я уже совершеннолетняя. Завтра же начну искать себе работу. Мне кажется, я могу с этим помочь. У меня есть проверенный старый труп. Он возглавляет модельное агентство, и он ищет красивых девушек для съемок в рекламе. Хочешь попробовать? Работа там не пыльная. Главное, ты можешь с учебой совмещать. Я фото-модель? Ты сходишь на пробную фотосессию, и мне понравится, уйдешь. Ну, а вдруг срастется. Там неполный рабочий день. Учебе-то не мешает. Ну, и мать сможет выдохнуть, что ты начала зарабатывать. Вы бы разносили их к завтрашнему дню? Хорошо, постараюсь. Лучше на носки. Спасибо. Простите, а это вы выбирали? Нет, Михаил, по интернету. И это тоже? И это тоже. А если я вам буду нужна, вы позовите. О, да, еще, чуть не забыла. Это вам. Хозяин просил напомнить, что согласно договору вы обязаны в ближайший месяц не общаться с семьей. Здесь только три номера. Михаила, Семена и мой. И если вы нарушите... Я знаю, знаю. Неустойка. Спасибо за понимание. Леша, хватит шарахаться под ночным клубом. Если тебе учебы мало, вызвать аналитический отдел. Папа, мне 22, дай кислородом подышать. Не надышался еще? Мне звонили деканаты. Ты почти не появляешься на занятиях. Я сессию сдаю на отлично. Какие претензии? Ты выплываешь на удачи и впустую тратишь свой талант. Не возьмешься за ум, я перекрою все твои банковские карты. А ты думаешь, я сам не заработаю? Ты заработаешь, конечно. Но для этого тебе придется работать. Поэтому выбирай. Или учеба, или пожалуйста. Да, старик, ты стареешь. Становишься занудой. Доброе утро. Да, батю, что-то у тебя планка вообще упала. Сын? Сыну можно и помягчивать. Я спрашивал твоего совета. Нет. Тогда садись и молча ешь. Никогда не знаешь, когда последний раз увидишься. Умеешь ли испортить аппетит? Жду в машине. Ну, вроде здесь. Лид, спасибо большое, что со мной пошла. Я впервые устраиваюсь на работу. Да, нормуль. Мне само любопытно. Походу, я вообще от моды отстала, а? Все. Пошли. Поехали. Давай, моя красотка. Умничка. Хорошо. Отлично. Взгляд. Взгляд. Есть. О, Монами. О, да. О, мой Будда. Извините. Здравствуйте. Монами. Ты должна быть Ксения. Да? Племянница Маргариты. Узнаю ее черты. Твоя тетя не преувеличила. Ты действительно красавица. Так, я, я Лидия, ее подруга, да. Будем знакомы, Эдуард. Будем, будем. Граф. Да. Это граф. Вот, фамилия соответствует сущности. Эстер, аристократ, лучший фотограф в городе. К нему, кстати, очередь. Тебе сегодня несказанно повезло. Граф. Это Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, займитесь нашим новой красавицей. Не стоит. Это надолго. Ты лучше на улице подожди, прогуляйся. Хорошо? Ага, да-да. Давай. Сейчас. Лидия, жизнь моя. Ну, племянница твоя, конечно, ничего. Но она притащила с собой какую-то чучундру. И если Ксения взбрыкнет, я не смогу при ней дать ей снофорную. Это, наверное, Лидка. Не парься, слушай, я сейчас скоро приеду, и я с ней разберусь. Повтори. Я, бедная, несчастная, в разводе. Живу у подруги на даче. В любой непонятной ситуации давлю шефу на жалость. Все правильно. Вот это Егор действительно такой жалостливый. Если так, он мне уже симпатичен. Я тебе плачу не за симпатию, а за работу. И запомни, это человек с двойным дном. Как бы он тебе хорошо не относился, в критической ситуации он пустит тебя в расход, не задумываясь. Как ты. Да, как я. Только я плачу тебе больше. Действуй. Девчонки, пока. Пока. А это не слишком ярко. И самое то. Так, для начала наденем это. Давай. Это? Оно же слишком просвечивает. И что? Для образа надо. Давай, давай. Одевай. Ладно, готовьтесь. Я пойду. Ну, я с дизайном афиши разберусь и сразу едем. Окей. Слушай, если фотограф такой крутой, о чем он в центре-то не работает? Какое-то странное место. Он талант. Но со специфическими вкусовыми пристрастиями. Стиль ню, все такое. А, хобби на грани фола? Типа того. Вы со мной или здесь? Я хочу увидеть этот фол. Пока. Хорошо, сын. Простите, сюда нельзя. Примутная работа. Ой. А что это? Похоже, лифт сломался. Вы не волнуйтесь, его быстро починят. Как-то сломался. Ой. Ой, мамочки. А, все будет хорошо. Я с вами. Спокойно, спокойно. Да? Разберемся. Ой, прости. Что? У вас клаустрофобия? Да, Темки. Смотрите на меня. Вдох, выдох. Главное дышать. Хватит вместе. Вдох, выдох, полной грудью. Выдох. Вдох, выдох. Вот так лучше. Вдох, выдох. Все будет хорошо. Смотрите на меня. Вдох, выдох. О, не подскажешь. Вдох. Несчастная, разведена, живу на даче с подругой. Ой, Елена, можно просто Лен. Просто Лена. Очень приятно познакомиться. Спешите. Луже. Вот. Так-то лучше. Меня зовут Фростоевку. Выдох. Дышим. Ну, вот и познакомились. Редактор субтитров. Хорошо, я понял. Мастера ждать минут 20. Я такая невезучка. Да, похоже, мы сегодня надолго застряли. Дыши эти. Лена. Простите, а? Туфли просто новые натерли. Специально на собеседование надевала. Зря только мучилась. Похоже, я опоздаю. А на какую должность претендовали эти секреты? Да какой тут секрет? Помощник руководителя. Правда, это не моя специальность, я по образованию фармацевта. Ничего себе, такой скачок. Миссис фармацевта в помощники руководителя. Ну что, механика ждать долго. Предлагаю расположиться в комфорт. Все равно в этой новой обуви долго не выстоите. Благодарю. Приятно застрять в хорошей компании. Совершенно с вами согласен. Вообще вы так резко решили с у меня специальности. Жизнь заставила. Я работу потеряла, с мужем развожусь. Из дома пришлось уехать. Поэтому согласна на любую работу. А как дети отнеслись к таким резким переменам в жизни? Нормально дети отнеслись. У меня дочь студентка. И сына. Был. Был. В аварии не только погиб. Простите. Совершенно без стакана с моей стороны задавать такие вопросы. Это жизнь. Приметьте мои соболезны. Вы знаете, я вас очень хорошо понимаю. Я сам совсем недавно жену похоронил. До сих пор снять не могу. Так, есть еще вот такой вариант. Вот. Этот лучше, но я бы еще поработал с текстом. Все, я понял. Ребята, там в Холле есть кофемашина, так что не стесняйтесь. Тетя Рит, я не буду это надевать. Да что это вообще за фотосессия такая? Я не понимаю. Какая реклама? Это интересно, для какой рекламы нужен такой вульгарный вид? Нет. Тетя Рит, это не обсуждается. Я это не надену. Мне вообще кажется, что я откажусь от этой фотосессии. Ксюш, я тебя услышала. Давай не будем отказываться от фотосессии. Я тебя услышала. Я предлагаю компромисс. Давай ты снимешься в какой-нибудь там маечке, джинсиках, ну, в стиле американских тинейджеров. Ксюшенька, родненькая моя, солнышко, я прошу тебя, пожалуйста, не представляй меня перед Эдиком. Ведь это я упросила его взять тебя, дать тебе шанс. Он столько денег бухал в этой фотосессии. Хорошо. Джинсы и майка. Только, тетя Рит, мне это все не нравится. Эй, мы работаем или как? Мы работаем. Но вот это вот я не надену. Ну, джинсы так джинсы. Только их еще было найти. Да, проблемная девочка. С каких это пор в моду вошли? В москетные сетки, а? Лид, мне кажется, я зря на это подписалась. Так, стоп, релакс. Может, все будет хорошо. Рассматривай это как новый опыт. А опыт не всегда бывает положительный. Ты откуда здесь взялся? А так мимо пролетал. Тебе правда это нравится? Продавать себя. Это просто временная подработка. Тебе, конечно, мальчику с золотой ложкой во рту, этого не понять. Выйди, пожалуйста. Мне переодеться надо. А с каких-то пор у нас модели стали таким стеснительным. Так, все, 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 на выход. На выход. Хоть тут всякий. И что, он до тебя докопался? Я не знаю. Слушай, ты на самом деле такая наивная? Или только прикидываешься, а? Вы о чем? Ну, наконец-то. Давайте помогу. Спасибо. Ой. Выяснили причину неполадки? Небольшой технический сбой. Я уже не пойду, наверное, на собеседование. Опоздала сильно. А вы попробуйте. Знаете, как говорят, лучше сожалеть о сделанном. Спасибо за совет. А вам спасибо за прекрасно проведенное время в лифте. Было очень приятно с вами застрять. Надо будет как-нибудь повторить. Простите, пожалуйста, я опоздала, там лист сломался. Нет, правда, сломался. Вы опоздали почти на час. Могли бы уже не приходить. Наш босс больше всего ценит пунктуальность. Фармацевт? Да. Довольно смелая перемена в специализации. Добрый день всем. Извините, что оставил ждать непредвиденные обстоятельства. Вы? Давайте начнем. Светлана, у нас все готово? Конечно, Егор Вадимович. Значит, раньше вы выполняли функции администратора в аптеке? Да. Я совмещала с должностью фармацевта. Чудесно. Вы нам подходите. Правда? Но, Егор Вадимович, там же масса претенденток с профильным образованием и опытом работы. Светлана, придите, пожалуйста, моего нового помощника в курс дела. Как скажете, Егор Вадимович. Спасибо. Ой, мам, добрый уже. Ты уже проснулась? Тебе кофе сделать? Нет, доченька, спасибо. Чай. Наверное, давление. Ты знаешь, я сегодня полночи не спала. Все думала о твоей старшей сестре. Не мучай себя. Ленка взрослая, она сама о себе позаботится. Для нас, матерей, вы, дети, всегда будете маленькими. Вот будут у тебя свои, тогда поймешь. Этого не понять. Прости, доченька, я не то хотела сказать. Насчет квартиры я все обдумала. Пусть будет так, как будет. Если Лена решила начать войну за жилплощадь, я не буду противиться. Куплю себе где-нибудь за куток на окраине города, и там сдохну в одиночестве. Остальное поделю между вами тремя. Тремя? Ну да. Леной, Ксюшей и тобой. А что еще остается? Если квартира дороже родной матери. А чай? Спасибо, доченька. Слушай, Моцарь, давно вы с этим фотографом сотрудничаете? Как это он мог прийти? Года два. Он талант, но с тараканом. Как фотограф-профи. К тому же гений фотошопа. Мне его еще директор советовал. Ну, если директор советовал, надо брать. Модели у него интересные. Был у него в кабинете, видел парочку фото. Если бы я не знал, что это профессиональная фотография, я бы подумал, что... Ну и правильно бы подумал. Я слышал, он со скорт-услугами работает. Помогает элитным девочкам делать портфолио для аукционов. Чего? Чего? Какого аукциона? Ладно, поехали, я по пути тебе расскажу. Так, голову повыше. Ты должна быть секси. Секси! Это по-твоему секси? Ты грудь зачем прикрываешь? О, мой Будда, пожалуйста, снимите хоть кто-нибудь с нее этот ужасный спортивный лифчик. Это же какая-то порнография, а не белье. Пробовали. Не получается. Все. Все, я так больше не могу. Я не могу работать с этой зажатой амебой, Эд. Ну, сделай хоть ты что-нибудь с ней. Ну, я не знаю, ну, мотивируй там как-нибудь. Простите, я так тоже не могу. Я поняла, что это не мое. Простите, пожалуйста, что потратила ваше время. Ксения, ну так нельзя. Бросать дело на полдороги. Ну, нет, не могу. Как? Как вы мне прикажете работать с таким материалом? Нет, это ужас. Граф. А это невыносимо. Тсс. Может, кофе. А может, чего покрепче? Девочки, какой кофе? Какой кофе? Мне, пожалуйста, смузи из сельдерея. Мне нужно восстановить как-то нервные клетки, потому что эта работа, она мне доконает просто. Извини, раньше не получилось. Ну, как-то... Сама с ней разбирайся. Аукцион завтра. Ты хочешь получить свои комиссионные? Вот и подсуетись. Ни одной нормальной фотки для аукциона нет. И похожей не будет. Слушай, ну, ты что, первый раз, пусть граф поколдует над фотой и поставит там похожее, я тебя с талями разберусь. Да, кстати, у клиента она будет вовремя. И имей в виду, она там раньше ни с кем не встречалась, так что гонорара добавь ноль и 50% в мои. Ой, Рятося, надеюсь, ты меня не подведешь. Я работаю с ВИБами. Если клиент не получит то, что хочет, я с тебя вдвоем нам размеряю, штраф стрессу, понятно? Все будет как надо, не парься. Катюша, это же просто недопонимание. Зачем сразу психовать-то? Тючка, Рит, я поняла, что модельная карьера, это не мое. Подожди, ну, подожди, если тебя смутили откровенные наряды, так сейчас модно, это тренд. Да какой нафиг тренд? Ну, я все же быть такой старомодной, ну. Уж лучше, я буду старомодной. Все, пока. 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 Черт. Это твое рабочее место. Набор канцелярии. Документы, с которыми ты должна ознакомиться. Шеф обычно вызывают по коммутатору. Ага, хорошо, поняла. А вот я не поняла, как ты получила эту должность. Вы с шефом знакомы? Нет. Я даже не знала, как его зовут. Яковл, мой просто повезло. Да уж, повезло, это точно. Сразу предупреждаю, ты не в его вкусе. Вы о чем? Я о том, что вы в разводе, а Егор Вадимович любит помоложе. Он поэтому и нанял женщину средних лет, чтобы она не отвлекала его от работы. Так что не тратьте время на флирт. Лучше займитесь работой. Для начала рассортируйте документы по датам. Надо привести архив в порядок. Хорошо, я сделаю. Сегодня. Угу. Это я! Меня взяли. Представляешь? Хоть я и на час опоздала. В лифте с шефом застряла. Представляешь, как повезло? Молодец. И помни, меня все интересует, что касается проекта Афины. Слушай, ну даже обидно как-то. Ты можешь нормально отреагировать на новость? Меня вообще-то чудом взяли на работу. А это не ты случайно сломал? Кажется, я у входа видела Семёна в спецодежде. Показалось. Увидимся дома. И не звоним не по пустякам. Никто не должен знать, что мы знакомы. Догадалась? Подозревает. Не проболтайся. Да, ну ты, конечно, стратег. Даже я не думал, что этот номер с лифтом прокатит. О! Закрытые помещения и стрессовые ситуации, они сближают. Ну и к тому же Егор любит играть роль защитника униженных и оскорбленных. Пока его интересы не пересекаются с интересами этих униженных и оскорбленных. А, вон он. Стратег. Так. С этого нельзя. Нет, ты видела, как он на тебя смотрел? Как на товар какой-то. На мясник. Покажи это филейную часть. Нет, грудинку, пожалуйста. Ну, а тетя точно с ними работала? Ну, она так хорошо о них отзывалась. Это меня и смущает. О! Не знаком номер. Наверное, опять спам. Меня тоже по словам не достают. Кинь черный список. Вдруг что-то важное. Сейчас. Слушаю. Мама! Дочка, слава богу, я до тебя зазвонилась. Я боялась, что ты не возьмешь другую неизвестную номеру. Прости. У меня пока нет мобильного телефона, с которого я могу тебе позвонить. У меня все в порядке. У меня теперь новая работа. Как ты, родная? У меня, у меня все нормально. Ты не переживай. Я очень сильно скучаю, мама. Нифига ты не в порядке. Расскажи все маме, она поможет. У бабушки тоже все хорошо. А папа в шоке, конечно, потому что ты на развод подала. Но это ваше дело. Я вмешиваться не буду. Спасибо тебе за понимание. Я тебе при встрече все объясню. Доченька, я чего тебе звоню? Я уехала, тебе никаких денег не оставила. У меня просто на карточке нет. Поэтому заходишь ко мне в спальню, открываешь шкаф, там на третьей полке лежит конверт. Там немного, но тебе на первое время хватит. А я как только получу аванс, я тебе сразу же вышла. Да, да, и из-за учебы я тоже заплачу. Не переживай. Ну, прости, пожалуйста, что сейчас не могу тебе помочь. Спасибо, мама. Большое спасибо. Ты, главное, о себе подумай, хорошо? Скажи, а как с тобой связываться? По этому номеру можно звонить? Не-не, на этот не надо. Но ты сохрани на всякий случай. На экстренный случай, ладно? А я как только куплю новую сим-карту, я тебе позвоню. Я тебя люблю. Люби себя. Я тебя тоже люблю, мам. Пока. Ой. Простите, вы с дочкой разговаривали? Я невольно послушал. Это вы меня простите, пожалуйста. Я воспользовалась телефоном в личных целях. Ничего страшного. Не забудьте оформиться в отделе кадров и зайдите в бухгалтерию. Пусть они выпишут вам аванс. Аванс? Правда? Угу. Кажется, у меня самый лучший в мире босс. А то. Я так рада, что с мамой все в порядке. Да, я уверена, как только тетя Лена станет на ноги, она сразу же тебя к себе заберет. Да, я тоже надеюсь, честно. У нас дома твоя такая атмосфера, я врагу не пожелаю. Все ходят какие-то напряженные, злые. А отец вообще как будто с цепи сорвался. Неудивительно, что тетя Лена от него сбежала. Только ты не начинай. Не надо мне говорить, что у мамы какой-то мужчина новый. Так при чем здесь новый мужчина? Я вообще считаю, что это твоя мама застукала дедю Колю. Ну да, а че бы Анткреско на развод подала? Думаешь? Да. Я, да, отец никогда не был замешан в подобном. Да я бы знала. Не сомневаюсь. Я тоже долго не догадывалась, когда мой батя к соседке захаживал. Потом мама их с поличной застукала. Там такие разборки были. Вообще, я считаю, что вот все проблемы у нас с женщин от мужиков. Звучит печально. Девушки, добрый день. Привет. Здрасте. А с каких-то пор с нами знаменитости общаются? С тех самых пор, как вы эту знаменитость выручили в прошлый раз. Хотел узнать насчет ужина. Ты сегодня свободна? Да. Ну вот, отлично. Дашь свой телефон? Да, да. Я сделаю себе дозвон. Отлично. Тогда спишемся? Да. У меня такое ощущение, что мы упали с тобой в параллельную вселенную. У меня тоже такое ощущение. Ни о чем не беспокойтесь, поезжайте к матери и времени не теряйте. Устройте ее в лучшую частную клинику. Я все оплачиваю. Спасибо вам за поддержку и понимание. Добрый день. Михаил, но я все же переживаю за заготовку. Галина и Ольга, они чудесно справятся с уборкой, а вот готовить они не очень умеют. Может быть, все-таки мы повара наймем? Всем привет. Зачем вам повар, если есть я? Уж двух-то мужчин я точно прокормлю. Не переживайте, Анна Николаевна, спокойно езжайте. Смотрите, на распродажу купила. Три пары покупаешь, четвертая в подарок. Это вам. Надень, пожалуйста, тапки. Не надо в уличной убави в дом уходить. Почему у меня такое ощущение, что власть в доме поменялась? Мне нужно еще пойти указание отдать перед отъездом горничном. Извините. Да уж. Зинаида Петровна, вы извините, конечно, а вот картошечку нормально пожарить не было ни судьба? Извини, Коль, давно не готовила. Этим обычно Лена занималась. Господи, ну, как это есть, а? А ты грибочками. Грибочками. Лена, опять картошка. Мам, ну мне нельзя, это я же на диете. Так не из чего готовить. Лена обычно закупала продукты. Холодильник пустой. Вот если бы кто-нибудь из вас в магазин съездил, я не могу дотащить это все из магазина. Я из пенсии денег дам. Чего вы на меня смотрите? Я мужик. Чем я должен заниматься бытовухой? А че, я вообще не умею готовить. Я даже не знаю, что на магазине брать. Ну, правда. Ну, пусть Ксюшка съездит, она уже большая. Точно! Слушай, дай ей свою машину, пожалуйста. Ну, пусть она съездит. Не, ну, можем, конечно, одной картошкой питаться. Ну, да. Лена, пусть берет. Не дай бог, она с машиной что-нибудь сделает. Все будет хорошо, она справится. Слушаю. Белл занят. Если не можешь до отца дозвониться, это твои проблемы. Я не хамлю, я говорю, как есть. Пожалуйста, не впутывай меня в ваши дела. Все, пока. А ты быстро тут освоилась. Думаешь, если с моим отцом спишь, значит, уже хозяйничать тут можешь, да? Во-первых, не ты, а вы. Я для тебя тетя Лена. А во-вторых, я с ним не сплю, я на него работаю. А в-третьих... Есть будешь? Допустим, буду. А, ты новая повариха? Принеси в столовую. Э-э-э-э, ты что? Еще раз стыкнешь. Все, 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 мессендж усвоил. Вы чего? Если хочешь есть, давай чисти картошку. Чем быстрее приготовим, тем быстрее ужинать сядет. Ну? Ты чего стоишь? Вот раковина, вот картошка, вот нож. Давай. Чего? Вы серьезно сейчас? А что, похоже, что я шучу? Ты что хочешь? До приезда Анны Николаевны лапшу и быстрого приготовления питаться? Не хочу. Вы вообще откуда здесь? Тебе отец еще не рассказал? У нас с ним настолько доверительные отношения. Ну и зря. Когда отец рядом, это же хорошо. Хотя он на тебя, конечно, не подарок, честно говоря. Тоже это заметили? Вроде готова. Так, может не хватить, если вдруг буду платить сама. Надо перетраховаться. Так, а я не понял. А мы что тут делаем, а? А мама сказала взять деньги в конверте, а их тут нет. Ты сначала эти денежки поди заработай. Посмотри, дома что творится. Полы не помыты. Ничего не приготовлено. Кто этим заниматься будет, я, что ли, по-твоему? Владельник пустой. Завтра возьмешь деньги у бабушки, поедешь в магазин, поняла? Пока все по дому не переделаешь, денег не получишь. Тоже вырастили деваху. Ленка виновата. Сбаловала. Пап, я целыми днями на учебе. Когда мне все успеть? А тетя Рита, кстати, она дома торчит. Можете ей все это высказать? Тетя Рита? Тетя Рита – наша гостья. Какая она гостья? Она живет здесь. А ей кто такой, чтобы указывать? Отец? Муж? Кто? Так, я не понял. Ты почему со мной так разговариваешь? Ты что огрызаешься, а? Ты вон, пойди сначала все переделай, потом денег проси. Поняла? Давай, вперед и спи с ней. Ясно. Давай, 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 давай. Что надо было так потратиться-то, а? Ну, ладно. Галина, а где ужин? Не знаю. Никто не говорил на кровать? По-моему, все на кухне идет. На кухне? Что вы сделали? Ну, что-что. Конечно, я полезла за котенком на дерево. Ну, а что у меня оставалось сделать? Мои-то внизу стоят, рыдают. А залезть-то я залезла, а? А залезть не могу, пришлось пожарных вызывать. Так тебя давно на высоту тянет? А что тут происходит? А мы тут с тетей Леной ужин приготовили. Мы с тетей Леной. Ты что, завербовала моего сына? Я курицам на плите. Накладывай, пока не остыла. Да, кстати, я в холодильнике ревизию провела. Надо кое-что подкупить. На плите. Да, а где же ей еще быть? Накладывай. Что ты заладил-то, как в бугаре? Ну, не хочешь, не ешь. Нам он с Лешкой больше достанется. Ну, ладно. Он мне когда-то, азов, тебе ничего не накладывал. Ничего, ничего, привыкни. Смотри, тапочки уже наложили. Что-то, что-то. Ну, дом-то уж можно курицу вилкой ножом не есть. Ты руками не пробовал? Так вкуснее, между прочим. Когда вы успели спиться, это пугает. Здесь очень красиво. Да, мне тоже нравится. Это Алекс нашел это место. По-моему, другу не скажешь, но в душе он большой романтик. Ты, наверное, сейчас шутишь. Ты просто его плохо знаешь. Я не могу в это поверить. Как можно встречаться с такой серой мышью после меня? Ну, ты же сама хотела его бросить. Не бросить, а поменять. На более выгодную партию. На Алексея. Тут тоже у меня продинамо. Господи, что с ними всеми не так-то? Сейчас пойду испорчу вечер. Эй, эй, подожди. Есть куда более эффективный способ все испортить и при этом остаться чистыми лапками. Это какой? Морду набить. Катерина, мой тебе совет. Изживай физвоз себе, девочки. Все делается намного проще и изящнее. Смотрите и учитесь. Ты кому это отправишь? Скоро узнаете. Прости, ошиблась. Хотела это Насте отправить. Ой. Поехали. А зачем ее споласкивать, когда есть посудомоечная машина? Ну, чтобы посудомоечная машина не засорялась. Ты там не расслабляйся. Тебе еще вон с продвинем разбираться. А почему я это должен делать? Ну, почему? Каждый носит свою посильную лепту. Мы вон с Лешкой ужин приготовили, а тебе с посудой разбираться. До сих пор не могу поверить, что Лешка тебе на кухне помогал. Это точно мой сын? Если бы ты его меньше ругал и больше слушал, ты бы понимал, твой это сын или нет. Да. Хочешь сказать, что я плохой отец? Знаешь что? Не тебе советы давать. Если бы ты разбиралась в семейной психологии, на мосту бы не оказалась. Куда пошла? Тащи противень сюда. Давай, давай, давай. А что ты из этого рода замуж вышла? Что ты так сильно любила? Я не знаю, он просто мне помог очень. Я ему благодарна. Правда, благодарна. Мне 19 лет было, когда я одна с ребенком на руках осталась. У папы сердечный приступ случился, и он умер. Мама в депрессию впала, жить не хотела. Ай, Ритка, как всегда, свою личную жизнь устраивала. А что мне осталось делать? Денег нет, работы нет, пришлось академ брать. Коля мне очень помог. Если бы не он, я не знаю, как бы я выдержала. Я какое-то искаженное представление о помощи. Если это его ребенок, то он просто обязан было о нем позаботиться. Ну, знаешь, в моем случае к ребенку еще приложением шла моя семья. Кстати, так просто спрашиваю, на всякий случай, а где твоя жена? Я нет, я в разводе. Давно? А вот это тебе не касается. Спасибо за ужин. Знаешь что, ты... Ты такой же затонированный, как твой маленький автомобиль. Привет. Не помешаю? Привет. Нет. А ты здесь как? А так мимо пробегал. Свидание? Нет, просто ужинаем. Разочарована? Расчитывала на больше? Да не у его вкус. Леша, ты чего до Ксюши докопался? Тебе заняться нечем? Мне... Мне пора. Ты сразу расстроилась, когда поняла, что это не свидание. Агапов. Сделай одолжение всему человечеству. Найди стенку и расшибись об нее головой. Хорошо? Прости, пожалуйста, за грубость. Твой друг меня вдохновляет. Спасибо за вечер. Я пошла. Я провожу. Я с вами. А что, прогуляюсь? Не надо. Не надо. Я сама. Пока. Леша. Ты почему в нее вцепился? Я тебя не узнаю. Ты любился в нее? Нет. Ну и все, тогда не морой девчонке голову. Давай еще пока. А ты только пришел. Я... У меня важное дело появилось. Давай. Давай. Садись, подвезу. Нечего по ночам одной шарахти. Агапов, ты последний человек, к кому я сяду в машину. Отвали. Как скажешь. Больно надо тебя подвозить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. Спасибо. Не за что. Просто не хочу, чтобы ты заболела и отлынивала от работы. Ты такой заботливый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так. Спокойно, Ирина, сейчас у тебя все получится, сейчас совсем найдешь. И что ты здесь делаешь? Егор просил папу занести. Не Егор, а Егор Вадимович. Извините, Егор Вадимович, да. Оставь на столе и уходи. Наш шеф не любит, когда в его отсутствие заходят в кабинет. Понятно. Светлана, простите, пожалуйста, а почему вы со мной разговариваете в таком непозволительном тоне? Я, вообще-то, на 10 лет старше вас. И что? А я по должности выше. Не нравится – увольняйся. Мы здесь никого не держим. Егор Вадимович, а мы вас столько после обеда ждали. Здравствуйте, Егор Вадимович. Здравствуйте. Светлана, я хотел бы узнать, почему вы позволите себе хамить моим сотрудникам? Егор Вадимович, вы меня просто не так поняли. Возможно. Я надеюсь, вы меня поняли сейчас очень хорошо. И этого больше не повторится. Да, Егор Вадимович. Ну, это замечательно. Все свободны. Давай поаккуратней. После магазина сразу гараж, поняла? Ну, хорошо. Он может все теперь это со мной поедет, заодно поможет мне. Я бы с удовольствием, но у меня на собеседовании. Угу. Вот видишь, чечевриты. Человек работающий, не то что ты. Ясно. Вот так. Пока. Коль, ты чего увидел? Вечером. Ладно, ловлю на слове. Она выехала, маршрут ты знаешь. Половина суммы моя, не забудь. Когда это произошло? Да... Вот... Да вот только что. Авария серьезная? Я детали еще не уточнял. Насколько мне известно, все участники госпитализированы. Этого только не хватало. Ты Ленке только ничего не говори. Если с ее дочкой что-то случится, она точно работать не сможет. Надеюсь, что она снова на мост не полезет. Зачка, давайте подушечку поправлю. Сережа, какая подушечка. Я, он теперь инвалид. Как я теперь жить буду? А вдруг я вообще ходить не смогу? Ой... Вот, это она виновата. Она специально на меня наехала. Как таким только права выдают. Да... Вы же сами на дорогу выскочили. Я же все видела, вы сами... Тихо, тихо, тихо. Да что за чушь ты несешь? Я вообще себе спокойно шла. Вот. Мой муж видел, он все может подтвердить. А ты на меня наехала. Тетя Лит, я правда очень медленно ехала. Я все видела, что... Я поняла, поняла. Успокойся, да? Я сейчас все решу. По таким, как вы, тюрьма плачет. Ну ничего, ничего. Пускай с вами полиция разбирается. Это же покушение на убийство. Правильно? Точно. Подождите, зачем полиция? Не надо. Мы сами все решим. Мы возместим вам моральный ущерб и оплатим лечение. То есть по вашему здоровье можно купить? Можно. Смотря какой сумме идет речь. Ну... Зачка, ну девчонка молодая, ну зачем ей жизнь тюрьмой ломать? Значит мою жизнь можно ломать. Ксюша, иди, я все решу. Спасибо, тетя Рит. Извините меня, пожалуйста. Ну что, сколько с нее возьмем? Не волнуйтесь. В накладе не останемся. А? Ты головой своей когда будешь думать, а? Ты понимаешь, что это уголовное дело? Пап, послушай, она... Ты смотрела, куда ты ехала? Ну, она будто сама под машину бросилась, ты понимаешь, нет? Я на повороте очень медленно ехала. А как мы с тобой докажем? Регистратора-то нет. Ну? Что они сказали? Придется заплатить. Ну, это же лучше, чем тюрьма. Сколько? Десять тысяч. Десять тысяч? Я найду такие деньги, я на подработку устроюсь. Долларом. Долларом? А где я найду такие деньги, пап? На меня можешь даже не смотреть. Сама вляпалась, сама разбирайся. Леону у матери попроси. Я говорю, не смотри. Денег нет. На самом два кредита висит. Слушай, ты бы все-таки подумала о подработке Эдуарда. Зараз ты такие деньги нигде не заработаешь. А там как раз появилась халтурка. Платят очень хорошо. А что надо делать? Просто сопровождать бизнесмены на ужин. Переводчиком работать. Там будут иностранцы, ты же английский хорошо знаешь. Читая профессия. Соглашайся. Дон делов-то всего на три часа. Я все прекрасно понимаю. Я знаю, что если мы не выиграем этот тендер, можно начать процедуру банкротства. Думаешь, я не переживаю? Если мы не получим Афины, ты можешь себе представить, с каких людей мне надо будет уволить? Когда вся моя жизнь стоит. Зачем скрывать такую красоту? Сегодня же не холодно. Ты выглядишь прекрасно. Думай о том, что несколько таких подработок, и ты сможешь закрыть свои долги. И избежать тюрьмы. Значит смотри, адрес гостиницы я тебе отправила в СМС. Заберешь клиента из номера, потом поедешь в ресторан. А тут тебя уже заберет водитель Эдуарда. Все будет хорошо. Ну все, иди. Хорошая машина ждет. Пока. Давай. Эдуард, принимай куклу. Я ее упаковала, как надо. Если будет брыкаться, дай клиенту наркотиков. Все костит. После первого раза ей будет некуда деваться. Она мне еще спасибо скажет. Все лучше, чем училкой прозябать. Почему ты мне сразу не сказал, что после тендера фирма Егора обанкротится? А должен был? Ты понимаешь, сколько людей потеряет работу? А с каких это пор ты стала его адвокатом? Я так не могу. Одно дело шпионить за преуспевающей фирмой, другое дело рушить чьи-то жизни. Давай так, я прошу тебя. Разорвем наш договор. Я выплачу тебе неустойку. Я устроюсь на какую-нибудь нормальную работу. Не знаю, возьму кредит, что-нибудь придумаю. Если ты разорвешь наш договор, пострадает твоя дочь. При чем здесь моя Ксюша? А при том, скажем так, у нее большие проблемы. И только я могу ей помочь. Но решать тебе, конечно. Ты можешь прямо сейчас уйти из этого дома. Тебя никто не держит. И потом не говори, что я тебя не предупрежду. Где она? Что с ней? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Вроде здесь. Здравствуйте. Я от Эдуарда должна вас сопроводить. Я лучше здесь подожду. Я лучше здесь подожду. Здравствуйте еще раз. Может, мы все-таки поедем? Простите. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И насчет Егора. Если бы он честно играл, я бы не стал тебя вредить. Но он хочет выиграть тендер с помощью взятки. Твоя задача выяснить, где и кому будут передавать деньги. Егор показался мне хорошим человеком. Да все аферисты кажутся хорошими людьми. А тогда как они могут дурить голову другим? Давай так. Ты разбираешься с Егором, а я позабочусь о твоей дочке. Ты что тут делаешь? Жду товар, который оплатил. Товар? Тебя. Это не я. Я так не фотографировалась. А ты дорогая штучка. Ты знаешь, сколько я из тебя бабла отвалила? Ты что делаешь? Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти меня! Не хочу, пожалуйста! Отпусти меня! Не хочу! Хватишь! Курица! У тебя вообще мозги есть! Какого черта ты вообще ввязалась во все это? Я… я… Что было бы, если я тебя не перекупил? Я… Я просто должна была забрать навстречу деловую, я ведь, я же переводчица! Что ты делаешь? Не надо, пожалуйста! Точно, дура! Прикройся! И не смей такие открытые платья больше надевать! Не буду! Это не мое, это тетя Рита дала, это… она меня сюда ввязала! Мой тебе совет! Держись подальше от такой тетушки! Поехали! Куда? Домой тебя отвезу куда! И, может, хочешь тут остаться? Ксюшенька, ты не спишь? А где ее так поздно носят? Странно… Ну… Давай, я тебе помогу! А вы Ксюшу не видели? Ее до сих пор нет дома! Она себе никогда раньше этого не позволяла! Да, совсем страх потеряла! Просто я по матери что-то решила пойти? Ну, я ее устрою! Да подождите вы, отстаньте вы от Ксюши! Ну, она вроде бы там у Лиды собиралась ночевая, там, к экзаменам готовится! Ну, так сразу надо было и сказать! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Коля, а ты идешь? Иду я, иду! Мам, да не переживай, это так за нас! Побереги нервы! Я успокоюсь! Когда все дома будут! Скорей бы Лена вернулась! А думалась и вернулась! Ну, видимо, со всеми на нас наплевать, Арсенов даже не навещает! Растишь вас, растишь! Какой благодарности! Не спится? Заснешь тут! Это мое мороженое! Ты последнее стащила, делись! Знаешь, все-таки странная эта штука жизнь! Я почему-то раньше думала, что всегда буду знать, что будет завтра! Планы строила на десять лет вперед! А тут! Сижу ночью, жру мороженое, непонятно где, с каким-то мужиком! Который недавно снял меня с моего стопа! Планоптику! Ты знаешь, я тоже когда-то планы строил! И что случилось? Почему перестал? Да что ж такое-то! Вот поэтому и перестал! Потому что никогда не знаешь, когда тебе жизнь пробки выберет! Пойду щиток посмотрю! Подожди, я с тобой! Темноты боишься? Нет, я не боюсь! Я просто плохо вижу в темноте! Ну да, конечно! Пойдем! Давай, давай! Да нет, тут все нормально! Скорее всего везде вырубили! Возможно, утро не будет! Пойдем спать! Только я одна не пойду! Ну, тогда пойдем ко мне! Хорошо! Только чур, я на кровати сплю, а ты на полу! Ладно? Ты это пошутила? Спасибо, что довез! И что не воспользовался ситуацией! Я не собирался! Я про эту аукциону вообще случайно узнал! Было бы чем пользоваться, то и не в моем вкусе! Все равно спасибо! Постой, а ты как собираешься мне долг возвращать? Какой долг? Ты посмотри на цифру! Я же тебя купил, а товаром не воспользовался! Требую возврата денежных средств! Ты что, вот столько за меня заплатил? Они там что, все с ума сошли? Я не стою столько! Интересно, у тебя самокритика! Ты в курсе, что у тебя заниженная самооценка? Да какая разница, самооценка не самооценка! Ты понимаешь, что тебя просто развели на деньги? Нет, я отказываюсь возмещать такую сумму! Я лучше в полицию напишу заявление! А ты огласки не боишься, нет? Не боишься, что все вокруг узнают, что ты работаешь в эскорт-услугах? А как на это твоя семья отреагирует, ты об этом не подумала? Да, бабушке сердцем станет плохо точно! Тем более, для нее репутация семьи – это самое важное! У нас же дедушка был академиком! От академика до эскорт-услуг! Интересная динамика! Не добивай! Давай объективно! Сразу всю сумму я тебе вернуть не смогу! Даже если устроюсь на две подработки! Опять подработка! Слушай, я уже боюсь, если мне тебя постоянно выкупать придется, я не заработаю даже столько! Слушай, может, проще мне тебе самому деньги давать, чтобы ни во что не вмешивалась? Может, так дешевле даже выйдет? Но если у меня не будет подработок, то я не смогу вернуть долг! Вообще-то, вот здесь есть у меня один вариант! Можешь на месяц стать моей рабой, когда спешу долг! Агапов! Ты совсем с катушек летел! Очень выгодное деловое предложение, между прочим! Будешь выполнять мои мелкие поручения, принеси-подай, ничего особо сложного нет! Представать тебя я не собираюсь! Можешь даже не мечтать! Месяц только поработаешь, а там спешу долг! Иначе... Да, Моцарту, конечно, это вряд ли понравится! Он у нас эстет! Зато Кирюха оценит! И остальные его не верят тоже! Это шантаж! Это жизнь, детка! До встречи, вы не верят! Кстати, с сегодняшнего дня можешь называть меня... Хозяин? Хозяин! Козел ты, а не хозяин! О, ты так рано! Я думала, ты позже придешь! И ничего не хочешь мне объяснить? Ты о чем? Твой Эдик сутенер! И ты меня ему продала! Что за бред-то несешь, а? Мама была права на твой счет! Говорила, не связываться с тобой! Я ей не верила! Да что ты за человек! Такую разродную племянницу! Решила на продажу выставить! Эй-эй-эй! Вы что разорались-то? Спать не даете! Девочки, а что происходит? Ксюшенька, ты же должна была у Лиды остаться! А, Ксения, во что ты одета? Ты выглядишь как пас... Как кто? Проститутка? Скажи спасибо своей младшей дочери! Это она меня так вырядила! Что ты такое говоришь? Правду говорю! Тетя Рита продала меня своему старому знакомому Эдику! А это сутенер! Ну, как вам всем такой расклад, а? Вот это у нее называется подработка! Ты она же пьяная! Посмотрите на нее! Что это вообще за поведение это такое? Кто тебя так разрешил со взрослыми разговаривать? У тебя совесть вообще есть? Ну, появился у тебя парень и так скажешь! И зачем сочинять весь этот бред? Какой парень? А в чем это пиджаке? На платье это ты у меня без разрешения взяла! Риточка, успокойся! Все, что происходит, да? Те, кто дал право разговаривать так со своей родной теткой! И что за парень? И ты ее не слушай! Я с тобой после разберусь, поняла? Молодец, тетя Рита! Молодец! Хорошо, ты всем мозги запудрила, да? А ты знаешь что? Правильно, что мама от тебя ушла! Что ты сказала? А то! Язык прикуси! Коля! Получила? Может это тебя научит уважать старших? Да было бы за что! Я тебе сейчас еще всыплю! Что ты сказал? Я тебе сейчас всыплю! Наглила! Наглила! Колька, ну зря ты с ней так! Да? Ничего страшного, я ей это на пользу! Надо было с детства еще ремня ей давать! Все, Ленка виновата! Избаловала, пылинки сдувала! Вот вам результат! Никакого уважения к старшим! Мам, так и есть! Мама! Почему тебе нет рядом? Если ты темноты боишься, как ты ночью спишь? Во-первых, я не темноты боюсь! Я боюсь больших темных домов! Разницу чувствуешь? Если честно, не чувствую! Тебя когда-нибудь забирали одного в большом доме, Тема? Меня забирали! У меня тогда двенадцать было, сестренка так надо мной подчутила! Какая чудесная у тебя сестренка! Она за головой дружит? Иногда я не уверен! Знаешь, у нее полностью отсутствует эмпатия! Такое ощущение, что она любит только себя! А еще она профессионально лицемерит! Я даже маму просила ее специалисту показать! И что? Да что-что! Мама скандал строила и сказала! Дочка профессора Варанова не может быть социопатом! Да, веселая у тебя семейка! От любящей семей намаз не спекает! Давай спеть! Подписывайтесь! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что ты здесь делаешь? Сплю Ты же должен на полу спать Там холодно Ээээ, руки Не дергайся, давай еще полчасика поспим Потом уже будем ругаться Ладно Потом разберусь Самое главное для нас, женщины Это забота и доброта Если женщина чувствует себя защищенной Она может очень быстро влюбиться в мужчину Ну а как же фактура, харизма? Ну это второстепенно Хотя, нет, харизма, конечно, тоже важна Нет, второстепенно, но важно Нет, спасибо, я три уже слил Ну а вот если Ну ты вообще не нравишься девушке Вот это как-то можно изменить? Это я стесняюсь спросить ты о себе Ну что ж ты такого глобального натворил Что ты не нравишься девушке Ты же у нас красавица-мужчина Плюс умен Прости, пожалуйста, это доча Алло Да, это я моя хорошая Я же тебе сто раз с этого номера звонила Да, запиши это мой мобильный Просто хотела узнать, как ты, родная Мам, у меня все хорошо Ты не переживай за меня А, ты уже и про аварию знаешь? Нет, там все решилось, все хорошо Скажи мне, как ты? У меня все хорошо Работа, правда, нервная И шеф с приветом С мёдом, да Да, да, конечно, звони в любое время Нет, нет, я не забыла про оплату семестра А они могут еще немножко подождать? Хорошо, мам Где папа? Я помню, дай реквизиты для оплаты Ну, с Богом, доченька, да И я тебя люблю Целую Я тебя люблю Пока вам Татьяна, спасибо большое Все очень вкусно Да на здоровье Беги, а то на учебу опоздаешь Оставь тарелку, отец помоет Опять? Что значит опять? У нас здесь все по-честному Разделение труда Я готовлю Леша кофе варит Ты посуду моешь А когда ты успел Отцепиться с моим сыном? Он вообще никого к себе не подпускает Даже до одного отца Вот только не надо так откровенно завидовать Привет Привет Здорово, крестник А где отец? На кухне завтракать О, и я пойду перекушаю А то дочь с утра оладьев напекла А отца не покормила Все тебе привезла Где справедливость в этом мире? Ладно, молодежь Не буду вам мешать Держи Я сама напекла Знаю, ты любишь домашнюю еду Да не стоило Я позавтракал А ты извини, мне пора Подожди Ты в университет едешь? Я тоже Подвезешь меня? Нет, извини У меня другие дела Миха, я что-то пропустил? С каких пор ты сам моешь посуду? С тех пор, как тут одна командирша появилась Ты представляешь Она с Лешкой моими шпилась Теперь они вместе дружат против меня Вообще Страх потеряли Да Дружище Я даже не подозревал Что в тебе Скрыты задатки подкаблучника Так, Шум Ты лучше расскажи Как там дела С душкой Лены обстоят Стопроцентная подстава Потерпевшая Профессиональная аферистка Давняя подруга Риты Барановой Сестры Елены Всего этого не удивляюсь А сама эта Рита Что из себя представляет? Там Гремучая смесь В юности Элитная проститутка Подцепила богатого папика Вышла замуж Потом возник какой-то конфликт Короче Он хотел развестись А она вдоветь И получить наследство В общем Она его траванула Отсидела по полной Недавно вышла Сейчас на УДО Так, Шум разбери с этими аферистами Пусть о девочке отстанут Сделаем Слушай Вкуснотища Может мне самому На Елене жениться? Не хозяйка золота Дай-дай-давай быстрее Поехали на работу Давай, бегу-бегу А нормальный завтрак Нельзя приготовить? Там блинчики, оладушки Сырники Что еще? Вот это что? Ну я еще и овсяную кашу приготовила Ты же сам отказался Я что, лошадь что ли? Овсом питаться Почему колбасы дома нет? А ты ее покупал? А должен был С каких это пор мужик обязан Домашним хозяйством заниматься? Знаешь, Николай Продукты с воздуха не берутся Раньше Елена на свои покупала продукты А теперь я вкладываюсь Знаешь, мои финансы не безграничны То есть, по-вашему, Зинаида Петровна Я вместо того, чтобы работать Должен как баба с авоськами по магазинам бегать? Так что ли? Мам, Коль Но ты же за пивом бегаешь Каждый день ходишь Вот и загляни в продовольственный И купи себе колбасы, пельменей Или что ты там еще ешь Почему я должна вас содержать? В конце концов, я устала Мне не сорок лет И даже не пятьдесят Да, и даже не шестьдесят Мам, я хочу Коль, прекрати Че такого сказал? Что я такого сказал ей? О, кто же А ты куда смотришь? Могла бы пораньше встать как-то Завтрак приготовить А? Ты меня слышишь? Я с тобой разговариваю Смотри Ты куда пошла-то? Я с тобой разговариваю Э! Неблагодарный У кого-то сегодня день рождения? Нет Надо одному человеку вещи вернуть Просто других пакетов не было Кстати, а как пришла вчерашняя подработка? Угорилась И начав работать Поняла, что это не мое Так, Ксюш, что-то случилось? Я не хочу сейчас об этом говорить У меня нет ни сил Ни настроения Я вчера так с отцом сильно поругалась Он на меня даже руку поднял Офигеть, Ксюх Даже боюсь спрашивать из-за чего Да, неважно Знаешь, что я поняла? Что Все эти годы Наша семья держалась только на маме А сейчас она ушла И семья разваливается Так, может, надо попросить тетю Лена вернуться? Нет Я не хочу, чтобы она возвращалась В этот дурдом Моя мама должна быть счастливой И если у нее получится Построить новую жизнь С чистого листа То Я ее только поддержу Ксюх Все настолько плохо? Это нечестно Егор Вадимович Почему едет она, а не я? Я столько лет работаю с вами Я помогала готовить проект Афины А вы берете новенькую Светлана Это не обсуждается Приготовь, пожалуйста, все, что нужно для поездки Командировка продлится два дня Забронируй два номера в отеле Надеюсь, ее на вас не возникло проблем с семьей Из-за нашей командировки Командировки Никаких Я в разводе Мне не у кого спрашивать Не знаю, что, Гори, в таком случае Соболезновать или поздравить В моем случае Это точно второй вариант Егор Вадимович, я все равно считаю Светлана Хорошо Я подготовлю документы Большое спасибо Все свободны Между вами что-то есть Я в жизни не поверю, что педант Егор Мог взять на важные переговоры Неквалифицированного сотрудника Вы же видели, я не напрашивалась Все вопросы можете задать шефу Не забудьте с предприездкой Выполнить свою работу в офисе Вы еще не занесли данные архива в реестр Но тут же работа на три дня Эта работа должна быть выполнена К завтрашнему дню И это не мои проблемы Да Ночка будет долгой Это я жертва А та девочка Она меня чуть на тот свет не загнала А вы говорите Аферистка Ну, ну, не надо Не надо так На тусик Ну, врач же сказал Тебе нельзя волноваться Ну, что же вы, товарищ Человека до слез доводите Да еще здесь В больнице Ну, что, товарищи Будем полицию вызывать Или мирно все решим Ну, Ксюх, идем быстрее Мы на лекцию опоздаем, Ксюх Ты иди, я позже подойду Мне отдать надо Кому, может, я знаю, помогу? Нет Кирюх, у тебя не тачка, а зверь Да я сам ничего Давай Юлька, Кирюха, так дрифтует Полный улет Пойдем Ладно, потом отдам Ксюш, подожди Привет Ну, тебе тоже привет Здравствуй, Лида Вау Ты знаешь мое имя? Конечно Ксюша про тебя много рассказывала Например, то, что Ты лучше вас на курсе Ну, похоже, моя жизнь была Прошла, что не зря Да, мы имя парня запоминать начали Это даже пугает Ксюш, я хотел извиниться За вчерашний ужин Все как-то скомкано произошло Может быть, как-нибудь Встретимся, погуляем Я с удовольствием Моцарт что, реально на нее запал? Не говори глупости Это он назло Настя Выбрал по контрасту с ней серую мышь Чтобы бывшую задеть Тогда понятно А принц там что делает? Не знаю Принесла Бумочка А что у тебя делает твой пиджак? А, ну, вчера просто было холодно И он мне его одолжил Ну, да Ветись мне за кофе Слепки Сахар Молоко Ты торопись, я люблю горячий Эй, мажор Ты берега не перепутал, нет? Она права, Леха Ты перегибаешь палку Почему она должна выполнять твои поручения? Да потому что она меня безумно влюблена А что, не очевидно, что? Да, она два дня Это же как раз по проекту Афины Не знаю, мне кажется, Егор хочет посмотреть площадку под будущую застройку Пришли адрес этой гостиницы И возьми с собой диктофон Да, и не ведись ты на его красивые вещи Ты слишком легко поддаешься внушению Так еще два слова И завтрак будешь готовить себе сам Понял? Ну, послушай, это просто командировка В чем проблема? Я не понимаю Я совсем прекрасно справлюсь С чем это ты справишься? Со своей работой, конечно Кому это ты докладывала о командировке? Я разговариваю со своим мужчиной Он у меня ревнивый, приходится отпрашиваться Твой мужчина? Подожди, я тоже хочу быть в курсе Да, любимая Увидимся дома Хорошо, целую-целую Ты же говорила, что в разводе Так и есть, ушла к другому Сколько тебе лет, чтобы по мужикам бегать? Послушайте, при всем уважении Вас моя личная жизнь не касается Хотела бы я взглянуть на этого убогого Который на тебя клюнул Кому нужна сорокалетняя? Неужели молодых недостаточно? Наверное, пенсионер какой-нибудь Да Да, типа-то вам Любимый, целую Встретимся дома Мне кажется, ваши отношения Разбиваются семимильными шагами Перестань Она просто выкручивалась перед сотрудником Все Слушай, ты уверен, что ей стоит ехать? Ты же знаешь, как Егор на женщин действует? Как удав на кролика У нас нет выхода Скоро аукцион Я не хочу ему еще раз проигрывать Прошлый проигрыш мне слишком дорого стоил Слушай, Лех, а что ты к этой девчонке-то привязался? Ты нас всех заинтриговал? Да я уже дал ответ Держи Стоять Сахара нет Ты мне не говорил, что пьешь с сахаром Ты это сердцем должна была почувствовать Пронеси новый Хорошо Ксюр, ты что творишь? А ну-ка возьми и плесни ему этот кофе в рожу Лех, я тебя не узнаю Ты же раньше никогда на людей не бросался Зачем ты с ней так? Слушай, а меня больше интересует Чего она тебя слушает-то? Колись это что, гипноз? Шантаж угрозуешь? А? Любовь, парни, любовь Ксюр, что происходит? Почему ты выполняешь его приказы? И вообще откуда у тебя его пиджак? Это долгая история А я готова выслушать Знаешь, я ради этого даже на лекцию забью Угу Тебе что от принца надо? От какого принца? Дуру из себя не строй Я об Агапове говорю Вы встречаетесь? А Отвали Ты что творишь? Отмороженое вообще? Я отмороженое Тише, тише Ты нафига это? Идиотка Пошли Ксюша Ксюша Тихо, 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 тихо Помоги Кажется, ногу подвернуло Пошли на лекции Мне надо принести кофе. Тюш, ты что, вообще самоуважение потеряла, а? Так нельзя, он над тобой открыто издевается, а ты вот... Если хочешь, и дальше ему прислуживайся, но я на это смотреть не собираюсь. И что это так себя не уважать-то, а? Что еще? Да, слушаю. А, простите, пожалуйста, я еще не набрала нужной суммы, но я в процессе... Как это не надо больше денег? И иск вы не будете подавать? Спасибо вам огромное! Вы, вы, вы выздоравливайте скорее! Да, спасибо! Спасибо, господи. Ну, одну проблему меньше. Катя, ты зачем ее толкнула? Тебе что, жить надоело? А? Ты с каких пор в ее адвокаты заделалась? Да я о тебе забочусь. Катя, не наступай на те же грабли, на которых я шесть лет назад танцевала. Какие еще грабли? Да я же тебе рассказывала! Лешенька с этой Ксюхой давно знакома. Он ей в летнем лагере прохода не давал. Она его первая любовь, понимаешь? Первая любовь? Да ну ты брось! Если бы любил, то не издевался так над ней. Да ты что, не видишь? Да у Лешеньки при виде нее мозг отключается. Он ведет себя как подросток. Катя, запомни одну вещь. Обижать эту Ксюшу может только Леша. Остальным он за нее голову открутит, понимаешь? Я когда-то пыталась устроить ей темную. Поплатилась за это нашей с Лешенькой дружбой. Он меня теперь в упор не замечает. Разговаривается мне только потому, что я дочка его крестнула. Ёльчик, ты серьезно? А что, похоже, что я шучу? Держи. Горячее, со сливками. Все, как ты просила. Молодец, молодец. Такое что? Ничего. Подвернула. Тебе медпункт надо? А, мне на лекцию надо. Я опаздываю из-за тебя. Ты вообще в состоянии о себе позаботиться, нет? Тебя вообще ни на минуту нельзя одной оставить. Это как без меня жила-то, а? Прекрасно жила, Агапов. Просто прекрасно. Так, так как ты получила травму, будучи моей принципу отдать, поэтому я обязан о тебе позаботиться. Нет, 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 я на тебя жаловаться буду. Тебя куда? В медпункт. Вы с ума сошли? Почему вы деньги не взяли? Это ты с ума сошла. Нужно предупреждать, что у девочки серьезные покровители. Натусик, а ты не видела носочки? Ну вот эти с котиками, я к тебе их на прошлой неделе покупал. Господи, Сережа, в тумбочке посмотри. Какой еще покровитель? Нет у нее никого. А я тебе говорю, что за ней серьезный мужик стоит. И если ты еще раз с ней свяжешься, ты отгребешь по полной. Попомнишь мои слова. Исключено, я бы знала, я бы заметила. Сереня, пошли. У вас золотые руки. А я обязательно эти таблетки принимать? Они снимут воспаление и уменьшат боль. Главное, чтобы ваша девушка какое-то время поберегла ногу. Никаких каблуков. Я не... Слышала? Только кроссовки. Скажите, а в университетской аптеке это есть? Да, думаю, да. Отлично. Сиди, не двигайся, скоро приду. Шикарный у вас парень. Такой заботливый. Завидую. Я скоро вернусь. Да... Вы его просто не знаете. Почему он всем нравится? Он же... Он же тиран. Кристина, не выноси мне мозг. Я знаю, что делать. Можно? Позже поговорим. Здесь все документы, которых вы просили, номера в гостинице забронированы. Спасибо, Сердон. Я, кстати, опасалась, что Елена в последний момент откажется от поездки. Это почему? Она сказала, что у нее очень ревнивый мужчина, с которым она живет. По телефону при мне отпрашивалась. Не знал, что у нее есть мужчина. Да. И, видимо, очень быстро отошла от развода. Извините. Ну, так и не скажешь. Кто мог подумать? Интересная женщина. Брэнди, настоящий шотландский. Надо отметить нашу с тобой первую успешную продажу. Твоя племянница ушла за баснословные деньги. Какой-то малец в лед ее перекупил. Думаю, сможем ее снова выставлять. Ну, конечно, цену придется снизить. А все-таки товар теперь БУ. Давай. Где мои 50%? Ушли. В оплату долга. Так что там с племянницей? Она в деле? Что значит ушли? Это были мои деньги, ты не имел права мне распоряжаться. Да что ты такое говоришь? Ты с темы не съезжай. Что там насчет Ксении? А забудь. Она отказалась, рабовалась. Она еще и в полицию стуканется, не устанется. Литош, ну что ты за человек, а? Ну, тебе поручили плевое дело. Новенькую, завербоватую. Слушай, а может быть, там для меня есть какая-то работа, а? Какой-нибудь там клиент посолиднее. Родная, ты к ней же прости, но ты уже не формат. В твоем возрасте шикарные мужчины встречаются только в сказках. Или в пьяном угаре. Выпьем. Лена, а вы планируете здесь заночевать? Вполне возможно, это нужно до завтра сделать. Ничего страшного, я высплюсь в машине. А что вы делаете? Разве не очевидно? Собирайся вам помочь. Ну. Никаких «но». Дома меня все равно никто не ждет. Так что буду рад провести вечер в хорошей компании. Сбросила. Может, занята. Чем? Времени рабочие. Погоди-ка. Галина, добрый вечер. Алина дома? Нет еще? Нет, спасибо, ничего передавать не надо. Не нравится ему вообще это, не нравится. Слушай, ну с другой стороны, зачем она Егору? Ну, спас мы ее один раз в лифте, но утешим. Она не в его вкус. Ты в этом так уверен? Я даже не верю, что мы все это с вами сделали. Спасибо вам большое за помощь и за угощение. Всегда рад помочь. И если бы не вы, я думаю, что я бы здесь заночевала. Если честно, не очень Русь, пустой дом. А разве у вас нет детей? Как-то не сложилось. У жены были проблемы со здоровьем. Я вам, кстати, не показывал ее фото? Нет, но я с удовольствием посмотрю. А у меня красавица была. Вот. Очень красивая пара. Это мы на отдыхе. Это на пикнике. С друзьями детства. Друзьями? Да, к сожалению, бывшими. Жизнь развела. А почему? А потому что один из трех оказался предателем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой. Ой. Леша. А? Ты хоть из благотворительности на Юльку внимание обрати. Старается девчонка, танцует. Тебе нравится? Ты забирай. Ох. Чего ты ее так бракуешь, а? А сколько лет на тебя сохнет уже? К тому же дочка Крестного. Не в моем вкусе. Да и не хочу потом из-за нее проблемы с Крестным. Миша. Ну да, в принципе, логично. Ну а кто тогда в твоем вкусе? Ксюшка? Не, если да, просто ты скажи об этом быстрее, Моцарх, пока он к ней не привязался. А то он ее уже на новый променад пригласил. Ну да. Слова-то какие знаешь. Променад? Так чай, Валентоний, с тобой на пару. Три года срок мотажа, а? Правда, если серьезно. Ну, не мучай девчонку. Не твой она формат, не клубный. Да и к тому же с Моцартом неспокойнее будет. Нравится он ей? А что, похоже, что я играю? Давайте я вас подвезу. Нет, нет, спасибо, я уже такси вызвала. Будет через минуту. Ну тогда ладно. Встретимся завтра? Да, спокойной ночи. Всего хорошего. Он тебя уже и домой подвозит? Быстро вы успелись. Почему ты не сказал, что вы были друзьями? А какое-то имеет значение. Большое. Кто из вас кого предал? Поехали домой. Ты мне не ответил. Догадайся, из двух раз. Поехали. Поехали. Ты всегда так поздно возвращаешься? Гуга, ты мазохист? Зачем ты это здесь держишь? Зачем ты приехал? Хочу лично контролировать процесс. Не забывай, мы компаньоны. Если прогоришь, ты без денег останусь и я. Ты уже обработал помощницу? Она уже готова родить тебя в огонь, воду и взятку передать. Ну, ты же не хочешь в случае провала в санкции ремонт за взятку в особо крупную. Так что, если ты ее еще не дожал, используй экспресс-метод. Какой еще метод? Пересписни. Не зря же вы в командировку вместе едете. Идеальный вы. Кстати, я у тебя пожал. Не хочу тратиться на гостиницу. Ты же знаешь, у нас у обоих сейчас. Диктофон. Записывай все их разговоры, поняла? Есть шеф, принято. И не введись на его заигрывание. Хорошо, поняла. Это что за порнография? Это... Это тебе там точно не пригодится. Вам не кажется, что это уже перебор? Не кажется. Бери вот эту. Бери. Хорошо. Ты зачем приехал? Телефон давай. Иначе сам отберу. Зачем? И не смей удалять. Хозяин? Ты больной, Агапов. А как надо было записать? Муж? Тиран. Ты только за этим приехал? Нет. Слышал, с Валеркой свидание намечаете? Да. Даже если это так, это не твое дело. Отменяй. Что? Что слышала? Ты не пара, Моцарт. Он просто забавляется на него в куть. Иначе. Даже если это так. Тебя это не касается. Не отменишь. И родную племянницу. Убедить ее, что она сбила человека. Угрожать тюрьмой. У этой Риты точно не все в порядке с головой. Да. Ты только о Лене не говори. У нее и так проблем хватает. Позвольте мне самой решать. Хватает мне проблем или нет? Ты почему мне сразу не сказал, что Ксюша подставила Рита? Успокойся, Лен. Мы все порешали. Лен, подожди. Лен! Не то. У тебя вообще без слез не взглянешь. Тоже мне сайты знакомств. Ни одного нормального мужика. Стоять! Ты что? Слез, ты как-то до ума хватило подставить мою дочь. Зачем ты организовала эту аварию? Зачем? Я не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь, Ритя. Ритечка, прошу тебя, все, хватит. Иначе я... Иначе что? Что ты сделаешь-то? Убьешь меня? Давай, валяй! Интересно, как Ксюша отреагирует на то, что ты убил ее родную мать? То есть меня? Убьешь меня! Эльфтагрид, ты отказалась от нее еще до ее рождения. Да, дала ее мне. Она моя дочь. И я не позволю тебе ломать ей жизнь. Лучшее, что ты можешь сделать для нее, это оставить ее в покое. Смирись. Это моя семья. Я у тебя ее забрала. Это моя мать, это моя дочь и твой муж. На самом деле он мой. Ты, кстати, знала, что Коля он родной отец, Ксюша? Ну, знала, знала, нет? Или ты думала, что он женился на тебе, чужила и воспитывает чужого ребенка? Или ты думала, что он из любви к тебе, Лена? Я, конечно, видела жалких неудачниц, но тебе, Лена, о них далеко. Любимая, ты скоро? Нам пора ехать. Это кто? Это кто? Это с тобой? Поехали. Николай можешь оставить себе. Дарю. Поехали. О, красавица. Фух. О, парни. Если так же сыграем вечером, победа за нами. Предлагай по этому поводу в клуб зарулить, отменить победу. А, ты сначала выиграй. Противник хорошая защита. Слушай, аналитик. Хороший, стать своим скептицизмом, портит малину. Ребят, я пас. Оторвитесь за меня. Слинять хочешь? Или у тебя сэшн с новой бэйбой? Я Ксюшу на ужин пригласил. Снова? Моцарт. Походу, тебя фанатка круто зацепила. Или ты Настюху позлить хочешь, тем, что променяла на простушку. Алло. Привет, Ксюша. А, не сможешь? Может, завтра? Тоже планы. Ну, хорошо, тогда увидимся еще. Да, только не говори, что она тебя продинамила. Похоже на то. Но, знаешь, это подогревает интерес. Ну, ладно. Ну, вот и все. Я не понимаю, честное слово. Зачем отказываться от встречи, если ты так от него фанатчала? У нас с ним все равно. Ничего бы не получилось. Ты даже не попробовала. Все, давай сменим тему. Хорошо. Слушай, если тебе со мной нравится, так Валера, почему бы тебе с ним не пообщаться? Мне? Угу. Это что, шутка-минутка была? Нет. Так, подруга, давай смотреть объективно. Где я? Где он? Это все равно, что скрещивать чайку и гамадрила. Причем в роли чайки, увы, не я. Лиза, как что-нибудь скажешь? Не, ну а что, нужно смотреть правде в глаза, я считаю. Все, пойдем, на лекцию опоздаем. Я оплатил обучение твоей дочери. Спасибо, Егор тоже дал аванс. Правда, за семестр сплатить не хватит. Сможешь в таком состоянии работать? Не беспокойся, смогу. Да. Сестрой тебе не повезло. Это еще мягко сказано. И муж у тебя тоже не подарок. Кажется, я начинаю понимать, почему ты в ту ночь оказалась на мосту. Да нет, просто дура. Дура, не видела очевидного. Знаешь, начинай всерьез думать, что он был рядом со мной ради Рита. Да выбрось это из головы, он уже давно в прошлом. Все. Просто обидно. Я же его идеализировала, думала, он герой, спас меня. Помог мне после смерти папа. Ксюшу на ноги поставил. А оказалось... Все, пора. Чем это, Дан, привез? Спасибо. Все в порядке? На самом деле, у меня уже никаких денег нет. Все, что было, Эдик, он уже передал новому моему зятю. Есть автосалон на Садовой у Анатольевича. Вы поговорите с ним, может быть, он согласится мой долг отдать. Поговорю. Но если к вечеру бабла не будет, потом не скули. Риточка, кто там? Ошиблись дверью, пожалуйста, уходите. А я думала, Лена приехала. Переживаю я за нее. Вот где она сейчас, на что живет? Да хватит уже трепать нервы и себе, и мне. Приезжала твоя Лена сегодня с ухажером новым, солидным таким. Она живет лучше нашего. Что ты говоришь? Как же так? Да она просто променяла одного мужика на другого, более денежного. Господи, это же верх непорядочности. Бедный мой зять. Это после того, что она бросила Колю. Он для нас так много сделал. Сама в шоке, я не ожидала такого-то сестры. Рита. Проект, конечно же, денежный. Желающих ухватить этот лакомый кусочек предостаточно. Но ваше предложение, мне кажется, интересным и конкурентоспособным. Очень рада это слышать, Борис Фемич. Очень. Ну, вот и чудненько. Предлагаю выпить за наше дальнейшее сотрудничество. Давай, я. Не-не-не, мне не надо. У меня аллергия на алкоголь, я не буду. Как это? Я впервые такое слышу. Давайте, давайте. Не обмыли, не заключили. Всего рюмочку. Иначе ей обижутся вообще. За успех до дна. А у меня серьезные претензии к аналитическому отделу. Почему вы учли в расчетах возможную упущенную выгоду? Прошу меня извинить. Слушай, надеюсь, у тебя что-то важное, потому что ты меня с совещания выдерывала. Шеф, у нас чипы. Они меня напоили. Но я не хотела пить честно. Он просто сказал, что я самая красивая женщина на земле. Вот. Я решила предупредить. Где? А я уже куда-то лето? Что? Я прячусь? Я покоси, я в какие пароли не сдала. Я только долго здесь не смогу держать оборону. На меня упорщицы косо смотрят. Значит так. Иди к себе в номер, запрись и никого не впускай, пока я не приеду. Затем пастить тебя буду, чтобы ты опять ни во что не вляпывалась. Хорошо. Господи, за что мне все это? Ну, что сказали в деканате? Мама оплатила обучение на год вперед. Вау, она что, банк ограбила? Нет, у нее просто новая работа. Ну, подожди, сумма-то большая. Ну, да. Может, она кредит взяла? О, кредит. Нет, запросто. Слушай, а может, просишь маму заодно тебе деньжат подбросить? Ну, ты вообще на миле и на столовке экономишь. Ну, знаешь что? Буду стройнее. Вот. Я не хочу просто маму по пустякам беспокоить. Постараюсь найти подработку как можно быстрее. Только, пожалуйста, в голодного моряк не бахнешь. Хорошо, пока будешь искать свои подработки. Не дождешься. У меня дома есть и картошка, и макароны, и куча маминых соленьев. Так что, все хорошо. Тебе не кажется странным, что Лешка зачистил наш корпус? Экономфакт же в другом находится. Или он к Валерии? А я откуда знаю? Смотри, это он нас зовет? Зовет, но не нас. Лид, ты иди. У меня тут дела возникли. Какие еще дела? Я потом расскажу. Что за шоу? Тебя лучше знать. Что тот друг хочет от моей подруги? Понятия не имею. А ты не знаешь, почему она отменила ужин со мной? Сама в догадках теряюсь. Агапа, тебе не надоело феодала изображать? Что за барские замашки? Подожди, я еще только в раж вошел. Садись. Нет. Я с тобой никуда не поеду. Хочешь хайп со своего фото в интернете словить? Могу прямо сейчас его запостить. Урод. Миронова, к укулисту сходи. Я красавчик. Только это почему-то видит тебя, кроме тебя. Садись. Подруга, ты, конечно, извини, но если ты не подшустришь, эта мышь уведет его у тебя. Просто очередная игрушка. Поиграется и выбросит. А я терпеливая. Я буду рядом. Подожду. Я на себе в зеркало буду смотреть, а? Ой. Ну, что ты дочери своей скажешь? Что мать твоя мотахарей была на старости лет-то? Стыд какой, а? Все. Пойду. Задамся. Да что б тебя. Ну, я же не по своей воле, я по принуждению. Хорошо посидели. Отлично. Завтра еще поедем участок, посмотрим и проговорим кое-что. И считай, что тендер у тебя уже в кармане. Только там сумма, понимаешь, была солидная. Любой труд должен хорошо оплачиваться. Ты правильно мыслишь. А где твоя дама? Помощница? Да. Она совсем не умеет петь. Пошла в номер, ее тошнило. Вы уж извините. Жаль, конечно. Бабец-то она ничего. Может быть, не первой свежести, но я бы ее... Лично я у тебя ничего не занимал, так что исчезни, пока я полицию не вызову. Понял? Ну, Маргариту Баранова, вы знаете, она сестра вашей жены, верно? Вот пусть Маргарита Баранова свой долг сама и выплачивает. Понятно? Проваливай. Что ж, мое дело предупредить. Давай, давай, давай. Твоя своя чувство что, совсем сбриняло? Нафига у таких людей деньги брать? Я не знаю. Ты куда? Домой, куда? Действительно, все беды от баб. Вот, пожалуйста, ваш стол. Спасибо. Прошу. Спасибо. Ты зачем меня сюда привел? Выбирай. Ты цены видел? Значит, так. Сейчас делаем вид, что мы не голодны и спокойно отсюда уходим. Да подожди, не дурит. Заказываешь, что хочешь, а то постоянно обедаю. Вот буржуй. У меня денег даже на чашку кофе не хватит. Я угощаю. Так. В чем подвох? Ну, скажем, я социально ответственный феодал. Должен кормить свою челядь. Челядь. Значит, я челядь. Доставай свою кредитную карту. Так. Хорошо. Что дальше? Будешь платить по факту заказа. А я буду есть. Начнем с супов. Так. Что самое дорогое? Угу. Суп с трюфелями. Трюфеля. Звучит не очень, но, надеюсь, съедобно. Дальше. А, так. Медальоны с фуа-гра. Пойдет. Берем. Ой. Открывай, это я. Чем докажешь? Код твоей банковской карты 4500. Запомнил. Тебя хоть на минуту можно оставить, чтобы ты при этом ни во что не вляпалась? Правильно. Ругай меня, ругай. Я же всего лишь никчемный бобец, не первой свежести. Какой еще бобец? Какой свежести? Не первой. Так, что ты пила? Понятно. Ну, все, все. Тихо, не надо. Успокойся. Господи, черт меня дернул с тобой связаться. Ну, успокойся. Успокойся. Я не это хотел сказать. Тихо, тихо, все будет хорошо. Доченька, не волнуйся. Все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Вы хоть знаете, сколько она должна? Чего ты молчишь? Как у тебя вообще мозгов хватило у таких людей занять? Я не могла приехать домой без подарков. Да ты столько заняла, что могла бы на собственной машине домой приехать. Куда остальные-то дела? Дура, отдай хотя бы то, что осталось. Коль, да нет у меня ничего. Ты знаешь, я не могу экономить. Может, ты и не права, но я когда освободилась, я столько лет жизни не видела. Что я хотела наверстать упущенные годы. Наверстала? Я тебя поздравляю. Ты понимаешь, что это только начало? Они тебя в покое не оставят. Коль. Что? Пожалуйста, помоги. Я без тебя пропаду, Коль. Николай, Рита права. Ты у нас единственный мужчина в семье. Так, все, успокойтесь. Хватит перекладывать с больной головы на здоровую. Я отказываюсь в этом участвовать. У меня денег нет. На самом два кредита. Слушайте меня внимательно. Делайте, что хотите. Но чтобы вот эти вот коллекторы меня больше не доставали. Это понятно? Прекрасно. Раз так, я думаю, пришло время с тобой попрощаться. О, как. Да? С Леной ты теперь не живешь. А это ее дом, а не твой. Поэтому будь любезен. Освободи нашу жилплощадь. Бегу и падаю. Я никуда отсюда не уеду. Что? Что слышали? Ты жила, чтобы в своем доме меня так? Я тут подумала. Может нам квартиру разменять? Ну, Коля как раз съедет, а у нас будут свободные деньги, чтобы закрыть долг. Что ж ты такое говоришь, доченька? Это же квартира папы. Профессора Баранова. Автора пяти монографий. Я уверен, здесь будет музей. А ты разменять? Мам, прости меня. Я не знаю, что я говорю. Я просто в таком отчаянии. Как же все вкусно. Ну, рада, что понравилось. Слушай, ты, конечно, странный. Мне иногда кажется, у тебя раздвоение личности. Ты иногда вот придурок придурком, извини меня, конечно. А иногда такой, ну... Какой? Проехали. Ну, скажи мне, почему ты со мной возишься? Мне с курсом, ты меня развлекаешь. Значит, я для тебя клоун, да? Да, 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 типа того. Ты все-таки странный. Скажи мне, а у тебя в детстве никаких травм не было? Может, тебя женщины поищали или бросали, например? Так, ешь свой десерт. Ты когда молчишь, симпатичнее. Да, пожалуйста. Знаешь что? А давай я себя буду вести отвратно. И тогда ты от меня достанешь. Чем сложнее, тем интереснее. Ну, тогда, может быть, я буду твоей девочкой. Ты заскучаешь. И отвалишь от меня. Дедочка, все равно это может быть какое угодно. Я тебя никуда не уйду. Вот опертый, а. Ну, ладно. Посмотрим. Может, хватит уже на сегодня? Может, хватит. Может, нет. Скучный ты. Ой. Зато ты у нас слишком веселая. Знаешь, это самое обидное, что я поверила, что Егор хороший человек. Да, меньше идеализируй людей. И не будет тебе разочарований. Как ты сам с собой живешь-то, а? Ну, ты же зануда. Да. Тосклив тебе, наверное. Выпей. Зачем? Ты ведь никуда не собираешься ехать. Будешь меня караулить до утра. А я хочу посмотреть. Ты когда выпьешь, зануднее становишься. Ну, надо же. Послушался. Просто боюсь, что целый вечер с тобой в одном номере на трезвую голову. Я не выдержу. До дна. Здравствуйте. Здравствуйте. Уезжай, пожалуйста, быстрее. Ты меня стесняешься? Я просто боюсь, что соседи могут неправильно понять. Все же они могут неправильно понять. Ну, подумают еще, что мы с тобой встречаемся. А я бы не хотела обкладить сплетни. Другая бы на твоем месте гордилась, что такой крутой парень, как я ее до дома подвозит. Агапов, не льсти себе, ладно? Все, я пошла. Надо же. Что ж это делается? Интересно, Зинька-то знает? Алексей, тут к вам приехали. Я говорила, что вас нет дома, но я решила подождать. Здравствуй, сынок. Что, даже не обнимешь маму? Галина, спасибо, вы ждете. Зачем приехала? Что за глупый вопрос? Соскучилась по сыну? Если ты к отцу, его нет дома. А даже если бы и был, денег он тебе не даст. А ты жесток. Учителя были хорошие. Где дверь, знаешь, и не приезжай больше, не трать пустую, ни мое, ни свое время. Алекс, я прождала тебе два часа. Неужели так трудно несколько минут уделить матери? Я предупрежу охрану, чтобы закрыли за тобой дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А про перес на сгоряча ляпну. Ну, я тоже много чего могу сгоряча ляпнуть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятное дело, что я во всем хочется на тебя полагаться. Ага. Рита, учите, я не банкомат. Нужны деньги, клинки обращайтесь. Ну, подожди. Глупо быть с мужчиной, если он не может материально подстраховать. А ты что, со мной все это время из-за денег все было? Ну, иди на панель, там как раз за эти услуги платят. Ну, нет, все-таки мать была права. А? А нахрена тебе нужен, если от тебя нет толку в семье для красоты? А тебе только Лена терпела, приспособленец. Кто бы говорил, ты всю жизнь за счет других живешь, легких денег и чешешь. Господи, что я бы тебе нашел? Да то, что Лена в тебе нашла. Если ты деньги в семью не носишь, только жрешь, спишь, был бы у тебя толку в постели, да и там-то никакой. Уж поверь, мне есть с кем сравнить. Пошла вон шалова отсюда. Лена правильно сделала, что променяла тяну для меня. Ни на кого она меня не променяла, идиотка ты. Вот и увидишь, она сама ко мне прибежит, как только узнает, что я с тобой порвал. Поняла? Я тебя в ту ночь правда за маньяка приняла. Ну, какой нормальный мужчина будет затаскивать женщину в машину среди ночи. Ну, ты тоже на меня незладимое впечатление произвела. Я всерьез подумал отвезти тебя в психушку. Знаешь, что остановила? Что ночью она наверняка была бузяка. У меня созрел тост. Так. За незабываемую встречу. Скажи, а ты правда бы прыгнула? Возможно. Я думаю, что я была в состоянии аффекта плюс алкоголь. Тогда все на меня навалилось, и смерть цены. Увольнение, ссора с Ксюшей. И, как вишенка на торте, мой муж изменил меня с моей сестрой. Ксюша. Ну, да. Интересно у тебя, сестра. Ты слышал наш разговор, Петр? Тебя есть за что уважать. Не каждая вырастет чужого ребенка, как своего. А Ксюша мне не чужая. Ксюша моя дочь. Ну и что, что я родила? А не я. И что? Я Ксюшу никому не отдам. А Рите голову сверну за нее. Да. Моей бывшей столбой у тебя поучиться, как нужно любить свои дети. У них с Лешей совсем плохие отношения? Ну, их вообще нет. А ребенок он всегда чувствует, если он не нужен. И наоборот. Я до сих пор не могу поверить, чтобы с Лешкой нашли общий язык. Это потому, что мы дружим против тебя. Давай договоримся. Это ничего не значит. Абсолютно ничего. Зараза, это ты виновата. Из-за тебя мой сервис сгорел. Что происходит? Папа, почему ты кричишь? Да как не орать-то? Как не орать? Ночью какие-то уроды сожгли мой сервис. Все сгорело. Все, включая машины клиентов. Господи, мне в жизни не расплатиться. Она виновата. Из нее долги приходили выбивать. Она ко мне их направила. Сама с полицией будешь разбираться. Поняла? Страховой тоже. Теперь ты мне денег должна. Господи, Копенка была права. От тебя дни беды. Господи, не смей с больной головой на здоровую. Друг, это твои враги. Дурой-то не надоело слепой прикидываться. У меня законный бизнес. А эта придурочная заняла денег у криминала. Что ты сидишь, одеваясь в полицию? Показания подавать буду. Пап, пап. Мамочка, мне нельзя в полицию. Мне нельзя в полицию. У меня же словно досрочная. Мам, хорошо, хорошо, доченька. Ты сидела? А Америка? Как Америка? Какая нахрен Америка? Это твоя бабушка сказочку придумала, чтобы перед знакомыми не опозориться. У нас образцово-показательная семья. У тебя дед этот академик. Не дай бог, кто узнает, что наша младшенькая доченька зыченька. Не смей, не смей так разговаривать с Риточкой. Бабушка, 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 спокойно, сердце, две таблетки, таблетки, все, воды, быстро, воды. Господи, почему мама ушла? А потому что твоя мама умная, вовремя сбежала из этого дурдома. Да, доброе утро, Эйкор Вадимович, да. Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее. Я же предупреждала, мне нельзя пить. Спасибо за внимание. Хорошо, хорошо, скоро буду. Что-то я еще раз хоть каплю в рот. Приснится же такое. С добрым утром. Если, конечно, оно для тебя доброе. Ой, мамочки. Мы же не могли. Или могли? Только не говори, что ты ничего не помнишь. Это совсем крыша. О, Клим. Только это ничего не меняет и ничего не значит. Да? Вчера перепели слегка. Окей. Ну и отлично. Крестный привет, сможем уголовное против этого модельного возбудить? Нет, девушку светить нельзя. Она случайная жертва, не хочу репутацию портить. Понял. Тоже вариант. Дядь, чем позже созвонимся. Спасибо тебе за помощь. Агапов, ты когда-нибудь угомонишься? Агапов, ты когда-нибудь угомонишься? А встретимся на лекции? Лид, Лид. У меня сегодня баскетбольный матч. Придешь за меня болеть. Вот это для тебя. И не говори, что я тебе не забоюсь. Сам подготовил заранее. Так сказать, хочешь устроить мне прилюдную экзекуцию, да? Опозорить. Агапов, ты издеваешься? Я это с собой на матч не возьму. И не забывай громко кричать. Леша, вперед! Ты учти, если будешь халявить, я все увижу. Матч на видео записывается. Я не буду этого делать. Если хорошо справишься, искачу срок еще на неделю. Быстрее от меня отделаешься. Не найди жопу. Матч сегодня в пять часов в главном корпусе. И не вздумай опоздать! Рядом линии электропередач. Есть дорога. Есть грунтовые воды. Замеры мы уже сделали. После фильтрации она вполне пригодна для битья. Я думаю, это идеальное место для строительства. И я того же мнения. Думаю, вы не прогадаете, если укажете этот участок для тендера. Мы можем с вами тет-тет-тет? Конечно. Елена, вы позвольте? Да-да, конечно. Пойду посмотрю. Здесь так красиво. Как у вас с Дарьей? Не зря я вас познакомил. Она чудесная девушка. С большим сердцем. И с большими связями. Участок я вам указал. А вот финальные цифры тоже не моя компетенция. Нужен выход на главного специалиста. И здесь Дарья будет вам в помощь. Как вы будете ее обрабатывать, это уже ваше дело. А впрочем, я наслышанно вы и профи. Очень ловко использовали сестру Агапова для того, чтобы утопить своего главного конкурента. Вот жаль, не дотопили. Его фирма тоже заявляется на тендер. Поймите правильно, если не найдете выход на главного специалиста, вы проиграете Агапову. Я не проиграю. Елена, вы забыли сумочку? Ой, да. Благодарю. Все удачно. А тут. Что это? Это разговор Егора с Борисом Ефимовичем. Я на всякий случай записала. Не знаю, может, там ничего интересного. Правильно сделала. В машине послушаю. Вы когда с Егором возвращаетесь? Наверное, прямо сейчас вот нужно только вещи свои собрать и все. Переговоры ведь прошли успешно. Ну да, кто бы сомневался. Не знаешь, где мой чемодан? Вон позади тебя. Что-то еще? Нет, ничего. Как можно не понимать, что для мужчины одна ночь секса, ну ничего не значит? Лен, по крайней мере для этого. Лен, вот ты как могла вляпаться в такое, а? Как? Дура. Как мне теперь с ним общаться? Давай! 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 Агапов, вперед! Агапов, давай! Чтоб тебе пусто было. Ты даже после этого будешь утверждать, что не нравишься ему? Зачем она это делает? Он же ей не нравится. Смотри, Леша к нам идет. Он точно на тебя смотрит. Прости, дорогая, но я не видел тебя должного энтузиазма. Поэтому срок твоей службы недель не сокращается. Агапов, а ты не боишься, что я тебя придушу? В своих объятиях? Нет. В своих мечтах. Иди и поговори с ним. Воспользуйся их ссорой. Думаешь? Нет, ну реально. Мы сегодня были просто нереальными. Определись, реально или нереально. Нереально. Ребята, выйдите пока. Окей. Да, крестный. Нет, фото есть, но я их тебе дать не могу. Они слишком интимны. А этот урод использовал фотошоп, чтобы Ксюху без ее ведома на аукционе продать. Лучше попробуй организовать подставной лот. Хорошо. Спасибо за помощь. Крутая машина. Ночью. Нюра, ты прости меня, но ты что-то путаешь. Да нет, Ксюша не могла. А я тебе говорю, она это была. Машина дорогущая. А за рулем парень красивый, такой молодой. Если бы у Ксюши был молодой и красивый парень, она бы мне обязательно все рассказала. Познакомила. Познакомила бы. Зим, ну наивная ты, честное слово. В каком веке мы живем? Молодежь творит, что хочет. Но вспомни. Много ты о Риткиных похождениях знала. Хотя весь район обсуждала. Ты чего? Значит так. Я прошу тебя, покинь мой дом. Я не хочу общаться с человеком, который распространяет сплетни о моей семье. Какие сплетни? Я правду говорю? Хорошо. Я уйду. Только потом не жалуйся, что я тебя не предупреждала. Не надо провожать. Где дверь, знаю. Да нет, не может этого быть, чтобы Ксюша нас так подставила. Я наслышан, вы профи. Очень ловко использовали сестру Агапова для того, чтобы утопить своего главного конкурента. Вот же они дотопили. Машка, ты чем думала, когда я ему информацию сливала? Ты понимаешь, что теперь наша фирма на грани банкротства? Егор использовал наши же проекты против нас. Братик, прости. Откуда я могла знать, что Егор так сделает? Он же мой муж. И твой лучший друг. Как я могла ему не доверять, а? Маша! Машенька! Этого не может быть. Это не она. Маша! Маша! Тихо! Это не может быть! Тихо, 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 тихо. 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 Тихо, слышишь меня? Тихо. Тихо. Да уж, Лид, зря только лекции прогуляла. А мне понравилось. Я даже не думала, что Моцарт умеет играть в баскетбол. А еще перед Валерой опозорилась этим плакатом, да. Хуже уже быть не может. Ксюш? Что? Кажется, может. Лида, как же так? Он же обещал этого не делать. Все, ребят, всем пока. Счастливо. Если есть что прикрывать, прикрывайте. Агапов, выходи! Вау! Для музыканта ты не че так? Че здесь забыла? Если ты с самого начала планировал выложить мою фотографию, то зачем ты устроил весь этот цирк с шутажем? Ты о чем? Объясни толком. Вот. Что ты за мужик такой? Так, одно название. Ксюш, подожди, я не выкладывал. Козел? Он и в Африке козел. А я дура подумала, что у тебя Ксюхи серьезная. Моцарт. Слушай, а твоя фонатка, горячая штучка. Я теперь понял, почему ты за ней гадал. Эй, че ты удалил? Эй. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Папа. Вы в порядке? Да-да. Просто грудь немножко задавила, знаете. Что? Что-то вроде дурного предчувствия. Понимаю, у меня тоже такое было пару раз. А я дураков не обратил внимания. Вы верите в предчувствия? Не знаю, предчувствия это или муки совести. Я вот так однажды целый день ходил. Она на душе как камень была. Жена названивала. Раздражала. Честно говоря, не до нее было. Хотя в голове ей вертелось все время, что надо ей перезвонить. Отвлекала. То одно, то другое. Не так по мелочам. А в тот день домой поздно приехала. Я уже там не был. И куда она пошла? На мост. Я вот все думаю, если бы я ей перезвонил бы тогда, не было бы этого моста. Понимаете? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Ну, последний вариант. Мне нравится все больше. Но еще раз нужно сверить с брифом заказчика, чтобы не было лишних отклонений. Как скажете. Спасибо, можете идти. Значит, продолжай за ней следить. Если что, сразу звони. Все в порядке? Не очень. Может быть, ты в курсе, что там у Елены опять случилось? Она только что сорвалась с работы. Такси вызвала на свой старый домашний адрес. Вы же с ней вроде договаривались, что она пока не будет контактировать с родными. Так, все, с меня хватит. Я нанял ее, чтобы решать проблемы, а не создавать новые. Ты же не убивать ее собираешься? Хуже. Увольнять. Подожди. Нельзя так сразу, с плеча. Не удерживай меня. Егор Вадимович, если бы я сразу знала, я бы... я бы приехала. Это... это все Елена мне не рассказала. Это я попросил ее, чтобы она никого не беспокоила. Тем более, все в порядке. Ничего не в порядке. Вы же могли умереть. Но ведь не умершь. Возьмите, пожалуйста. Вы... вы... очень душевный человек. Егорушка... Даша... Помешала? Дед, что ты, проходи. Ты когда прилетела? Почему не предупредила? Слышите. Утром... Хотела сделать тебе сюрприз. Ну, у тебя это лучше получается. Я, пожалуй, пойду. Спасибо, что навестили, Светлана. Не знала, что у тебя такие близкие отношения с администратором. Ой, не обращай внимания. Я-то просто слишком эмоционально. Только что узнала об аварии. Расскажи лучше, как у тебя все прошло? Удалось заключить контракт? Да, все отлично прошло. Это... ты расскажи, как ты попал в аварию? Тебя что, подрезали? В общем-то, сам виноват. Задумался о проблемах, которые навалились в бизнесе. Мы... Что случилось? Я могу чем-то помочь? Не хочу тебя грузить. Егор! Мы скоро поженимся. Поэтому твои проблемы, это мои проблемы. Давай, рассказывай, ну. Дружба моя. Какая заботливая. Помнишь проект Афины? Ну. Ты же знаешь, насколько он для меня важен. Буквально вчера поступила информация, что один из моих конкурентов хочет на тебе быть. Теперь я не знаю, какую финальную сумму выставить, чтобы выиграть авиационно, но при этом не прогореть. Вообще ума не приложу, что делать. Это все? Из-за этого ты переживал? Я все решу. И как? Секундочку. Алло. Папочка, привет. Есть минуточка? Угу. Спасибо. Если что, звони, заберу. Хорошо. Агапов, подожди. Зачем ты это делаешь? Делаю что? Ну, помогаешь мне. Пусть я фотографию не выкладывал, но все равно косвенно виноват. Не люблю себя должником чувствовать. Но ты не привыкай к хорошему. Как только разрулим ситуацию, все вернется на кругу своя. Кто бы сомневался. Ладно. Пока. Девочка моя, они у тебя дома что, все с ума посходили? Не знаю, тетя Вера, я сама не понимаю, что происходит. Проходи, я скоро закончу, поедем вместе домой. Спасибо большое. Я как можно скорее постараюсь жилье найти. Хочу попросить место в общежитии. Конечно, если меня из-за института не отчислят. За что это? За аморальное поведение. Пусть только попробуют. Я на них в суд подам. А за жилье не беспокойся. Можешь жить у меня сколько захочешь. Спасибо большое. Как ты с такими тяжелыми вещами ко мне добралась? На такси? Нет. Меня подвез один знакомый. Хороший у тебя знакомый. Рада, что у тебя есть еще кто-то, кто не бросил педе. Проходи. Спасибо. Спасибо. Леночка, привет. Что-то я тебя давно не видела. Что-то наша Ленка совсем нос задрала. Как съехала. Слышала у нее с мужем проблемы. На развод подала. Я сама письмо из туда видела. Почтальонша показывала. Неудивительно, что Ксюша по наклонной пошла. Когда матери в доме нет, некому проконтролировать. Смотри. Интересно, к кому? Мужчина! Здравствуйте, вы к кому? Может, подсказать квартиры на каком этаже? Спасибо. Сам разберусь. Что-то я его раньше не видела. Пойду разберусь. Кто его знает? Может, вор. Правильно. В неспокойное время живем. Рита! Рита! О, наконец-то явилась. Ничего не хочешь рассказать? Это вы ничего не хотите мне объяснить? Как у вас у всех ума хватило выставить ребенка на улицу? Вместо того, чтобы выслушать ее, понять... Зачем ты втянула ее в это? Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Все ты прекрасно понимаешь! Сама проституцией занимаешься и хочешь, чтобы Ксюша туда же пошла! Зачем ты оскорбляешь сестру? Мам, сними ты уже свои эти розовые очки. Ты что думаешь, я тебе прощу это? Да что ты мне сделаешь? Вот для начала вот это. Лена! Коля, помоги! Что ты стоишь? Не, я в бабе ее дела не полезу. Пусть сами разбираются. Лена, что ты делаешь? Я тебе говорила, что я убью за свою дочь. Я еще по нету не проходил. Говорила! Куда? А я это... Вы думаете, что я шучина? Я по-соседски. Сплетни разносили? Как ты могла ее подставить, чтобы человек такой? А вы, собственно говоря, кем вы будете? Я думаю, что я ворола? Полиция, а не зятя. Зятя? А Николай тогда кто? Что ж ты за человек такой? Лена, успокойся! Все, хватит! Все, пойдем отсюда! Она подставила мою дочь, я ее убью! Все, ну так! Тебя чуть не убило от издавления! Полицию напиши! Давай, иди, пиши! Ты думаешь, у меня нет ничего на тебя? Да что она тебе сделала? Мам, мне что, весь список огласитель? Э, слышь, ты кто такой? Так, все, пойдем отсюда. Спокойно, никуда нас с тобой не поедут. Успокоились! Вы что тут, совсем что ли все? Ты здорово придумала, значит, сама свалила. А нам все это разгребали? Смотри, дома срач какой! Холодильник пустой, ничего не убрано. Мне, что ли, с этим совсем разбираться? Ленок, ну все, погуляла и хватит, да? И что это за шуточки сразу? Я тебе его не дал, ты слышишь? Так, тихо, тихо. Для справки, у нас разбудят в одностороннем порядке. Твое согласие не потребуется. Так, все, сумка, идем отсюда. Я еще не закончила. Пасак, пасак, пасак. Пошли. Говорила, что? Как стыдно в этом возрасте оставить семью. Ты почему ее не остановил? Она твоя жена! Что ты руку мне не сломал, урод? Ты хоть иногда думай, а потом уже делай. Что бы ты сделал на моем месте? Да прибил бы всех. Чем я хуже? А, кстати, где начальше? Поехали заберем. Ты чего? Садись давай. Заберем куда? К нам домой. Пусть с тобой поживет, пока ты у меня работаешь. Ну что, мы едем или нет? Хорошо. Ну что, Зинаида Петровна, довольна своей доченькой? На весь двор нас опозорила. Думаете, соседи не слышали, какую она тут истерику устроила? Мало того, что Ритку чуть не придушила, еще любовника привела. Зараза, чуть руку мне не сломала. Нет, ну теперь понятно, в кого Ксюха такая уродилась. Гулящая. Всям Ленку. Коля, не добивай. Значит так, тещенька, я требую моральную компенсацию. Какую компенсацию? Денежную. За все мои впустую прожитые годы в этой семье я имею полное право рассчитывать на четверть этой квартиры. Потому что по вине вашей младшей доченьки я лишился бизнеса, это ее кредитор уничтожили мой автосервис. А ваша старшая доченька полностью уничтожила мою репутацию в глазах соседей. Это тоже кое-чем остальное. Так что давайте, раскашаливайтесь. Ты сейчас пошутил? Я похож на шутника. Я не собираюсь из-за тебя квартиру продавать. Да. Мам, ну, кое в чем Николай прав. Он пострадал за нас и... Мне кажется, что мы должны помочь восстановить ему бизнес. А неужели? Продажа квартиры, ну, она решит наши финансовые вопросы. Доченька, у тебя очень доброе сердце. Наш зять взрослый мужчина. И может о себе позаботиться сам. Или я не права? И ты тряпка, которая может решать только свои проблемы за счет женщин. Ну, все сказали. Все! Я смотрю, она уже здесь была. Чудненько. Вот в чем ты действительно, Гога, хорош, так это в обработке женщин. Ты прекрасный, Эльфонс. Если вдруг мы проиграем этот аукциум, ты всегда сможешь сделать себе карьеру в этой сфере. Тебе еще не надоело. Издеваться не там будет? Не-а. Это так забавно. Ладно, лучше скажи, она уже замолвила за нас Славичка перед своим влиятельным папашей? Да. Тогда чего ты сидишь с такой постной миной? Надо праздновать. При такой поддержке ее папочке считает Эндор у нас в кармане. Вот сама пообщалась бы с этой чокнутой, когда ты меня поняла. А что в ней не так? Да все. Высокомерная, приставучая, властная. Я до нее как породистый щенок, с которым она развлекается. А что ты хотел, милый мой? Большие деньги, большие жертвы. Я вот тоже с тобой жертвую. С тобой время провожу. Все же, какой я была дурой, что ушла от Мишки. Что меня дернуло? Все же было. Шикарный муж. Безлимитная банковская карта. Что еще для счастья желать? Нет же. Потянула на приключения. И ты тоже хорош. Не вовремя тогда ко мне подкатил. А я к тебе не подкатывал. Да ты сама по пьяни ко мне полезла. Мог бы и отказать. Да вот знал я, во что это вылиться. И вот тебя даже и не глянул. За словами следи, хам. Я тебе не Машка. Терпеть не буду. Это только она тебе все прощала. А вы уверены, что именно эта камера в тот день не работала? Погоди. А видео со смежных камер? Нет, я понял. Ну что? Ну что? Да что, нет видео. Камера возле раздевалки в садении не работает. Странное совпадение. Да уж. Слушай, может это кто-то из наших? Не думаю. Я в душ последний пошел. В раздевалке уже никого не было. Ну тогда это точно кто-то левый. Причем кто-то, кому не нравится Ксюша. И кто знает про фотографии. Кто? Я вам не приложу. Я никому не рассказывал. Только Крестному, но я Крестным не стал бы. Может кто-то ваш разговор послушал? Не знаю, не знаю. Но по-любому надо что-то с этим делать. Нельзя это так составлять. Ну ты же уже что-нибудь придумал, аналитик. У тебя всегда есть план Б? У меня есть. Так. Раз не смог найти провокатора, хочу разобраться с первоисточником. Надеюсь, тебе понадобится наша помощь. Чур, я на стреме. У меня через три дня концерт. И если я снова собью костяшки, то директор меня сам роет. Мусор, блин, что ты такой зануды, а? Надо, шел, парни, поехали. Все, все, сейчас. Все, все, сейчас. Мама, мамочка. В следующий раз, чтобы сама мне звонила, хорошо? Да. Хотя давай обойдемся, без следующего раза. Мам, они меня даже не стали слушать. Я не виновата, я не делала эти фотографии, правда. Хорошо, я тебе верю. Вера, спасибо, что присмотрела. Не проблема, пусть пока у меня поживут. Нет, нет, в этом нет необходимости. Я что, еду с тобой? Да. А ты же говорила, что живешь у работодателя. Да, живу. Ну, шеф сказал, что выделит тебе комнату, он сам это предложил. Не бы такого шефа. Как же здорово. Ну, пойдем, пойдем, что стоим, нас машина ждет. Ты уже вызвала такси? Не совсем. А что? Ой. Все. Я... Все хорошо. Знакомься, это моя дочь, Ксюша. А это... Михаил. Может, просто дядя Миша. Приятно познакомиться. Спасибо вам, что помогаете моей маме и что меня сейчас тоже выручаете. Ну, на самом деле, я для себя стараюсь. Она же работает нормально, не сможет из-за беспокойства о тебе. Садись в машину. Давай, давай, бегом. Ой, давай, мам. Спасибо. Даже целой нет. Вот дужил. Ну, как тебе соперник? Этот показушник мне не соперник. Ну, да, куда-нибудь. А ты у нас... Мощь, скала. Я только Ленкова взяла, я сама бы такого не отказалась. Ты вообще соображаешь, что и кому ты говоришь? Шея-то не болит? Может, забыла, что ты моя женщина? Я твоя. Коль, ты нас фантазер. Ты же сама меня добивалась. Коль, ты что, идиот? Мне тебе только деньги были нужны. И Ленке досадить. То есть нет денег, нет любви? Правильно, Коль, правильно мыслишь. Ну, там еще, может, какой-никакой секс. Значит, Ленка с самого начала была права на твой счет, да? Бинго! Зашло. Я вам молю, не надо. Только не по лицу, только не по лицу. Я вас прошу. Я сделаю, я все сделаю. Давай. Ребят, тоже не надо, а? Ну, только нет в моей карьере. А раньше об этом надо было думать. Как здесь красиво. Мам, прям как в музее. А тапочки есть? Да, держи. Спасибо. Тебе это тоже касается? Да. Ого. О, люстра какая хорошая. Анна Николаевна, знакомьтесь, это моя дочь, Ксения. Знакомься, Анна Николаевна, наша экономка. Самое главное в доме. По всем вопросам можешь обращаться. Поняла. Приятно было знакомиться. Взаимно. Я приготовила вашу комнату. Идем, я покажу. Да, я сейчас вещи заберу. Я помогу, иди. Спасибо, дядя Миш. Давай в комнату отведем, а потом сразу работаем. Да, да, да. Как я во все это вляпался. Осторожно. Ну что, ванная здесь, кухня наверху. Если проголодаетесь, скажите мне, я приготовлю. Ой, нет, нет. В этом нет никакой необходимости. Ксюша сама прекрасно готовит. Пускай лучше вам на кухне помогает. Вы можете спокойно ее эксплуатировать. Я буду рада вам помочь. Да, да, ну что вы, Ксения. Вы наша гость, и вы не обязаны, и не должны. Но я очень хочу. Тогда ладно. Если у вас будет желание, я не откажусь от помощи. Я на кухне. Спасибо, Анна Николаевна. Мам. Здесь же как в пятизвездочном отеле. Скажи мне, как ты вообще сюда попала, и кем ты работаешь? Я, я помощник руководителя. Ну, что-то вроде секретаря, я работаю в офисе. Так что мне нужно будет сейчас бежать в офис, а ты тут располагайся. Мам, мам, подожди, пожалуйста. Расскажи мне в двух словах, что произошло. Ну, мне как-то неловко здесь оставаться, ничего не зная. Если ты ушла из дома не из-за меня, то почему? Ладно, ты уже большая девочка, ты меня поймешь. Папа изменил меня с тетей Ритой. Мам. Ну, а... От тети Риты это следовало ожидать. Ну, папа... Мам, мам, ты как? Да что я? Я в состоянии аффекта напилась, пошла на мост. А поэтому там твою обувь нашли, да? Угу. Ты что, не наделала глупостей? Ну, мне повезло. Там на мосту был Михаил, собственно. Благодаря ему оказалась здесь. Понятно. Мам, ладно, что-то мы заболтались. Мне, правда, надо бежать. Ты располагайся. Да, кстати, напротив твоей комнаты комната сына Михаила. Он чудесный мальчик, я уверена, вы поладите. Все, я убежала. И не забудь поесть. Ну, хорошо. Пока, мам. Интересно, а что за мальчик? Наверное, маленький. Надо было имя его узнать. А ты не боишься, что он тебя вычислил? Ты же сама говорила, что Агапов страшен в гневе. Меня папа подстраховал. Главное, удалось их поссорить. Думаешь, она ему не поверит? Да, господи, сто процентов. У Лешеньки при виде этой Ксюши мозг отключается. Он ведет себя как подросток. Сильно она зацепила. Странно, что он после лагеря перестал ее добиваться. Он же упертый. Из тех, кто видит цель, не видит препятствий. Да его сразу после лагеря в Лондон отправили на обучение. Он тогда, конечно, родителям страшный бунт устроил. Но сама понимаешь, когда тебе шестнадцать, против родаков сильно не попрешь. Все, с меня на сегодня все. Свои калории сожгла. Юль, стой! Что еще? Смотри. Вот это. Исходная фотография Ксении Мироновой. Реальная фотография. Я принесу свои извинения Ксении Мироновой за незаконное использование и редактирование ее фотографии. Это была неудачная шутка. А я что-то не пойму. А нафиг он признался? Это Леша. Точно больше некому. Катя! Юль, ты что? Кать, да я не понимаю, честно. Ну, скажи мне, ну я же в тысячу раз лучше этой посредственности. Мы с ними с детства вместе выросли. Я не понимаю, почему он выбрал ее, а не меня. Кать, я не знаю. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Только я тебя очень прошу, давай больше без приключений, хорошо? Хорошо, я постараюсь. Отлично. Еще раз спасибо за помощь с дочкой. Пожалуйста. Я забыла! Что? Сегодня объявилась невеста Егора, зовут Дарья. Такое лицо знакомое, даже не помню, где я ее видела. Ну? Ну, самое странное, Егор мне ничего про нее не рассказывал. Более того, он говорил, что он одинок. А вот в этом весь Егор, я тебе сразу сказала, ему доверять нельзя. О, ну теперь-то все понятно. Я ее тоже раньше видел, это дочь нашего губернатора. Ай, Егор молодец, большой мерой мерит. Блин, теперь понятно, откуда он хочет получить закрытую информацию. Вот ненавижу, когда ты оказываешься прав. Увидимся дома. Ну, позвони, когда закончишь, может, заберу. Слушаю. Из полиции? Да, это мой шин. А что он еще натворил? Понятно. Интересненько. Наконец-то ты позволила явиться. Ты считаешь, что нормально исчезать посреди рабочего дня? Я прошу прощения, у меня в семье случилось ЧП, у меня не было времени предупредить. Тебе здесь платен за выполнение работы, а не за решение семейных проблем. А вообще, мне интересно, почему ты здесь вообще работаешь, когда у тебя богатый мужик есть? Я видела, как он тебя сегодня подвозил. Тысяча извинений, Светлана, почему вы снова мне тыкаете? Вы хотите, чтобы мы перешли на неформальный стиль общения? Хорошо. Раз вы предпочитаете официальный стиль общения. Прекрасно. Довожу до вашего сведения, что Егор Вадимович лично вам поручил доставлять ему документы в больницу на подпись. Вот эти, например, должны были быть подписаны час назад. Будь вы на работе, вы бы знали об этом. Удачи. Что ж я такая невзучая? Да, можно заказать такси. Привет. Есть кто? Здравствуйте. Ну, наверное, он подросток. Ого. Он тоже в это играет? Семидесятый уровень. Надо будет его позвать в квест. Ой, здравствуйте. А ты что здесь делаешь? А я Ксения, дочь Елены. Мне сказали, что это комната сына хозяина. Вот пришла познакомиться. Я Ольга, горничная. Младшего хозяина здесь нет и не стоит здесь быть в его отсутствии. Да, вы правы. Извините. Только я ее здесь не хватило. Бро, да я точно говорю, они прилетели. Спасай всех, кто может! Гомонись, гомоной! Ты зачем фотографов, профессионал? Энергии девать никуда. Хорошо, значит так, с завтрашнего дня работаешь у меня в аналитическом отделе. Попробуй хоть один день пропустить. Да. Я студент. Сказал бы я, кто ты студент. А если я откажусь? Заблокирую твои банковские карты и из дома выставлю. Сегодня же. И не смей шастать по ночным клубам. Ты по домашним арестам. Ты уж определись, пап, я по домашним арестам или бомж. Чуть я в действие ремня не вшипал. Это что? Вакансии. Я тебе тут все подчеркнула. Вот смотри. Значит, есть кондуктор, кассир. Вот, мастер макияжа. Ну что? Ты же очень хорошо умеешь делать макияж. Ну, смотри, есть еще вакансия уборщица, но там мало платья, да и она очень грязная. Ну, Рит. Это жалко, что у тебя образования нет. Вот зря ты после девятого класса сразу из школы ушла. Слушай, Рит, а если тебе попробовать поступить? А что? Возраст образованию не помеха. Мне скоро сорокет. Какое образование? Мне бы мужика успеть найти. Доченька, будем реалистами. Хороших мужчин еще щенками разобрали. В твоем возрасте надо полагаться только на себя. Хорошо? Мне это не подходит. Значит, так, я все решила, только ты не обижайся. Я больше ошибки не совершу. Знаешь, я не вечная. Пенсия у меня небольшая. Поэтому выбирай. Или ты работаешь, или ты учишься. Третьего не дано. Иначе я перестану давать тебе деньги. Даже на карманные расходы. Морозом крепчает. Может, право мне в психушку сдать? Ёжик, я позвоню. Выздоравливай. Здрасте еще раз. Здравствуйте. А вы тоже навещаете Егора? Я думала, это разрешено только близким. Не совсем так. Я здесь право. Нужно подписать документы. Егор Вадимович попросил привезти. Ага. Тогда ладно. А можно один вопрос? Сколько вам лет? Тридцать девять. За сорок? Очень хорошо. Муж, дети? Есть. Тогда ладно. Можете идти. Так, вроде все. Хорошо. Спасибо. Ну, до свидания. Лена, задержитесь, пожалуйста. Есть разговор. Если вы по поводу того, что я ушла с рабочего места в рабочее время, я могу объяснить. Нет, не нужно. Я уверен, что если вы покинули рабочее место, значит, у вас были веские причины. Я хотел поговорить о другом. Я слышал, вы сегодня с Дарьей познакомились. Да, мы встретились с ней в вашем кабинете. Она сказала, что... Дарья не моя невеста. Она сказала, что... Да. Тут достаточно щекотливая тема. Я надеюсь, что все это останется между нами. Даша очень хороший человек. Мы с ее компанией реализуем несколько благотворительных проектов. Но... Как бы вам это сказать, Эля? У нее есть особенность. Она часто выдает желаемое за действительное. Не совсем понимаю. У нее легкая форма шизофрении. Да. Обычно это никак не сказывается на ее работе. Но если она на чем-то циклится, особенно в личном плане, то никого не слышит, кроме себя. Я попросил бы вас, Лена, очень критично относиться ко всему, что она говорит. В особенности обо мне. Почему вы не развеете это ее заблуждение? Ну, во-первых, я побаиваюсь рецидива. Психотерапевт мне посоветовал быть с ней помягче. И во-вторых, я не знаю, в курсе вы. Дарья – дочь губернатора. А вот он в критической форме отказывается принимать, что у его единственного ребенка проблемы с психикой. И если я сейчас оттолкну Дарью, это навлечет на меня его гнев. Понимаете? А в преддверии аукциона для меня это просто самоубийство. Я знаю, что это звучит цинично. Но говорю, как есть. Спасибо, что рассказали. Просто я не хотел бы, чтобы вы считали меня лжецом. Да, Леша, что случилось? То есть, Лен, можем вне дома пересечься? У меня ваш совет нужен. Я, в общем, в одном деле запутался. Никак не могу в ваших женских мозгах разобраться. Хорошо, где, когда. Анна Николаевна, а где картошка? Там, внизу, первая дверь направо. Ольга, ты бы помогла. Это не мои обязанности. Ничего страшного, я справлюсь. Знаете, здесь такая большая кухня, просто мечта. Одно удовольствие готовить на ней. Ольга, у тебя какие-то проблемы с Ксенией? Нет. Какие у меня могут быть проблемы с гостей хозяина? Хорошо, что ты это понимаешь. Не смей создавать дискомфорт Ксении. Иначе в следующий раз ты будешь разговаривать не со мной, а с Михаилом. Анна Николаевна, а вас само это не напрягает? Вам не кажется, что власть в доме переменилась? Пока вас не было, здесь хозяйничала Елена. Она даже свои порядки здесь умудрилась установить. Теперь все едят на кухне. Эти тапочки в коридоре вы видели? Эти? Лично мне они очень симпатичны. Ольга, мой себе совет. Придержи свои мысли при себе. И не лезь к Ксении. Потому что в случае конфликта из этого дома уйдешь ты, а не она. Вы что, хотите сказать, что эта Ксения потенциальная пачерица хозяина? В смысле пачерица? Не обращайте внимания, это просто неудачная шутка. Так, картошка пришла. А, ну, ладно. Что скажете, тетя Лена? Не знаю, если бы на месте этой девушки была бы моя дочь, я бы тебя, стервеца, прибила бы. Неужели так сложно признаться в своих чувствах? Да толку ей говорить, если я ей не нравлюсь. Откуда ты знаешь? Ну, откуда ты знаешь? Ты у нее спрашивала? Я же говорю, она меня игнорит, на дух не переносит. Ну, после твоих выходов явно ее вместе делала то же самое. Значит, дело гиблое? Ну, не знаю. Ну, хорошо, попробуй сменить тактику. Ну, попробуй не шантажировать, не контролировать. Ну, знаю, может быть, ей что-то нравится, может быть, у вас больше точек соприкосновения, чем ты думаешь. М? В конечном итоге всем этом виноват твой отец. Он что, не мог научить своего сына нормально общаться с девушками? Хотя ему самому поучиться бы надо. Если вы прямо мои мысли читаете. Слушайте, а может, вы сами все это ей объясните? Ну, что у меня там, типа, детская травма, отец-тиран, нехватка любви. Вы, главное, нажалось по силе не давите, может, она где-нибудь тогда. Мозгов у тебя нехватка, а не любви. Так, еще раз. Просто признаешься ей в своих чувствах. А если она меня пошлет? Пошлет, прогуляешься. Вернешься с магнитами. Ну, в смысле, с цветами. Мы женщины любим настырных. Ну, и потом, в конце концов, она же не слепая, она же видит, какой ты. Ну, а если не получится, я сама с ней поговорю. Тетя Слен, самое лучшее. А как мне лучше признаться? Может, может, смс написать? Письмо бумажное еще напиши. Наверняка. Вы думаете? Угу. Записывай. Николай, ты опять пьяный. Так и до алкоголизма недалеко. Ты что думаешь, я позволю тебе вести себя так в моем доме? А вы мне нотации не читайте. Лучше своими дочками, потаскушками займитесь. Нормально воспитать не смогли, он, внучка. Зараз, туда же. А ты с больной головы на здоровую не перекладывай. Был бы ты хорошим мужем и отцом. То что? Да ничего бы этого не случилось бы. От хороших мужей жены не уходят. Ах ты дура, старая дура, как же, как же ты меня достала. А если, если я тебя достала, убирайся из моего дома. А рад бы, да никуда. Приходится вас старую гримзу терпеть. Я участкового вызову. Не хочешь сам съезжать? Полиция тебе поможет. Давай, давай, да. И тогда все узнают, что ваша Риточка, Риточка, зечка, которая срок мотала за убийство мужа. Рита, девчонки не виноваты, ее подставили. Ты ее подставил? Кто? Она две недели мужа каждый день потихонечку вот так вот травила, на наследство рассчитывала, а он развода хотел, потому что узнал, что она гулящая. Не смей оскорблять мою дочь, ты ничего про нее не знаешь. Мда? Да я с вашей Риточкой спал, когда еще с Ленкой встречался. Думаете, от кого Ритка родила? Стал бы я с чужого ребенка бы расти, да и пойду я на Ленке женился. Я у нее тогда, между прочим, далеко не первый был, как оказалось. Нет. Рита не могла так поступить со своей сестрой. Рита хорошая. Сука хорошая ваша Риточка, которая только может что-то деньги высасывать. Думаете, вы ей нужны? Хренушки. Квартира. Ты не прав. Все-таки решил остаться? Ну, а как иначе? Я же тебя избалованный, комфорт привык. Чтобы завтрак нести в офисе. Как штык был? Я к тебе. Подожди. Сначала поздороваюсь. С кем? Ну, у нас некоторое время дочка Лену пошивет. Я тебя умоляю. Веди себя вежливо. Соблюдай дистанцию, ты понимаешь. Она хорошенькая. Я тебя предупредил. А мы снова ужинаем в столовой. Анна Николаевна настояла. Ваша дочка столько наготовила, обидно было бы есть это все на кухне. Папа, вот это прям как у бабушки в деревне. Попробуй. Тебе понравится. Так, отошли оба от стола, а то аппетит сладким испортите. Тетя Лена, это официально. Если вашу дочь все так вкусно готовит, я готов жениться на ней прямо сейчас. Ну, а что, все хорошее надо оставлять в семье. А вот и суп. Давай, доченька. Доча? Да. Вы знакомы? Нет. Первый раз ее вижу. Ксения Алексеев. Зинаида Петровна. Помогите кто-нибудь! Кто-нибудь, помогите! Мама, что случилось? Сердце, наверное, надо скорую вызывать. Не дай бог, помрет. Зинаида Петровна. Помрет? Дура! Скорую вызывать! Сараса! Алло, скорая, тут женщине плохо. Так ты, значит, на инъезде учишься? Да, на третьем курсе. Да. А мой болтсус магистратур заканчивает. Экономический. Подожди, так вы, значит, в одном университете? И что, не встречались? Пап, универ большой, мы в разных корпусах учимся. Если бы я раньше увидел такую очаровательную девушку, то обязательно бы запомнил. О, притормози, сынок. Огребешь. Не наезжай на человек. Леша, а ты не мог бы эти дни Ксюшу в институт повозить? А то автобусов здесь нет, на такси не наездишься, и потом такие таксисты бывают, что в машину не сядешь. Тетя Вен, конечно, можете полностью на меня положиться. Ты мой мальчик. Твой мальчик? Вы уже так сдружились, да? Ну, а что, чудесный молодой человек, кстати, рекомендую. Чудесный. Ну, я бы с этим поспорил. Будь с ним поосторожнее. Никто не знает, что он выкинет. Не наговаривай на человека. Хоть кто-то в этой семье меня защищает. Пап, ты имею в виду, я в случае развода останусь с мачехой. Она ко мне относится более лояльно, чем ты, родной отец. Леш, следи за языком. Это у него такое чувство юмора. Что происходит? Как ты здесь очутился? Откуда ты знаешь мою маму? Я не знаю, заметила ли ты, но я здесь живу со своим отцом и твоей мамой. Они, походу, сошлись. Врешь. Не веришь, меня спроси у нее. Она сегодня лично застукала их в постели вместе утром. Мы теперь с тобой, типа, родственники. Если наши предки поженятся, я стану твоим сводным братом. Нет. Только через мой труд. Я понимаю, ты в меня безумно влюблена, поэтому не хочешь, чтобы я становился твоим братом. Агапов, что ты несешь? Твоим самомнением можно полгорода отапливать, ты понимаешь? Кстати, почему ты наврал, что не знаешь меня? У предков так сейчас проблем хватает. Зачем их нашими терками грузить? Подожди. Я, кажется, поняла. Ты просто боишься, что мама узнает, как ты надо мной издеваешься и свернет тебе шею. Точно. И от отца тебе попадет. А мама тебя вообще в бетон закатает. Да? Хорошая идея. Пойду-ка я им все расскажу. Пойдешь. Отпусти меня. Иначе я буду кричать. Кричай. Мам. Пожалуешься маме? Я ей скажу, что это ты за мной бегаешь. Еще я в гостиницу меня привела сама. ловушку меня устроила. Но это же не правда. А ты докажи. Мне показалось, что ты целоваться не умеешь. Это случайно не твой первый поцелуй был. Да пошел ты. Ты просто застал меня врасплох. А в следующий раз поцелуй будет. Агапов никакого следующего раза не будет. Ты понял? Я никогда сама тебя не поцелую. Кажется, я сошла с ума. Ксюша. Ксюша, успокойся. Это же Агапов. Не надо так на него реагировать. Почему он все портит? Я так хотела, чтобы мой первый поцелуй был с Валерой, а не с ним. как ты вообще додумался рассказать о нас. Так мы будем теперь рукоручиваться. Что ты орешь-то? Что-нибудь придумаешь, тебе не впервой. Идиоты. Ну, как она? У вашей мамы инсульт. Состояние средней тяжести. Пока еще рано говорить о последствиях, но в любом случае понадобится реабилитация и специальный уход. Очень хорошо, что вы сразу вызвали скорую. Промедление привело бы к трагическим последствиям. Сейчас она в отделении интенсивной терапии. Навеститель можно будет завтра. Всего доброго. Спасибо. Мама. Что это ты виноват? Теперь ты сам будешь на ней ухаживать. Я не сиделка, понял? Господи, что я в тебе нашел-то, а? Расстроилась, что мама выжила. На наследство уже губищу свою раскатала, да? Дурак. Ох. Ну-ка, доченька, дай-ка ответь папе. Я не понял, она меня в черный список, что ли, добавила? Ах ты мелкая гадина. Если честно, я сама не знаю, как назвать наши отношения. все так быстро случилось. Ты меня осуждаешь, да? Нет, мам. Я тебя не осуждаю. Особенно после всего того, что произошло. Знаешь что? Каждый имеет право на свое личное счастье. А особенно ты. Спасибо, что ты меня понимаешь. Как так быстро ты повзрослела, дочь? Михаила, конечно, с трудом можно назвать личным счастьем, но вообще-то он неплохой. Бывает и похожа. Ты сейчас про папу говоришь, да? Это я так в целом сказала. Мам, а тебе дядя Миша очень нравится, да? Почему? Ну, потому что ты, когда говоришь о нем, улыбаешься. Да. Улыбаешь, наверное. Может, это у меня нервные. Мам, я очень хочу, чтобы ты была счастлива. я счастлива. Когда ты рядом со мной, я счастлива. Больше ничего мне в мире для этого не надо. Дочь, ну, ты хоть перекуси что-нибудь, но нельзя же совсем на голодный желудок спать ложиться. Пап, я не хочу. тебя не узнаю. Ну, правда, ну, ты что-то вообще расклеилась. Ты вот это все из-за лежки. Ну, что ты, ну, ерунда какая-то. Ерунда? Я люблю его, И это не ерунда. Я всегда думала, что мы вместе будем. Что он однажды обратит на меня внимание, а он за другой бегает. Меня не замечает. Ну, ты же у меня умница, ты же у меня красавица. Ну, раз за другой бегает, ну, значит, забей на него и все. Ну, сам дурак такую принцессу потерял. Ты не понимаешь, папа. Да я жить без него не могу и не стану. Если он меня не примет, то я папочка. Тихо, тихо, ну, все, 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 слушай, маленький, иди-ка, иди, все, успокойся. Папа, что-нибудь придумал? Папа, что-нибудь придумал? Папа, что-нибудь придумал? Папа, А у тебя ничего так мягко? Кстати, спина от матраса не болит? Что ты здесь делаешь? Иди к себе в комнату. Зачем мне здесь хорошо? Или тебе больше нравится у меня? Не вопрос, договорились. Идем. Ты что, с ума сошел? Дети же дома. Так, давай договоримся. Прошлая ночь, позапрошлая тоже были ошибкой. Я много выпила, ничего не помню, забыли. Ты что? Ты не хочешь попробовать со мной секс на дверь? Я... падаю с дверью, Тебе нет духа экспериментатор. Иди ты со своими экспериментами. Давай. Юный натуралист. Давай, давай, иди к себе вспомни. Ты даже не представляешь, еще отказываешься. Ну, ты... Ты знаешь, что меня искать? Упертый. не забудьте принимать только после еды, иначе желудок посадить. Спасибо. Здорово, Вера. Чего тебе? Слушай, дай Ленке новый номер телефона, мне надо срочно с ней поговорить. Обойдешься. У Ленки теперь своя жизнь, тебе там места нет. Ага. Так, ну, звони сама. У Зинаида Петровна вчера инсульт случился. Сейчас больница лежит, а мы с Ленкой даже связаться не можем. Что ты смотришь, ты не веришь, позвони в пятую, а она там в интенсивной терапии лежит. Номер дашь? Не дам. Сама позвоню. Да я удивляюсь, как только Анатолий с тобой живет, я бы давно сбежал. Ты не на его месте. Ага. Давай, гуляй, Вася. Хамка. До свидания. Здравствуйте, Пятая. Скажите, пожалуйста, вчера вечером к вам в отделение поступала Баранова Зинаида Петровна. Хорошо, что я здесь остановился. Не хочу, чтобы нас пиздили вместе. Кто придумал эту удавку? Тот же садист, что и каблуки. Позвони, когда тебе нужно будет забрать. Зачем? Я на такси доеду. А ты на такси, а я потом перед тетей Леной глазами хлопаю? Нет, так не пойдет. Так, не позвонишь, я сам приеду и заберу тебя на глазах у всех. Даже тебя выбирай. Такое ощущение, что ты мне оставил выбор. Ты просто не выноси. Стараюсь. Хорошо. Я тебе позвоню, но у меня одно условие. Ты никому не расскажешь, что мы с тобой вместе живем. Иначе я все расскажу маме про тебя. Это шантаж, детка. У меня просто очень хороший учитель. Другая, я бы гордилась, что живет с таким шикарным парнем, как я, а ты? У тебя точно проблемы со зрением. А у тебя с головой. Все. Вот это, исходная фотография Ксении Мироновой. Реальная фотография. Я принесу свои извинения Ксении Мироновой за незаконное использование и редактирование ее фотографии. Круто, да? Он сам во всем признался. Теперь все знают, что эти фотографии были поддельны, что тебя подставили. А знаешь, что самое интересное? Что? Говорят, что за этим разоблачением стоит Валера. Да ладно. Прикинь. Ну, он уже давно знал этого фотографа, что ты ему афиши делал. Вот. Видимо, твой пианист случайно увидел фотографии и решил вывезти его на чистую воду. Классно, да? Вот. Настоящий мужик. Знаешь, я даже его после этого зауважала. Вот прям. Так это что получается? Я ему, правда, не безразлична? Ну, получается, что да. ой, Егор Вадимович, простите, а вы разве не в больнице должны быть? Я сбежал. Доброе утро, Лена. Доброе утро. Как это сбежали? Я шучу. Меня выписали. На самом деле, я чувствую себя хорошо. Нужно через неделю будет врачу показаться. Надоело уже лежать там. Там уже дело накопилось, и нужно съездить сегодня кое-кому очень для меня важно. Простите, что я лезу не в свое дело. Ну, разве вам не страшно сразу после аварии за руль садиться? Страшно. Но, чтобы побороть страх, нужно смотреть ему в лицо. Ответьте, может, что-то важное? Да. Простите. Да, Вера, чего я на работе? Что? Как инсульт. Хорошо, я сейчас приеду. Да. Хорошо, что позвонила. Спасибо. Заболел кто-то из близких? Мама, инсульт. Его везли в больницу. Егор Вадимович, можно я сейчас... Не можно, а нужно. Поехали, я вас сам отвергну. Но вы... Не будем тратить времени на препирательство, Элина. Прошу вас. Ну, что скажешь? В мусор. В основе этой аналитики данные двухнедельной давности. Какой у них сейчас толк? Послушайте, для составления этого отчета потребовалось время. Поэтому вполне естественно, что некоторые данные слегка устарели. Да и неделя это не слегка. Финальные цифры тоже не верны. Вы курс доллара смотрели? Так, переделайте. Если будут подобные ошибки, уволь. Я все исправлю. Простите за недочеты. Это не недочеты. Это халтура. Можете идти. Сядь нормально, не дома. И не надо хамить сотрудника. Пап, может, хватит уже на сегодня экзекуция? Я уже уработался. Между прочим, я тебе только что кучу бабок сэкономил. Уработался он. Ты полчаса всего здесь сидишь. Иди в аналитический отдел, и проверь все отчеты за неделю. Пап, это скучно. Скучно. Зато мне все твои выходки весело разгребать. Пора взрослеть, сыночек. Давай, шевелись. Давай, давай. Я и так быстро повзрослел, когда ты меня в 16 лет за границу одного учиться отправил. Я, между прочим, ехать туда не хотел. Знаешь, все твои детские психотравмы мне не заходят. Ты же там нормально завешал в Лондоне. И с Валеркой, и с Кирюхой. Так что не надо мне тут. Шуруй в аналитический отдел. Бегом. Я тебя сейчас в Курьерске приведу. Курьерске, может, и повеселее было бы. Не отец, а деспот. Ты в курсе, что это эксплуатация детского труда? Да на тебе пахать надо. Бегом. Добрый день. Вы к Егору Вадимовичу. А кому еще? Мне в больнице сказали, что его уже выписали. Да, но шофер нет на месте. А где он? Уехал со своей помощницей, Еленой. У нее что-то случилось в семье, вот он ее и повез. В смысле повез? Он ей что, личный шофер? Меня это, честно говоря, тоже как-то удивило. Так, понятно. Леша, Леша, если не сложно, пожалуйста, забери Ксюшу из университета и привези в больницу. А то я до нее дозвониться не могу, наверное, на лекции. Да, спасибо за помощь, мой хороший. Угу, хорошо. А Леша, это кто, если не секрет? Это мой племянник. Я думал, у вашей сестры нет детей. А у сестры нет. Это мой неродной племянник, сын моей подруги. Отношусь к нему, как к племяннику. Вырос у меня на глазах. Тогда понятно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Значит, действительно есть этот ее вариант. архитектор подтвердил, что эта земля также подходит под строительство торгового центра. Все коммуникации рядом. Ну-ка. Крестный, привет. Пап, я отлучусь ненадолго. В смысле ненадолго? Ты же только на работу приехал, или все отчеты посмотрел? Тетя Лена звонила, у нее мать больница с инсультом. Попросила Ксюше позвонить, предупредить, сама дозвониться до нее не может. А она уже в больнице сама? Едет. Я так понял, что она, начальник ее вызвался подвезти. А, поезжай, конечно. Подожди. Проследи, чтобы ее матери дали. Там лучшего врача, хорошую палату и так далее. Да, не переживай, сделаю. И если увидишь там дядю Егора, не светись. А должен увидеть? Ладно, все без вопросов. Че ты-то, Егор, прилип к Лене? Сомневаюсь, что он всех своих сотрудников в больницу лично возит. Действительно, странно. А знаешь, что еще странно? Что Лешка так к Елене прилип. Он же обычно к себе никого не подпускает. А тут сорвался прям по первому звонку. А нет, тут ничего странного нет. Она недавно сына своего потеряла. У нее никогда не было нормальной матери. Вот они нашли друг друга. Тут все понятно. Ты уже думал, что будешь делать с Еленой после того, как история с Егором закончится? До аукциона не так много времени. Ничего. Каждый пойдет своим путем, как договаривались. Слушай, давай сейчас съездим, пока светло. Мы помчались. Еще цветы купить надо. Правильно. Мамочка, наконец-то очнулась. Ты как? 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 Как ты могла так с сестрой? Мам, ты не так все поняла. Я никогда не заигрывала с мужем Лены. Это... это он. Он. Изнасиловал меня. Я хотела тебе рассказать, но Лена запрещала. Она его очень любила и боялась, что его посадят в тюрьму. Ведь... я была несовершеннолетняя. А я не хотела ломать жизнь с сестрой. Совсем страх потеряла. Спасибо большое, что... решил все с фотографом. И что проблема решена, а меня не отчислят. Рад, что смог помочь. Не думал, что в нашем университете так быстро распространяются новости. Да, ты прям мой герой. На звонки не учили отвечать? На этот раз тебе что от меня нужно? У тебя бабушка в больнице с инсультом. Как? То есть Лена попросила тебя подвезти туда. Как? Вот так? Едешь, нет? Поехали. 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 Быстрей! Я не понял. Откуда он про бабушку знает? И кто такая тетя Лена? Ну, чего? Как она? Нормально. Пришлось сказать, что ты меня изнасиловал. Ты что, совсем рихнуешься? Спокойно. А что, у меня был выбор, что ли? В отличие раздумы, кому и что ты говоришь. А, твои. О, наконец-то. Я уже думал, ты только на похороны матери придешь. Как она? Плохо, частично парализовала. К ней можно? Да, она недавно проснулась. А это кто? Познакомишь? Егор Вадимович, спасибо большое, что подвезли. Дальше я сама. Я вас подожду здесь. Нет, нет, не надо. Я вернусь на такси у вас. Какая-то важная встреча. Это еще кто такой? Ничего не хочешь мне рассказать? Нет, не хочу. Я не обязана перед тобой отсчитываться. Ты моя жена. Уже нет. Мы в разводе. Если понадоблюсь, звоните. Я вас заберу в любой момент. Да. Хорошо. Лен, правда, кто это? Совсем совесть потеряла? Повсюду своих любовников таскаешь. Э! Ты не ответила! Мама, как ты? Хотя, прости, глупый вопрос. Как ты могла так поступить с родной сестрой? Ты о чем? Ты все знала. Ты знала, что Николай изнасиловал Риту и покрывал его. Для тебя мужик важнее родной сестры. Она же была несовершеннолетней. ты мне больше не дочь. Мам, ну, кто тебе сказал такую чушь? Рита? Не смей оскорблять сестру. Она жертва. Нет, мам, нет, нет, ее никто не насиловал, она тебе соврала. Замолчи. Хорошо. Поговорим, когда тебе лучше. будет. Почему мама не отвечает? А у вас это семейная? Я не понимаю, почему ты злишься? А у меня для этого нет повода, да? Поводы? Какие поводы? Хорошо, что я в этот раз сделала не так? Да все не так. А? Ты точно больной. Зато ты у нас здоровая такая. Только дальше собственного носа ничего не видишь. Все, внимание на Моцарте сфокусировало, и все. Косоглазие, скоро будет. А ты знала, что ты очень странный? на себя посмотри. Хорошо. Что за изнасилование? Что ты наговорила матери? А что должна была ей сказать? Правду. А это и есть правда. Это ты заставила меня ее родить. А я не хотела этого делать. В смысле заставила? Ты что, забыла, что ты скрывала от нас беременность до самого последнего? На шестом месяце не делают аборты. Другие делали ничего. Делали. На квартире. И что? Зачем ты меня остановила? Зачем ты рассказала родителям? Если бы не ты отец остался бы жив. отцу стало плохо, когда ты родила и бросила ребенка. Избежала с каким-то мужиком. А подпольный аборт убил бы тебя. Ты что, забыла, что у тебя плохая свертываемость крови? Любое кровотечение было бы для тебя последним. Это хотя бы до тебя доходит? Бред! Бред! Другие делали ничего. Остались живы. А эти роды сломали мне жизнь. Я не смогла родить от мужа. Этот козел со мной развился. Это по твоей вине. Я осталась без всего. Может быть, еще и я захотела его отравить? Рит, по-моему, очень удобно, когда во всех твоих бедах виновата старшая сестра. Так оно и есть. Если бы ты не заставила ее родить, мне бы все было хорошо. Расскажешь, Ксюше убью. Мама! Как бабушка? Не очень, но жить будет. Вадим, спасибо, что привез. А, че, Слен, нужно что-нибудь перевезти там, платную палату или еще что. За деньги не переживайте, папа, обо всем позаботитесь. Нужно. Нет, не нужно. Мама сейчас находится в палате интенсивной терапии, ее пока никуда переводить нельзя. Тогда ладно. Но, если что, имейте в виду. Да, хорошо, спасибо. да, да, вот время бежит. 37 лет ей бы сегодня было бы. Кажется, только вчера твои предки ее из роддома привезли. Кто бы мог подумать, что мы ее переживем. Всегда такая веселая была, жизнерадостная. Вот жизнь. Вот козел. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет. Бабушка, ты как? КОНЕЦ Ну, зачем ты так со мной? Я же ничего плохого не сделала. Ты опозорила семью. Имя деда – академик. Еще смеешь сюда приходить. Это вы с матерью меня довели. КОНЕЦ За что мне все это? Она не только моя мать, она и твоя мать. Я ее не бросаю, но и домой возвращаться я не буду. Что за счет ты не собираешься возвращаться? А кто за ней будет следить? Я не сиделка, я не буду с под нее утки выносить. Добрый день. Я бы хотел узнать, есть ли какие-то счета за лечение Зинаиды Петровны Барановой. А вы кем ей приходитесь? Внукам. Если внукам, должны были знать, что уже приходили по оплате. Кто? Я что, вам должна… Я сейчас посмотрю. Буду вам премного благодарен. Сажи-пажи. Вот. За дополнительные лекарства заплатили. У нас, к сожалению, не всегда есть нужные препараты. Егор Вадимович Свиридов. Вы знакомы? Да. Знакомы. Спасибо за информацию. Может, запишите мой номер телефона. Если что-то понадобится для пациентки, сразу звоните мне, я оплачу все счета. Сейчас, Серочка. Диктуйте. Мам, как ты думаешь, тетя Рита не бросит бабушку? Не переживай, пока бабушка в больнице, за ней присматривают медсестры, санитарки. Я об этом позаботилась. А тете Рите пора учиться брать на себя ответственность. Я вообще не понимаю, почему бабушка верит только ей, относится так к ней. Ну, ты же тоже ее дочь. Ты же помнишь, что у тети Риты была эта страшная авария, мы думали, что она не выживет? Да. Мам, он с тех пор над ней трясется. А тетя Рита этим бессовестно пользуется. Где Леша? Я думала, что он нас подвезет. А он в бухгалтерию пошел, дядя Миша сказал оплатить счета бабушке. Так вроде нет никаких трат пока. Ты позвони ему, узнай, где он. Да. Леон, подожди, подожди, говорить надо. Мне не надо, я уже тебе все сказала. Тихо, тихо, тихо. Зачем так? Не чужие жлюни, столько лет вместе прожили. Двадцать. Тебе мало? Да. Признаю, я… Я ошибся. Зря я с Риткой, конечно, связался, но, понимаешь, она проявила инициативу. Ну, пойми, я не удержался и… Прости меня. А, Зай? От меня что ты хочешь? Ошибку осознал, с Риткой порвал. Возвращайся домой, а? Ну, Зай? Я не вернусь. Ты что, не слышишь? Я говорю, с Риткой порвал все. Ну, хорош дурить, Лен. Ну, хватит. Ты ушла и дома прямо… Все. Полный бардак. Вещей не постиранных. Носки вот так вот у батарейки стоят. СМЕХ Я уже забыл, когда в последний раз нормально обеднула. Ритка же, она же готовить вообще не умеет. Ну, ты найми домработницу, Коль. И будет тебе счастье. Что, издеваешься, да? У меня сервис сгорел. Откуда лишние деньги? Мам. Здравствуй, доченька. Поехали. Подожди. Ну, подожди, мы еще… Стоп! Еще раз прикоснешься к одной из них, в гипсе будешь ходить, понял? Да, да понял, отпусти, понял. Чего вы мне все руки-то ломаете? Ты как? Нормально. Не думал я, что этот урод туда прибрется. О! Бывший муженек. Привет. Давненько меня тут не было. С тех пор, как ты меня отсюда выстоял. Кстати, сделал это достаточно грубо. Я еще тогда и обещала тебе отмститься. И вуаля. Ты зачем приехала? Я же сказала тебе, насладиться моментом. Не могла отказать себя в удовольствии и посмотреть, как ты выглядишь. В раздавленном и жалком виде. Каково это? Знать, что лучший друг тебя предал. Довела до самоубийства твою любимую младшую сестренку. Я же правильно поняла? Маша не смогла пережить того, что поддалась на уговоры мужа и предала тебя. М? Это же она украла проект, чтобы отдать его им город. Ну, не переживай, Капф. Я помогла ей осознать ее жизнь. Я ей рассказала, что зря она сделала ставку на мужа, а не на брат. Ведь это муженек ей изменил несколько лет назад. Со мной. Но даже после этого вы все еще продолжали дружить. Забавно, правда? Спасибо тебе, Кристина. А за что? За урок. Где дверь, ты знаешь. О чем ты думался? Да так. Правильно, что я тебя за руль не пустил. Что у нас с налогами? Мы сможем заплатить в этом месяце? Нет, мы не должны задерживать зарплату. Давайте попробуем взять еще один кредит. Как только мы получим проект Афины, все выровняется. Здравствуйте. Егор Владимирович, нужна ваша подпись? Александр Владимирович, я понимаю, что риск, но у нас нет других вариантов. Хорошо. Я буду держать вас в курсе дела. Дарья? Ну, наконец-то. Соизволил появиться. Егор, я тебя просто не узнаю. И почему ты не предупредил, что тебя выписали из больницы? Это я должна была забрать тебя из больницы. Я просто не хотел тебя беспокоить по пустякам. И что за дела у тебя с помощницей? С каких это пор ты стал ее личным водителем? У ее матери случился инсульт. Я сам приложил ее отвезти в больницу. И это я сделал вот для любого своего сотрудника. Извини, я не знала про инсульт. Ты у меня такой хороший. Чуть не забыла обалденную новость. Садись, садись. Скорее, ну. Я поговорила с папой. Ух ты. А нас? О проекте. В общем, есть человечек, которому стекается вся информация по поводу тендера. Так. И он может сказать тебе, какие цифры ставят твои конкуренты. Естественно, бесплатно это делать никто не будет. А, я понимаю. Понимаю. Очень тебе благодарен за хлопоты. Я тебе дам контакт. А дальше уж, пожалуйста, сам. Даша. Я тебе говорил, что ты у меня самый лучший. Это я, Ксюша. Можно? Ты здесь? Так, я вхожу. Ой. Я хотела тебе сказать спасибо за сегодня. Сказала, можешь идти. Я как бы сейчас попыталась наладить наши отношения. Но ты, чурбан-неотёс, на этого даже не заметил. С чего это вдруг? Я ж тебе не нравлюсь в твоем вкусе, Валера, не я. Да. Не нравишься. Я ради мамы. Эй, эй, ты чего? Я тебе настолько неприятен. Не парься, не надо ради мамы меня терпеть. И не буду. А... Куда это ты собираешься? Я перед тобой отчитываться должен. Нет, просто любопытство. Просто спросила. Спросить уже нельзя. Можно. В клуб. Хочу оторваться как следует. Девчонок подцепить. Еще вопросы? Нет, вопросов больше нет. Иди. Шляйся где хочешь, с кем хочешь. Мне все равно. Дура. Дура. Что на меня нашло? Папа, подожди. Опять в клуб. Да, да, ну давай не об этом сейчас. Ты в курсе, что тетя Лена с дядей Егором знакома? Он лекарства ее матери оплатил. Да, я знаю. Я сам их познакомил. Сам? Я думаю, вы не общаетесь. Это связано с бизнесом. Не бери в голову. Все под контроль. Окей, раз ты так говоришь. А тетя Лена знает? Она знает, что Егору нельзя доверять. И общается по моей просьбе. Окей, понял. Моя дело предупредить. Да, спасибо. Слушай. Лекарства не оплатил. За Афину. За наш смех. Да. Даже не верится. Еще немного и все наши финансовые проблемы вводят решенной. Кстати, ты уже позвонил тому человечку? Назначил встречу? Еще нет. Я завтра вам позвоню. Надеюсь, ты сам деньги не пойдешь им дать? Мне весело будет, если тебя посадят. Кристина. Умеешь ты настроение испортить? Если закрывать глаза на проблему, сама она от этого не решится. Ты пошлешь свою помошницу? Надеюсь, ты уже достаточно ее обработал. Она тебе доверяет? Не будет задавать лишних вопросов? Как же все это мерзко. А что ты хотел, Гука? Это маленькие зеньки не пахнут, а большие пахнут. И даже очень. И мы оба знаем, чем. В конце концов, ты ее для этого и нанимал. Ну, давай быстрее. Есть охота. Вот. Что это за дрянь такая? Тут же мяса даже нет. А тогда готовь сам, или возвращай свою жену, пусть она на тебя вкалывает. Пытался, не возвращается. Ну, быстро-то переметнулся. Как же твоя большая любовь ко мне? Закончилась на вот этих вот полуфабрикатах. Мымра твоя это вообще офигела. Я думала, она вернется хоть после болезни матери. А она даже отказала за ней ухаживать, дрянь. Такая была праведная жертва, а тут как-то подменили. Наверное, как из-за того мужика, с которым она приезжала. Из-за первого или из-за второго? Ну. Тина их только берет со мной, бы хоть одним поделилась. А ничего, что я здесь сижу? Не, ничего. Не мешаю? А, абсолютно. Мне кажется, что мы сидим с тобой в одной лодке. И оба мечтаем, чтобы твоя жена побыстрее вернулась. Как это сделать-то? Ну, у меня есть план. Только будет нужна твоя помощь. Ты получаешь назад жену, я заберу ее состоятельного мужчину, и мы все будем жить долго и счастливы. Вы, майор полиции, инспектор по делам несовершеннолетних. В прошлом, да. Ведь мы с Семеном коллегами были, он бывший следователь. Я после развода из органов ушла, и с работой было туго. И вот Семен предложил мне вакансию. Быть гувернанткой у проблемного подростка. Для Леши? Да. У Михаила тогда в бизнесе непростые времена были. Очень непростые. Поэтому он не мог много времени определять сыну. Ну, а что до бывшей его, то, по-моему, ее сын вообще никогда не интересовал. Только она сама. Да и родила она только лишь бы удержать мужа. А Леша? Всячески пытался привлечь внимание матери. Что он только не делал, какие номера не выкидывал. Это был кошмар. Но вот что интересно, что после развода его как будто от матери отрубило. Причем резко. Что между ними произошло, я до сих пор не знаю. Бедный мальчик, как я его понимаю. Понимаете? Лена, вы очень хорошая мать. Да. Но я ведь еще и чья-то дочь. На самом деле это очень страшно, когда ты пытаешься завоевать любовь. Дорогого тебе человека, у тебя ничего не выходит. Монстр, что там у тебя? Неужели ты с Настюхой помирился? Нет. С Ксюшей о встрече договаривались. С Ксюшей? Ты реально на нее запал? Я в шоке. Телефон верни. Не понимаю, что тебе от нее надо, а? Я сам же говорил, она не в твоем вкусе. Тебя это не касается. Она не твоя девушка, не твоя собственность. Господи, ребята, вы чего? Эй. Вы что за девчонки? Поделитесь здесь. В лишнее время просто убиваешь, на Истеку забыть хочешь. Тебе откуда знать? Может, она моя судьба? Не узнаешь, не попробуешь? Не надо ее пробовать. Ребята, я вас с ним узнаю. Вы же никогда раньше не ссорились. Леха, зачем она тебя? Хороший вопрос. Почему ты так в нее вцепился? Она же тебе даже не нравится. Или у тебя это дело принципа? Тебя это не касается. Просто отвали от нее и все. А если не отвалю, то что? Эй, 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 тише, тише, ребята, оттормаживаем. Слышишь? Спокойно. Тогда ручки договориться можно. Давай. Я оставлю Ксюшу в покое, только если ты мне внятно объяснишь, почему я должен это сделать. И только не надо мне говорить то, что ты в нее влюбился. Это последнее, во что я поверю. Пойду. Позову их к ужину. Угу. Чего ты так завелся? Ну, оплатил он ей лекарство. Не в ЗАГС же он ее повел. Если его приспичит, то он до ЗАГС отдела доведет. Я только одного не могу понять, зачем ему это? Ну вот зачем? А чего он к Ленке прицепился? Ну, что? Может, она ему действительно нравится. Ты такой вариант не рассматривал? Расслабься, я пошутил. Ленка хороша. Приняла подачку, молодец. Ну, не перегибай. Ну, что ты завелся на ровном месте. Мне кажется, или ты ревнуешь? Ревнуешь. Чего? А с какой статьей я должен ревновать? Она мой сотрудник. Мы друг другу вообще никто. После аукциона исчезнет из моей жизни раз и навсегда. Поэтому не надо говорить глупостей. Ты знаешь, моя цель – уничтожить Егора. Я лично принесу святы на его могилу. А Ленка – это последнее, что при этом меня будет волновать. Тебе не говори, что послушивать нехорошо. А тебя не учили, что убивать людей – это нехорошо? Мы так не договаривались. Я не собираюсь быть вашей соучастницей. Одно дело – промышленный шпионаж, другое дело – убийство. Блин, да вы все неправильно поняли. Я предупреждаю. Если с Егором что-нибудь случится, я… Он тебе так дурак. Я пойду в полицию и все расскажу. Еще до того, как ты что-нибудь успеешь сделать. Да, пускай я буду выглядеть дурой, зато ты… Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ты понимаешь, что ты сейчас стоишь на мосту точно так же, как и я тогда. Еще шаг – и все, точка невозврата. Ради любимого Егора стараешься. Дурочек. Ради тебя хоть ты этого и не заслуживаешь. Я предупредила. Ну вы, почему ты сразу не сказал, что она неправильно поняла, и ты никого убивать не собираешься? Если она считает меня убийцей Егора Святым, пожалуйста, пусть так и будет. Знаешь, у меня такое ощущение, что вы вдвоем нашли друг друга. Ребята, сколько можно? Давайте жить дружно, а? Ты что молчишь? Тебе что от Ксюши нужно? Почему ты так не вцепился? Мальчики, привет! Привет! Мы решили к вам присоединиться. Вы рады? Эээ… Да очень. Девчонки, прошу прощения, но у нас разговор. Разговор окончен. Чего стоишь? Иди. Подсапались. Ну… Да… Херунда. Слушай, не бери в голову. Иди на танцпол, я сейчас вторую скоро буду. Ладно? Валер, нахер ты попровоцируешь, а? Ты же видишь, она так весь день на нервах. Может, я тоже. Господи, ты у меня оба уже достали, поняли? Девчонки! Я иду. Леша! Леша, подожди! Леша! Извини. Ты что-то хотела? Ты можешь меня до дома подвезти? Ты только что приехала? Да… Просто так голова разболелась. Вот, одной ехать на такси дискомфортно, а Катька осталась тусоваться. Ты что, подбросишь меня? Ладно, поехали. Ты едешь, нет? Так, конечно. Елена, успокойтесь. Зря вы так. Успокоится Анна Николаевна. Я вам только что сказала, что Михаил собирается убить своего конкурента по бизнесу. Вы так спокойно это воспринимаете? Если он за два года этого не сделал, то сейчас точно не станет. Хотя я на месте Михаила этого подонка сама бы передушила своими собственными руками. Вы же знаете, о каком Егоре идет речь? Разумеется. Это бывший зять Михаила, по совместительству лучший друг, который его предал. Предал. С помощью жены, которая не подозревала о его истинных намерениях, Егор выкрал у Михаила очень важную коммерческую информацию, чтобы построить свой бизнес. И тем самым чуть не довел фирму Михаила до банкротства. И сестра Михаила не выдержала того, что муж использовал ее для того, чтобы подставить брата. И покончила с собой. Она прыгнула с моста, с того самого, на котором вас встретил Михаил. Это была как раз годовщина ее смерти. Смерть Маши. Это не может быть. Он бы никогда этого не сделал. Егор не смог. Он... Он никогда бы не предал своих близких. Если бы на каждом предателе была табличка «предатель», было бы гораздо проще в этой жизни, не так ли? Скажите, Елена, а что бы сделали вы, если бы тот, которому вы полностью доверяете, довел бы до самоубийства вашего самого близкого человека? Например, дочь у милого. В целом, состояние стабильное. Думаю, на днях можно будет вас выписать, но впереди еще реабилитация. Помните, что ваше душевное состояние отражается на физическом. И никаких стрессов. Иначе есть вероятность повторного инсульта. Спасибо, доктор. Да я бы рада. Но жизнь такая штука. Скажите, а если произойдет повторный инсульт, какие у меня шансы? Шансы есть всегда. Значит, небольшие. Конечно, я не молода. Господи, как же страшно оставлять Риточку одну. Она у меня такая неприспособленная. Не стоит думать о плохом. Надо быть на позитиве. Помните, что ваше эмоциональное состояние отражается на физическом. Берегите себя. Спасибо, доктор. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Господи. Риточка моя, бедная девочка. Как же мне тебя подстраховать? Кроме меня ты никому не нужна. А что, давай Николай выпьем за твою новую работу? Надеюсь, я там долго не задержусь. Погнали. Ой, меня аж передергивает от мысли, что придется работать на чужого дядю. Ладно, дядю, пацан зеленый. А я на себя привык пахать, на себя. Ну так, ну что ж ты хотел? К хорошему быстро привыкаешь. Это правда. А это у нас что за ночные посиделки? Привет, Рит. Куль, ты что, издеваешься? Я целый день в больнице проторчала, а ты последний дожираешь? Что ты орешь? Я тебе что, к повара что ли нанимался? Хочешь поесть приготовить? Ты даже в магазин не сходил. А на какие шиши я пойду? Ты у меня все до копеечки высосала. Мужик называется. Слышь. Ну, ладно, Коля, я пойду, мне уже пора. Сиди, сиди, ты пришел только, сиди. Проваливай давай. Ах ты хамка какая. Слышь, я провожу тебя. Не парься. Ладно, Коль, давай. Вся больницей провоняла кошмар какой. Ты тоже хорош, набухался перед Лениным приходом. Как ты собираешься охмурять в таком виде? А что ты на меня наезжаешь? Что тебе не нравится-то в моем виде? Ты не конкурентно способен. Что? Ты вообще ее мужиков видел? Ты на фоне их... Лена, муж, конечно, и дура, но она не слепая. И с обонянием у нее все нормально. Зачем я к тебе возвращаться? Да, можно подумать, ты у нас подарочек. Что ты взяла, что кто-то из ее мужиков на тебя клюнет? Это же мои проблемы. Твое дело давить на жалость. Говорить, какой ты бедный, несчастный. Что как ты без нее умираешь, Ленка сердобольная, может, и вернется. И не забудь про квартиру сказать, что мать ее собирается разменивать. И что ее бедной сестричке жить негде. Это надо быть полной дурой, чтобы тебя к себе взять. Или старшей сестрой, ничего-ничего. Лена меня не такой прощала. И сейчас простит ради своей мамулечки. А уж когда я доберусь до ее богатенького мужика из-за его дома, я не уйду. Леш, спасибо большое, что подвез. Что? Что такое? Что такое? Кажется, ногу подвернула. Больно. Провезешь меня до квартиры, пожалуйста. О, дети, привет. Дочь, я не понял, а что с ногой? Она оступилась неудачно. Да ты что? Ну ничего, у нас дома мась есть, завтра утром бегать будешь. Лешка, спасибо, что довешь. Да не ожидайте. Так, что-то я запутался. Какая нога-то, а? Сильно болит? Может лучше в травпункт? Какой травпункт? Папа, у меня не нога. У меня сердце болит. Не понял. Так ты ногу-то подвернула или нет? Это я. Ты здесь? Я здесь. Ты... Ты почему так бесшумно ходишь? А ты почему в среди ночи парня в комнату заходишь? А... А ты не парень? Да? Кто же тогда? Недоразумение. Ты пришла ко мне в комнату, чтобы оскорблять? Ты что делаешь? В душ собираюсь. Со мной хочешь? Мечтай. Тогда чего пришла ко мне в комнату посреди ночи? Я... Я просто хотела узнать, сможешь ли ты меня завтра отвезти в институт? Да, смогу. Еще вопросы? Нет. Вопросов нет. Подожди, у меня тогда вопрос. Какой? Что в Валере есть такого, чего нет во мне? Почему ты им восхищаешься, а меня терпеть не можешь? По крайней мере, Валера меня никогда не обижал. Опять не отвечает. Меня игнорирует мой родный сын. Это возмутительно. Угу. Ну, Леша давно уже не десять, и он далеко не дурак. Понимаешь, что звонишь не просто так. Ты это на что намекаешь? Что я меркантильная? Намекаешь? Да я тебе прямо говорю. Он тебе денег не даст, хоть сам уже неплохо зарабатывает, а у своего отца для тебя он тоже просить ничего не станет. Так что садись. Он остывает. Кока, ты издеваешься? Это же макароны. Это паста. Ты на время смотрел? Я после семьи не ем. Ну, твои проблемы. Ну, разве что немного. Понимаешь, мне просто нужно заесть мою злость. Я же, между прочим, завтра к врачу иду. Буду анализы по-женски сдавать. Мне просто необходима поддержка семье. Семье? Ну, это ты загнула. Ты же его сама бросила. И в Париж к любовнику укатила. Ну, так вот мучаешься, растишь, рожаешь, воспитываешь. А что по итогу? Твой собственный ребенок даже не отвечает на твои телефонные звонки. У тебя и меня не понять. У тебя же нет детей. Ну, насчет рожаешь не поспорю. Но вот насколько мне не изменяет память, твоим ребенком всегда занимались другие няньки, гувернантки. Миша, Сема, Маша. Ну, даже я. Он на велике учил его кататься. На лыжи ставил. Ты всегда занималась только собой. Между прочим, психологами уже давным-давно доказано, что ребенок вырастает более счастливым и полноценным, если его мать смогла самореализоваться не только в семье, а и в профессии тоже. А я, если ты не забыл, искусствовед международного уровня. Я работала в Париже. А в художественной галерее к своего любовника? Ну, по факту не поспоришь. Конечно, международный уровень. Знаешь что, Гуга? А Мишка правильно сделал, что тогда тебе морду набил. Ты просто великий специалист по тому, как отталкивать от себя близких тебе людей. Мишка. Мишка, Мишка, успокойся! Слышишь, того не стоит, сука! Машку уже не вернуть! Осадиться за убийство этого козла! Что получил, что хотел? Счастлив! И деньги! Я сегодня не нужно, испарился! Я не знал, Мишка! Я ж не дул! Я не хотел! Послушай, это не закончится! Это экстрактив! И вот тогда задай себе один вопрос. Стоило ли того все это? Понял? Тихо! Я не хочу, чтоб ты приходил к ней на похороны, увижу! Живем, закопаю, тварь! Я хочу! Я хочу! Пожалуйста, ты первая! Ну нет, что ты хотел? Хорошо. Там, в кабинете… В общем, ты мне неправильно поняла насчет Егора. Это было образное выражение. Я не собираюсь никого убивать, тем более этого урода. Он не стоит того, чтобы из-за него руки пачкать. Я уже поняла. Правда? Да. Анна Николаевна мне кое-что объяснила. Ну, в общем, можешь успокоиться. Ну, об остальном… Все в порядке, в остальном ты не сказал ничего нового. Нет, правда, мы друг другу ничего не обещали. Я это понимаю, я принимаю это. С моей стороны нет никаких претензий. Потом… Через два дня после аукциона я исчезну. Из твоей жизни. Так что… В любом случае, хочу сказать тебе спасибо. За что? Ты что объяснил мне? С моста я всегда успею. Спокойной ночи. Значит так, автомойка там, инструменты все храним здесь, под замком. Если что пропадет или сломается, вычту из твоей зарплаты. Понял? Понял, понял. За опоздание штраф, работаешь посменно, три на два. Первый месяц плачу 70% от зарплаты, ты на испытательном сроке. Вдруг не подойдешь. Понял? Понял. Тогда приступай. Алло, котенок, я сегодня задержусь. Да, новенький тут. Надо контролировать. Да, ну конечно. Хорошо. Малый косос, а. Ну, брат, ты не злись. Сам говорил, работа нужна. Он дожил. На какого-то сопляка вынужден работать. Он еще указывать будет. У меня свой автосервис был, когда он пешком под стол ходил. Был? Но сейчас-то его нет. Слышь. Вот получишь кредит, встанешь на ноги и едешь отсюда. Я смотрю, ты самый умный. Кто бы дал еще этот кредит? Перед Веркой еще приходится унижаться. Господи, что же за жизнь такая, а? А перед ней-то чего? Да эта стерва не хочет мне новый Ленкин номер телефона давать. Приходится передавать все через нее. Верочек, привет. Подожди, не бросай трубку. Мне с твоей подругой нужно срочно поговорить по поводу продажи квартиры. Теща старческий маразм обострился. Можешь передать, что надо с ней встретиться? Ну, откуда я знаю, что на ней нашло? Хорошо, Вера, я поняла. Да-да-да, встречусь с ним. Нужно уже поставить точку во всей этой истории. Не переживай, ничего он мне не сделает. Давай, спасибо, что позвонила. С бывшим собираешься встречаться? Одна? Ну, не с охраны же к ним ехать. Хочешь со мной по поводу квартиры поговорить. Мама почему-то собралась ее продавать, хотя это бред какой-то. Она бы никогда ее не продала. Она же мечтает, чтобы там был музей имени папы. Я с тобой поеду. Вдруг он опять тебя агрессивно поведет. Да нет, не надо. Я уже взрослая девочка, я сама справлюсь. Со мной будет все в порядке. Ой! Спасибо. Это ты сама-то справишься? А ты ходячий катастроф. Мои личные проблемы не должны тебя волновать. Сам же сказал, у тебя своя жизнь, у меня своя. Я тебя подвезу. Не надо. Я таксист. Что, тебе совсем не нужен? Лена не говорила, когда придет. Нет, я думала, она у тебя уже была. Нет еще. Конечно. Больная мать обуза. Не нужна ей. Собственной дочери. Не надо так говорить, мам. Я тоже твоя дочь, и ты мне очень нужна. Здрасте. О, я вижу, вы сами справляетесь, я тогда пойду. Куда? Опаздываете, на меня еще свою работу сваливаете? Нет уж, давайте, принимайтесь-ка за дело. Вам за это платят. Хорошие детки пошли. Отдохни, доченька. Ты устала? Доченька, доченька. Если я уйду, кто о тебе позаботится? Мама, зачем ты так говоришь, а? Ну, ты будешь жить долго-долго. Нет, доченька, не буду. Надо смотреть правде в глаза. Врач сказал, что есть риск повторного инсульта, и тогда я точно не выкарабкаюсь. Нет, я просто обязана тебя подстраховать. Как? Доченька, мама обо всем позаботится. Я уже все продумала. Мне главное Лену дождаться и с ней переговорить. Она и тебе не оставила номер телефона. Господи. Родной сестре я не оставила номер телефона. Еще не надоела эта конспирация. Не вижу ничего криминального в том, что мы с тобой в одном доме живем. Это же решение наших родителей не наше. Ну, знаешь, всем это не объяснишь. А я не хочу, чтобы о нас сплетничали. Как скажешь. Как закончишь, позвони. Если будет время, заберу тебя. Да, хорошо. Спасибо. Что-то не так? Ну, ты какой-то сам на себя не похож. Слишком адекватный, спокойный. Прям как затишье перед болей. Не переживай. Болей не будет. Обещаю. До вечера. Я на работу опаздываю. Да. Извини. Все. Пока. Подруга, ты ничего не хочешь мне объяснить? С каких это пор Агапов заделался у тебя в личные водители? Лид, а... Нет, все-таки это странно. С какого перепугу Агапову тебя подвозить? Спроси у него сама. Я вообще не знаю, что у него в последнее время в голове творится. Да и он сам не свой. В каком смысле? Перестал докапываться до меня. А ведет себя как нормальный человек. Меня это даже пугает. Может, он просто потерял к тебе интерес? Как думаешь, на стажировку уже списки вывесили? Если бы я выиграла, это изменило бы всю мою серую жизнь. Прощай обыденности. Здравствуй, Лондон! Подожди, ты думаешь, он потерял ко мне интерес? Только не говори, что у тебя развился стокгольмский синдром, и ты не хочешь с ним расставаться. Не говори глупостей, ладно? Ну что, какие-то новости есть? Катя, я не могу понять, что он нашел в этой посредственности? Такие посредственности обычно самых крутых парней отхватывают. А все потому, что имеют вовремя подсуетиться. Поясни. Юлек, это же элементарно. Такие, как это, без особых претензий и запросов, сразу в постель прыгают, беременеют и все. Прощай, холостая жизнь. Поэтому я тебе говорю, если сама не подсуетишься, точно Агапова потеряешь. Что ты предлагаешь? Действуй на опережение. Признайся ему в своих чувствах. Это выведет ваши отношения на новый уровень. Ну, если это не взаимно. Ничего страшного. Над любыми отношениями нужно работать. В этом деле самое важное задать нужное направление. Ну, чтобы он перестал на тебя смотреть только как на подругу детства. На худой конец напои его и затащи в постель. А лучше, чтобы твой папа вас застукал. Вот тогда Агапов точно не отвертится. Ты же сама говорила, что ваши отцы лучшие друзья. Катя, я на такое не способна. В этом и заключается разница между тобой и этой Ксюшей. Уверена, она только с виду не дотрога, а на деле более сговорчива. Вот потом не удивляйся, что в ЗАГС он поведет ее, а не тебя. Ну вот, недостающая моя честь. Пришлось машину на более дешевое поменять. Неужели ты сам не мог найти нужную сумму? Тоже мне гендиректор называется. Где я тебе сейчас твой канал найду, а? Потом это в твоих же интересах, чтобы мы выиграли тендер. Компаньон. Хватит у меня уже на шее сидеть. Вчера звонили из парижского филиала. Я так надеялась получить там работу. Но в последнее время удачно точно не на моей стороне. А ты в каком-нибудь другом месте пробовала искать работу? Пробовала. Без толку. Подозреваю, Бернард постарался, чтобы меня нигде не брали. Почему мужики такие злопамятные? Ведь я даже ему не изменяла. Не изменяла. Такую истерику закатала на презентацию последнего проекта. После того, как застукала с натурщицей. Жоб позорила при всех. Заслужил, скотина такая. С самого начала знала, что нельзя было с ним связывать. Ну и чего связалась? Хотелось верить в хорошее. Все-таки зря я от мышки ушла. Нефики могло изменить. Тебе легко говорить. Побыл бы в моей шкуре, по-другому бы забил. Знаешь, каково это, когда мужчина тебя не любит, не восхищает с тобой, не боготворит тебя. Что это ж тебя богиня. Ну, что-то типа того. Ты сама любить его не пробовала. Ну, хотя, привыкла только брать, ничего не давая взамен. Ой, вот только не надо вот этих моралите. Ты помощницу с взяткой пошлешь? У тебя же хватит ума, не пойти самому. Если, не дай бог, заметут, имей в виду, передачки в тюрьму носить тебе я не буду. Я что, похож на потенциальную жертву? Нет, Гога. На жертву ты у нас совершенно не похож. Всем пока. Чуть не забыла. Елена, зайдите, пожалуйста. Хорошо. Вы сегодня прекрасно выглядите. Спасибо. Пожалуйста. Счастливо оставаться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Передача денег сегодня. Время и место сообщу. О, шоу начинается. Да, наших предупредили. Что, и победа за нами. Ты уже купил Елене обещанную квартиру? Дело очень незакончено. Выиграем тендер, тогда этим и займемся. Только не говори, что ты позволишь ей уехать. А почему нет? Дана сама не захочет оставаться. У нее сегодня свиданка с бывшим мужем. Я думал, она подала на развод. Да, я тоже думал. Алло, Игорек, передачи денег сегодня. Егор Вадимович, я хотела узнать, не требуется ли вам что-то еще. Потому что все ваши предыдущие поручения я уже выполнила. Спасибо, Светлана. Нет, я думаю, что особо важных дел у нас сегодня больше не будет. Единственное... Нужно заставить этот конверт с документами одному очень серьезному человеку. Хорошо, я вызову курьера. Нет, не стоит. Документы слишком важны, чтобы доверять это чужому человеку. Елена, Я попросил вас, был бы вам признателен. Егор Вадимович, давайте это сделаю лучше я. Вы же сами говорите, дела очень важные. Я на машине, а Елена, насколько я знаю, ездит на автобусе или такси. Не дай бог, еще потеряет. Светлана, отдайте, пожалуйста, пакет. Егор Вадимович мне поручил. Вы знаете, Елена... Светлана права. Она на машине. Так удобно. Но... Так... Будет лучше для всех. Странно видеть тебя в костюме. Надеюсь, это ненадолго. Ненавижу эту вдовку. Ну ничего, сейчас завалю сессию, отец меня сам уволит. Ты пригласил меня поговорить об учебе? Нет. А Ксюша? Снова Ксюша? Ты так сильно запал на нее. Я на нее не запал. Я ее люблю. Но она меня нет. Ей нравишься ты, поэтому... Я выхожу из игры. Насильно мил не будешь. Леш, я впервые слышу, чтобы ты кому-то признавался в любви. И впервые вижу, чтобы ты сдавался. Ты же раньше никогда... Это расклад такой. Как я уже сказал, ей нравишься. Ты не знаешь, насколько сильно, но... У меня к тебе есть большая просьба. Если любишь, будь рядом и не оставляй. Ксении сейчас как никогда нужна защита и поддержка близких. Но если ее чувство не взаимное, не играй с ее чувствами. Потому что если сделаешь ей больно, будешь иметь дело со мной. Я не посмотрю на то, что ты мой друг. Без обид мое дело предупредить. Я услышал тебя. Вот, Светлана. Ну что, давай перекусим. Тут говорят, вкусный плов подает. Светлана, зачем вам выполнять курьерскую работу? У вас же наверняка в офисе дел много. Давайте я отвезу. Мне все равно в центр надо в обеденный перерыв. Елена, занимайтесь своим делом. Не лезьте в чужую работу. Егор Вадимович мне доверяет. И я его не подведу. Слушай, я не знаю, что делать. Он Светлане поручил деньги передателю мне. Да нет, она точно не в курсе. Но она и не на нашей стороне. Подожди. Егор Вадимович, могу чем-то помочь? Да, спасибо, Лена. Мне нужно взять последнее отчет. Пожалуйста. Спасибо. Егор вместо Елены Светланы в деньгами отправил? Да. Что-то новенькое. Обычно Егор планы спонтанно не меняет. Он же у вас педант. Не нравится мне все это. Может, что-то подозревает? Может, ему просто Елена нравится, он не хочет ей рисковать. Ты такой вариант не рассматривал? Так, звони нашим, пусть вновь с коррективы поехали. Да, дочь, говори только быстро, я тут занят. Пап, да какая разница, зачем помощь нужна? Просто помоги. Да, спасибо, папулечка. Я тебя обожаю, да. Согласился? Да. Думаешь, получится? Однозначно. Нам главное его в квартиру заманить, а там уже дело техники. Причина какая-то надуманная, перестановка. Юль, но ты ведь в самом деле увлекаешься феншуем. И Лешка об этом знает. Да какая тебе разница? Крестному он точно не откажет. Не знаю. Господи. Ой. Прости, дядь Сём, я не понял, какая перестановка? Феншуй? Нет, если надо, то конечно. Я сам не знаю, что на неё нашло. Перемен в жизни захотелось. Ну, кто поймёт этих женщин? Только я боюсь, что я со своей спиной уже, знаешь, не натаскаюсь эти диваны. Я после последней её перестановки неделю отлёживался. Заклинило. А грузчиков она звать не хочет. Говорит чужие люди в доме. В общем, Лешка, выручи, если не сложно, а? А, спасибо. Я твой должник. Давай. В Купидона записался? Ой, не говори. Что на неё нашло? Ну, взрослая же деваха. Ну, она могла бы прямо уже сказать. Ты, ну, нравишься, ну... Так-то неплохо было бы породиться, а? Ну что, представляешь, у нас с тобой совместные внуки, да? Пусть молодёжь сама разбирается. Но ты сводник. Так я к уже не по собственной воле, а по дочкиному принуждению. Ты реально из-за Агапова так загрузилась? Ох, вот ещё делать мне больше нечего. Нет, я из-за бабушки переживаю. Её бы по-хорошему навестить надо. А я боюсь. Не боишься? Ну, да. Снимай. Она на нас с мамой в последнее время как на врагов смотрит, понимаешь? Слушаю только тётю Риту, вот и получается замкнутый круг. Когда она нас с мамой видит, то очень злится. А ей нельзя, у неё поднимается давление. Ты же сама знаешь, был инсульт. Ну вот, а ей нельзя нервничать. Да, делаю. О, слушай, мы же компот забыли. Возьми два морса. Да. Хорошо. Так. Прости, я не смогла приехать тебя забрать. Ещё какая-то она появится, Ксю. Держи. Ксю, ты ничего не хочешь мне объяснить? Ксю. 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо огромное. С меня премия. Все в порядке? Все просто прекрасно. Лена, все замечательно. Скажите, а что вы сегодня делаете после работы? Я, да, в принципе, ничего. Надо с бывшим мужем встретиться, обсудить детали развода. Это надолго? Не думаю. Отлично. Мы едем вместе. В смысле? Ну, вы пока будете разбираться с вашим бывшим, я вас подожду, а потом поедем праздновать мою удачную сделку и ваш развод. Как вам такой план? Даже не знаю. Отказов не принимается. Ты что, реально? Ну, ты же сама знаешь Агапова. С ним легче согласиться, чем спорить. Он меня сегодня утром вот подвез и сказал, что отвезет обратно. У него что, биполярка? То он тебя ненавидит, то подвозит. Да? Да. Да, у него биполярка. Слушай, возьми у него, сама спроси, ладно? Ага, конечно. Он псих. С ним лучше не связываться. Вот. А я тебе о чем говорю? Ну, вот и где эту Ленку с Ксюхой носит? Не придут они. Не нужна я им. Только ты, доченька, обо мне и заботишься. Вот умру я. Мам, врач же сказал, что ты не умрешь. Тебя вон выписывают скоро. Мам, мне нельзя тебе умирать. Ну, подумай обо мне. Если с тобой что-то случится, Ленка меня сразу из квартиры вышвырнет. Я им не позволю. Мам, ты меня, конечно, прости. Но ты же ничего не сможешь сделать. Мне по завещанию только треть полагается. А Ленка сразу папину квартиру на продажу выставит. Она мне сама сказала. Ну, а я куда с этой третью, я не знаю. Может быть, получится какую-нибудь комнату с подселением. И то где-нибудь на окраине. Я им не позволю, доченька. Мама о тебе позаботится. Мамочка, я тебя так люблю. Я тебя люблю, доченька. Привет. Спасибо, что пришла. Здравствуй. Да. Давай сразу к делу, у меня мало времени. К своему спешишь, что ли? Коль. Тебя уже не должно это волновать. О чем ты хотел поговорить? При чем здесь квартира? Да ни при чем. Мне причина нужна была, чтобы с тобой встретиться. Ленок. Ну, Квой, возвращайся домой, а? Я соскучился. А я нет. Коль, я не понимаю. Ну, прими ты это уже. Все. Все, все, все. Между нами все кончено. Да, Мик, подожди. Ну, не может такого быть. Ты не можешь просто так вот уйти. У меня, ну, у меня... Я имею право на какие-то объяснения. Какие объяснения, Коль? Ты свой выбор сделал. Началось, а? Не понимаю, что я должна объяснить. Я тебе сказал, это была ошибка. Ошибся я, понимаешь? Хорошо, ошибка. Меня это уже не касается. И если тебе нечего мне сказать, до свидания. Подожди, я тебя не пущу. Поехали. Все, хватит. Рой! Поберите, пожалуйста. Я не понял. Это один из твоих любовников, что ли? И ты еще меня попрекаешь? У меня одна была, а у тебя целый гарем. Даже если так, не твое дело. Да ты, Ленка. Успокойтесь, пожалуйста. Иначе мне придется вызвать в полицию. Ты в курсе, что она тебе рога стоит? Параллельно с другим встречается. Имей в виду. Это я тебе так по-приятельски. Имей в виду. Лена, пойдемте. Простите, так неудобно, Егор Вадимович. Вне работы можно просто, Егор. И не нужно извиняться. Я понимаю, в жизни всякое бывает. 20 лет с человеком прожила. Двух детей с ним воспитала. Такое ощущение, что как будто подменили. Да, не зря говорят. Чужая душа о потемке. Лен, попросите, что заведомо лез на свое дело. Мне правда любопытно. У вас кто-то есть? Просто вот бывший муж сейчас намекнул, и Светлана вас с кем-то видел. Это... Да нет, нет, у меня нет никого, правда. Это недоразумение. А Светлана и Николай видели мужа моей подруги. Он меня как-то до работы подвозил. Я вместе с ним забирала вещи из дома. Да, а то вы же видели, какой он агрессивный. И одной было страшно ехать. А что он мог бы объяснять? Конечно, Николай его принял за любовника. Когда он в таком состоянии существует бесполезно. Я вас понимаю. Ну что, поехали отмечать? Да. Хорошо. Привет. Привет. Леш, так рада тебя видеть. Ты проходи. А ты в этом персонуке собираешься делать? Сюрприз! Лешенька, я решила устроить нам день воспоминаний. Собрала, мне кажется, почти все наши детские фотографии. Смотри, это папа с дядей Егором учат нас плавать. Ты еще тогда быстро научился. Я чуть не утонула, помнишь? Пришлось меня спасать. Нам тут, кажется, лет по девять. Юля, ты зачем это делаешь? Лешенька, а ты садись, что ты стоишь? Садись, садись. Я хотела тебе напомнить, что мы с тобой далеко не чужие люди. И что мне очень грустно от того, что мы перестали так близко общаться. Ты прекрасно знаешь, почему это произошло. Ну, нам было по 16 лет. Признаю. Я очень некрасиво поступила тогда по отношению к этой Ксюше в лагере. Ну, мы же были подростки. У меня был ветер в голове. Ну, подумаешь, неудача над ней пошутила. Ты ей устроила травлю и свалила все на меня. Столько лет прошло. Ты все никак не можешь забыть, Леша. Я не понимаю, честно. А как можно было вообще какую-то девчонку поставить выше меня? Твою подругу детства? Как вообще можно было одним махом все разрушить и за какой-то девать? Все, я пошел. Леш, прости. Лешенька, прости, подожди. Останься сегодня со мной, пожалуйста. Давай выйти сюда. Юля, я за рулем. А если бы она тебе предложила, ты бы остался, да? Ты бы с ней выпил. Ты не Ксюша. Леш, Лешенька, я люблю тебя, слышишь? Лешенька, я тебя всегда любила, Леш. Ты мой ответ знаешь. Господи, да что же не так-то? Почему она, а не я? Господи! Вот, здесь фрукты. Может, тебе что-нибудь приготовить? Я привезу. Где мать? Она просила передать, что сегодня не сможет к тебе приехать. Ну, если тебе что-то понадобится, то... Понадобится. Любовь, уважение, забота. Разве вы на это способны? Чего ты молчишь? Ну, и где вы с матерью живете? У ее любовника? Вот уж не думала, что вы обе по наклонной пойдете. Нет, чтоб вернуться домой, покаяться. В чем? И ты еще спрашиваешь? Бабушка, спокойно, спокойно, пожалуйста. Я не хочу с тобой ссориться. Пожалуйста, все. Я пойду, если что, звони. Неблагодарная! Мам, не расстраивайся, я поговорю с ней. Может, получится образумить. Хорошо, доченька. Может, хоть тебя послушает. А то от Ленки-то, как от матери, толку мало. Вырастила. Что у тебя случилось? Ты что тут делаешь? А тебя на звонки не учили отвечать? Я пораньше освободился. Ты на мой вопрос не ответила. Ксюша! Понятно. Мне надо с тобой поговорить. Не лезь к ней, поняла? Иначе будешь делать со мной. Ну, а мы еще посмотрим, кто кого. Свободны? Да. За этой машиной. Я не понял. Папа, папочка, он меня отвергнет. Я ему призналась. Он... Пап, сделай что-нибудь, слышишь? Пожалуйста, пап, я жить без него не буду, я не стану. Папочка, почему он выбрал ее, не меня? Я же лучшая его. Конечно, конечно, лучше. Ты самая лучшая, ты самая красивая, ты самая умная. Папочка, ты любишь, ты любишь, ты любишь. Я люблю ее, слышишь? Я хочу быть только с Нашей, ой, ой. Нашей, с Нашей, с Нашей, с Нашей, с Нашей, с Нашей, с Нашей. Я тогда так не боялась, я умерла, как. И не на вас будешь ты, потому что ты не был такой, мамочка. Ой, нет. Все настолько плохо? Хуже уже быть не может. Бабушка меня в шалавы записала, представляешь? А я даже никогда с парнем не встречалась. Она мне ничего объяснить не дала. А отец вообще как с цепи сорвался. Нет, у нас и раньше с ним не особо были близкие отношения, но сейчас просто ужас. А про тетю Риту я вообще молчу. Про нее мелочи лучше не напоминай. Знаешь, у меня большое желание ей шею свернуть. Зато у тебя прекрасная мама. Да. Я бы от такой сам не отказался. Она... Она постоянно говорит, что любит тебя. Ты так говоришь, как будто бы это что-то сверхъестественное. Как будто бы тебе мама никогда не говорила, что любит тебя. Нет. Не говорила. Не меня случайно ждешь? А мне что, заняться больше нечем? Как все прошло? То, что Егор отправил Светлану вместо меня, это сильно спутуло карты? Я так понимаю, что Егор остался очень доволен. Даже в ресторан меня пригласил, чтобы отметить хорошую сделку. И как? Отметили? Хорошо провели время? Да ничего особенного, просто посидели. Ты не ответил насчет Светланы. А это тебя не касается. И я не должен отчитываться перед своими подчиненными. Значит, я для тебя просто подчиненная, да? Хорошо? Пускай будет так. Не забудьте мне только заранее сказать, когда нужно будет вещи собирать. Я так понимаю, на этом моя работа заканчивается? Да хоть сегодня. Да у Ксена осталось пару дней. Ты же понимаешь, что не сможешь продолжать работать на Егора? Как только правда споет наружу, ты автоматически становишься его врагом. Я все прекрасно понимаю. Как только моя работа закончится, я исчезну из жизни Егора, и из твоей жизни тоже. Так что можешь спокойно жить без меня. Легко сказать, без тебя. Легко сказать, без тебя. Обалдеть. Вот это я понимаю. Красиво жить не запретишь. Молодец, сестренка хорошо устроилась. Ну и мне не грех этим воспользоваться. Мам. Да? А мы уже завтра до уезжаем. Нет. Побудем здесь еще несколько дней. У тебя столько новых вещей. Я так за тебя рада. Раньше ты себе никогда ничего не покупала. Эти вещи тоже не я сама себе купила. Дядя Миша, да? Да. Мам, вы с ним поссорились? Поэтому мы уезжаем? Нет. Просто моя работа на него заканчивается. Но я думала, что вас связывает не только работа. Я тоже в какой-то момент так подумала. Но ошиблась. Прости, пожалуйста. Давай не будем об этом. Это все взрослые дела. Ты только ничего не подумай. Дядя Миша ни в чем не виноват. Мы с ним расстанемся в хороших отношениях. Хорошо. Елена, извините, что беспокою, но к вам там пришли. Ко мне? Вы уверены? Да. Хорошо. Я сейчас. Да. Как ты здесь оказалась? Знаешь, сестренка, у меня к тебе тут же самый вопрос. Как ты оказалась в таком дворце? Ты любовница хозяина. Слушай, я тоже хочу тут пожить. И, кстати, маме было бы здесь удобно. Твой хахаль мог бы ей сделку нанять. Я готова переехать прямо сейчас. Я здесь не живу, я здесь работаю. Да, ведешь себя как хозяйка. И шмоточки, я смотрю, новые. Это он тебе подарил? Уходи. Чего? Уходи и не возвращайся. Что это старшая сестра-то, а? Ты забыла, что должна обо мне заботиться? Могла бы хоть денег подбросить. Ты же знаешь, я на мели. Так сама уйдешь или мне охрану вызвать? Ты не посмеешь меня выставить, я матери все расскажу. Да что ты говоришь? Не трогай меня, рукой вбери! Ты дом моей сестры, пусти меня! Всего хорошего. Думаешь, так легко от меня отделаешься? И не мечтай. Я все равно свою возьму. Мы еще посмотрим, за кем будет последнее слово. Серый, вы с пацанами еще на дело ходите? Я тут дом один присмотрел, там цацик на миллионы. Ты плевая и делай, я тебе зуб даю. Там один охранник, а дом заблудишься, иначе бедят. Будут две-три бабы ночью, а хозяина не будет. Я сама слышала, как он с прислугой разговаривал по телефону. Ну, если тихо сработаете, еще с бабами развлечусь. Если, конечно, рать не будут, то что, даю адрес? А это, и про мой процентик не забудьте там, да? Серый, я тебе когда-нибудь левый на водке давала? Спокойной ночи, встречка. Хорошо, что мы в магазин заехали. Иначе бы без молока остались. Ты наелась, тебе, может быть, была бы сделать еще? Нет, спасибо. Ты хотела что-то спросить? Нет, нет. То есть, да. Спрашивай. Ну, вообще-то, я тебе задавала уже этот вопрос. Но так и нормального ответа на него не получила. Хорошо. Если честно, почему ты мне портила жизнь в лагере? Ну, я же ничего тебе плохого не сделала. Или ты что, так развлекался? Развлекался. Ну, да. Ну, например, вот та история с ловушкой. В чем был прикол подвешивать меня за ноги? Вообще-то, это было достаточно больно. Да не я тебе ловушку устроил. Как не ты? Ты там стоял. Я... Я там стоял, потому что ты пошла одна в лес. Мало ли, что с тобой могло случиться. Я пошел на всякий случай с тобой присмотреть. Ты сама подумай, как бы я мог заранее знать, что ты туда пойдешь. Ну, я висела, а ты стоял и ржал на доме. Да потому что нечего в лес одной ходить. Я вообще не так же долго там висела, я тебя через две минуты уже снял. Ты лучше подумай, что было бы, если бы я вообще за тобой не пошел. Тебя послушаешь, я какой-то монстр. Я по большому счету ничего плохого у тебя в жизни-то не сделал. Подумаешь, поржал. Спасибо за чай. Но ты же... Это что получается? Я все напутала? Так, я не понял, что так поздно? У бывшей твоей была. Что, у Ленки, что ли? А что, у тебя были другие бывшие? Ну, и что, как она там живет, что ли? Прекрасно она живет. Получше нашего. У нее там просто дворец. Она только такого мужика нашла. Я бы на ее месте тоже тебя сразу же на него, не задумываясь, поменяла. Вот прям-таки дворец, ничего не попутала? Ой, почему Ленке так всегда везет? В школе училась лучше, отец ее любил больше. Ну? Ну, ничего, недолго ей кайфовать осталось. Я надеюсь, ты убивать никого не собралась? Коля, ты дурак. Я на нары больше не собираюсь. Да, ну, хорошо, оставай. Только учти, Ленку с Ксюхой не трогай. Какие-никакие они, моя семья. Чего ты ржешь-то? Не дай бог с моей доченькой что-то случится. Я тебе лично башку отверну, ты поняла? Ой, я так испугалась. Прям коленки трясутся. Я тебя предупредил. А ты, Коля, не дурак. Хороший дом. Там точно один охранник? Вроде да. А ты, Коля, не дурак. 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 Помогите! 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 Убью муранье! Гони полицию! Трифон! 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 Попа! Полицию вызвали! Кто же звонит? Эти уроды ее заселывать хотели! Что? Трифон! Слушай, пробей этих уродов по нашим каналам. Если полиция затянет — сами разберемся. Ага, хорошо, давай! Хорошо, что Леша рядом оказался. Даже не представляю, чем могло бы закончиться. Спасибо тебе, мой хороший. Да, Леша, спасибо тебе большое. Хорошо, что все обошлось. Да. Кто бы мог подумать, что они прямо в комнате нападут. Все, пусть завтра камеры добавят по периметру. Сделаю. Откуда эти уроды вообще здесь взялись? Столько лет ни одного ограбления. Да что там ограбление? Даже вшивого воровства, а тут с доставкой на дом. Да, ты прав, как-то странно это все. Так все, молодежь, идите спать, поздно уже. Может, сегодня у меня останешься ночевать? Нет, мам, все нормально, все хорошо, правда, я останусь у себя. А ну, второй раз за ночь же они на меня не нападут, правда. Все хорошо. Я провожу. Хорошо. Болит? Да, свадьбу заживет. Понятно. Ко мне сегодня сестра приезжала. А зачем ты искала адрес? Да не говорила я ей адреса, понятия не имею, откуда она узнала. Не знаю, может, следила за мной или за Ксюшей. Но я не об этом. Моя сестра долгое время сидела в тюрьме. У нее есть криминальные связи. Сегодня мы с ней поссорились. Ну, как я выставила ее из дома. И, зная ее характер, она бы это просто так не оставила. Ты хочешь сказать, что это твоя сестра навела этих отморозков? Я не знаю. Не знаю. Я просто констатирую факты. Она знает, где я живу, и она меня ненавидит. Лен, подожди, мы говорим о твоей родной сестре. Эти отморозки чуть не изнасиловали Ксюшу, ее племянницу. К сожалению, это ее не останавливает. Вот такие у нас родственные связи. Так, давайте не будем рубить с плеча. Я во всем разберусь. Может, ты зря себя накручиваешь, это просто совпадение. Да, да это Бог. Она теперь накручиваешь, дверь закрываясь на ночь. Ты... Ты... Ты иди. Не заснешь, Эти? Засну. Ты... Ты что делаешь? Низи, что ли, ко сну готовлюсь. Давай помогай. Ну, это же моя кровать. А я на нее не претендую. Мне после сегодняшнего вечера спать одному страшно. Ты меня вот все это тянула, вот теперь давай, охраняй меня. А то вдруг какие-нибудь бандитки придут, помогаться начнут, кто меня от них защитит. А ты что думала, долг платежом красть? Ложишься или как? Ну, ты ее устал, завтра рано вставать. Да ничего, я тебе не сделаю. Я тебе сто раз говорил, ты не в моем вкусе. Давай, ложись, кровать большая, обоим места хватит. Ну, если только тебе страшно, то... Ложись уже. Хочешь, я останусь, только на одну ночь? Нет, не хочу. Не хочу к тебе привыкать. Ну, что ты у меня разозлился? Я же тебе говорила, что у нас чисто рабочие отношения. Я заметил. Именно из-за чисто рабочих отношений вместо тебя Светлану с обзяткой отправил. Решил в благородство поиграть. Спас одну, подставил другую. А потом еще это дело с тобой в ресторане отметил. Ну, откуда я знаю, что в его голове происходит? Ты ревнуешь? Еще чего? Было бы кого? Угу. Ладно, хорошо. Спокойной ночи. Осенью что-то. Если выяснишь, от кого наводка была, сразу отзвонись. Ну, ты же меня знаешь, я в долгу не останусь. Все, Борь, все, давай, давай, на связи. Да, жду, давай, пока. Ну? О, доча! С добрым утром! Я тебе твой любимый завтрак приготовил. Смотри, какая красота! Ну, что такое, ну, дочь? Пап. Да? Я же тебе сказала вчера, меня отшил Леша. Ему другая нравится, она в шуму не верю учится. Пап, она абсолютная посредственность, она даже близко со мной не стояла. Я не понимаю, что он не нашел, я же лучше ее. Конечно, лучше. Да ты лучше всех, ты самая лучшая. Папочка, а я не знаю, что мне делать. А вдруг я его потеряла? Я без него жить не буду, пап. Ну, опять двадцать пять. Дочь, давай маме позвоним, давай. Она все-таки женщина, она в этих вещах разберет. Может, она посоветует что-нибудь, толковое. Какой маме, пап? Ты на ее жизнь посмотри личную. Какая из нее советчинца? Что она мне скажет? Что он дурак, что не обращает на меня внимание, чтобы я другого нашла? Да. Мне не нужен другой, папочка. Я этого хочу, я Лешеньку люблю. Да? Пап, поговори с ним. Говори его со мной встречаться. Ну, пускай он мне хотя бы шанс даст. Да. Вот же твой крестник. Да. Он тебя послушает. Да. Да? Да, дочь. Ты только не плачь, я тебя прошу. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты кушай. Да, придумаем. На полный желудок все эти любовные переживания, они намного легче переночатся. Это я по собственному опыту знаю. А насчет Лешки ты не переживай. Может, ему кто-то и нравится, но он точно ни с кем не встречается. Иначе, что, он стал бы один по вечерам дома сидеть. Ну, он даже в клуб в последнее время не ездит. Правда? Зуб даю. Кушай. Кушай. Доброе утро. Доброе. Доброе. Уже не доброе. Ты как здесь оказалась? Ты же спал на том краю. На том. Это я, наверное, во сне, да? Наверное. Иди. За завтраком встретимся. Да. Иди. Давай. Что это со мной? Наверное, температура. Не, я не буду кашей, я не люблю. А тебе твой желудок спасибо скажет. Я же знаю, ты все в сухометку на работе ешь. Мне Семен все про тебя рассказывает. Так что-то ты неважно себя чувствуешь. Да, нормально вообще. Угу. Нормально. У тебя температура. Вчера, видимо, под дождем простыл. К врачу пойдешь? Я только еще из-за маленькой температуры по врачам не бегал. Ладно. Симптоматику мы снимем, но вечером, если хуже станет, надо будет на больничный уйти. Хорошо? Вот выпей. Я же сказал, все нормально. Доброе утро. Доброе утро. Еще один чихающий. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, моя хорошая. Как тебе спалось? Все хорошо, мам. Почти как убитая спала. Так, а ты, наверное, с отцом вместе простыл. Ладно, надеюсь, ничего серьезного. Подожди, выпей пока. Сессия, скорая у тебя? Ага, но, думаю, завалю, работа в офисе много. В смысле? Вот завалит ребенок сессию из-за тебя. Ты и виноват будешь, эксплуататор детского труда. Лена, ты посмотри на этого Торжана. В каком месте у него детский труд? В каком? Да на нем пахать и пахать. Угу, не во время сессии же. Значит так, я тебе запрещаю уходить на работу. Только в университет. Понял? И попробуй мне возразить. Пап, я тебя умоляю, женись на тете Лене. Даже если вы потом разведетесь, я останусь мачехой. Давай, давай, ешь, шутник. Вот если бы не сессия, значит, сдашь и выйдешь на работу сразу. Понял? Я способ. Так, мам, а я не поняла, почему ты его постоянно защищаешь? Ну, все-таки я родной ребенок, а не он. Тебя от кого защищать? Тебя же этот не эксплуатируют? А вот с Ксюшей быть только в радость, мне на фирме работать. Например, в качестве переводчика. Это и загранкомандировки за счет фирмы. Угу. И новые интересные люди. Угу. Ты, кстати, как на это смотришь? Я согласна. Хоть сейчас. Правда, мам. Ну, значит так, хватит мне ребенка баламутить. Сессию сдашь, тогда поговорим. В этом доме из студентов никто не работает. Завалите сессию, один дворником пойдет, другая уборщицей. Поняли? Поняли. Здесь я один не понимаю, кто в доме хозяин. Папа, смирись. Она. Я тебе твою любимую кашу приготовила. Как ты любишь. Покормить тебя? Не надо. Мам, ну хватит уже относиться ко мне как врагу. Я же тебе ничего плохого не сделала. Не сделала? Ты семью разрушила. Ничего не разрушала. Ты ушла от мужа. Я не знаю, что у вас там с Николаем произошло, но ты жена. И должна сохранить брак, семью. Мам, да нечего было сохранять. Я в жизни не поверю. А как насчет младшей сестры? А что насчет младшей сестры? Ты старшая сестра. Ты обязана о ней заботиться. Ты же видишь, как Риточке тяжело. Она ухаживает за мной. Каждый день ко мне приходит. Поэтому не может найти работу. Ты же хорошо устроилась. Можешь помочь ей финансово. Я же вижу, что ты при деньгах. А потом, если со мной что-то случится, на кого я Риточку оставлю? Мам, Рите 37 лет. Она взрослая, дееспособная женщина. Поверь мне, она способна позаботиться о себе сама. Как она позаботиться? У нее же отсидка. Ты прекрасно знаешь, что с ее биографией на хорошую работу не возьмут. А если она опять по наклонной пойдет, что тогда? Я просто второй раз этого не переживу. А будешь виновата во всем ты. Ты, как старшая сестра, не доглядела, как тогда, когда Риточка попала под машину. Мам, зачем? Зачем ты взяла ее в тот день в магазин? Мама, мне было 14, Рите 12. Я просила ее со мной не ходить. Она же никого не слушает, кроме себя, ты знаешь. Не смей обвинять сестру. Если бы не та авария, Рита бы не отстала по учебе и не связалась бы с дурной компанией. Ну, скажи, пожалуйста, почему я всегда во всем виновата? Ты старшая. Ты должна за ней присматривать. Значит так. Либо ты помогаешь Рите встать на ноги, обеспечиваешь ее финансово, либо ко мне можешь не приходить. Ты мне больше не дочь. Квартиру я перепишу на Риту. Я должна подстраховать ее. Раз старшей сестре она не нужна. Хорошо. Хорошо, мам, как скажешь. Раз тебе не нужна такая непутевая дочь, как я, я не буду тебя обременять. Тот живой человек, я тоже устала. Жора! Тут подвесочку надо проверить, не нравится она мне что-то. Сейчас, Дэн. Ага. Какая встреча! Коля! Это ты? Это я, Дэн Вербин. Узнал? Мы с тобой в одном классе учились. Прости, прости. Я не думал, что у тебя здесь встречу простым с лицарем. Ты же у нас всегда передовиком был. Я думал, ты дальше пойдешь, а ты, ну ничего, ничего. Не всем же быть на коне, как мне. А я в бизнесе. У меня своя автомастерская здесь на перекрестке неподалеку. Может, видел? Ага. У тебя подвесочка серьезно барахлит, и железо, конечно, не радует. А машину с рук брал? В курсе, что она утопленница. Вот эта пластика, а вон там под краской коррозия прет. Видишь? Ну, в общем, все по периметру. Какая утопленница? Что ты гонишь? Я ее сюда загнал, потому что мне стук не нравился. Ты стук нашел? Нет, стука нет никакого. Ну, ты не думай. Я в тачках шарю, так что нечего меня на бабло разводить. Я же не идиот. Я же понимаю, что ты цену набиваешь. Слушай, я тебе сказал, как есть. Если не веришь, не надо. Не мне на этой тачке ездить. Но если она у тебя по дороге развалится, потом не говори, что я тебя не предупреждал. Хорошо? М-м-м. Ну, хорошо. Стас, ты это слышал? Он мне угрожает. Я думал, у тебя профи работают, а ты тут понабирал всякую шушу. Не, я больше не буду тебя рекомендовать своим клиентам. Все, снимайте машину, угоните. Дмитрий Ильич, ну зачем вы так не горячитесь? Мы это уладим. Уволен! Все? Не умеешь работать с клиентами, не бились? Как ты вообще еще раньше не прогорел с таким подходом к делу? Слышь, малыкосос, ты мне не тыч. Я ему диагностику верную сказал. Если хочешь выслужиться перед этим прыщом, выслуживайся. А я пошел. Он всегда таким был, еще со школы. Да кому ты нужен, предпенсионник? Рот закрой. Я лично позабочусь, ты в округе работу не найдешь. Полиция хоть сразу приехала? Да. Хорошо, соседи оказались рядом. Подруга, а вам с тетей Леной реально подфартило? Слушай, хорошие соседи. Дверь закрой. Поговорить надо. Наедине. Тебе надо, ты уединяйся, а мы с Ксюхой пошли. Отошла, Моль. Я не договорила. Ты что, Хамиш, принцесса, грабню убрала, а то сама гребешься, поняла? Подожди, Лид, подожди. Тебе что-то от меня надо? Ты же меня давно знаешь. Мы в лагере вместе были. Допустим. И что? Ну, значит, ты знаешь, на что я способна. Оставь Агапова в покое. Иначе я тебе такое в университете устрою, что травля в лагере тебе покажет с цветочком. Поняла меня? В лагере? Так это была ты. Тешенька, мой мужчина. Держись от него подальше, поняла? Интересно. А Агапов знает, что он твой мужчина? Что ты сказала? Юль, пойдем, Юля. Юля, пойдем, говорю. Моль! Что это было? Лид, я такая дура. Я все напутала. Ты о чем? Там, в лагере. Так получается, Агапов ни при чем. Нет, ну, если верить этой козе, только... А что-то меняет? Не знаю. Не уверена. Ну, кажется, да. Пойдем. Да. Не, в чем это точно не Егор. Кишка-то, он кого бы на криминал не пошел. Тем более, Лешка дома. Одно дело нашей взрослой разборки, а совсем другое. А ты прав. Но наводка-то была, хоть и через третьи руки. Жаль, они имени не знают. Я думаю, это все-таки Рита. Слишком очевидный вариант. Пришла к вам домой, в открытую угрожала. Потом эти бандиты нарисовались. Уверен, все-таки она такая и есть. Недалекая эмоциональная. Сначала делает, а потом думает. Была бы умнее, в тюрьму бы не загремела. Ну, вероятно. Ты Ленке о своих подозрениях расскажешь? Нет, доказательство нужно. Все, поработай в этом направлении. Сделаем. Слушай, ты не боишься, что эта психованная опять на девчонок нападет, когда они от вас съедут? Тебя рядом не будет. Боюсь. Поэтому их никуда не опущу. Садись в машину, поехали. Егор Вадимович с утра уехал на объект. Будет ближе к обеду. Жаль, хотела обсудить с ним оформление нашей свадьбы. Ему что-нибудь передать? Нет, спасибо. Я сама позже поговорю со своим женихом. А где его помощница? Время уже рабочее. Ну, Елена у нас на особом счету. У нее свободный график посещения работы. В каком это смысле? Ее мать в больнице, а Егор Вадимович добрая душа разрешил навещать ее, когда она сможет. А Елена бессовестно пользуется этим. Как по мне, Елена имеет слишком большое влияние на Егора Вадимовича. Мне даже кажется, что она его переворожила. Просто раньше такого не было. Все сотрудники были на равных позициях, а Елена какая-то особенная особенная для нашего шефа. Интересный расклад. Не говорите. Добрый день. Елена, можно вас на минутку? Дарья, если я вам понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Да, буду иметь в виду. Елена, Елена, вы уже обедали? Нет, еще рано. Хотела пригласить вас на ланч. Видите ли, мне нужна помощь по подготовке нашей свадьбы с Егором. Нужно составить список приглашенных, всех, с кем он связан по бизнесу. Я думаю, мой жених не будет против, если бы мы с вами отучимся на секундочку. Хорошо, как скажете. Что? Что ты сделала? Ну, раз она не собиралась тебе помогать, пусть вообще не появляется в нашей жизни. Родные сестры себя так ведут. То есть она и завтра на твою выписку не придет, так? А зачем? Если она все равно не собирается нам помогать. Зашибись. То есть я должна теперь это все сама расхлебывать? Что ты сказала, доченька? Ничего. Ничего, мам. А как она выглядела вообще? Хорошо? Как по мне, отлично. Выглядела замечательно. Эгоистка теперь живет только для себя. Странно. А, извините, на секундочку. Серый, ты пошутил? Как поймали? Что? Я клянусь, никаких мужиков в доме не должно было быть. Ты спятил? Я не буду платить ни за адвоката. Какие еще мужики откуда они взялись? Здесь вы можете наблюдать динамику растущих валют за прошлый год. Если у вас есть, конечно, вопросы, пожалуйста, задавайте. Сонечка, привет. Что ты хотела? Почему ты всегда меня встречаешь этой фразой? Неужели я не рад видеть собственную мальчик? Нет, не рад. Что ты хотела от меня? Любви, понимания, поддержки. Она мне сейчас очень нужна. В конце концов, мы с тобой семья. Семья. Ты только сейчас об этом вспомнила? Признаюсь, я наделала много глупостей. Не стоило мне уходить от твоего отца, но в тот момент мне это казалось единственным правильным решением. Ты же уже взрослый мальчик. Должен это понять. А сейчас... Что сейчас? Что? Я хочу вернуться. Хочу, чтобы у нас снова была семья, чтобы мы были вместе, заботились друг о друге. Зачем? От себя без тебя все в порядке. Что ты хочешь этим сказать? У него есть другая? Вы шесть лет, как разведены, ты думал, он один останется? Лучше не лезть в нашу семью. Что? Что ты только что сказал? А я? Что значит не лезть в вашу семью? А как же я? Мы что, с тобой не семья? Нет. Извини, мне на лекции надо. Нормально. Может, он еще тот другой папу мамой называет? А чего ты хотела, Гамов? Я не из тех, кто довольствует. с третьим местом. Для тебя всегда работа и сын были важнее меня. Вот и оставайся с ними. А что касается Алексея, то я требую, чтобы он учился в Англии. Пусть будет ни тебе, ни мне. Иначе я заберу у тебя его по суду. Ты же знаешь, у нас самый гуманный суд в мире. Он всегда на стороне матери. Алешка, я тебе что плохого сделала? Ты же знаешь, он никуда не хочет ехать. Хоть бы раз о нем подумала. А мне плевать, чего он хочет, а чего не хочет. Главное, это то, чего хочу я. Да. Тебя никогда не волновал наш сын. Ты залетел для того, чтобы замуж выскочить. А ты только сейчас-то понял. Да если бы ты тогда на мне не шенился, я бы мгновенно сделала оборуд, не раздумывая. Видишь ли, материнство, это не мое. Да. Это я уже заметил. Молодец. Эй. Все нормально? Что-то случилось? Нет, ничего. Кристина приезжала. А. Закончили с деньгами? Ну, естественно. Да запей ты. Пусть предки сами разбираются. В конце концов, это их проблема. Твои хотя бы догадались сразу развестись. А мои только сейчас дозрели. И то только после того, как мать отца с поличным поймала. Но, знаешь, нет худа без добра. Мне вот отец в честь этого события квартиру подарил на злом матери. Так, а ты что? А я что? Не гордый? Переезжаю. Кира уже машину с вещами встречает. Поможешь? Конечно, конечно, поехали. Есть идея. Ну, переезд дело тонкое, без дам не обойтись. Девчонки, привет. Можно вас? Привет. Прошу прощения за столь наглую просьбу, но нужна экстренно женская помощь. Я сегодня переезжаю, мы, естественно, все коробки сами перетащим, но создать уют без женских рук я боюсь, не получится. А я чуть не поняла, мы тебе бесплатная клининговая компания? Я вообще-то хотел просто вас на новоселье пригласить. А вообще, в принципе, да, почему бы нет? Лид, ты чего? Так, секундочку. Подруга, я ради тебя стараюсь. Лови момент, пообщайся со своим музыкантом в неформальной обстановке, ну? Алло, Кир, мы уже к парковке подходим, давай быстрее. Идет. А, Ксюша. Ксюша, ты куда, я думала, ты с нами будешь? Ай, я задумалась и на автомате. На автомате? А ты разве раньше с Алексом ездила? Угу. Моцарь, ты же постоянно со мной тусишь, потому что она со мной поехала. Какая разница, кто с кем едет? Все, давайте встретимся на месте. Мне одному кажется, что здесь что-то странное происходит. Да нет, ни одному. А с каких пор они так сдружились? И почему она уехала с Лешей? Пап, вообще-то ты обещал мне помочь. Да, сделай что-нибудь. Он уехал с этой. Доченька, успокойся. Ну, я же сказал, я все решу. Все, давай, дома увидимся. Давай. Вы, женщины, это нечто страшное. Вам всегда, сразу, вынь да положу. Что-то случилось? Я могу чем-то помочь? М? Как ты думаешь, моя Юлька Лешке нравится? думаешь, я не знаю, Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. просто трэш какой-то. На полставки с водником приходится работать. Радует только одно, что Лешка из дома никуда не вылазит. Сидит здесь сиднем и все. Значит, у него никого нет. Правильно? Иначе у Юльки совсем крышу бы снесло. А зачем ему куда-то ехать, если у него в доме есть все, что надо? Ладно, Николай, ты сейчас о чем? Епа-ра-святая. Ой, ну теперь я точно попал. У вас взрослая дочь? Я тоже хочу детей. После свадьбы мы с Егором этим вопросом займемся. Вы любите детей? Очень. Моя компания, например, спонсирует детский хоспис. Благое дело. Благое и тяжелое. Стыдно признаться, но я там редко появляюсь. Не могу смотреть, сердце разрывается. А потом неделю, вторую хожу, вся не своя. Такие минуты понимаешь, что такое безысходность, когда у тебя есть деньги. Но толку от них нету. А им нужна любовь, внимание, забота. Вам много приходится заниматься благотворительностью? По возможности. Я считаю, что если тебе в жизни везло, то можно этой удачей поделиться с другими. Вы открываетесь для меня с новой стороны. Я напугала вас своей ревностью, да? Признаюсь, патологически ревнина. Не хочу делить Егора ни с кем. Понимаю вас. А вы давно знакомы с Егором? Не очень. Но мне хватило всего лишь один взгляд, чтобы понять, что он моя судьба. Вас не смущает, что ваша личная жизнь пересекается с рабочими интересами Егора? Статистика говорит, что самые крепкие браки построены на деловом партнерстве, не так ли? Не, хорошо, если так. Маргарита, Маргарита, тебе же говорили, нехорошо людям непроверенную наводку давать. Василий прислал, я проверенную информацию дала, я же не знала, что хозяин вернется. Давай уже! Моцерт, блин, что бы ты делал, если бы нас у тебя не было, ты бы, наверное, эти коробки до утра разгружал. Согласен. Девчонки, как дела? Мы почти закончили. О, слушайте, фу, я предлагаю тормозить, серьезно. Моцерт, ты эти коробки потом сам разберешь, ладно? Главное, кухня готова, можно праздновать. Да. Да? Хорошо? Да, так, давай. Что такое? У тебя похожа температура. Вчера простыли. Тебе надо домой отлежаться. Я нормальный я. Ты ненормальный. Что ты? Меня мама убьет, скажешь, не досмотрела. Короче, найди, пожалуйста, какой-нибудь предлог, чтобы отсюда свалить, хорошо? Давай, давай. Ну, а как вы тут? Испанская, элитная. Ого, я такое даже не пробовала. Дорогое, наверное, да? Ты же даже не пьешь. Вообще-то, в рамках дегустации такое можно. Ну, Посмотри-ка, у нас еще один эстет. Моцерт, ты теперь не один, у тебя есть единомышленники. Слушайте, я предлагаю к этому вину заказать пиццу и суши. Класс! Слушайте, круто, ребят, да. Мне тут мама сообщение написала, нужно срочно домой ехать. Вот. Агап, ты же меня отвезешь, да, отвезешь, раз уж сюда привез. Все, спасибо. Не только не обижайтесь. Так, сесть там по работе. Ребят, не скучайте без у нас. Ага, соскучиться здесь. Я расскажу потом, все, пока. Ладно, давайте. Так, что тут у нас? все. Когда эти двое успели так спеться, а? Мне вот тоже интересно. А мне как любопытно. Ладно, ничего, я завтра выясню. Так, все, Моцарт, что расслабился? Дегустировать будем? А то. Конечно. Так, я здесь где-то видел стаканчики. Кир. Да. Такое вино пьют исключительно из бокалов. Ну, в принципе, согласен. Пергурюст это, да? А ты что встал? Где пицца, суши? Погуляем без этих предателей. Окей. Сейчас будет. Лекарства есть? Не знаю. Не знаю, это не ответ. Значит, поедем тетю Верю в аптеку, и она посоветует, что взять. Заодно возьмем дяди Миши. Это он тоже, наверное, расклеился. Это у меня беспокоится, что ли? Не за тебя, а за себя, потому что, ну, ты заразный, вдруг не заболею, надо тебе на ноги поставить. Конечно, переживаешь, переживаешь. Не выдумывай, ладно? Поехали, быстрее. Ну и что же на этот раз? Ты такой же, как и твой сын. Сухой и холодный. Разговариваешь со мной, словно я чужая. Ну так и есть. Ты чужая. Если тебе нужны деньги, я не дам. Свои супные ты получила. при разводе. Что это? Результаты моего обследования. Я больна. Серьезно. Потребуется операция. Я не хочу через это проходить одна. Вы с Алексеем моя единственная семья. Я очень хочу, чтобы вы были рядом. Да, ты мать Алексея. Операцию я тебе плачу. И даже найму тебе медсестру. Но не более того. Миша, ты считаешь, что ты нормальна так со мной? Ты вообще слышала, что я тебе только что сказала? Я больна. Я мать твоего ребенка. Ты обязана обо мне позаботиться. И в нынешнем положении я считаю, что я просто должна жить вместе с вами в одном доме. Нет. хорошо. Я понимаю, что не заслужила твоего доверия, но я готова это искупить. Интересно, каким образом? У меня есть важная информация относительно твоей фирмы и фирмы Егора. продолжай. Я продолжу. Но цена моей откровенности ты должен будешь выгнать папу, с которой ты живешь и вернуть меня в свою жизнь. Ну, если ты, конечно, не хочешь снова оказаться на грани банкротства. Наконец-то ты пришла. Шеф тебя уже обыскался. Егор меня мог бы позвонить? Не Егор, а Егор Вадимович. Избывайте, пожалуйста, свое место. А то больно потом с пьедестала будет падать. Быстро в кабинет. Егор Вадимович, вызывали? Вызывал. Елена, скажите мне, я сделал вам что-то плохое. Может быть, зарплату урезал или вас оскорбил? Простите, я не понимаю. Это я не понимаю. Почему вы пытаетесь настроить мою невесту против меня? Зачем вы сказали Даше, что я с ней встречаюсь только ради бизнеса? Что? не понял. Рита, твою мать, ты что тут устроила-то, а? Тебе что? В своей комнате свинарника мало? Иди убирай! А что случилось? Что это тебе так? Готовься к похоронам, Коленька. Каким похоронам? Если твоя бывшая думает, что я вот это все спущу ей с рук, то она сильно ошибается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Егор Вадимович, я ничего такого не говорила вашей невесте. Это какое-то недоразумение. Какое недоразумение? Дуру из себя не строй? Брошу прощения, но вы меня неправильно поняли. Я для поддержания разговора просто спросила, как вам удается с Дарьей поддерживать рабочие и личные отношения. Я приношу свои извинения, если вопрос... Егор, да она врет! Нагло врет! Она пыталась настроить меня против тебя, потому что сама на тебя глаз положила. Елена, вы можете идти. Впредь, пожалуйста, не обсуждайте мою личную жизнь с кем бы то ни было. Хорошо, простите, пожалуйста. Егор, она врет. Нагло врала. Даша, успокойся, пожалуйста. Не жаль, ты считаешь, что слова какой-то секретарши могут повлиять на мои чувства к тебе? Нет, конечно. Но ты тоже меня пойми. Я столько сделала для нашей любви. Чуть не забыла. Сегодня будут известны все цифры финальные по тендеру. Прекрасно. Если вечером тебе не позвонят, позвони сам. Потому что там на работе он может забегаться, забыться. Папа говорит, у них такой дурдом на работе. Даша, я говорил тебе, что ты самая лучшая. Лучшая. И единственная. Данны будут сегодня. Занимаетесь лишними делами в рабочее время? Вы что-то хотели? Я хотела, чтобы вы работали. Они отвлекались на переписку с любовником. Вам зачем так откровенно заведомо? Что? Крисин, а может быть, все обойдется без излишнего драматизма, пресаживающий. Насколько мне известно, миома матки лечится. Тем более, она у тебя на начальной стадии. Но если у тебя настолько все плохо с деньгами, я помогу платить лечение. Но не более того. Ты вообще слышала, что я тебе сказала? Я тебе говорю о нас. О нашей семье. Нас уже давно нет. И точно не будет. Как знаешь. Мое дело предложить. Потом не говори, что я тебя не предупреждала. Агапов, ты банкрот. Агапов, слушай, Рит, ну может мы это, полицию вызовем, а? Что я вам скажу? Что дала неверную наводку на свою сестру? И за это поплатилась? Ты долго думала, когда наводил это? Я надеюсь, к Сюхе они ничего не сделали? Отец года забеспокоился. Все, все, Рит, все. Лучше о себе беспокоился, скоро на улице накажешься. Вообще, это вдруг? Ключи мозги. Лена подала на развод. Через две недели вы никто. Мать тебя ненавидит, выстоит отсюда первым делом. А с чего? У меня даже участковую не попрескуют. Вызвали. Ты куда-то пойдешь в свою деревню, к своим родным, здесь у тебя никого и ничего. Выпей, выпей, на. Отвали. Выпей, выпей. Ни родных, ни квартиры. Тебе один вариант Ксюшу вернуть, чтобы она за тебя затупилась. Ну, не выгонят же мать родного отца своей внучки. Ну, и что ты предлагаешь? Нужно вернуть Ксюшу. Не время в роскоши купаться. Ну? Может, и Ленка за ней потянется, или хотя бы он денег на продукты будет давать, или коммуналку. Господи, что же я в тебе такое нашел-то? Эгоистка ты, пустышка. На себя посмотри, мечта беджетницы. Ну ладно, что ты? Вали! Я его не буду пить, он горький. Зато он полезный. Это травяной отвар по бабушкиному рецепту. Поверь мне, пару дней ты будешь стоять на ногах. На всей моей семье проверено. Агапов, будь, пожалуйста, мужиком, выпей залпом, я от тебя отстану. Ты что, думаешь, что мне вот так в кайф с тобой возиться, да? Я просто хочу, чтобы ты быстрее восстановился, и я могла заниматься своими делами. Я тебя не просил со мной возиться. Конечно, ты не просил. А ты что, хочешь, чтобы мне и от мамы попало за тебя? Пей. Не буду я пить, он горький, я не люблю горькое. Боже мой, вы все мужчины одинаковые. Вот чуть стоит вам приболеть, все. Превращайтесь в беспомощных кроликов. Я тебе сейчас сюда мед положу. Вот. Теперь не горький, пей. Молодец! Молодец! Ты же мастер, а если бы я сейчас захлебнулся? Ну, значит, судьба такая у тебя. Я не боюсь, я профи. Мой младший брат тоже не любил этот отвар. Да, заешь обязательно варенье. Смотри, вот здесь в термосе чай. Все, как ты любишь, с молоком. Тебе нужно пить побольше жидкости. Почему? За что? За то, что напоила тебя горьким отваром? Да нет. Вот за то, что возишься со мной. Мама обычно врача сразу вызывала, отдавала ему на попечение. А сама старалась со мной не контактировать, ну, чтобы не заразиться. Интересно, у тебя мама, однако. Ладно, ты лежи, восстанавливайся, отдыхай, я позже к тебе еще загляну. Подожди, я спросить хотел. У вас с Валерой все серьезно? Мы с ним не встречаемся. Ну, он тебе нравится. Ну, конечно, он мне нравится, он же я же его фанатка, и он самый лучший. Я про это говорю, ты же понимаешь. Понимаю. А с каких это пор ты интересуешься моей личной жизнью? Я просто не хочу потом перейти с Леной глазами хлопать, вот и все. Просто ты имею в виду, что Валера недавно со своей девушкой расстался. И ты для него теперь что-то вроде вот этого отвара. Быстродействующее средство, чтобы забыть о расставании и все. Нет, он хороший, но просто ты абсолютно точно не в его вкусе. Может, без обиды. конечно, какие уж тут обиды. Хорошо? Спасибо, я учту. Подожди, может, поиграем? Ты когда-нибудь тёрку помочила? Между прочим, перед тобой маг сорок седьмого уровня. Ты мне открываешься с абсолютно новой стороны. Воин 70-й уровень. Слушай, это же круто. А пойдёшь со мной в квест? Там просто очень много зомби, а я не могу с ними никак расправиться. Короче, ты будешь их мочить, а я буду собирать призы. Супер, по глазам вижу, ты согласен. Я пошла за ноутбуком. Нормально. Так откровенно, меня ещё никто никогда не использовал. Нет. Да точно тёпнутые. Моцарт, я никогда не поверю, что ты реально с ними полез через окно над деревом. Ну, надо было спасаться. Ага. Не было выбора. Да, слушайте, давайте, один за всех и все за одного. Тоже мне мушкетёры. О, дядь Сёма. Да. Алло. Да. Да нет. Да нет, нет, не занят. Я тут Мозерта в новых апартах. Ага. Окей. Да, да, понял. Да, конечно, да, сейчас спущусь. Всё, давайте. Чего звонил? Слушай, да, что-то он поговорить хочет. здесь рядом скоро будет. Так что я, наверное, подугу. Вы тут это, развлекитесь без меня. Окей? Давайте. Так, я, наверное, тоже пойду, да? Да, оставайся. Ну, просто новоселье и странно его праздновать одному. Ну, ладно. Гулять так гулять, да? Всё равно дома дурдом. Дурдом? Ну, да. У меня же предки тоже в предразводном состоянии. Вечно ссорятся. Каждый день. Знаешь, я даже тебе завидую. Ну, что твои уже разбились. Так лучше каждый день и надо наблюдать их ругань. Ну, да, я с тобой согласен. салфетку дай, салфетку говорю, дай. Чего ты смеешься? Это было? Чемозой. ты смеешься? Лита, вот скажи честно, ты меня как мужчину вообще не воспринимаешь? Моцарт, с какого перепуга мне тебя как мужчину воспринимать, а? Мы с тобой из параллельных миров. Ну, я не в твоем вкусе явно и ты не в моем. В отличие от этой пиццы. Так что расслабься и ешь, хорошо? Скоро. Да. Уже есть финальные данные? Почти все заявились на аукцион. Хорошо. А? Да. Записываю. При подаче на тендер я должен уменьшить их на 3%. Я правильно вас понял? Да, пишу. А? Так. Да. Да, спасибо, записал. Завтра мы внесем свое деловое предложение на тендер. Спасибо. И мне было очень приятно с вами сотрудничать. ему позвонили. Он записал какие-то цифры на бумаге. Нет, вслух не произносил. Да нет, ну легко сказать. Нет, ну как мне их отобрать, что ли? Ну что ты предлагаешь? Огреть его дубиной по голове? Нет уж, давай без криминала, но все равно постарайся что-нибудь придумать. Завтра до обеда последний срок подачи проектов на тендер. Если мы не получим эти цифры, то проиграем. Ну не знаю, ну отвлеки его как-нибудь. Давай, действуй, у тебя получится. Как я его отвлеку? Я жду к лун, что ли? Там эти голова разболелась. А что это идея? А что это идея? Это все настолько серьезно? Ну, не знаю, может быть я ее накручиваю, но мне кажется, что у Юльки депрессия не за горами. Она скоро свихнется со своей этой учебой, слишком ответственная, понимаешь? И чем ближе сессия, понимаешь, тем она напряженнее. Вот я и хочу тебя попросить, чтобы ты взял над ней шефство. Ты же душа компании, ты же с ней общаетесь с детства. Ну как-то, как-то ее отвлеки, развесели. Только я тебя умоляю, чтобы она в этом разговоре не знала, иначе она меня убьет. Вот ведь все обижаешь. Я, все будет хорошо. Я все понимаю. Да. Значит, с меня план этих развлекательных мероприятий, да? Вон, это мероприятия, там шашлыки, пикники, задушевные беседы. В общем, делай, что хочешь, только отвлеки ты ее от этой учебы и от всего остального тоже. Хорошо. Хорошо. А, подожди, от всего остального. Это я так, к слову, сказал. Понял? Окей. Егор Вадимович, вы сегодня так много работали, я заварила вам чай, ваш любимый, китайский. Спасибо, Лен. Очень, кстати. Спасибо вам за заботу. Надеюсь, понравится. Я хотела бы извиниться за сегодняшний выбор. Не стоило мне так рубить с плечами, разобравшись с ситуацией. Это вы меня простите, я сама виновата. Я совершенно не знала, о чем разговаривать с Дарьей, что у нее спросить мы же совсем не знакомы, а она так неожиданно пригласила меня на обед, я не смогла отказать. Я понимаю. Еще раз извините. Будем считать, что это легкое нетразумение. Да, я рад, что мы всем разобрались. Спасибо, очень вкусно. Ну что же, пора по домам. А вы же не за рулем сегодня? Может быть, такси вызвать? Вы сегодня так много работали, вытомились, устали. Спасибо. Я в полном порядке. Ну, вас не затрудит здесь все закрыть? До завтра. Миша, кажется, я наделала делов. Да что, что я ему снотворное в чай подсыпала. Я думала, что он быстро отключится, а он пошел домой. Сейчас сядет за руль и вдруг опять в аварию попадет. Ну, что делать? Ты о чем думала, когда ему снотворное давал? Я же сказал, без криминала. Так, оставайся на месте, я сейчас приеду. Только я тебя умоляю, не угробь еще кого-нибудь за это время. Что делать? Делать-то что? Чтобы я еще раз на мост полезла. на мост полезла. А, Елена, я слышу. Что? Не двигайтесь, я сейчас буду. ну давай же, давай быстрее. Офигеть! ты смотри, не наврала, а? Сколько надо было наворовать, чтобы такой домик построить? Мерзовка, родному отцу не отвечает. Ладно. Э, есть кто-нибудь? Мочи его, мочи, давай! Да ты не стой, заморойся его, иначе не перебьем их. Еще стой. Ага, сделано. Да. Круто быть магом. Терпеть не могу, эти бои на близком расстоянии. Слабачка. Это вы, мужчины, любите махать мечом. Так. Это мои доспехи. Эти тоже мои. Ты конвекцию себе тащишь. Нет, я просто запасливая. Запасливая, ну да, да, да. Извините, можно? Да, Оля, входи, что такое? Ксения, к вам пришли. Ко мне? Да. Какой ты мужчина? Ждет вас. А, спасибо. Ну, ты давай отдыхай, а я сейчас... Подожди, я не понял, ты ждешь кого-то? Ты многим сказала, что здесь живешь? Ну, в том-то и дело, что я никому не говорила. Сейчас проверим. Все, лежи, я к тебе еще зайду. Лена, как же вы так? Господи, вы живы? Не уверена. Простите, пожалуйста, что я вас побеспокоила. Просто полезла за папками, за документами, и как-то так получилось все, сама не будет. Так, послушайте, вас нужно в больницу отвезти. Не, не, не надо никакой больницы, все в порядке, правда. Смотрите, руки, ноги целы. Ага. А голова? А голова у меня всегда была слабым местом, я это без больницы знаю. Надо все-таки показать вас вращу, Лена. Не, не, правда, все в порядке. Лена, это неправильно. Я, как работодатель, не могу вам позволить, чтобы вы игнорировали травму, полученную при исполнении служебных обязанностей. Можете идти? Ну, если нет, я вас на руках хочу. Ну, не, вы что, на руках? Вы знаете, сколько я вешу? Вы тогда точно грешу заработаете. И тогда врач понадобится, нам обоим. Вы лучше посидите рядом со мной. Просто, рядом. Ну, буржуи. Да, обалдеть. Папа. О, а я смотрю, ты здесь обжелась. Ты зачем сюда приехал? Как зачем? Забрать блудную дочь домой. Бывает, по чужим хатам шарахаться, пора и чей знать. Давай, собираю вещи, поехали. Папа, ты только не обижайся и не злись, но я с тобой никуда не поеду. Я останусь здесь с мамой. О, ну, Папка же не такой богатый, как мамкин любовник. Да? Что, доченька, продалась? Вообще-то, вы с бабушкой меня сами выгнали из дома. Тебя никто не выгонял, я тебя жизнь не учил. Ты сама ушла вместо того, чтобы извиниться. Оставила меня, бабку. ты видела, в каком она состоянии? Кто за ней ухаживать будет? Ты об этом подумала? Ну как? Теть Рита? Чего? Ну, она же не работает. Вот пусть, наконец-то, за бабушкой ее посмотрит. Как ты заговорила, а? Ну, вот придешь домой, сама ее спросишь. Я никуда не поеду. Тебя даже спрашивать никто не будет. Ты моя дочь должна повиноваться. Отпусти меня. Отпусти, я сказала. Она сказала, отпусти ее. Я не понял, что это ты тут делаешь? Или из нее свое дело? Что касается Ксении, мое дело. Я не понял. Ты что, с ним живешь, что ли? Ты что, совсем стыд потеряла? Решила стать такой же потаскухой, как твоя мать? Еще раз мне руку поднимешь, будешь на пособие по инвалидности жить. Понял? Леш. Тихо, 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 я сам, я... Я прошу вас нас больше. Не беспокойтесь. Вы что, совсем оборзели? Я на вас полицию натравлю. Вы у меня дочь похитили. Только все уж не похищала, она здесь по своей воле. Слышь, она с тобой отдельно разговор будет. Не смей приближаться к моей дочери. Пальцем ее тронешь, я тебя из-под земли достану. Руки-ноги повыдергиваю. Не терять нечего, ты меня слышал? Уроды. Утиш, мне скажи, что ты его не убила. Заснотворный, только по 10, Вал, принес? А, да. Держи. На, это нас сфотографировать и вернуть на место. Ага. Интересный расклад. Держи. Ты точно знаешь, что делаешь? Да, я фармацевт. Не переживай, все в порядке. Да, а как ты объяснишь этот сонный час? Придумаю что-нибудь. А, это твой расклад про жизнь. Слушай, какой-то бледный, может, его в больницу отвезем? Все хорошо, я ему свое снотворное дала. Проснется будет, как огурчик. Держи. Ой, бледный какой-то. У тебя лучше уйти. А? Буду будить. Если бы мне кто-нибудь там на мосту сказал, что этим дело закончится, я бы точно не поверил. Держи, Фома неверующий. Ладно, удачи. Егор. Егор. Мне не нравится твой кашель, но он тебя на ночь на встрет. Классная мысль. Да, ты в своем репертуаре. Продолжим игру? Нет. Завтра. Ты сейчас отдыхай, сон лучше лекарства. Слушай, спасибо тебе большое, что не позволил отцу меня увезти. Он у тебя всегда такой нервный? Нет. Просто на него в последнее время очень многое навалилось. Знаешь, мне его даже жаль, ведь рядом с ним никого нет. Никакой поддержки даже мамы. Знаешь, он, конечно, козел у тебя, но он тебя любит. По крайней мере, ему точнее все равно. Ну, хотелось бы в это верить. Нет, правда, он в любом случае лучше моей матери, то и всегда на меня было плевать. Не преувеличивай. Я просто цитирую ее самую и все. А, так вот, почему ты такой. Какой? Ну, какой, такой, как ежик, знаешь, колючий. Ты же к себе на самом деле никого не подпускаешь. Почему же никого? Ты со мной. Мне этого достаточно. да, я пойду, а попозже приду, Мась, принесу тебе душу. Отдыхай. Юль, ты бы полегче, мышцы подянешь. Девчонки. Ну, смотри, Киря, он с Лешей. Вроде один, но вы не приходите. Ну, приветики. Приятно попотеть в хорошей компании. Давно здесь? Часа два. Я скоро сдохну. А, слушай, перегруз. Сама знаю. Я ей говорю, она меня не слушает. Сам попробуй. А что здесь пробовать-то? Ты что делаешь? Что, не видно? Ты сейчас совсем загнать хочешь? Мне кажется, с тебя на сегодня хватит. Это тебя не касается. А. Юльчика, а с какого момента ты ушла в неадекват, а? Ты вообще, что здесь делаешь? Ты же должен был быть на новоселье у Моцарта. Никакого новоселья не было. Тебя дезинформировали. Вот так, коробки поперетаскивали. Ну, какой веселье без тебя? Если коробки, то зачем этих двух куриц с собой взяли? Слушайте, а что меня вообще спрашивать, а? Это была идея Моцарта. Он свою фанатку в качестве уборщица хотел припахать. И поэтому она поехала вместе с Агапом? Ты хоть не ври? Юль, подожди! Это реально трэш. Юля! Егор. Егор Вадимович, как вы? Что случилось? Как вы? Я ничего не помню. Потемнело в глазах и... Вы сознание потеряли. Это все последствия сотрясения мозга. И я вам говорила, что вы из больницы слишком рано выписались. Вот у вас и давление наверняка сейчас низкое. Да, наверное, низкое. Сейчас странно все это. У меня раньше никогда такого не было. Давайте все-таки в больницу поедем. Да? Не хочу в больницу. Я в порядке. Вы-то сами как себя чувствуете? Не-не-не, у меня все хорошо. Давайте так, если в больницу не хотите, я вам такси вызову. В таком состоянии за руль точно садиться нельзя. Да, такси. Пусть будет такси. Спасибо вам, Лен, за беспокойство. Собираешься мазать, или как? А то сама предложила, я лежу мерзну, вообще-то еще простудиться могу. А может, ну, охранника позвоним? Какая же, меня еще охранник только не натирал. Нет, не хочешь, так и скажи, господи. Мрод, простуды, видно, судьба такая. так, ладно. У тебя как-то вдушно в комнате. Нужно, может быть, ну, проветрить комнату. Тебе же только что холодно было. Помолчи, ладно, немного. Все, вроде, закончила. Закончила? Да, грудь. Товарищ медсестра, вы что-то халатурите. Грудь. А грудь сам. Все, спокойной ночи. Ксюша, тебе нравится Валера. Валера тебе нравится. Агапов, да что у тебя, вечно ты все перебаламутишь. Неужели этот день закончился? Думала, в психушку попаду. Что только творится в твоей голове? Это додуматься нужно было, травануть человека. И ты еще обвиняешь меня в организации покушения. Я никого не травила. Я просто его усыпила. Причем проверенным на себе способом. И надеюсь, те данные, ради которых я это делала, стоят того. Аукцион покажется. Ты же помнишь про бонус, который мне достанется, если твоя фирма выиграет квартиру, чтобы переехать от тебя с Ксюшей? А что так не терпится от меня избавиться? А я не вижу смысла дальше оставаться в твоем доме. Ты же сам сказал, что мы чужие друг другу люди. Да, кстати, ты узнал? Нападение на твой особняк это была случайность или? Или. Рита? Так и давай без глупостей. Отвези меня к ней. Я думаю, не стоит. Хорошо. Я поеду на такси. Ладно, я тебя отвезу. Только я тебя умоляю, не опускайся до ее уровня, она того не стоит. Она того не стоит. нет, я так больше не могу. у меня, Ты почему? Ты почему? Я не знаю, ты не знаю, ты почему? Мам! Мам, ты здесь? Ну и где мама? Мам! Твои отморозки напали на мою дочь! Я предупреждала тебя не трогать ее! Предупреждала или нет? Значит так, с завтрашнего дня ты съезжаешь с этой квартиры и навсегда исчезнешь из жизни Ксюши! Если я еще раз увижу тебя рядом с Ксюшей, я пойду и напишу заявление в полицию. Ты меня поняла? И мне плевать, что скажет мама! Для меня безопасность в дочери важнее! Хочешь, чтобы я съехала? Хорошо, я это сделаю. Мне нужны хорошие отступные, чтобы я могла как-то встать на ноги на новом месте. Я думаю, что тысяч сто баксов мне хватит и готовься к ежемесячным отчислениям. Будешь алименты мне платить, потому что ты должна заботиться обо мне, как старшая сестра. Ты меня не услышала? Я пойду в полицию. А я расскажу Ксюше, что ты ее сразу после рождения младенца у меня взяла из рук! Как ты думаешь, она отреагирует на то, что ты не родная мать, а просто тетя? Ты чего?! Лена-Лена, успокойся, успокойся, сиди сюда! Я сейчас сама в полицию выживу! Успокойся! Я сказал, дай сюда стеклышко, ну-ка быстро! Убьешь ее, сядешь. Ксюша от этого легче не встанет. Пойдем. Ты слышишь меня? А ты слышишь, что она говорит?! Пойдем, пойдем! У нее же ничего святого нет! Я давно маме говорила, что ее лечить надо! Давай, давай! Кто-нибудь меня слушает в этом доме! Давай, пойдем, пойдем, пойдем! Дай сюда, ну-ка! Дочь, не понял! Ты же на ночь не ешь! Что случилось? Алешка с пацанами поехали отмечать на Василье Моцарта. Нас с Катей не позвали, зато эту посредственность Леша с собой потащил. Мне Кирилл рассказал. Язык отрезать этому балаболу. Слушай, ну поехали, Айни! Ну и что? Это же ничего еще не значит! Я вообще не понимаю, что ты на этом Лешке зациклилась так? Ты же раньше как-то ровно к нему относилась! А раньше папочка не боялась его потерять! Он никогда ни за кем не бегал! А знаешь, что самое обидное? Пап, ну я же красивее ее! Я же талантливее ее! Я умнее ее! Да я на красные дипломы думал! А это? Дочь! Ну это же не соревнование! Угу! Я понимаю, что ты всегда во всем привыкла быть первой, но в любви так не бывает! Здесь побеждает не тот, кто лучше, а тот, кому больше повезет! Я с этим не согласна, папочка! Всегда можно что-то сделать! Ну я... Ну я реально не понимаю! Я в недоумении, почему он выбрал ее! Да никого он еще не выбирал! Если бы он с кем-то встречался, я бы знал! И у Моцарта он был не так долго! Он простыл, сейчас дома отлеживается! Анна Николаевна звонила, сказала! Так что ты зря себя изводишь! Он точно заболел? Точно! Это хорошо! Только ночи, пап! Человек заболел! Чего хорошего-то? Этих женщин не поймешь! Ах! Чего шарахаешься по ночам? Я... Ну... Мне... Пришла тебя проведать. Ты же заболел. А одеяло тебе зачем? Одеяло, одеяло, одеяло. А что, мне уже нельзя с одеялом ходить? Я замерзла я. Ладно, надо успокоить. Подожди ты. Я же приболел. И у меня температура. И если вдруг что-то, ты обязана за мной присмотреть. Если только я обязана тебе позаботиться, то за мной. Может, тебе еще раз голову обследовать? Вдруг в прошлый раз что-то упустили. Кристина, не говори глупостей. Все со мной нормально. Просто давление низкое. Слушай, падать в обморок на ровном месте, это ненормально. И, кстати, я не поняла, о каких алюцинациях ты говорил? Да, наверное, подсознание жалит. В какой-то момент показалось, что голос Мишки услышал. Что, совесть замучила? Ты всегда был слабаком. До сих пор поражаюсь, как ты отважился пойти против своих друзей. Деньги закончились, вот и отважился. Ты же знаешь, я всегда любил жить красиво. Отец мне никогда ни в чем не отказывал. Как его не стало, так все закончилось. Знаешь, это бедным хорошо, когда они резко богатеют. А каково это, каждую копеечку считать, пусть то, как ты тысячи тратил. Не глядя. Знаю. Ничего. Нам главное тендер выиграть. И все будет хорошо. Да. Все будет хорошо. Давай. Ну, что-то ты совсем отвалялся. А так, сплю, все будет нормально. Если я вообще тебе лекарства принесу. Сама-то как? Я не знаю, что делать. Подожди. Это насчет Риты? Да только не говори, что ты собираешься помочь ей деньгами. Я ей ни копейки не дам. Она же из тех, кто руку откусит. Ну, я тоже самое хотел сказать. Ты же знаешь, что делать? Да, ну, мне страшно, если... Если этого не сделать, будет только хуже. Ты должна избавиться от Риты. Раз и навсегда. Аналитик, просыпайся. Не по поддержке пришла. Леха, хватит болеть. Ты... Ты... Ты что здесь делаешь? А я... А я что-то дел... Ты что-то делась? Давай тут обречься. Сейчас. Давай, давай. Чего ты тут дверь запер, а, друг? Да иду я, иду. Что-то долго. Давай быстрее, ослужи. Иду я! Ты тоже меня больное, блин. Что ж ты так? Доброе утро, вставай. Так, ну-ка, дышите. Не дышите. Чего ты у тебя дверь закрыта? Ты вообще в курсе, что вирус в пространстве распространяется? И не говори потом, что мы не поддерживаем тебя в болезни и в здравии. Понял? Так, миленькие одеяльцы. Алексей, вы открываетесь для нас с новой стороны. Да, я полон сюрприз. Чего в такую рампи? В смысле рано? Мы уже три раза позавтракали, в отличие от тебя. А ну, иди сюда. Давай, его накормить. Иди ко мне, иди. Давай, для здоровья. Молодец. Пойдем, пойдем. Дура. Зачем я с собой ноутбук не забрала? Да, сейчас. Да. 38, и 5 на работу сегодня не идешь, остаешься дома. Не, не, у меня все важное освещание. Какое важное освещание? Я тебя никуда не пущу. Ну, пора уже думать о своем здоровье. Я ненавижу болеть. Ну, кому нравится болеть? Сегодня постараюсь пораньше с работы прийти, а пока Ксюшу попрошу за вами присмотреть. Набегались, подождем. Напей. Давай, давай, пей. Тебе не говоришь, что ты зануга? На себя посмотри. Ой, Майя. Ты к матери с ней в больницу поедешь? Нет, не поеду. Она меня видеть не хочет. Почему? Потому что Риту отказалась содержать. Теперь переживай, как за ней ухаживать будет. Ну, не переживай. Мы с Семеном уже об этом позаботились. А ты как? Скоро узнаешь. Риточка. Давайте. Ты все еще здесь? Началось колхозе утро. Риточка. Риточка. Тебя же будить. Мам, ты что вообще, что ли? Ты хочешь вот прям здесь, посреди комнаты? Ты вообще, представляешь, какой запах будет? Прости, доченька. Хлопай сказала. Я сама дойду. Это все, Ленка. Ленка. Мне бы вернуться о матери позаботиться, так и нет, устраивает личную жизнь. Ярила вчера со своим хахалем, руку на меня подняла. Я не знаю, ты бы как-нибудь вообще ее отругала. А что я могу? Она меня тоже не слушает. Окажи ее. Перепиши, например, квартиру на меня. Может, тогда она что-то поймет, что о матери нужно заботиться, а не бросать. На тебя? А на кого? Тебя же все бросили. И Лена, и Ксюша. Я больше не вижу, на кого переписывать. Леш, мне твой совет нужен. Ты же у нас профессиональный дамский угодник. О, не-не-не, мне до тебя, как до Луны, пешком. Ой, да не приведняйся тоже мне. Парни, давайте, может, о гостиной поговорим. Да зачем? Нам и здесь хорошо. Да, мне здесь нравится вполне. Слушай, я о Юрьке хотел поговорить. О, слушай, у меня последнее время из-за этой учебы совсем крыша поехала. Нервы расшатались. Так вот, мне дядя Сюма попросил за ней присмотреть. Я и подумал, может, ты мне поможешь. Вы с детства дружите. Пригласишь ее куда-нибудь там. Нет, 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 нет. Блин, друг мой. Ты раньше был более как-то доброжелательным. Не замечаешь? Опа. Что там? Это что-то новенькое. Так. А с каких пор мы женским персонажем играем? Мне любопытным было, я магу никогда не играл. Слушай, это что, ты новый парфюм? Приятненький. Так, ты ничего не хочешь вам рассказать? Походу, он женский. Так, давай рассказывай. Пойдемте на кухню поговорим. Я очень есть хочу. Сливается. Подождает наши догадки. Давай, говори, кто она. Мы ее знаем. Я просто думал, ты на Ксюху конкретно запал. У тебя есть другая. Контракт, контракт. А может, она до сих пор здесь, а? В ванной прячется? Сейчас проверим. Все, 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 все. Ну ладно, не нервничай ты так, господи. Слышу, гомони свою мать. Мне надоело такое отношение. Че ты от меня хочешь? Правду ей скажи. Какую правду, Коль? Что никакого изнасилования не было. Ты же сама ко мне в постель прыгнула, когда я бухой был. К тому же я у тебя тогда был далеко не первый. Коль, отвали, я не хочу решать твои проблемы. Да? Это и твои проблемы тоже. Хорошо. Я тебе напомню, как я решаю свои проблемы. Подобным ультиматумом меня выдвигал мой покойный муж. Ты помнишь, чем это закончилось? Я его отравила. Отравила. Ладно. Как же так? Риточка, как она могла? Доброе утро, Егор Вадимович. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Спасибо, хорошо. Голова немного поболела. А вы к врачу не обращались? Нет, я думаю, не стоит. Лен, я заранее хочу извиниться, если мой вопрос покажется странным, но вчера здесь в приемной, кроме нас двоих, кто-то был? Нет, никого не было. Почему вы спрашиваете? Показалось, что голос знакомый слышал. Надо будет после обеда с охраной поговорить, чтобы разобраться. Действительно, мне это показалось. Ну или... Редактор субтитров А.Семкин Странно, я никого постороннего в нашем офисе не видела. Да, может, действительно, оберечилась, когда осознание потерял. Но думаю, все же посмотрю в записи с видеокамер. Для собственного спокойствия. Хорошая идея. Семен, у нас проблемы. Не паникуй. Я скажу нашим ребятам-хакерам, они взломают их систему охраны и сотрут вчерашнюю запись. Не переживай, порешаем. Все, давай. Не было печали, но... Доча, ты потрясающе выглядишь. Спасибо, я знаю, папочка. А что, случилось что-то хорошее? Нет. Но обязательно случится. У меня есть гениальный план по завоеванию Лешеньки. Да, боюсь даже спрашивать, какой. Да, ты не спрашивай, я все равно не расскажу. Боюсь глазить. Люблю тебя, папочка. Почему мне не по себе? Давай, уходи, не ушли уже. Наверное, у тебя есть ко мне вопросы, ты же слышала, о чем мы говорили. Ничего я не слышала, и вопросов к тебе у меня нет. Давай еще одну лазочку. Тебе сил набираться надо. Спасибо, Нюр. Не думала, что доживу до такого. Тве дочки, внучка. Помогают соседи. В голову не бери. Случись со мной такое. Ты бы что, бросила? Вспомни, как вы со мной возились, когда я три года назад ногу сломала, ничего по дому делать не могла. Мои тогда на севере жили. Если бы не ты, не Лена с Ксюшей, давай доедай. Извини, Нюр. Нервы расшатались совсем. Сегодня в соцзащиту звонила. Хотела, чтобы сиделку прислали. Они мне сказали, что у вас две дочки, внучка, вам не положено. Вы не одинокая. Как же я не одинокая, Нюр? Я ведь совсем одна. Вот как жизнь. Дети есть, а помощи нет. Ну, ну, с Леной и Ксюшей, извини, конечно, Зин, но ты сама полку перегнула. Поругалась. Ну, есть же еще Ритка. Она же дома сидит. На работу не ходит. Неужели совсем не помогает? Да помогает. Она мне какая-то неприспособленная. Сама виновата. Пылинки с нее сдувала. Особенно после той аварии. Ну, да. На твоем месте любая мать сошла бы с ума. Шутка ли? Ребенок под КАМАЗ попал. Ой. А долго она тогда в больнице лежала? Да почти полгода. Вот, Нюр, я сейчас сижу и думаю, где я ошиблась? Да нигде ты не ошиблась. Ну, просто все дети разные. Вон, на моих посмотри. Одинаково воспитывала, а как будто от разных отцов. Пойду открою. Может, Лена? Спасибо, Нюр. Здравствуйте, вам кого? Добрый день. Я из соцзащиты, сиделка. А Баранова и Зинаида Петровна тут живут? Из соцзащиты? Здесь, здесь. Ну, что же вы стоите, проходите. Мы уже надежду потеряли, что кого-нибудь пришлют. Благодарю. А просто квота появилась, и я... Так, значит, вот здесь еще подпиши. Давай. Все документы к аукциону с учетом последних данных мы подготовили, сегодня загрузим на сайт. Хорошо. Анна Николаевна отзвонилась, она уже в квартире. Никто ничего не заподозрил. Если честно, я не очень понял, почему ты в качестве сиделки отправил ее к матери Елены, можно было нанять профессионалку. Да. Там, если честно, не сиделка, а телохранитель нужен. Мне нравится мне сестра Лены. Или я в людях плохо разбираюсь, или... Или же дебеды. Она так просто не успокоится. Ты серьезно? Что думаешь, она может навредить родной матери? По-моему, это перебор. Знаешь, если ей на родного ребенка наплевать, через матерь у церемониться. Если Зинаиде Петровне что-нибудь случится, косвенно буду виноват, и я. Это же я Ленин запретил общаться с семьей на период работы. По-моему, дружище, ты слишком много на себя берешь. Или ты беспокоишься о Зинаиде Петровне уже как о потенциальной тещи? Ты лучше скажи, тебе удалось вводить вопрос с видеокамерами в осе Егора? Естественно. Наши ребята хакнули их в систему охраны. Ты, конечно, красавец. Ты знатно засветился. Да. Да, выбора не было. Если честно, я серьезно испугался, что Лена перегнула палку с Егором. Я, конечно, от него не восторген, но, понимаешь? Да, я бы тоже не хотел брать грех на душу. Он того не стоит. Знаешь, я вчера посмотрел на него, ну, когда он в отключке валялся там. Всего пару секунд посмотрел на это со стороны, как будто абсурд какой-то, конечно, но если бы кто-нибудь тогда, когда мы в троем школу прогуливали, в армии служили, на разборки в троем ездили, если кто-нибудь тогда мне сказал, что вот этим дело закончится, все, я бы не поверил. Иду, иду! Ты? Ты что тут делаешь? Ай, живу. Как это живешь? Всем добрый день! Здравствуйте! Я не поняла, а что вы здесь делаете? Работаю. До сих пор? Егор! Егор! Ты должен был ее уволить! Даша, успокойся. Лена не сделала ничего криминального, чтобы ее увольнять. Мы же все выяснили. Это было простое недоразумение. Егор, какой ты наивный! Это же очевидно, что ты ей нравишься, и она хочет занять мое место. Так все, выбирай. Либо я, либо она. Доченька, успокойся. Доченька? Да хватит меня успокаивать! Ты должен был мне сразу сказать, что это живет здесь с Лешенькой. Да ни с кем я здесь не живу! Дядь Сем, объясните ей, пожалуйста. Юль, это недоразумение. Ксюша здесь живет из-за своей мамы. Какой еще мама? Папа, ты меня предал. Дядь Сем, пожалуйста, простите, я просто открыла дверь, и она зашла и начала на меня орать. Я ничего не делала, честное слово. Не бери в голову, не бери в голову, прости за Юльку, она последние дни просто сама не своя. Я с ней поговорю, не переживай. Что теперь делать? Я уже предлагала маме переписать на меня квартиру, но она отказывается. Можно ли это как-то сделать в обход ее согласия? Мне вас рекомендовали как адвоката, который может найти выход из очень сложной, безвыходной ситуации. Я в долгу не останусь. Я не знаю, может быть, признать ее недееспособной или отправить в дом престарелых. Я думаю, они там позаботятся лучше, чем я. В принципе, организовать подпись вашей матушки не составляет большого труда. У меня есть знакомый нотариус. Он войдет в ваше положение. Вопрос в другом. Что, если ваша матушка заявит в полицию, скажет, что ничего не подписывала? Начнется расследование всякое такое. Думаю, дело для вас вряд ли закончится чем-то хорошим. А что делать? Чисто теоретически, конечно. Что, если после подписания ваша матушка отойдет в мир иной? Ну, чтобы здесь больше не мучиться. Тогда никто не сможет апартестовать дарственную. Вы что, мне предлагаете родную мать грохнуть? Что вы, что вы? Как можно? Я просто чисто теоретически описал вам ситуацию, после которой квартира может отойти ваше единоличное пользование. нет, не вариант. Спасибо за консультацию. Ну, что ж, всегда, пожалуйста, приходите еще. Рассынки вы мои знаете. Уволена? А за что? Хотя не важно. Вы получите зарплату за весь месяц целиком. Ну, дорогой, месяц только начался, это неоправданные траты. Ты сказал, за месяц, значит, так и будет. Ну, как хочешь. Просто она не отработала этот месяц. Хватает наглости брать не свои деньги. Я передам дала Светлане. Все хорошо. Извините, что так вышло, Ирина. Ничего страшного, я понимаю. Любимый, если ты в бизнесе будешь заниматься благотворительностью, ты в скором времени разоришься. И зачем тебе вообще этот тендер, если ты так деньгами швыряешься? Я знала, что ты надолго не задержишься. Это ж как надо было, надоест шефу, что тебе даже две недели не отрабатывать разрешили. Документы за эту неделю все в этой папке, файлы, с которыми я работала, на рабочем столе. Если будут какие-то вопросы, звоните, я им проконсультирую. И позвоню. Счастливо оставаться. Да что ж с ней не так? Она как будто рада увольнению. Привет. Привет. Ты одна, да? Да. А где Ксюша? У нее какие-то семейные предприятия возникли. Как ты после вчерашнего? Голова не болит? Со мной все в порядке. Вино хорошее было, мне понравилось. Мне тоже понравилось. В смысле, вино. Мы вчера немножко передегустировали. Есть чуть-чуть. Все, такси пришло. Да. Да. Давай. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Так, все, все, надо меньше пить. Пить надо меньше. Да, я поняла. Если честно, у меня стены тоже чуть-чуть плывут. Да? И у меня так чуть-чуть. Поздравляю. Мы допились. Эй, ты! Как там тебя? Сюда, иди, разговор есть. Интересно, что ты козья от меня надо, а? Здравствуй, Юля. Что тебе от меня надо? А у меня к вам вопрос. А вы все знали, что это ваша Ксюша? С Лешей живет. Че? Ты че вообще с дуба рухнула? Не, если ты что-то принимаешь, то мой тебе совет завязывай. Мне кажется, ты что-то путаешь. Если бы Алекс с кем-то жил, мы бы с Киром точно это знали. Мы только что навещали. Так, миленько-одеяльце. Алексей, вы открываетесь для нас с новой стороны. Опа. Что там? Это что-то новенькое. Так. А с каких пор мы женским персонажем играем? Мне кажется, ты что-то не так поняла. Я не так поняла? А че тут непонятного? Я только что видела эту Ксюшу у Леши дома в домашней одежде. Она мне дверь открыла с термосом в руках. А при чем здесь термос? А я откуда знаю? Ну не верите мне, спросите у моего папы. Он тоже в курсе. Нормально. Лучшая подруга называется. Ни с кем не встречалась, тут бац, с кем-то съехалась и мне ничего не сказала. Вот предательница, а? Ну это их жизнь. Если они не хотят в нее никого пускать, значит не надо. Я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным? Я же тебе повторяю, она меня видела. Ты понимаешь, что это вообще может значить? То, что все вокруг поймут, что мы с тобой в одном доме живем, что с того. Да как это что с того? Одни сплетни ушли, другие сейчас придут, да еще хуже. Я не понимаю, тебя так волнует, что все подумают, что ты моя девушка или что? Причем здесь это, наши друзья. Мы же им ничего не рассказали, что они подумают. А Валера, 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 Валера вообще во мне разочаруется. Тебя, ты в него так сильно влюблена или что, скажи? Хуже. Я в него не просто влюблена, я же его фанатка. Ты что, забыл? Если было все так просто, ты не понимаешь, у меня здесь жизнь ружится, а ты вообще? Подожди, я не понял, фанатка и влюблена это разные вещи, объясни. Какая у вас тяжелая работа. Не кажется, она такой пойдет. Я люблю быть полезной. И зарплата нормальная. Не жалуюсь, мне на жизнь хватает. А вот и Риточка моя пришла. Здрасте. Доченька, познакомься. Анна Николаевна, моя сиделка. Из соцзащиты прислали. А я думала, она не полагается. Сегодня просто внеплановую квоту выделили, вот меня и прислали. Сторого-то как, Ну, вы тогда чувствуете себя как дома, потому что, честно говоря, из меня сиделка никакая. Я вот даже каких-то основ медицинских не знаю. И потом надо на работу устраиваться, а то скоро совсем жить не на что будет. Понятно. Ну, что ж, я лекарства дала, а вот мне пора. Завтра буду к восьми утра. До свидания. Я вас провожу? Нет, нет, я уже адаптировалась. До свидания. До свидания. Спасибо, Анечка. Ну что, мамуль, как ты себя чувствуешь? Ой, доченька, знаешь, уже лучше. Спасибо, что беспокоишься. Мамуль, а ты вот подумала по поводу вот вчерашнего разговора? Мамуль, ты извини меня за мой прагматизм, просто мне так страшно. Ну, вдруг с тобой что-то случится? Ленка сразу же квартиру разменяет, а что я куплю на одну треть? Какую-то комнату с подселением в коммуналке? А если бы ты переписала квартиру на меня, то, я клянусь, я бы ее никогда не продала. Я бы вспомнила твою мечту. Сделала бы здесь музей папы. И Лене с Ксюшей будем где жить. Я бы о ней позаботилась. Прости, доченька, но я не могу так поступить с Леной и Ксюшей. это нечестно по отношению к ним. Они все еще моя дочь и внучка, даже если мы в ссоре. И я их люблю. Да, прости, мам. Прости, я не права. Прости, что я так боюсь тебя потерять. может, у них все-таки есть просто какое-то меняемое объяснение, почему они нам не сказали. Надо поехать к ним поговорить. К ним? Кир, ты вообще себя слышишь? Эти предатели съехались в тайне от нас. И это после стольких лет дружба. Согласен, друзья так не поступают. Но дело даже не в том, что они нам не рассказали, а то, что они просто врали нам, глядя в глаза. Поддерживаю. Вообще в уме не сходится. Агаповы, Ксюха, живут вместе. Это же все равно, что в одной комнате закрыть кота и мышу. Да, и у меня... Как она вообще с ним связалась? У нее с ума сошла, что ли? Да, я смотрю, вы быстро спелись. Не ожидал. Да тут ты запьешься и не споешься. А, ребят, а вы сами мне не хотите ничего рассказать? Мы? Ничего. И сейчас же переезжаю к маме. Юль, ну зачем ты так? Ну, дядь Тема, в чем виноват? А он, по-твоему, не виноват? Он знал, что эти двое живут вместе и молчал. Я не хочу жить под одной крышей с предателем. Дочка, ну что ты творишь? А ты не видишь? Уезжаю от тебя к маме. Да, папа, я тебе больше не доверяю. Я тебе не врал. Я не знал, что ты ревнуешь все это время Алексея именно к Ксюше. Папа, Леша живет с другой. Ксюше, это Маша, Глаша, да мне плевать. Ты должен был мне сразу об этом сказать. А ты молчал, я тебе душу открыла, я тебе доверилась. Если бы он хоть с кем-то жил, я бы тебе сразу же все сказал. Но Ксюша, это совершенно другое дело. Она для Алексея не девушка. Ой, интересный поворот с собой. Тебе кто она? Сводная сестра. Что? Как сестра? Вот так. Они вроде не родственники. По крови, да, а в остальном у них родители сошлись. Твой крестный живет с ее мамой. И у них походу все очень серьезно. Дядя Миша что, с ума сошел? А как же тетя Сима? Я думала, они вместе будут. При чем здесь твоя тетя Сима? У нее своя жизнь. Она все время в путешествиях. Она вообще не собирается замуж. Дочь, ты знаешь, я не лезу в чужие жизни. Они все взрослые люди, они сами разберутся. Здесь главное не это. Главное, что Алексей не живет с Ксюшей. Точнее, они живут в одном доме, но в разных комнатах. И не как парень с девушкой, а как сводный брат с сестрой. Я действительно не знал, что ты все это время все равно он смотрит на нее не как на сестру. Опять 25. Ой, ты же меня знаешь, у меня глаз алмаз. Я их вижу каждый день. Если бы у них был хоть какой-то намек там на Ля Мурту Жур, я бы заметил. У тебя папа бывший следователь. Ты забыла? Ну, если это действительно так. Это действительно так, маленький. Я тебе обещаю, если я замечу в отношениях Алексея с Ксюшей хоть какой-то криминал, я тебе обязательно все расскажу. Ты же знаешь, что никого дороже тебя у меня нет. Вы хоть что-нибудь ели? У меня уже в животе урчит. Я сейчас закажу вам вашу любимую пиццу. Давайте. Юль, ну я тебе говорила, зря паникуешь? Не зря, Катя. То, что они сейчас не вместе, не означает, что они не сойдутся в будущем. Я же не слепая. Я вижу, как он на нее смотрит. Тем более, они сейчас живут под одной крышей. Ой, Катя, я вот чувствую, что они сойдутся, это просто дело времени. Ничего, я этого не допущу. Но что ты можешь сделать? Устраню первоисточник пребывания этой Ксюши в доме дяди Миши, ее мать. Как? Слышала, когда-нибудь фразу клин-клином вышибает? Алло, тетя Сима, привет, как дела? У меня, да так себе, у меня к тебе есть одна большая просьба. Ну, как тебе? Лучше, чем предыдущий. Уже походишь на будущее из этих утра. Понимаю, почему обязательно делать предложение на этом полу пресса? Что все так глупо и недальновидно. Сначала я делаю предложение дочке губернатора, потом объявляю результат аукциона. Где я выиграл? У тебя это не кажется откровенно странным? Какой-то коррупции в чистом виде. Кажется. Только ты это не мне говори, а своей ненормальной невесте. Разве, Дашке можно что-то объяснить? Она вечно на своей волне. Да уж, повезло тебе с невестой. Не, ну она на самом деле и она всю голову стукнет. Вроде и не дура. Да дура она, дура. Как же меня бесит она страшно. Самовлюбленная, вечно мною командует, лезет в мои дела постоянно. Гуга, ты вспомни, пожалуйста, какие суммы у нас стоят на кону. И смирись. Да. Это поможет тебе полюбить эту чокнутую всем сердцем, но хотя бы и время. Ты же понимаешь, что без поддержки ее папочки мы с тобой в пролете. Я понимаю. я одного боюсь. Я однажды не выдержу. Я сорвусь на нее и выскажу все, что я о ней думаю. Она заставила меня сегодня уволить Лену. Что, уже скучаешь по своей помощнице? Да, дело не в этом. Знаешь, как это неприятно чувствовать себя марионеткой в руках этой неадекватной. Елена ничего не сделала, чтобы увольнять ее. Все-таки неприятно получилось. Зенит с толком не успела. Знаешь, мой дорогой, в этой жизни за все нужно платить. Ты уж, пожалуйста, определись, что для тебя важнее. Чистая совесть или счет в банке ценным количеством налей. А как вам костюм? Подошел или посмотрим еще другой вариант? А давайте, что-то подороже. Молодец. Не понимаю, зачем мы пришли сюда ночью? Ну, пусть папочка посмотрит, как ты держишь свое слово данное ему перед смертью. Чтобы уж заботиться обо мне своей непутевой сестренке. Так что, давай, заботься. Скажи, хоть что-то святое существует для тебя в этой жизни? Ну, конечно. Деньги. Где мои деньги? Или ты думала, мое молчание бесплатно? Или ты хочешь, чтобы Ксюша получила психологическую травму из-за тебя? Какая же ты мать после этого? Хотя, по факту, ты же и не мать вовсе. После смерти Степы биологических детей-то у тебя нет. Ксюша всего лишь твоя племянница. Чего ты молчишь? Прости, папа. Ты думаешь, я блефую? Идиотка! Для человека, которого сегодня уволили, ты слишком задержалась. с сестрой встречалась? Да. Не грузи, и все будет хорошо. Не уверен. Я знаю, Рита, она не остановится, ее закусила. А ты, значит, не останавливай, отпусти ситуацию, пусть все идет своим чередом. если что, я рядом. А я не позволю твоей сестре испортить вам всю шею жизнь. Ты мне веришь? Я очень хочу тебе верить. у вас хороший аппетит, это радует. Вам нужно восстанавливать силы. Так. А я все мы ем, через них хочу. Мам, я по делам на собеседовании. Здрасте. Доченька, а куда ты хочешь устроиться? Сейчас хорошую работу трудно найти. Чтобы еще и достойно платили, вот и бегает по собеседованиям. Да, поиск, работа, это очень хорошо. Очень хорошо. Тем более, что когда в семье одна дочь, наверное, на Рите все и держится, и финансы, и быт. Я вам должна сказать, у меня есть еще одна дочка, Елена. Но она с нами не живет. Понимаю. Такое тоже часто бывает. Когда вроде одна дочь все на себе тянет, как Рита, а другая только для себя и живет. Нет, что вы, Лена, не для себя. Просто последнее время у нас отношения с ней не клеятся. Она, наверное, часто вас подводила, на нее нельзя положиться. Нет, что вы, можно. Просто с Ритой они не ладят. Поэтому мы жить не могут вместе. А может, просто комфортнее вам с младшей дочкой. Она надежнее и заботливее. Или вы просто больше ее любите. Попейте чай. Меня не ждите! Привет! Я к сестре, к Лене. Можно пройти? Здравствуйте. Нет. Я не поняла, это что сейчас было? Ты что, не понял, кто я? Лена живет с твоим шефом, она здесь хозяйка, это живо пропустил. Ничего я помочь не могу. Распоряжение на части. Распоряжение у него. Ну ничего, я свое возьму. Я жду тебя у ворот. Есть важный разговор касается твоей матери. Ну как тебе? Нет. А? Не-не-не-не-не-не. Давай дальше. Давай. Вот. Вот это миленькое. Ты цену видела? Да, это только не стоит. У меня нет лишних денег. Гуга, дочке губернатора обручальное кольцо эконом-класса не подойдет. Учти, она в цацках разбирается. И запомни уже, мы, женщины, оцениваем вашу любовь исключительно в размере уложенных нас денежных средств. Ты всех по себе не бери. Ну, если хочешь сэкономить, подари и одно из колец Маш. Например, то с бриллиантами в форме сердца которой. Ну, да, бульгарненько немного, но стоимость впечатляет. Ну, что, Машкины брюлики все равно у тебя без дела валяются. Я бы на твоем месте давно их уже продала. Ты не на моем месте. Я не собираюсь никому ничего дарить из того, что принадлежало моей жене. Тебя послушать? Так твоя Машка словно святая была, что ты так все это хранишь. Забыла же, что у нее тараканов то тоже хватало. Она была еще той сплетницей-интриганкой. Я не собираюсь с тобой разговаривать на эту тему. Лучше на себя посмотри. Ты бесишься, потому что прекрасно знаешь, что я права по поводу твоей Машеньки. Кристи, я тебе точно говорю. Сима положила глаз на моего брата. Маш, я тебя умоляю. Они с Михаилом всего лишь друзья. Это Мишка в юности за ней бегал. Два кофе можно, пожалуйста? Для начала. Да и вообще, если бы он был в ее вкусе, они бы еще сошлись до меня. Мне бы твое спокойствие. Ты знаешь, что они неделю назад во Франции пересеклись? Три дня в одном отеле жили. Это тоже скажешь случайность? Нет, я, конечно, все понимаю. Сима любит путешествовать, это ее работа, но так, чтобы она на одном месте на три дня засела и забросила свою любимую журналистику. Ну, как по мне, это что-то значит. Думаешь, между ними что-то произошло? Свечку не держала. Но ты сама посуди. Франция, Париж, романтика и первая любовь Мишке, которую он в свое время не смог получить. Как по мне, это гремучая смесь. моего брата знаешь, он всегда рано или поздно добивается то, чего хочет. Пойду носик приподрю. Если он и правда мне рога наставил, я в долгу не останусь. Гога, привет. А чем ты сегодня вечером занимаешься? Тихотка. Зачем я только ее послушала? Ксюш, наконец-то, я думаю, ты уже не придешь. Ты хотела поговорить? О чем? Я давно хотела тебе сказать, но Лена мне запрещала. сначала. Хотела, говори. Ты только пойми меня правильно, мне было 16 лет. Меня изнасиловали. Я думала, я с ума сойду. Ближе к делу. Да, ближе к делу. Я забеременела, я родила ребенка. Лена мне сразу его отобрала. Она сказала, что я слишком мала, чтобы растить свою дочь. А эта дочь, это ты, Ксюша. Я хотела тебе рассказать, но Лена мне угрожала. Все? Вроде да. Тогда я пошла. Подожди. Это все, что ты можешь мне сказать? Мне, своей родной матери? Ты вообще слышала, что я тебе сейчас рассказывала? Это я, твоя родная мать, тебя у меня отняли. Что, Серит, драматизм избавь. Ничего нового ты мне не сказала. И да. Ты мне не мама, ты меня просто родила. Мою маму зовут Лена. И я тебя очень прошу, больше никогда в жизни не появляйся. Ты нам не нужна. Подожди, это ты все знала и молчала? Неблагодарная, ты мне жизнью обязана. Лучше бы я аборт сделала. Ты никогда мне была не нужна. Если вы с Леной думаете, что будете жить долго и счастливо, вы ошибаетесь? Я все у вас заберу. Нет, я так больше не могу. А если Рита должна быть рядом с ней? Успокойся, ничего она ей не сделает. Я предупредил, охрану за ней не следят. Ксюше надо пройти через это, пережить и забыть. Наверное, ты прав. Мне все равно страшно. вы Ксюшу не видели? Я найти ее не могу. Прости, доченька, что мне приходится тебе об этом рассказывать. Моя бы воля, ты никогда бы об этом не узнала. но я боюсь, что Рита ни перед чем не остановится. Она может сказать тебе неправду, но мне бы не хотелось, чтобы ты поверила в ложь. Я бы хотела, чтобы ты была готова к тому моменту, когда она до тебя доберется. Саня. Получается, я не твоя дочь. Ты всегда будешь для меня моей любимой доченькой. И никто никогда этого не изменит. Она не верит. ты уже все знаешь. А что, если она рассказала? Я не понимаю. Я правда не понимаю, как родная мать может так поступать. Мне кажется, не у всех женщин есть материнский инстинкт. Это надо просто понять и принять, чтобы жить дальше. Горя своего личного опыта, моя мать от твоей биологически недалеко ушла. Это тоже пройдет. сыночек. Тебя не стало я ничего не стал. на самом деле это я твой батя во всем виноват. Зачем я послушался Ринку? Зачем купил тебе этот проклятый мотоцикл? Знать бы, что все вот так вот господи, вся жизнь под откосом. Рита! Риточка! Что, Зинаида Петровна, некому на старости лет стакан воды подать. Была бы Ленка, подала, Ксюха бы тоже не отказала. Но уже сделали свой выбор. Да? Это у вашей Риточки к своим делам ушло. И тут с вами инвалидам не интересно. Уходи. Я тебя не звала. Я-то уйду. Но уж совсем одна останетесь. Кого там нелегкая? Может, это Риточка? Да, у Риточки ключи. Вот. Держите. Иду я, иду. Кому там не имется? Ну? О! Добрый вечер. Добрый. Ты кому? Мне нужно поговорить с Еленой. Пытался ей дозвониться, но она не берет трубку. В личном деле указан только этот адрес. Я знаю, что она здесь не живет, но, может, вы подскажете мне, где я могу ее найти? Обалдеть. Вот дожил. Любовничка в жены консультируя. Нормально. Простите, вы ошибаетесь. Я не ее любовник, я ее бывший начальник. Между мной и Леной произошло небольшое недоразумение на работе, и я хотел бы принести ей свои извинения. Но, как я уже сказал, телефон она не отвечает. А ты знаешь, а я тебе помогу. Адрес не скажу, не запомнил, но вот дом, где она живет со своим богатеньким Буратиной, покажу. Еще такой расклад подойдет? Да, тут задолбаешься убираться, наверное. О, пришли. Ксюш. Здрасте. Что случилось? Ты расстроена? Вы что, уже подрались, что ли? Хорошего ты обо мне мнения. А какой заслужил? Все хорошо, все нормально. Просто, ну, дом проблема. Ага, дом. То есть, он для тебя уже дом. Ребята, извините, что мы сразу не рассказали, что наш предки сошлись, просто как-то все быстро очень получилось, мы сами не ожидали. И просто, ну, может, наши родители еще разбегутся, понимаете, а мы не хотели раньше времени об этом всем рассказывать. ну, хорошо. Вот учетненько. Все, 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 все выяснили, да? Да? Мир, дружу, пожвачка. Ох, господи, короче, я предлагаю закрыть эту тему и жить дальше. Согласны? Давайте, может быть, в клуб сегодня зарулим. Лидия там понравилась? Да. Развлечемся немножко? Нет, сегодня мы точно нет. У Леши, у него температура. Серьезно, что ли? Да. Что ты в ногах тогда стоишь? Иди отдыхай. Да, действительно, иди отдыхай. Нормально. Валер, ты прости, пожалуйста, что все так вышло, только ты ничего не подумай. Мы с Лешей теперь, ну, как как брат и сестра, только сводные. То есть, я могу пригласить тебя на ужин, и твой брат не будет против. Да, конечно. Ты что несешь, какой брат? Что такое? Ну, не мешай, ладно? Я мешаю тебе? Прекрасно. Хорошо, хорошо, я не буду тебе больше мешать. Извини. Ну, что, а? Вот, честно, только на минуту подумала, что человек нормальный, но, оказывается, нет. Жестко ты его. Ему иногда полезно понервничать. Так, Ксюша, ну, покажешь мне свою комнату, а? Может, ты и прав. Да, комната. Пойдем, ребят, только вы как тут? Да, вы нормально, не парься. Мы же здесь как дома, так что мы его подождем, захочем сам подниматься. Ну, да, да, все, все, хорошо, ну, если что, мы там внизу. Окей, окей. Да. Что ты по этому поводу думаешь? А что ты думать-то, бро? Мы потеряли пацана, совсем свихнулся на этой Ксюшке, уже давно по ходу, так что, короче, мой тебе совет, не провоцируй его, не приставай к этой Ксюше, ты знаешь, даже если ему бошку сорвет, то мало всем не покажется. Наверняка что-то противное, да? Пей, пей, от кашля очень хорошо помогает. А себе-то что-то повкуснее и говорила. Могу поделиться. Это успокоительный на вкус, кстати, тоже не очень. Ну, пей сама, мне этого хватит. Ты как? Да пока еще сама не поняла. Вот повезло же с сестрой. Ты знаешь, она с детства такой была, абсолютно неуправляемая. Только о себе думала. А ведь она никогда не любит проигрывать. Думаешь, еще вернется? Абсолютно точно. Только тебя это уже не должно касаться. Почему? К тому моменту, когда Рита активизируется, мы уже отсюда съедем. А у Суан же на днях. не надо никуда съезжать. Что? Я сказал, не надо никуда. Извините, что беспокою, но к вам там пришли. Надеюсь, не Рита? Кто? Сказали, не говорите. Сюрприз. Класс. Тут ничего так, да? Вау. Да, мне тоже нравится. И дома, и дядя Миша. А, это тот, с которым с Леной сошлась? Ну, мне с таким-то дворцом он бы тоже понравился. Вау. Ну, я говорю про человека. он очень добрый и заботливый. Мама бы кого угодно не выбрала. Да ну, с твоим отцом это спорный вопрос. Ну, знаешь ли, мой отец тоже не исчез, дядя. Он просто запутался. Ты прости, я вообще не то хотела сказать. Просто, слушай, вот ты определилась, кого выберешь, а? Ну, что значит, выберу? В смысле, Агапова или Моцарта? Ну, я думаю, они оба на тебя запали. Ты не говори, пожалуйста, глупостей. Никто на меня не западал. Так, ну, все же, чисто теоретически, вот с кем бы ты пошла на свидание? Ну, Валера. Конечно, Валера. Он же мне изначально нравится. Ты же это знаешь. Интересно, кто это? Если Рита, меня не... Ты? Привет, дорогой! Сюрпрайз! Мишка! Родной, как я по тебе соскучилась! Слушай, а я тоже очень. Ну, что, полетели? Извините, другой раз. Подожди, подожди, ты что, бризгаешь компанию, что ли? А? Я смотрю, ты на Ленку тоже запал. Слушай, ты шалава, чем же она вас цепляет-то, а? Потаскушка, все скромница вся строила, на Ритку наезжала, а сама... Скажите, вы со всеми обсуждаете свою бывшую жену? А я не обсуждал, я тебя предупреждаю, ты же вот мужик-то вроде при деньгах, что ты такие бабки собираешь? А где все нормально, а? А? Ну, что ты? Слушай, а пойдем, пойдем, ты мне расскажешь, что ты в ней такое нашел, что я за 20 лет не разглядел? Или ты брезгаешь, думаешь, что я всегда, что ли, такое-то был? Нет, ты не угадал, у меня свой бизнес был, ты за этой все полетела. Да, извините, что ты в ней разглядел-то? Дрянь она! Развод подала, бросила. Вот это сюрпризимка. Миша, так вот тебе соскучилась. Так, а где Лешка? Я хочу его затискать, этот мелкий мерзавец совсем забыл про свою крестную. Слушай, он к ужину появится, ты, кстати, тоже оставайся, надолго приехала? Раздевайся, давай. Ну, слушай, это все зависит от ряда обстоятельств. Мне сейчас в университете предложили должность, очень хорошую, но полная ставка. Не попутешествуешь, а ты знаешь, что я на одном месте быстро чахну. Ты у нас та еще лягушка-путешественница. Слышала, тебя в Африке видели? Да? А что ты там в Нигерии забыла? За ужином расскажу. А ты, кстати, нас не представишь? О, простите, это Сима, сестра Семена, Лешкина крестная, друг детства и член семьи. Прошу любить и жаловать. Слушай, ну ты так говоришь, словно жене представляешь. Я самый близкий человек. Миша, не считай сына, конечно. Я уже это поняла. Я Елена, просто Елена. Приятно познакомиться. Ну, что стоим? Пойдем ужинать, а... О, дожди, это что, тапочки, что ли? Ты когда в САМД ударился? Слушай, не знаю, мне нравится. Да? Ну, если хочешь, не надевай. Ну, не-не-не-не-не, вот это нет, я не хочу. Пойдем. 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 Блин. Высохла. Странно тогда получается. А что странно? Я просто купила дешевую тушь, вот она и засохла. Надо будет у мамы взять, у нее была спасная. Я не об этом, я... Я о Моцарте говорю. Но если ты его выбираешь, то что ты тогда все время вокруг Агапова крутишься? Это даже как-то непорядочно. Лид, ты о чем? Я ни с одним из них не встречаюсь. А ответила я просто теоретически, ты же сама спросила. Ну, Агапов, что Агапов? Мы же с ним живем в одном доме. Мне что, от него прятаться по углам? Ты чего? Да ничего, я-то такая непонятливая стала. Нет, деньги тебе вообще испортили. Чего я вообще тут сижу с тобой, распинаюсь? Какие деньги? Что я такого сказала? Миша, помнишь, как ты мне предложение делал? Ну, как такое забудешь? Мне было 15 лет. Забили, и все мои на слабо. Таких отец, с дядей Борь, меня что-то с лестницы не спустят. Да, да. Ты уже тогда был упрямым максималистом и точно знал, чего ты хочешь. Он моему отцу так прямо и заявил, что сам всего добьется и что тот еще будет, да, мечтать о таком взятии. И заметьте, он слово сдержал. Да. И после таких выходок ты, папа, еще меня уму разом учишь, да? Конечно. А зачем тебе знакомиться с граблями, на которых твой отец уже прыгал? Крестник, поверь, по таким граблям твой батя великий специалист. Лена, а где Ксюша? Она отказалась уже, сказала, аппетита нет. Елена, согласитесь, что вам очень повезло с шефом. Ну вот, и зарплату платит, да, и жильем обеспечивает, и о ребенке вашем беспокоится, ну вот, и даже вы за одним столом едите. Он у нас всегда, Мишенька, был социально ориентированным шефом. Абсолютно права? Очень повезло. Пойду посмотрю, как там Ксюша. Я же, что, кого-то обидела? Я, ну, просто так... Давай себе есть. Это ты в больницу собираешься или от меня с концами съезжаешь? Ты же говорил, вроде на пару дней ложишься. Ничего ты, Кугаева, женщинах не понимаешь. Нужно всегда быть во всеоружии. Вдруг я там мужчину мечты встречу. Мужчину в женской гинекологии-то? Вообще-то, это элитная частная клиника. Там и доктора мужики имеются, да и к пациенткам небедные мужики приходят. и они гордые. Если попадется кто стоящий, могу и отбить. Стоящий не отобьется. Куга, ты в курсе, что у тебя талант все портит? Да, в курсе. А ты чего такой кислый? Вообще-то, это... Я в больницу ложусь. Это мне расстраиваться надо. Заезжал к помощницам, хотел извиниться за увольнение. Я не застала, столкнулся за то с ее бывшим мужем. Неприятный тип такой. Сказал, что Ирина уже давно живет с другим мужчиной. И ты ее приревновал. Ну, не говори ерунды. Я ценю ее как друга. После Маши она первый человек, с которым мне легко общаться. А я взял, ее уволил, обидел все на душе мерзкое. Хотел объясниться, поговорить. Объясниться? Вот это да. И что бы ты ей сказал? Прости, но мои личные интересы куда важнее твоих. Я собиралась тебя опустить в расход, но в последний момент передумывала. Да? Тебя послушать, так я законченный человек, с которым подружиться нельзя. Заметь, не я это сказала. Кристина, как ты сама с собой живаешься-то, а? На себя посмотри, кто же мне святоши нашелся? Нет, это уже перебор будет. Не бери в голову, это тоже пройдет. Может, у Лиды было плохое настроение, а ты под горячую руку попала. Мам, она никогда раньше на меня так не срывалась. Да и при чем тут деньги? Ты же сама знаешь, у меня в кошельке ветер гуляет. Сама я еще не зарабатываю. Ну вот увидишь, еще все образуется. Она еще сама придет прощения просить. Ты же знаешь, она отходчивая. Да. Спасибо тебе большое за поддержку. Ты у меня самая лучшая. Ну и потому, что я тебя люблю. И я тебя тоже очень люблю. Ого! Что такое? Сколько пропустила. Что случилось? Не знаю, надо перезвонить. Бывший шеф звонил. не расстраивайся по пустякам. Елена, спасибо, что перезвонили. Я хотел поговорить с вами, искал вас сегодня. Если можно, лично. Хорошо, давайте завтра. Замечательно. Всего доброго. Еще раз спасибо за звонок. Это я. ты таблетки выпил? Выпил. А воды достаточно пьешь? Достаточно. Можешь тебе тогда морс сделать? Неа. Я не понимаю, ты что, со мной не хочешь разговаривать? Ну, так и скажи. Я же чисто по-человечески за тебя переживаю. Не надо за меня переживать, они маленькие, сам могу о себе позаботиться. Вы чего сегодня как с цепи все сорвались, как с собаки, вам слова не скажи. что происходит? Ты правда не понимаешь, что происходит? Нет, я не понимаю. Ладно, если не понимаешь, давай иди к своему Валере. Какой Валера? Ты чего? Агабов? Давай, давай, давай. Иди, иди. Агабов? Иди, иди. Агабов! Ты еще совсем страх потерял. Дура. Что на него нашло? Какие люди? Витечка, а ты как-то опустился в последнее время? Выглядишь не комильф? На себя посмотри, мочелка. У меня тоже коньяк, за его счет. Ну, я смотрю, ты не тонешь. Мне вот интересно, ты только мне неудачу приносишь или всем окружающим тоже? Следи за словами. Сам Валу уже сел, а теперь ищешь виноватых, потому что у тебя одного проблема. Это все из-за лентки, если бы мне она бы тут с тобой не сидели. Так ты с сестрой так и не разобралась. Я думал, ты у нее как минимум квартиру уже отжал. Да мать-рубома, Перлос не хочет даже тебя над подписывать. И еще этот инсульт. Помнет, вообще ни с чем останусь. Инсульт, говоришь? Инсульт — это дело коварное. А сердечко, пойди, у твоей мамы пошаливает. Угадал? Да. Это о чем? Ну, ты сама мозгами-то пораскинь. Мать твоя все равно не вечная. Рано или поздно уйдет. А после инсульта может полуовощем остаться. Тебе придется за ней ухаживать, карьеру сиделки, так сказать, осваивать. И будешь ты красотуля горшки из-под нее до пенсии убирать. Ты мне говорила, что она у тебя действенная. Подумай, как ей в таком состоянии жить. Я бы тут быструю смерть как благотворительность рассматривала. Ты на что намекаешь? Боже упаси, я просто размышляю. Андрюх, пойди погуляй. У одного моего знакомого, например, есть чудо-таблетки. Эффект от них как от сердечного приступа. Ни один патолога она там не докопается. За треть от квартиры могу вас свести. Изичка, родненький ты мой. Я, конечно, не святая, но убивать мать из-за наследства я не собираюсь. Ты меня понял? Треть квартиры совсем оборзел. Да, вот годы бегут. Совсем недавно еще по 20 лет было, а теперь уж детям столько. Да, Лешка так вымахал. Не удивлюсь, если он скоро женится. Да нет, рано ему еще не нагулялся. Ну, а девушка-то у него есть? Да, вроде нет. По клубам шастый периодически, но домой еще никого не приводил ни разу. Я даже боюсь представить, кого он приведет. Девушкин нынче цепки, знаешь, а Лешка по невидной, небедной. Как бы к нему какая-нибудь там золотая искательница не присосалась, что тогда делать будешь, Миш? Да, он парит с мозгами. Думаю, сам разрулит. Слушай, а я вот подумала, а может нам Лешку с Юлей свести? Не то что. Ну, лучше невестки тебе не найти. Тем более, они друг друга с детства знают. Ну, и мы заодно породнились бы. так же сами разберутся. Если Леша выберет Юлю, я буду только рад. Ну, это личное их дело, а в личные дела вы сами знаете, я не лезу. Так, ребята, с вами хорошо, но я пойду прилягу. Не важно, себя чувствую, не вылечился еще. Так, Сима, не вздумай уезжать, если бы я тебя ждет. Ты заболел? Да, простая ерунда. Уже выздоравливание очень хорошее домашнее доктор. Все, давай, не гоняй там. Спокойной ночи. И тебе. А это он сейчас случайно не на Елену намекал? Случайно на нее. Кажись, Мишка не проникся нашей идеей свести детей. Не удивляю. Он же мужчина, а вы мужчины вообще не любите быть в роли свахи. Но в любом случае с Юлькиной любовью надо что-то срочно делать. Не нравится мне вот это одержимое состояние. Почему я раньше не заметила, что она настолько влюблена в Лешу? Нет, ну я знала, что он ей нравится. Ну, вот так вот фанатично. С ней дурную шутку сыграл ее синдром отличницы. Она привыкла всегда во всем быть первой. Найда, я тоже хорошая. Никогда ни в чем я не отказывал. У меня же можно понять, он единственный ребенок, Сим. Хотя, знаешь, мне бы тоже хотелось стать частью этой семьи. за общим столом все разговоры. с ним. Ага, чем я только думала, когда Мишке отказывала. Знаешь, обездила весь мир, а лучше мужика так и не встретила. ну, ты братец не в счет. Мне кажется, сестричка, ты немного припозднилась. Да ладно. Мишке следы. Отношения. Ой, ну, Сима, я тебя умоляю, ну, какие могут быть отношения между начальником и подчиненным? Все. Да, служебный роман. Да. Я уверена, она ему нужна просто как мимолетное увлечение, чтобы время убить. А вот Юлькина Любовь, это проблема. Вот это проблема. А ты у Ирины Ивановны не спрашивала про вакансию? Ну, не знаю, может быть, в сети ее аптек требуется провизор. Я уже не на это согласна. Не, я завтра не могу. Я просто с Егором встречаюсь. Не знаю, хочет, хочет о чем-то поговорить. Давай я тебе попозже перезвоню. Чего тебе? Ну, ты сегодня ни разу не справилась в моем здоровье. Могла бы перед сном заглянуть, проверить. Это не входит в мои должностные обязанности. Нужна сиделка попросить ему. Она с радостью за тобой поухаживает. А ты часто не ревнуешь? Должна. Я слышал, ты завтра встречаешься с Егором. Я не хочу, чтобы вы общались. Ну, вот тебя только забыла спросить, с кем мне встречаться. Можно я сама буду решать? Отмени встречу. У тебя завтра не будет времени. Ты должна подготовиться к балу прессы. Пойдешь со мной. ты что, хочешь, чтобы я была на объявлении результатов тендера? Ты хочешь, чтобы Егор нас вместе увидел? А на что ты рассчитывала? Что после того, как ты шпионила за ним, мы будем семьями дружить? Это мерзко. Раньше надо было думать, когда контракт подписывала. Не смей встречаться с ним за моей шпиной. Да я свободная женщина. С кем хочу, с кем и встречаюсь. Тиран. У одного моего знакомого, например, есть чудо-таблетки. Эффект от них как от сердечного приступа. Ни один потолгоанатом не докопается. За треть от квартиры могу вас свести. Треть квартиры за дурой меня держат, что ли? Зачем мне ты, Эдечка, если у меня есть любимая старшая сестренка? Веронечка, за ключ не беспокойся, я возьму запасные. Да, сама аптеку откуда. Давай. спасибо за подарок, сестричка. Скоро ты мне сама с нарами познакомишься. Лекарства не отбывайте по следу принимать. Спасибо, девчон. Так, а почему ты? Мама, слушаешь, а меня нет. Я тебе тоже сказала эти же лекарства выпить. Да уж тебя я слушать не хочу. Хорошо, болей сколько хочешь. Мам, скажи, чтобы он ко мне не придирался. То есть, Лена, скажи, чтобы не шарила с кем попала. Тетя Лене тоже не мешала бы поменьше шарить. В смысле, это на что ты намекаешь? Я не намекаю, я прямо говорю. Куда ты так разоделась? Ну, знаешь. Извините. Да, Кристина, а какие ко мне претензии? Операцию я тебе оплатил, вип-палату тоже. А зачем тебе неделю лежать? Врач сказал, ничего сложного. Послушай, Кристина, мемо о матке это не смертельный приговор. Чего ты ко мне привязалась? Мог бы по-родственному меня и навестить. И вообще, почему Алексей ко мне не приезжает? Он в курсе, что его мать оперирует? Да, я пыталась, кстати, ему позвонить и не раз, но он мои звонки игнорирует. Весь в тебя. А ты сама подумай, почему родной сын с тобой не хочет разговаривать? Так, все, я не могу больше говорить. Нет, навещать я тебя не приеду. До свидания. Козел ты, Акапов. Поросила передать, что ложится на операцию. Но операция несложная, на второй день выпишут. Врач сказал, вообще, обойдутся медикаментожно. Ну, ты же знаешь, Кристина любит все драматизировать. В любом случае, я все оплатил. А навещать ее или нет, решать тебе. Мне пофиг. Леш, вообще-то это твоя мама. Тетя Вян, ты это ей скажи, а не мне. Чурбан. На себя посмотри. Так, дети, не ссорьтесь. А вот тетя Лена вообще-то права. Конечно, Кристина может быть не идеал материнства, но тебя не напрягает, что ты постоянно с ней в конфликте находишься? У меня норм. Доброе утро. Доброе утро. В этом доме так долго спят, я хотела позавтракать. А, так все уже давно проснулись. Да? Да, на кухне завтракают. У нас же теперь новые правила. Как интересно. А кто же их вел? Елена. Она же у нас теперь вроде как новая хозяйка в доме. даже так. Не знала, что Елена настолько близка с Михаилом. Даже очень близка. Да? Они периодически ночуют в одной постели. Я сама видела. Да и младшая недалеко от матери ушла. Все перед Алексеем своим хвостом крутит. Ничего, он тоже не железный, его понять можно. Только вот забеременеет Ксюша и уже они никогда от этих двоих не избавятся. Да, необычный расклад. А вы поменьше сплетничайте. Пожалуйста. вот так и помогаю после этого людям. Всем доброе утро. Доброе утро. Присаживайтесь. Здравствуйте. Да, Сима, ну ты и за Шоня. Ты рискуешь без завтрака остаться? Ну извините, что опоздала. Меня никто не предупредил о ваших нововведениях. Я думала, что завтра как всегда в гостиную подадут. А у нас теперь самообслуживание. Кофе можете сделать себе сами. Я налью. Садись. Тебе как всегда черный? А? Черный тебе? А, да. Садись. Ой, это, наверное, Ксюша, да? Мне про тебя рассказывали. Я Сима, крестная Алексея, старый друг семьи. Приятного. Миша, я всегда восхищалась твоим благородством. Приютить нуждающихся в своем доме. Ну это так мило. Вы знаете, я слышала, что у вас в семье проблемы. Вы как вообще планируете? Долго тут задержаться, потому что вам, наверное, не очень удобно под одной крышей, шеф. Если вы хотите, я могу вам помочь найти квартиру. У меня есть просто, да, друг риэлтор, и он специализируется на жилье вот как раз эконом-класса. Нет, она не хочет. Тетя Тим, спасибо большое за беспокойство и их здесь все устраивает. Ну а что, я просто предложила, хотела помочь. Спасибо. Не надо. Приятного аппетита. Да, Вер. Хорошо, я подъеду, что-то случилось. Думаю, маме понравится. И последний штрих. Все делаешь правильно. Растолочь. Смешать смело, да? Я гений. Завтра готов, мамочка. Слушай, Сём, а почему ты мне не сказал, что у крестника с этой Ксюшей все серьезно? Что ты решила, что серьезно? Ну нравится девочка парню. Он молодой, кровь горячая. Что ты? Слушай, Леша сегодня впервые в жизни пошел против меня из-за нее. Да, конечно, не в открытую, но он мне четко дал понять, чтобы я не трогала эту Ксюшу. Мне это не нравится. Сем, скажи честно, они спят, да, вместе уже? Да? Откуда я знаю? Я что, свечку держал? Папа, она с ним спит? Папа, а как ты мог такое допустить, а? А я-то здесь при чем? Господи, да если они вот эту вот месть, я не переживу такого унижения. Я жить не хочу. Ёлька, ну что ты несешь, а? Ты от себя до инфаркта довести хочешь? Нет, я просто хочу, чтобы Леша был со мной, со мной, а не с этой Ксюшей. Ну все, 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 спокойно, спокойно, дыши глубже. Все, все будет хорошо, я рядом, я разберусь с этой Ксюшей, слышишь? Тетя Сима, тетя Сима, помоги, пожалуйста. Ну я никогда не думала, что я его потеряю, я думала, он нагуляется, потом будет со мной, мы поженимся, у нас все будет хорошо. Он променял меня на эту Ксюшу. Ну, я помогу, слышишь? Я помогу, но ты должна мне пообещать, что ты успокоишься и будешь держать себя в руках. с этой Ксюшей выскочкой, я разберусь. Слушай, ну вот увидишь, все, все. Красиво как. Спасибо, родная, только ты обо мне и заботишься, остальным-то меня и дела нет. Почему судьба к тебе так несправедлива? Да нормально, все. Ешь, пока не остыла. Твою ж. Не переживай, доченька, это же всего лишь каша. Это не просто каши, теперь еще убирать. Вер, что это? Ограбление. Полиция еще не вызывала, хотела вначале от тебя дождаться. Так, но ящики же не взломаны. Правильный вопрос. Дверь с сигнализацией тоже ключом была снята. Так и что, ты думаешь, что это я? Лен, глупости-то не говори, ты-то здесь при чем? Лучше скажи, ты помнишь, куда запасные ключи положила? Ты мне их не отдавала. Точно. Я в тот день не успела, пришла домой, а я там... Они дома, в ящике на кухне. Нет. Да. Складываем два плюс два и получаем рейдочку. Больше некому. А теперь вопрос дня. Что будем делать? По-хорошему, полицию надо вызывать, но, сама понимаешь, такие препараты пропали. Но если вызову, сама понимаешь, у Зинаида Петровны точно повторный инсульт будет. И виноваты будем мы с тобой. Хотя дел натворила эта курва. Так что решай, что будем делать. я себе на душу такой груз не возьму. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Все это странно. Очень странно. Сегодня крайний срок подачи на тендер. Ну и где Егор? Почему его фирма до сих пор не заявилась? Сам бы хотел это знать. Ты уверена? Абсолютно. Папа посоветовал еще на 2% снизить бюджет. Так вы наверняка выиграете этот тендер. Иначе вас опередит фирма Агаповых. Я уже попросила папиных айтишников, чтобы они удалили вашу заявку с аукциона. И ты смог обновить данные. Даша, ну, что бы я без тебя делал? Давай я прямо сейчас внесу коррективы. Не сейчас, а вечером. А пока не хочешь меня отблагодарить? Особым способом. Даша, ну не здесь же, кругом люди. Ну, милая, давай я сначала исправлю предложение, опубликую, ну, а потом... Ну, не потом, а здесь и сейчас. И я так хочу. Отказы не принимаются. это так возбуждает. Слушай, может, не надо, а? Мама сказала, надо. И велела тебя проконтролировать. Тем более, ты ей сам обещала, что ее навестишь. Там домашняя еда. Пожалуйста, не забудь передать. И будь повежливей. Все-таки, какая-никакая, твоя мама. И, пожалуйста, найди с ней общий язык. Ты ее не знаешь просто. Да не надо мне ее знать, правда. Все, давай, иди тебе туда. Давай, я тебя здесь жду. Ну, сынок, как ты рада, что ты пришел. Держи. Это тебе. Не знаю, что там не я собирал. Пахнет вкусно. А кто тебе его дал? Экономка? Нет, любимая мачеха. Она меня сюда и приехать заставила, в общем. Я здесь, потому что не хотел ее расстраивать. Не знала, что твой отец повторно женился. Теперь знаешь. Ну, я пошел. Алекс, подожди. Что, что еще? Ты хотела, чтобы я тебя навестил? Я это сделал. Выздоравливай. Всего хорошего. Тебя послушать, так чужая женщина важнее, чем родная мать. Так и есть. Неблагодарный. Я тебя рожала. И отец хорошо тебе за это заплатил. Что ты хочешь этим сказать? Ладно. Давай, расставимся точки над «и». Я слышал твой разговор с отцом в ту ночь, когда ты от нас ушла. Слышал. Поэтому ты так резко охладила ко мне. ты же раньше так меня любил. А, любил? Ну, я думал, что и ты меня любила, но видишь, ошибался, поэтому перестань строить из себя любящую маму. Фальшиво получается, актерское точно не твое. Сынок, ты все не так понял. Я не то хотела сказать твоему отцу. Я просто пыталась задеть его за живое. Ты же знаешь, мы тогда были ссорены. Дело не в том, что ты тогда говорила, а в том, как ты относилась ко мне всю жизнь. Как к акциям, которые приносят хорошие дивиденды. Да, акции нужно сохранять, но любить вот не обязательно. Я не это хочу. Поэтому, поэтому ешь, пока не остыла. Те с Леной очень вкусно готовят. Я искренне надеюсь, что у тебя все будет хорошо и что ты больше никогда мне не позвонишь. Если от нас еще что-то потребуется, дайте знать. Да, А здесь уже можно убираться? Да, отпечатки сняли. Всего доброго. Всего доброго. А вот ты же не думала, что доживу до такого. Да, стоило Рите вернуться и все пошло кувырком. И откуда у человека такая тяга к разрушению? Лен, ты чего? Да не, ничего, просто голова загружилась, у меня такое бывает. Наверное, давление или стресс не обращают внимания. Ты бы проверилась. Со здоровьем-то не шутят? Обязательно проверюсь. Вот как только съеду от Михаила, сразу пойду к врачу. к невропатологу. Спасибо. Не-не, пока я в особняке живу, смысла нет идти в больницу. Мне там такой покой пропишут. А где в этом доме покой взять? Я же спокойные дни в доме Михаила могу по пальцам пересчитать. А если туда еще и симу добавить? Я же говоря, она только с виду доброжелательная. А я бы так их лещусь. Жаль, конечно, что ты от Михаила решила съехать. Я думала, у вас все серьезно. Я тоже думаю, что все серьезно. Но надо возвращаться в реальность. Я ему за все благодарна, за то, что он мне объяснил, что с моста я всегда успею. И вообще, за все благодарна, если бы не Миша. что бы сейчас со мной было. Рыбой сейчас кормила. Да, я тут тоже. Блин. Ну, а может, зря ты так все-таки? Михаил хороший мужик. Хороший. Хороший. Но мы слишком разные. И приезд Тима это мне наглядно доказывает. Не хочу нарисоваться. Не хочу дожидаться того момента, когда он мне со мной на дверь покажет. Лучше уйду первый. А я так верила вашу большую любовь, что и в сорок лет можно встретить своего короля. Ну, да ладно. Зато во дворце пожила, деликатесов поела. Да. Будет, о чем он внукам на старости лет рассказывать. Лида, привет. Привет. С каких пор ты за рулем ездишь? Ну, не все же, Киру, быть моим личным водителем. Ммм. О, смотри, наши, подойдем? Тебе надо, ты иди. Да, что с тобой не так? Ничего. Ты за мной, да. Привет, ребят. Привет. А куда Алекс? Спроси у него сам. Он со мной сквозь зубы уже со вчерашнего вечера разговаривает. Может, ты знаешь, что произошло? Да, все нормально было. А, чуть не забыл. Так, это тебе. А это тебе. Не уверен, что ты такое любишь. Лучшие места на мой концерт. Буду рад вас видеть, сегодня играю в Камерном. Спасибо большое, это просто супер. Хоть какая-то радость. Лид, ты пойдешь? Нет. Ну, ты же знаешь, я в отличие от тебя от такого не фанатею. А еще одна недовольная, они что, с Агапом договорились? Подожди, или вы поссорились? Вроде нет, но я уже ни в чем не уверен. Спасибо, до свидания. Крестная, привет. О, крестник, привет. А ты здесь откуда? А, ну, я вообще-то на кафедре журналистики лекции читаю. Ты забыл? Забыл. А я по поводу диплома. Леш, подожди, есть минутка поговорить надо? Да, конечно, для тебя всегда. В общем, слушай, я тут с Юлькой разговаривала, и... Сюльцем, даже не начинай, я отказываюсь в это ввязываться. Подожди, что значит отказываюсь? Ты довел девочку до состояния... Я не доводил ее, она сама виновата, я тут ни при чем. Леша, вы друзья? Вы друзья? Друзья. Ну, а друзей что? Ведение бросают, правильно? Неужели так сложно уделить девочке немного времени? Ну, я не знаю, ну, пригласить ее куда-нибудь, чтобы Юлька просто, ну, развеялась. Ну, Леша, мы с Семой очень переживаем, что она может натворить каких-нибудь глупостей. Я ее не бросаю, ну, просто я считаю, что неправильно человеку давать сложную надежду. Может быть, только хуже, поверь. А хуже будет, Леша, если она не выйдет из депрессии. Ну, пожалуйста, ну, я тебя прошу, ну, ради меня. Ну, просто, понимаешь, просто своди ее куда-нибудь и как-нибудь течно поговори с ней, объясни ситуацию, там, ну. Я объяснял уже. Ну, значит, плохо объясняла, если она сразу не поняла. Леша, ну, кресть. Я еще раз приношу свои извинения. С увольнением мне хорошо колчилось, но на самом деле у меня были веские причины. Я вас понимаю. Вы не должны передо мной сомневаться. Это ваш бизнес. Да, бизнес. Ради дела иногда приходится делать очень неприятные вещи, которые совершенно меня не красят. Всегда есть выбор. А если бы все было так просто? В моем случае выбора нет. Я все поставил на кон. И если я проиграю, даже об этом думать не хочу. вы говорите о деньгах? Если бы только о них. Знаете, Лен, я за свою жизнь столько дров наломал, что самое страшное ничего изменить у жильц. А вы попробуйте, вдруг получится. Я в том смысле, что вы же знаете, все зависит от нас замеха. Нет, можно и дальше делать новые ошибки. Можно набраться мушества, остановиться и не сделать еще хуже. Понимаете? Понимаю. Но я боюсь, это уже не моя история. Иду. Здрасте. Добрый день. Следователь Ефимкин. Я могу видеть Маргариту Баранову? Это я. По какому поводу? Ночью была ограблена аптека, в которой ранее работала ваша сестра Елена Миронова. Какой ужас. А я здесь при чем? По словам заведующей аптеки и вашей сестры, ключи от аптеки находились у вас на хранении дома. Скажите, где вы были этой ночью? Я здесь, дома. Подождите, вы же не хотите сказать, что Елена с Верой дали против меня показания? Они, конечно, всегда меня недолюбливали, но чтобы так оклеветать, это возмутительно. Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби? Да, мама. Она больна, я всю ночь за ней ухаживала. Я могу с ней поговорить? Да, конечно, только дайте мне минутку, я помогу ей одеться. Хорошо. Мамочка, умоляю, спасибо. Ты же знаешь, эта Верка меня на дух не выносит, вот решила подставить. А я эти ключи в глаза не видела, я даже не знала, что они дома лежат. Эта стерва, наверное, сама аптеку обчистила. Ты же знаешь, что у нее дома вечно денег не хватает, а у меня судимость, она значит, что на меня легко подумать. Мамочка, не дай меня посадить. Я там не выживу, умру. Проходите, это моя мама, Зинаида Петровна. Добрый день. Добрый день. Ефимкин Дмитрий Иванович. Извините за беспокойство, но у меня к вам пару вопросов. Скажите, а где этой ночью была ваша дочь Маргарита? Она всю ночь была дома. Дежурила возле меня. Я после инсульта, мне тяжело вставать. Реточке приходилось часто вставать ко мне. Так. Как думаешь, ему понравится? Слушай, ну если не слепой, то да. Только, Ёлечка, я тебя умоляю. Пожалуйста, будь менее эмоциональной. Держи себя в руках. И напоминаю, что мужчин пугают экспрессивные девушки. Неэкспрессивные Лешеньку тоже не привлекают. Я столько лет сдерживаю свои эмоции, что результата ноль. Я не понимаю, почему он запал на эту Ксюху? С 16 лет за ней бегает. С 16? Угу. Я не знала. Но это усложняет дело, конечно. Так, все, в любом случае победа будет за нами. Значит так, твоя цель сегодня быть милой, приветливой, обворожительной, обаятельной. И не ждать, что он прямо сейчас сорвется и побежит признаваться тебе в любви. Я так. Будем действовать постепенно, вырабатывать условный рефлекс. А это как? Ну, это чтобы у Алексея все самое приятное ассоциировалось исключительно только с тобой. Это хорошо. Вот, на худой конец ты можешь, ну, можешь его подпоить. Ну, выпивший мужчина, не знаешь, более сговорчивый. Слушай, это хорошо. Так, Юля, вот это, без вот этих своих глупостей. Угу. Воспользуйся, что кажется, Леша поссорился с Ксюшей. Они поссорились? Это же замечательно. Тетя Тим, а давай мы ускорим план по завоеванию Лешеньки? Господи, давай мы ничего не будем ускорять. Поспешишь, людей насмешишь. Нам самое главное его не спугнуть. Тут ювелирная работа нужна. В любом случае, ужин, бою, при свечах, это обоим пойдет вам на пользу. Ты с такой крестной феей, как ты, Лешенька точно будет моим. Я в этом не сомневаюсь. На концерт к Моцарту? Да. Но не все, что в клубах зависать, как некоторые. Я не в клуб, я на свидание с Юлей. Угу. Значит, вы встречаетесь? Мы же сегодняшний вечер и начнем. Я ей нравлюсь, хоть и не играю на клавесине, она меня любит таким, какой она есть. Угу. Вот уж вкусы у некоторых. Что ж, ладно. Не буду тебе навязывать свое неприятное общество. Да я не то хотела сказать. С Юлей, значит. Мог бы и подвезти. Все. Теперь я свободная женщина. Ну, что, тебя можно поздравить? Да, не знала, что развод может принести столько радости. Ты долго ждешь? Нет, не очень. Ну, и что дальше собираешься делать? Не знаю. Начну жизнь с чистого листа. А если мой работодатель сдержит слово и купит нам с Ксюшей квартиру, моему счастью не будет предела. Я правильно понимаю, сразу после аукциона ты навсегда планируешь исчезнуть из моей жизни? А что, были какие-то другие варианты? Ладно, давай, успокойся. Когда ты же? Так он. А, ребят, мы здесь. А чего вы так долго? Мы уже все заказали. А ну, мы вдвоем будем. Зачем вдвоем? И свидание же вопрос-то будет. Спервом веселее. Ну, наконец-то. Давайте. Вот, поедим. Туница, у тебя вообще мозги есть? Какого черта ты вообще ввязалась во все это? Убью, мразия! Ты как? Тебя вообще на минуту нельзя одной оставить. Ты как без меня желатая. Так, ты получила травму, будучи моей, подай, принеси, поэтому я обязан о тебе позаботиться. Не против. Отпусти меня, иначе я буду кричать. Кричай. Мам. хорошо посидели. Да, все было очень вкусно. Да. Так, что, куда мам? А, я хочу потанцевать. А, Юрчик, я всегда готов. С тобой, Леша. Ну, понятно. Понятно, все с тобой. Всегда я в пролете, да, когда этот красавчик рядом? Леша. Ладно, давай. Слушай, почему она так на Лешке зацикливалась? Я не понимаю. Если честно, то здесь есть на чем зацикливаться. Просто так в открытую отвергать, это уже слишком. Ты всегда такой недотрога. Может, ты еще дальше отойдешь? Может, я отойду? Леша, неужели настолько тебе неприятно? Нет, почему? Тогда в чем дело? Юль, послушай, ты знаешь, что я люблю другую и всегда любил только ее. Ты ничего с этим не сделаешь, как бы ты ни старался. Это мы еще посмотрим. Юрчик. Ты еще пожалеешь Агапов. Греха. Сейчас. Ты сам чего не побежал? Да, только хуже бы еще было. Юль, стой! Господи, ты что особенно не так? Почему меня никто не любит? Я же тебя никто не любит. Ладно, я тебя люблю. Да пусть ты не издевайся. Он еще пожалеет. Юль! Лена, подожди. Ты что, правда, хочешь ехать отсюда? И никогда не встречаться со мной? Ага. Ага. А как же, Леша? Мой сын так привык к тебе. Раньше ежиком ходил, сейчас такой стал открытый. Это твоя заслуга. Ты хочешь меня к нему в няньке нанять? Вообще-то, он уже большой мальчик. Ну, знаешь, большим мальчиком тоже нужна любовь, забота. Лен. Извини, что беспокою. Ага. Миш, можно с тобой поговорить? Срочно. Я на кухню. Да, конечно. О чем ты хотел поговорить? О нас? Я не совсем понимаю. Миш, я знаю, что я всегда нравилась тебе. Я хочу дать нам шанс быть вместе. Как ты на это смотришь? Ну? Уже дома? Все-то ты рано. Я думал, Моцарт тебя куда-нибудь после концерта еще сводит. Я сбежала из концерта. Почему так? Паршива играл? Нет. Играл он замечательно. Я просто поняла одну вещь. Какую вещь? Вот эти. дела так поздно. Чай будешь? У меня вкусные тортики есть. Что с тобой? Что-то случилось? У меня дочка только что под машину бросилась. Хорошо, что Кирюха рядом был. Вовремя перехватил. Иначе все, считай, пропал. Где я ее упустил? Прости, пожалуйста, мне очень жаль. Я чем-то могу помочь? Можешь, Лен. Я понимаю, что это очень эгоистично с моей стороны, но я... Я просто не вижу другого выхода. Забирай Ксюшу. Уезжайте отсюда. Желательно навсегда. Сима, я слишком дорожу нашей дружбой, чтобы вставить такие эксперименты. Да расслабься ты. Я просто пошутила. Я хотела увидеть твою реакцию. Вот и все. На самом деле, я тебя позвала, чтобы поговорить о нашей общей крестнице. Знаешь, таких шуток можно инфаркт заработать, имею в виду. А что произошло? Ну, если бы ты отвечал на наши звонки, то ты бы уже давно знал. Прости, я был на конференции и не успел включить. Что произошло? Произошло. Юля из-за неразделенной любви хотела покончить с собой. Да ты что, наша Юля? Да, наша Юля. Что с ней, она жива? Да, жива. Вроде все обошлось, отделалась с легким испугом. Но что-то надо делать, потому что это все может повториться, исход будет не таким благополучным. Да, да, да. Чем я могу помочь? Поговори с Еленой. Пусть ее дочь держится подальше от Алексея. Это из-за нее чуть беда не случилась. Подожди, я что-то не въезжаю. А при чем здесь мой сын и Ксюша? Юля любит Алексея. Алексей встречается с Ксюшей. Отсюда все эти шекспировские страсти, которые нам нужно с тобой срочно разрулить. Да нет, что за бред такой? Леша и Ксюша вместе? Ты уверена? А ты не знал? Нет. Ой, Миша, тебе нужно лежать. Кто тебе дороже? Или дочь этой женщины, или твоя собственная крестница, которая выросла у тебя на руках. Нет, ну сразу после аукциона мы с Ксюшей в любом случае отсюда съедем. За это можешь не волноваться. Но это все, что я могу сделать. Все, чем я могу помочь. Прости. Может, все-таки поговоришь с дочкой? Ну, вряд ли у них с Лешкой это серьезно. А для Юльки их отношения это трагедия. Я боюсь, что она опять какой-нибудь глупость сделает. Все, я тебя понимаю, но и ты меня пойми. Но не могу я вмешиваться в личную жизнь в дочери. Я не могу ей говорить, с кем мне встречаться, с кем мне встречаться. Но слушай, если это у них не серьезно, они разбегутся. Я не хочу быть виноватой. Прости, что я тебя поставил в такой ситуации. Но я в отчаянии. Я просто не знаю, что мне делать. Я думал, ты Юльку поймешь, как никто. Сама на мосту стояла. Хорошо. А ты не допускаешь, если это с ее стороны просто детский каприз? Ну, юношеский максимализм, манипуляция. Да допускаю, конечно, только какая разница, что это, если она вон под машину бросилась. Хорошо, не переживай, через неделю нас здесь не будет. Спасибо, Лен. Чай пью, успокоительный. Жаль, не на спирту. А, не верится. Так кажется, что я спрю. Мне тоже. Ты не представляешь, как я долго мечтал о том, чтобы вот так с тобой сидеть, болтать, обнимать тебя, целомать. Кричать на весь мир, что ты моя. Может, пока не будем кричать? Давай пока никому не будем говорить, что мы вместе. Тем более, мне с ума надо привыкнуть к этой мысли. Ладно, ну, даю тебе срок неделю, не больше. Ты еще почему? Да ладно, все равно узнаешь. Но я тебе расскажу, но обещаю, что из-за маритянства пойдешь на победное. Обещаю. В общем, Юлька сегодня номер такой отколола. На. Ты что, совсем рехнулась? Чтобы из-за парня под колеса лучше самого парня туда отправить. Ты добрая, Катюха. Так какая есть? Или ты думаешь, я не права? Да права, права. Дому надо быть полной дурой, чтобы так не ценить свою жизнь. Вы двое. Ничего, что я тоже здесь есть. Это моя жизнь. Как хочу, так и поступаю. Понятно? Ты это отцу своему скажи, который за тебя чуть не посидел. Короче, имей в виду, если ты еще одну какую-то такую ерунду вытворишь, я тебя сразу в психушку везу. Поняла? Я не просила меня спасать. Окей. Я делаю предупредить. Ты здесь на ночь? Угу. Если что, звони. М? А ты... Анаша. Вот бы мне такого парня. Только жаль, он, похоже, на тебя запал. Да ну, не неси чушь, Киря просто друг детства. Ну-ну. Да ну. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Любимый. все-таки зайду. Так не хочет расставаться. Поболтаем. Я тоже не хочу. Но не надо бежать вперед паровоза. Иначе мама... Да, ты знаешь, какая она бывает строгая. твоя правда. Правда, это еще не попривет. не хочет. Анаша. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи, любимый. Здравствуйте. Долго же вы ворковали? Извини, что зашла без спроса. Поговорить надо. Конфиденциально. Хорошо. Ну, судя по твоему довольному виду, ты уже в курсе, что случилось с Юлей. Браво. Поздравляю. Ты практически избавилась от соперницы. Я не понимаю. Вы пришли меня оскорблять? По-дному я согласна с Юлей. Я действительно не понимаю, что Леша нашел в тебе такого. Вы же из разных миров. А, это, наверное, тот случай, когда противоположности притягиваются. Другой вопрос, надолго ли? Если вы пришли меня оскорблять, я попрошу вас выйти и прямо сейчас. Нет. Я пришла просить тебя о помощи. Исчезни из жизни Леши, чтобы моя племянница могла спокойно жить. И если в тебе есть хоть капля совести, ты прямо сейчас соберешь свои вещи и... Я прошу прощения, вы кто такая, чтобы диктовать моей дочери, что ей делать и как ей жить? Дети сами разберутся, у них есть своя голова на плечах. Видимо, какая мать, такая и дочь. Я лишь хотела... Что хотела? Испортить жизнь моей дочери? Речь идет о моей племяннице. И что? По-вашему, ваша племянница важнее, чем моя дочь? Глупый вопрос. Ты прекрасно знаешь, что Юля бросилась под машину из-за нее. Нет. Юля бросилась под машину не из-за моей дочери, а из-за расшатной психики. Разницу улавливаете? И вместо того, чтобы нападать на моего ребенка, вы лучше своего отведите к врачу. Может быть, тогда она перестанет бросаться под машину, когда у нее что-то не получается. Послушайте, моя племянница, она не сумасшедшая. Прекрасно. Возьмите за ручку и поведите к врачу. Я все расскажу Миша. Юля и его крестница тоже. Да хоть президент. Да. Прости, мам. Я не знала, что все так выйдет. Но я правда не знала, что Юля так влюблена в Лешу. Ой, у тебя же теперь будут проблемы с детьми и шеей. Да не будет у меня ни с кем проблем. Я вот только не поняла, а когда вы с Лешей успели? Вы же недавно вдруг познакомились. На самом деле, мам, мы с ним знакомы уже шесть лет. В смысле шесть лет? Так, я требую подробностей. Миш, ты здесь? Что? Что случилось-то? Уволь эту нахалку немедленно и вытвори ее с дочкой из этого дома. Я с ней пыталась по-человечески договориться, а она... Подожди, подожди. Ты сейчас о Ленин-Ксюше говоришь? Ну, о ком же еще? Так. Я им объяснила ситуацию с Юлей. Сказала им, что им надо как можно быстрее уехать из этого дома. А Ксюше вообще перестать общаться с моим крестником. И знаешь, что она мне сказала? Что дети, мол, сами разберутся. Ну, правильно ответила. Зачем ты в это дело полезла? Миш, ты вообще себя слышишь? Или ты забыл, что Юля твоя крестница тоже? Ты должен о ней заботиться. А что я и делаю? А Юле пора взрослеть. И научиться отвечать из-за своей ошибки. Или ты за ней тогда старости будешь бегать, косяки почищать. А если в следующий раз никого из нас рядом не будет? Она же не справится с проблемой. Потому что привыкла, что за нее кто-то другой эти проблемы решает. Ты об этом подумала? Они вас обоих с Лешей околдовали просто. Я просто в шоке. Да, денек. Марбарита, ты все правильно делаешь. Все правильно. Сама себе не позаботишься, никто не позаботится. А если мать отзовет показания? Нет, я так не могу рисковать. Мам, ты спишь? Нет еще, доченька. Вот я тебе ужин приготовила. Да, столько таблеток на простой желудок принимать нельзя. Давай, я тебе помогу. Ой, спасибо, доченька. Только ты обо мне и заботишься. Остальным до меня дела нет. У тебя надо хорошо питаться, чтобы быстрее выздороветь. что я требовалась доказать. Не люблю, не скотивлю. И она меня добьет. Да. Елена? Доброе утро. Михаил просил передать. Это для сегодняшнего вечера. Что это? Не знаю. Что, посмотрим? Это ж кто такие каблуки придумывает? Садист. Обалдеть, красота-то какая. Да, придется целый день разнашивать. Ладно. Нам с Золушком все нипочем. Ой. Что с вами? Да не, ничего. Низкое давление. Галя, вы не могли бы сделать мне кофе покрепче? Сейчас будет. Доброе утро. Доброе. Как тебе? Вот решила вернуться к традициям этого дома. Завтрак в гостиной. Заметь, все, сервер ровно по правилам. Знак примирения за мое вчерашнее, мягко говоря, неадекватное поведение. Извини, вчера устроила эту сцену. Я очень припугалась из-за Юльки. Все нормально, не волнуйся. А где остальные? А, ну, Елена еще не встала. Алексея к Синью я позвала лично, но они предпочли перекусить на кухне. Я, наверное, здесь останусь в гордом одиночестве, если ты, конечно, мне не откажешь и присоединишься. Без проблем. Отлично. Резармись. А Сему звонил? Угу. Как там, Юлька? Да все нормально. Немного уже пришла в себя, но она тоже вчера очень сильно перенервничала. Ну, ты знаешь, я думаю, что это к лучшему. Думаю, она уже второй раз не захочет такую глупость совершать. Угу. Вот и я об этом. Приятного аппетита. И тебе. Спасибо. Обожаю выходные. Нет, честное слово, будь моя воля, я поменял местами в день и в неделю. Два дня. Лучше всем, пять дней отдыхаешь. Вот ты лодырь, конечно. Скажи мне, ты узнавал, как дела у Юли? Звонил? Да, звонил, а с Кирюхой болтался по телефону, он же у нее. Но говорит, что пока лучше мне ее не навещать, что прицедива не было. Я даже не думала, что она тебя так сильно любит. Она не любит, но это не любовь, это желание обладать ее все. Но она же из-за тебя. Нет, 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 понимаешь, ты просто Юльку не знаешь, она, она очень упертая, она всегда привыкла получать, что хочет, а тут у нее вот случилась несостыковочка такая. Ты говоришь довольно циничные вещи. Я говорю, как есть. Слушай, она такой была с самого детства. Ну, вот пример, она как-то в магазине увидела дорогую куклу, ей тогда лет 10 было, она должна соображать девчонку уже, да? Вот. А у дяди Семы тогда денег особо не было, они с папой бизнес только начинали, так она такую истерику закатила, что директор магазина прибежал. Ну, и чем закончилось? Они с папой эту куклу в складчину купили, ну, знаешь, что самое обидное? То, что этой куклы Юльке надоела уже через два дня, понимаешь? Вот в этом она вся. Ну, подожди, ты-то не кукла. Я не думаю, что она разницу видит. Ну, ладно, не переживай, все хорошо будет. Да, подожди, вдруг нас кто-нибудь увидит. Хотя, я тебе могу сказать, мама уже моя знает. Я ей вчера твоей крестной все рассказала. И как моя теща отреагировала на эту новость? Довольно позитивно. но все зависит от твоих дальнейших действий. Нет, ты не переживай, я про твои выходки ничего не рассказала. Много благодарен. Тоже мне хозяйка Медной горы нашлась. Наши уставы, видите ли, не по нраву. Тёща Галя, ты чё вортишь? Есть там одна. Ведётся как хозяйка. Нет, чтоб как все нормальные люди на кухне покушать. Ей в столовой накрывай. Загоняла мне с утра с этими салфеточками, приборчиками. Не дай бог, наш Михаил женится на этой Симе. Уже лучше бы Елену повёл в ЗАГС. Вы садитесь... Тёща Галя, не переживайте, не переживайте. Папа никогда с этой Симой не сойдутся. Они друзья просто. Одни нервы. Как я Елену понимаю? У меня на фоне этого стресса тоже скоро давление начнёт скакать. А что вы сегодня делаете? Целый день дома торчите? Может, поможете мне на чердаке поубирать? Да, да, но если только вечером, потому что мы днём должны проведать бабушку Ксюшину. Ну, это дело благое. Дайте мне 20 минут, и я и вкусняшек соберу. О, креативненько. Прямо так на бал пойдёшь? Очень смешно. Галина сказала, что ты не позавтракала, вот, принёс перекусить. У меня чего-то аппетита нет. Волнуешься перед балом? Не напоминай. Угу. Миш, давай я не пойду. Ну, правда, я себя неважно чувствую. От тебя простудой заразилась. Да, культивировать у меня чувство вины не получится. Ты по-любому пойдёшь на бал. И встретишься там с Егором. И дружить у вас точно не получится. Ты такой милый. Да, я знаю. Я, кстати, вчера вечером приходил к тебе, а тебя не было. Я у Ксюши была, ты поздно. Ты, кстати, знаешь, что они с Лёшей встречаются? Да. Я очень рад за своего сына. У него прекрасный вкус. но с потенциальной тёщей ему, конечно, не очень повезло. Тот ещё мозга вынос. На себя посмотри. Тоже у меня свёкор года нашёлся. Так, болтушка, ешь и давай собираться. Да, зулушка и с туфельками не переборщи, а то выпадешь. Иди уже. Что ж такое-то? Точно отравилась? Добрый день. Ну, не такой уж и добрый. Устроили тут проходной двор. Чё, в Ритке своих рук нет, чтобы матери помочь. Мама, ну давай ещё ложечку, ну? Всем доброе утро. Ой, Анна Николаевна, здрасте, как хорошо, что вы пришли. Поможете маму покормить? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте, Семеночка. Как вы себя чувствуете? Намного лучше. Леточка, обо мне так заботится, что у меня просто сердце радуется. Что с вами? Вам плохо? Да нет, пустяки, Анечка. Просто со вчерашнего дня отдышка замочила. Но Рита так и вкусную кашу приготовила. Когда все принесешь, обязательно все поставь в холодильник. Я здесь на неделю приготовила. Вообще неизвестно, чем Рита бабушка кормит. Мама, она же все это не съест. Так давай смотреть правде в глаза, она не одна будет есть. Бывшего покармливаешь? Ну, у меня что, выбор есть? У меня же один холодильник на двоих. Да, меня ты так не кормишь. Это неправда. У нас всегда полный холодильник. Так, дочь, придешь, посмотри, у бабушки есть ли чистая одежда. Если что, постирай, постельное поменяй. Рита вряд ли додумается. И обязательно уберись у нее в комнате. Мам, не переживай, все сделаю в лучшем виде. Леша, не забудь в магазин заехать, затарьте холодильник по полной чем-нибудь долгоиграющим. Фруктов там возьми, по мелочи что-нибудь. Понятно. Ксюша, подскажи, что-то. Хорошо. Держи карточку. О, папа, побежаешь, я сам не бедствую, все делаю как надо. Как скажешь. Жалко, я с вами не могу поехать. Увидит меня, опять расптихуется, а у нее давление. Ой, ну не расстраивайся, станет полегче, заедем. Лучше было бы, конечно, ее на реабилитацию отправить. Леш, разведайте там обстановку. Может, действительно, стоит ее в частную клинику положить? Да ну, перестань, она не поедет. Она Риту одну не оставит, и потом ты знаешь, сколько это стоит. Тебя кто-то один как спрашивает? Я вообще-то не от здоровья твоей матери беспокоюсь, а бабушке, моей будущей невесты. Вот. Имею полное право. Правда, Ксюль? Да, вот так. Спеля, да? Дружьте против меня. Тетя Лена, мы с вами тоже можем коалицию организовать, взять и теща классическая банда. Да. Так, поставьте цветы по центру. И здесь так же. И бокалы протрите, ну чуть быстрее, активнее, активнее. И сюда, фрукты поставьте уже. Папуль, ну как, клево, уже все готово. Шикардос, просто шикардос. Да? Кстати, моя чуйка меня не подвела. Твой Егор чуть не завалил тендер. Увелась фирма Агапова, которая назначила более низкую цену. И моя идейка насчет понижения на 2% сработала. Папуль, ну ты у меня самый, самый, самый лучший. Я тебе так благодарна. Это у меня лучшая в мире дочурка-манипулятор. Ой. Признаюсь, эта победа стала для меня такой неожиданностью. Но я гарантирую, что наша фирма Аэрэкострой сделает все, чтобы реализовать проект Афины наилучшим способом. Аэрэкострой это высокое качество, социальная ответственность, порядочность и прозрачность в делах. Кристина, ты вообще у них в больнице? Как же я задолбала с этим чемоданом таскаться. Фу. Какая безвкусица. Надеешься, что дочка губернатора глянет на этот шедевр и откажет тебе? Дашка сама выбирала. Ох. Так почему ты здесь? Тебе же должна быть операция. Если бы отменили. Профессор, которого прислал Михаил, посчитал операцию лишней. Назначил чисто медикаментозное лечение. Даже здесь не везет. Ну так радоваться же надо, что не опережут, нет? Чему радоваться-то, Гоголь? Мне даже деньги за операцию не вернули. Представляешь? Вот козлы. Сказали, что отправят деньги на тот счет, с которого пришли. И здесь урвать хотел. Ты неисправима. Ладно? Давай, отлеживайся. Пока я на балу. Не-не-не-не-не. Я с тобой. Ты думаешь, зря я так спешила? Я не хочу пропускать наш совместный треул. Хорошо. Кристина, только я тебя прошу. Держись там от меня подальше. Ты же знаешь, Даша ужасно ревнива. Еще скандала нам не хватало. Гога, я дам испанять семьи. На кону стоят и мои ценьки. А бабосиками я рисковать никогда не буду. Хорошо, что по этому случаю я себе еще такой наряд прикупила. сейчас покажу. За кого она меня держит-то вообще? Я не понял. Воспользовалась мной когда был нужен все, потом можно выбросить, что ли? Почему я должна твоя ныть ее слушать? Вали к Ленке и ей там жалуйся на жизнь. Если ты и ей не можешь, то и мне никто. Черт, картошка подгорела. Как мать будет этой все есть? Ты мне рот ты не затыкай. Что значит никто? Что-то я отец твоего ребенка. Да никакой ты не отец. Я это просто так брякнула. А ты поверил. Я поскакал на Ленке жениться. А кто же ее отец? А я не знаю. Я же должна всех помнить. Я тогда на Эдика работала. Ты чего тварь? На меня руку не понял. Ты тварь-то. Это ты тварь. У тебя же ничего святого вообще нет. Как ты могла соврать? Я всю жизнь думала, что она моя дочь. Что я? Может, нет. Я что-то из ДНК делала. Что? Суда иди, я сказал. Боже, что ли? Успокойся. Успокойся, я сказал. Здравствуйте. Здравствуй. Так, тяжелый, не таскай. тебе еще разжать. Пойди, дверь открою лучше. Давай, 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 давай. Ну, Ксения, молодец. Такого жениха себе отхватила. Давай, проходи. податкуха. 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 Урод. Урод. Что здесь происходит? Вы что, с ума сошли? Эй! А, явилась? Вся мать такая же гулящая. С любовничком пришла. Молодец. Папа, успокойся, пожалуйста. Никакой я тебе, оказывается, не папа. Вон у этой, спрочи, от кого она тебя нагуляла. Сама не помнит, потому что мужиков было куча, потому что проституткой подрабатывала. Заткнись, как хотела, так и жила. Скажи спасибо, что ей твои гены не достались. Ты зарубляешься. Папа! Господи, что же там происходит? Анечка, пожалуйста, посмотрите, они что, решили друг друга поубивать? Зинаида Петровна, успокойтесь, я посмотрю, конечно, не волнуйтесь. Спасибо. Спаси и сохрани. Это ведь это беды. Руки, пацан, это вообще моя квартира. Больше нет, вы с тетей Леной разведены, а раз вы говорите, что и Ксюша, вам дочке не приходится, то вам здесь тем более делать больше нечего. Я сейчас зашиблю, гадюшка. Папа! Пошел, пошел, Поперебиваю. Папа, пошел. Руки грезь. Вещь его где? Может, вызовем полицию? Да не, не, нормально, нормально справляются. Папа, что с ним такое происходит? Не волнуйтесь, все трясется. Все, 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 все. Больше не появляйтесь здесь, по крайней мере, в таком неадекватном стоянии. Щенок. Не смейте оскорблять, обижать Ксюшу. Ага. Она вас отцом считает, а вы? Гадюныш мажористый, думаешь, я на тебя управу, что ли, не найду? Здрасте. Ну, здрасте. Сволота. Сколько можно прихорашиваться, я не понимаю. Ты уверен, что все пройдет по плану? Да, мы все прочитали, сбоев не должно быть. Странно как-то, вроде мы молодцы, победа, все такое, как-то тошно. Вау, ого, а вы куда такие красивые? На праздник какой-то, да? А почему меня не берете с собой? Я тоже хочу. Сестренка, не обижайся, не в этот раз, мы по работе едем. Да, поверь, ты ничего не теряешь. Да? Да, поверь, это будет не самое приятное мероприятие, ты ничего не теряешь. Ну, такой у вас интересный настрой. Угу. Аж, так, так, она тоже едет? Почему я тогда не могу? Я с удовольствием с вами местами поменяюсь. Ты не мог меня незаметный наряд выбрать? Он же так и кричит, обратите на меня внимание. Не мог. Садист. Опять критиков в мой адрес? Ой, что вы, что вы, как можно? Вы же у нас идеал. А это ничего, что тебе так подчиненная хамит, нет? Вы знаете, после сегодняшнего вечера, если нам всем повезет, я перестану быть вашей подчиненной. Мы идем или нет? Да, конечно. Юльку проведать не забудь. Не переживай. Проведаю. Давай, я помогу разобрать. Спасибо. Ой, корка, прикольно. Вы тут разбирайте, а я, пожалуй, пойдете. Тут тесно. она всегда такая? Бывает и похуже. Как Зинаида Петровна попросил узнать, может, ей стоит на реабилитацию в частную клинику отправить? Я бы отправила, но думаю, что она не поедет. Побоится оставить дочку одну. Хотя мне очень не нравится, как она себя чувствует в последние пару дней. Я ей даю лекарства, которые прописал врач, но ей все хуже. Я не знаю, с чем это связано. Вот что я нашла вчера в мусорном ветре. Это какой-то запрещенный препарат? Нет, это не запрещенное лекарство, это нормальное лекарство. Но их никто не пьет в этом доме. Никто. Я даю Зинаиду Петровне только то, что прописал врач. А это рецепторное лекарство. Его не так легко купить в аптеке. Ну, ты чего не ешь? Бабушка, как ты себя чувствуешь? Как человек, которого все бросили. Ну, подожди, ты же сама запретила маме приходить к тебе. Она просто боится тебя беспокоить, чтобы ты лишний раз не нервничала. Зато смотри, сколько мы тебе вкусного всего наготовили. Здравствуйте. Я там все разложил. Да, спасибо, Леш. Ты не хочешь мне представить? Это невежливо, Ксения. А... А, позволь, я сам. Алексей Агапов, ваш зять или внук, как вам будет удобнее. А не слишком ли быстро вы записались в нашу семью, молодой человек? Вы же только познакомились. Нет, на самом деле, мы с Ксюшей знакомы больше шести лет. Вы за нее не переживайте, я о ней позабочусь. И о вас тоже позабочусь. Если хотите, мы вас смогли бы на реабилитацию в медицинский центр отправить. А, поняла. Хотите мою квартиру забрать? Конечно, кому я старая нужна? Нет. Будь бы, Господь меня забрал, что ли. Все бы с облегчением вздохнули. Я же не это совсем имел в виду. Нам с Ксюшей ваша квартира не нужна, нам есть где жить. Конечно, живите отдельно, кому я нужна? Так, если хотите, мы могли бы вас к себе взять. Честно, не проблема, так и ухаживать легче будет. Я же сказала, никуда не поеду. Я Риту не оставлю. Леша, ладно, ладно. Но если вы что-то надумаете, то скажите, на худой конец мы с Ксюшей можем здесь пожить, прописка ваша мне не нужна. Не расписаны? А вот это вообще не проблема, мы хоть сегодня заявление в ЗАГС подадим. Так, все, стоп, бабушка, давай будем есть сейчас, а то все остынет. Я чувствую, вы до ручки сейчас все договоритесь, да? Все, Леша, иди, иди. Давай, и улыбочку, улыбочку. Чудесно, спасибо. Есть, и с папой, если можно с папой. Да, Фотографируй, давай. Есть, супер, с помолвкой вас. Спасибо. Видишь, пап, ты зря переживал. Добрый день, уважаемые дамы и господа. И вот наступил тот самый судьбоносный момент, ради которого мы все здесь сегодня собрались. От имени администрации нашей области я объявляю результаты тендера, который проводился в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Итак, тендер на строительство проекта «Афины» выигрывает компания «Аэрэкострой». Приглашаю генерального директора фирмы Ебора Вадимовича Свиридова под ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. Поздравляю. Спасибо. Прошу пару слов. Признаюсь, для меня эта победа стала большой неожиданностью. Но я гарантирую, что наша фирма «Аэрэкострой» сделает все, чтобы реализовать проект Афины самым наилучшим способом. «Аэрэкострой» это высокое качество, социальная ответственность, порядочность и прозрачность в делах. Улыбайся. Не наставай. Всем привет. Меня зовут Семен и в ближайшие минуты я буду ведущим этого шоу. Простите, вы кто? Невнимательный, я Семен. А сейчас все внимание на экран. Пап, это не по сценарию. Добрый день. Я Егор Сиридов. Егор Вадимович просил предать. Спасибо. Фиксируем факт взятки по тендеру Афина. Представьтесь, пожалуйста. Шереметьев Валерий Дмитриевич, главный специалист администрации губернатора, ответственный за тендеры. Откройте конверт, покажите, что там. За что вам дали эти деньги? За... финальные данные по тендеру проекту Афины, чтобы фирма Айроника в строй могла выиграть. Кто вас свел с господином Сюильевым? Помощник губернатора Виталий по прозвии своего губернатора. Насколько я знаю, Егор Сиридов будущий зять, жених его дочери Дарьи. Так, телефонные разговоры с Егором Сиридовым также прилагается к делу. Господа журналисты, кушать подано. Пап, что происходит? Вы можете это прокомментировать. Это фольшивка. Так уберите камеру! Не надо нас снимать! Без комментариев. Ну вот и все. Доволен? Очень. Пойдем. Предлагаю запастись терпением. Допрос может продлиться несколько часов. Ну и какие у меня перспективы в целом? Но вы не радужные. У них сильная доказательная база. Помимо того, что вы видели, у них есть аудиозапись ваших разговоров с сотрудниками администрации губернатора, которую, как я полагаю, сделала ваша помощница Елена. Елена, Елена. А я тебе и так доверял. Теперь я на собственной шкуре знаю, каково это. Когда тебя используют и предают, как тебе казалось, близкие люди. Мерзопакостное чувство оказывается. Начинаю понимать Михаила. Михаила... Не важно. Как это отразится на моем бизнесе, скажите лучше. Не очень. Ваши счета уже арестованы. А что касается тендера, то он перешел к фирме, которая на аукционе следовала за вами. Я тебе угадаю. Фирма Михаила Агапова? Ну что вы уж, поздравляю. Шах и мат. Заслужил. Егор Вадимович, пройдемте в кабинет. Вроде бы все правильно сделали. Егора на место поставили. А на душе как-то гадко. А я все анализирую, когда Егор так морально сдал. Наверное, после смерти отца. Мы как раз оба в отъезде были, даже на похороны не успели. Вечно ты ему оправдания ищешь. И не один он здесь был, а с Машкой. Но, видимо, Маши ему было мало. По мне, так вы, мужчина, всегда все усложняете. Нет, чтобы сесть и спокойно поговорить о проблеме. Может быть, тогда и проблем бы никаких не было. Вы хоть раз после случившегося нормально разговаривали с Егором? Может, он вам бы объяснил, почему он против вас пошел. Может, вы его чем-то обидели. Ой! Только не надо этого козла защищать. Все, я уехал. Скучные вы. Мы с Ксюшей уезжаем. Работа моя закончилась. Ты обещал, если твоя фирма выиграет тендер, ты... Давай я вам с Ксюшей подарю квартиру. Держу. Спасибо. Что за квартира? Миш, ты издеваешься? Это ключи от твоего дома. Да, я не говори, потому что я не держу слова. Остырь, нет. Привет, Вероня. Ты, кажется, хотела у меня погостить, приезжай и захвати кое-что для меня из аптеки. Не, ну вы чего? У меня все было, все было. Дом, дом, сервис у меня был. Ну, а аптеки, сервис. Я не говорил? Нет. Ну, ты чего? У меня был свой сервис. Жена, двое детей. Ну, там висело пару кредитов. Ну, у кого не бывает. И вдруг разом все так вот рухнуло. А кто виноват? Ну? Баба виновата. Одной поверил, другая не поддержала, и все. Я на бабах. Да ты верно подметил. Все зло отодевал. За это надо выпить. Да, так мы сейчас и сделаем. Да, давай, Василий. Давай. 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 Да. Ну, Глубка. Ну, козел. Ты же элементарное дело провернуть не сумела. Ты же надо в мекарь сваливать надо. Сваливать. Иначе тоже рискуешь под замес попасть. Он же меня не сдаст. Не. Кишка, тонка. Точно не сдаст. Кто ты? И что ты делаешь в квартире моего жениха? У Егора спроси. А я у тебя лохушка спрашиваю. Что ты забыла в квартире Егора? И откуда у тебя ключи? А ты догадайся, если мозги есть. Хотя, какие мозги? Ты же Даша, да? Егор про тебя, лохушку, немного всего рассказывал. Как ты его вечно достаешь. То сексом, то свадьбой. У тебя совсем мозгов нет. Ты правда не врубаешься, что эрогенная зона Егора не ты, а твой влиятельный отец? Ты правда думаешь, что после сегодняшнего скандала ты больше ему нужна? Я тебе умоляю, спустись на землю, придурочная. Нет выигранного тендера. Нет свадьбы. Егор никогда тебя не любил. Он тебя не использовал. Как? Не любил. Короче, променяла меня на другого мужика. Как-то так. Как тебе там? Аленушка, ну можешь звать как хочешь. Алена? Подожди. Ленка, что ли? Хочешь, буду Ленка, Леночка, Ленуся, так сказать, любой каприз за ваши деньги. Вот. Кстати, мужик часто китикает, поэтому если ты хочешь что-то делать, делай, а нет, так сказать, плати за сеанс психотерапии. Взялся за грудь, говори что-нибудь, да? Ну, если с этими делами проблемы, убей руки. О, я же говорю, что проблемы. То ты сказала? Я сказала, не можешь, не берись. Правильно, жена сделала, что от тебя ушла. Кто захочет жить с таким нытиком, если еще в постели не силен? заткнись, заткнись, слышишь, заткнись. Заткнись, слышишь? Заткнись! Какой дом огромный, ты ж задолбаешься полы мыть. Да, и не говори. Ты привезла? Да, целых три. Ты уверена? Ира, я ни в чем не уверена. Пойдем. Даша, успокойся, я не понимаю, о чем ты. Давай дома поговорим, хорошо? Не понимаешь, да? Да ты издеваешься надо мной. Да я своими глазами видела, как она выходила из твоей квартиры. Она мне все рассказала, что ты меня использовал. Что ты молчишь? Нечего сказать, а мне вот есть что сказать. Он обманом заставил меня организовать взятку, чтобы он мог выиграть этот тендер. Можете с этого места поподробнее? Да, могу. Ой, дура. Здорово. Здорово. Что ты здесь ночуешь? Очень смешно. Ты еще придете все мне скажи. Он скоро будет, кстати. Пост сдам. Там Моцарт внизу. Да, видела. А как она? Ты просила приехать? Да. Кирилла говорит, о тебе уже лучше. Она тебя внизу в машине ждет, да? Если ты про Ксюшу, то да. Так, о чем ты и хотела поговорить? Вчерашнем. Надеюсь, ты больше не повторишь эту глупость. Не повторю. если ты бросишь эту Ксюшу, останешься со мной. Всегда. Никогда не думала, что со мной это случится в 40 лет. Слушай, может, это ранний климакс? Я знаю, такое бывает на нервной почве. Может, конечно, не климакс, а может, пить надо меньше, подруга. Кто же знал? На. Прости, пожалуйста, что сбежал с концерта, но у меня, правда, появились очень важные дела. Клянусь, наверстать упущенное. Не парься, все нормально. А я смотрю, ты теперь с этим. Ну, да. Рисковый ты девчонка. Он же тот еще собственник. Ну, так и есть, да. Иногда он так себя ведет, что, ну, не умеет тебе рассказывать. Ну, это он только с тобой, влюбленный подросток, придергает за косички, а так он очень галантный. Видела бы, так он с другими дамами общается. Так, а вот с этого места подробнее. Так, так, дистанцию соблюдаем, подробнее не надо. Я же говорю, собственник. Ну, скажи, как поговорил с Игорем? Да, ничего, Что, поехали? Да, поехали. Пока. Пока. Где этого носит? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот. Я тебе кашу приготовила. для желудка полезно. То ты столько таблеток ешь. Поешь даже через силу. Поем, но позже. А прежде... Ты береги себя, ладно? За здоровьем следи. Кушай хорошо. Одевайся теплее, особенно зимой. И прошу тебя, ни во что не ввязывайся. Живи спокойно. Прости, что была тебя плохой мамой. Была бы хорошей ты бы... Ты о чем? Ни о чем, доченька. Ни о чем. Давай есть. Вот так. Вот так. Еще ложечку. Еще. Вот так. Вот так. Положительный. Слушай, может, просроченный? Что, все три? Вот я вляпалась. Что будем делать? Рожать. Правильно. Когда отцу скажу? А никогда. Не хочу поступать, как его бывшая жена. Подло привязывать к себе мужчину-ребенка. Подло решать все за Михаила. Это и его ребенок тоже. Знаешь, я сама слышала, как он говорил с Симе, что я для него никто. Он мне предложение руки и сердца не делал. И все, что между нами было, это просто секс. Ты сама-то в это веришь? Интересный расклад у вас получается. Ты ему никто, но ключи от дома он тебе дарит. Ой, знаешь, вот это вот точно ничего не значит. Может, ему удобно, чтобы в одном лице у него была и любовница, и кухарка. Ключи это еще не предложение руки и сердца. Вон у нашей экономки Анны Николаевны ключи тоже есть, Вера. Вера, я правда устала. Я запуталась. Я хочу просто тихо, мирно пожить. Ну, с ребенком тихо, мирно вряд ли получится. Тем более, Ксюша встречается с сыном Михаила. Ты от зятя будешь живот скрывать? Да. От Леши не получится. Ну, слушай, может, у них это не серьезно. Ну, повстречаются, разбегутся. Знаю нашу Ксюшу, сомневаюсь. Тем более, это ее первый парень, и она бы не встречалась без любви. Да. Чувствую, будет весело. Вера, умоляю, останься сегодня у нас ночевать, прошу тебя. Иначе Миша придет со мной сегодня разговаривать. Чего только не сделаешь ради любимой подруги. Кстати, подруга, а сколько у вас домработницы получают? Если больше, чем зав. аптека, я готова рассмотреть вакансию. Давно мечтала во дворце потусоваться. Тем более, после моей двушки, где нас пятеро вместе со свекровью. Это же просто вау. Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь от Лешки? Да что непонятного-то? Я хочу, чтобы он меня любил и всегда был со мной рядом. То есть, ты действительно считаешь, что после того, что ты ему сейчас наговорила, он тебя будет любить? Это тебя не касается. И вообще, зачем ты подслушивал? Ты сама очень громко говорила. Неужели тебе так сложно его понять, скажи? Чего тут понимать? Он парень, я красивая девушка. Все, что ему нужно, просто раскрыть глаза пошире. Окей. Давай применим твою логику. Хочешь? Вот я тоже красивый парень. А что ты сделаешь, если я скажу тебе, что я люблю тебя? Я хочу, чтобы ты любила меня и всегда была со мной. А если ты этого не сделаешь, я сейчас возьму и из этого окна выброшусь. Ты меня? Кирь, не неси чушь. Мы просто друзья с детства. Я тебя никогда под таким углом не рассматривала. Вот правильно. Вот правильно. И Лешка тебя под таким углом тоже никогда не рассматривала. Сечешь? Кристина, ты дома? Что? Реально ушла, а? Ну и правильно, крысы всегда бегут с корабля. Я бы тоже сбежал. За некуда. Кука, ты вообще на время смотрел? О, чего тебя? Нет, ты такой интересный. Вообще-то она напала на меня. Мне нужно было ее как-то осадить. Ты предпочел, чтобы она меня с лестницы спустила? Слушай, я тебе говорю, это Даша просто стукнутая на всю голову. Ах, хотя ты и сам знаешь. Ой, все, хватит. Нет, я не вернусь. Не-не-не, а вдруг тебе с обыском нагрянута, оно мне надо? Нет, слушай, да я вообще не хочу общаться с таким неудачником, как ты. Не-не-не, провалить такое элементарное дело. Слушай, вот как будешь на плаву, тогда и звони. Au revoir. Сам Лозер из меня такое же сделать хочет. Помочки. Люди, помогите, убейте кто-то эту тварь, а? Улыбал. Мать твою. Не жизнь, а квест какой-то. Нужно подумать, что ты сама удача. Правильно говорят. Все беды от вас, от женщин. Все. Все бросаю пить. Да, Коля, так низко ты еще не опускался. Э, слышишь, красотка, просыпайся, приехали. Как тебя там? Слушай, я не совсем помню, что вчера было с тобой, слышишь? Как тебя зовут-то? Слушай, заткнись. Заткнись, слышишь? Заткнись. Идиот, идиот. Дамочка, как вы, Вера, Вера, Ален, Ален, ты меня слышишь, Ален? Я, я, я вчера, я перепил, я нечаянно, я не хотел, ты слышишь? Я же вроде тебя не очень сильно, ты, господи, господи, господи. Да очнись же ты, очнись, очнись, слышишь? Я не хочу в тюрьму, я не хочу, нет, 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 нет. Ленка, я тебе завидую белой завистью. Это же не кухня, это мечта любой хозяйки. Она по размеру больше, чем вся моя квартира. Да, красиво буржуем жить не запретишь. Лен, ты как? Тошнота прошла? Лимон мне в помощь. Так, всем доброе утро. Вера, как спалось? Доброе. Прекрасно. Доброе утро. У тебя такой большой дом, столько комнат. Как вы тут не теряетесь? Надо почаще приезжать, тогда быстро все изучишь. А я и приеду. Правильно. Маме собираешь? Да. Сама хочу ей сегодня отвезти. Если она меня видеть не хочет, я так не могу. Леша с Ксюшей вчера у нее были, сказали, что она неважно выглядит. Хотели ее в больницу отвезти, но она отказалась. И потом у Анны Николаевны сегодня выходной. Тебя подвезли? Нет, не надо, меня Вера довезет. А, ну тогда ладно. Так, я на совещание опаздываю. В следующий раз мне такую же организуй, я на работе прикушу. Миш, ну в следующий раз, мы сегодня... Амар... Она приготовит. Готовит. Да. Спасибо, было очень вкусно. Это я с собой возьму. Да, Лен, ты на понедельник ничего не планируешь. Надо в завт заехать заявление подать. А то мелкие нас опередят, непорядок. Миш. Пока. Вот это я понимаю, настоящий мужчина. Нет, ну что мне с ним делать, а? Что делать? Замуж выходить. Что-то мне подсказывает, что Михаил даже обрадуется, что скоро станет папой. Она беременна. Она беременна. Это конец. Поздравляю. Ты теперь будешь год целый учиться работать с границей. Я в пролете, да. Наверное, карма, карма. Стой, 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 подожди. Это, наверное, какая-то ошибка. Почему там есть я, а тебя нет? У тебя же даже баллы выше, и меня полгода не было. Из-за семейных проблем. Так, мы с тобой сейчас идем в ректорат и просто все узнаем. Пойдем. Все, успокойся. Мы не знаем, каким образом они отбирали. Видимо, мы с тобой теперь в разных лигах. Ты благодаря дяде Мишу в высшей лиге оказалась. И я, как была неудачницей, так и осталась. Так что, видимо, мы реально все решают связи в этом мире. Лид, подожди, куда ты пошла? Лид, какая лига? Какой дядя Миша? Он никакого отношения не имеет. Спасибо, что приняла вахту. Юлька еще спит. Ты уверена, что это поможет? По-моему, после этого Юлька впадет еще в большую депрессию, только теперь уже из-за лишнего веса. Лучше проблемы с лишним весом решает, чем с парнем. Ей получше. Ой, не уверен. Сначала мне казалось, что Испуг сделала свое дело, и она оставит Лешку в покое, но теперь, кажется, я ошибся. Это Ксюша действует на нее, как красная тряпка на быка. А ты чего? Ты же не ешь сладкое. А может, у меня тоже депрессия назревает. А по поводу этой Ксюши ты не переживай. Я уже все уладила, избавилась от нее. Что значит избавилась? Ты же ей ничего не сделала. Ксюша хорошая девушка. Да, я понимаю. Ты меня что, в киллеры записал, да? Ну, ты же сама сказала избавилась. Ксюша, это образное выражение Сём. Я ей просто устроила на год за границу стажировку, и все. Она мне еще благодарна будет. С ректором все уладила. Не зря же и спецкурс в их университете считаю. Да, время и расстояние, братик. Они не такие крепкие отношения рушили. По себе знаю. Так, в общем, у нашей Юльки будет год, чтобы она могла завоевать Алексея. Не справится? Ну уж извините, здесь я ничем не смогу помочь. Такая ты все-таки молодец. И проблему решила, и никого не обидела. Только мои личные проблемы как-то не очень быстро разруливаются. От кого бы я и хотела на год в Лондон, точно не отправишь. Я сейчас не понял, о чем ты говоришь. Потом расскажешь, хорошо? Я на работу опаздываю. Если что, звоните. Да, да. Да, да. Победил, думаешь? Что я для тебя? Мусор? А ты ошибаешься. Если ты думаешь, что я так это все оставлю. Если падать на дно, то только с тобой. Уже терять нечего. Совсем нечего. Рит, открой! Рит! Да иду я, иду! Что так ломится-то? Рит, я прошу, беда, открой, открой. Что тебе надо? Открой, я прошу тебя, беда. Вали отсюда! Господи, я сейчас дверь выломаю. Ты слышишь меня? Я соседи на уши поставлю. Открой! Здрасте, Евгений. Здрасте. Здрасте. Что случилось? Я, кажется, проститутку убил. Что? Тебя дома точно не потеряют? У меня сегодня законное выходное, что хочу, то и делаю. Мне тоже иногда свобода нужна. Так, конечно, к матери каждый день не намотаешься. Случай, что тебе почти час до нее добираться. Не думала мать к себе забрать? Думала. Но она же без Риты не поедет, а Риту сюда пускать нельзя. Однозначно нельзя. Ей же дай палец, она руку откусит. Зарешила насчет Михаила? Даже не думаю, соглашайся. Если он меня предаст так же, как Николай. Если бы, да кабы. Подруга, ну подумай об этом с другой стороны. Что, если он навсегда исчезнет из своей жизни? Если бы не станет, разве тебе будет лучше от этого? Ты будешь счастлива? Что значит не станет? Переплюнь. С каких этапов мы стали такими суеверными? Поехали. Соберись, тряпка. Ничего всегда должен терять все, только ты. Они тебя и за друга не считали. Просто нужны были деньги твоего отца. И пока он им помогал, они тебя терпели. Как только не стало. Давай, Егор. Давай. Ты смотришь. Егор? Рит, я даже не понял, как это получилось. Я перепил, она померещилась мне. Я ее там, я ее даже не ударил. Я ее толкнул, она сама как-то, я не понял. Ты сюда зачем приперся, зачем меня подставлять, мне своих проблем хватает. А куда мне идти? У меня из родственников только не... Как это рать? Чего? Рит, помоги, Рит. Тело-то куда сделано? До сих пор в машине лежит? Нет, нет, нет. Я как понял, что уже не помочь. Из-за город вывез и в канаву бросил. Господи, даже по-человечески не похоронил. Господи, это Ленка во всем виновата. Она меня оставила. Здесь тебе нужна моя сестра, зачем ты ко мне приперся? Ну, у тебя ведь уже опыт есть. Ты уже сидела? Аргумент. Правильно, сидела. И смог бы за тебя сяду, как соучатница. Мне только этой мокрухи не хватало. Хорошо, хорошо, подожди, тихо. Ну, а что теперь делать-то, делать чего? Надо валить куда-то из города. А куда я поеду? Слушай, это твоя уже забота. Я не знаю, в какой-нибудь глушь, кому-нибудь на дачу. Где тебя точно искать не будут? Здесь же будут искать первым делом. Да, отсюда. Что это? Мне к матери надо. Давай, вали от тебя. Хорошо, я позвоню вам, когда вас учусь. Да, не спорди за него. Отченька. Ну, успокойся, Маргарита. Ты все делаешь правильно. Ты на самом деле заботишься о маме. Ей тяжело жить в таком состоянии. Она не молодеет, да рано или поздно, все равно уходить. Да, все нормально. Пойду чайник поставлю. Дружище, утешь меня. Скажи, что ты пошутил или обознался. Не обознался, да? Он что, совсем с ума сошел? Очень может быть. Слушай, такими вещами не шутят. Может быть, он просто хотел тебя припугнуть? Да он в последний момент вывернул. И самое поганое, мне показалось, что он был в сельку пьян. Вот точно перепутал. Чтобы Егор пьяным за руль сел. У меня дальнозорка, если занимается, о чем? Думаешь, я бы Егора не узнал? У меня плохое предчувствие на его счеточек. Зачем ему эту кашу заваривать? Все же хорошо было, нет? Решил от нас отпочковаться. Знаешь, что, вот раз сам решил, пусть сам и расхлебывает. Главное, чтобы он на бис не захотел еще раз тебя переехать. Не думаю. Кажется, ему этого ралли хватило. Господи, прости, прости. Как дурак, а? Я же мог. Все, Ова, ну нафига тебе эту дачу, скажи мне, а? Хочешь, я тебе новую куплю? Я устал. Че ты ржешь? Из меня маляр никакой. Что рисует Пикассо, знаешь, сколько лет этой дачи? Это раритет. Ну, это 100 лет побед. Гоша, есть вещи, которые нельзя купить за деньги, так что не бухти. А у тебя неплохо получается. У тебя есть адапты, гастарбайтеры. Все, у меня достань. Эй, 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 эй. Эй, 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 эй. Я прав был, Мишка. Прав был, Миша. Есть вещи, которые за деньги не купишь. Стажировка на целый год. Да. Честно, я сама не ожидала. Но... Так вот получилось. Я, конечно, хотела, но... А я тебя поздравляю. Это большой прорыв. Уверен, тебе понравится в Лондоне. Там скучать точно не придется. Помню, когда мы там учились, мы так зажигали. А хотя с чем это я? Тебе же придется сосредоточиться на стажировке. Никаких вечеринок. А Лида уже знает. Наверное, она рада тебя. Лида? Ну, не думаю. Ну, любая бы на ее месте расстроилась. Вы просто не представляете, как она мечтала об этой стажировке. А отправили меня. Получилось как-то все нечестно. Понятно, почему она такая загруженная в последнее время. А ты не знаешь, где она? Мне с ней надо срочно поговорить. Она вроде была в столовой. Ага. Спасибо. Так, Леш, мне кажется, Илья... Лично я бы поставил на Илья. Да ладно. Валера и Лина, серьезно? Жизнь непредсказуемая штука. Ты дома? Работу так и не нашла. Давай без нотации. Ты чего здесь забыла? Вообще-то это и мой дом тоже. Когда я хочу, тогда я прихожу. Я к маме. Она не хочет тебя видеть, а она сама ответит, сказала. Зачем лишний раз ее расстраивать? Ты ее бросила. Вот и иди дальше гуляй. Не надо лишний раз ей давление поднимать. Когда же ты стала такой заботливой? Отойди. Я хочу видеть маму. Я не отойду. С ней что-то не так? Что за глупости? С мамой полный порядок. Да отойди от двери. Отойди я. Мама. Мамочка, ты меня слышишь? Почему она в таком состоянии? По-другому это нормально? Скорую вызывай. Сейчас, сейчас. Мамочка, будет легче. Я не вернусь, теряк. Мама, ты идиотка. Сейчас, сейчас, мам. Сейчас. Мамочка, держи. Коза. Надо же было сейчас предпереться. Если они найдут яд, то нет. В тюрьму больше не хочу. Все было очень вкусно. Благодарю. Чаевые по QR-коду? Если не затруднит. Конечно. К сожалению, ваша оплата не проходит. Этого не может быть. Тогда должна быть какая-то ошибка. На карте точно есть деньги. Попробуйте еще раз. Отказ со стороны банка. Ваша карта заблокирована. Может, у вас есть другая карта? Или рассчитаетесь с наличными? Конечно. Егор. Вот подлец. Ваша карта оформлена на его фирму. Да, конечно, наличные подойдут. Безусловно. Спасибо. Спасибо. Ну, Гога, ну подлец. И я тебе этого так не прощу. Смотри, это же он. Можно? Да, валяй. Чего? Скучаешь в гордом одиночестве? Да так. Депрессию же, да. Ну, тогда лучше эти. Ты сказал, что они тебе нравятся. Я не знал, какие имя, но поэтому взял все. Спасибо. Мне никто никогда столько вкусного не покупал. Ты из-за стажировки такая? Моцарт, я себя разочаровала. В плане учебы? В плане дружбы. Я никогда не думала, что я могу быть завистливой стервой. Ты? Ну, не наговаривай на себя. А так и есть. Мы с Ксюшей столько лет дружим вместе. Она всегда меня выручает, всегда страхует. Она была рядом, даже когда была вообще не в моготу. От папки пьяного прятала, деньги давала, когда у самой вообще ничего не было. А я завистливая курица. Перестаем реветь. Не ревем, а то ты мой и меньше портишь. Какой еще меньше? Ну, скажут еще, что я свою девушку до слездаю. Я не твоя девушка. Они-то этого не знают. И не переживай-то так насчет Ксюхи. Она, ты знаешь, тоже из-за тебя переживает. Поговори с ней. Уверена, она тебя поймет. Хорошо, я поговорю. А что ты со мной возишься? Ты же как бы с Ксюхой общаешься. Целый год, это так долго. А может, ну, я эту стажировку, а? У меня и в семье проблемы, и маму одну составлять не хочу. Ну, у твоей мамы есть мой папа. А что касается стажировки, ты езжай, но я поеду с тобой. Что? Ты думала, я тебя одну куда-то на год отпущу? Нет, конечно. А что? А подожди, стой, а как же твои жизненные планы? Мои жизненные планы никуда не денутся. Работать я могу из любой точки планеты, был бы интернет. А в остальном... Квартира в Лондоне у меня есть, там жить и будем. Но сначала распишемся, а то бабушку удар хватит. Распишемся? И ты об этом так спокойно говоришь? А еще паниковать, что ли? Мы с тобой рано или поздно поженимся, а чего тянусь-то? Подожди, ты сейчас говоришь о свадьбе, но мы с тобой очень мало встречаемся. А ты говоришь сейчас о свадьбе. Ну, не рано ли? А что-то я тебя шесть лет ждал. Ждал? Я в тебя влюбился с первого взгляда, и я уже тогда знал, что будешь моей. Что рано или поздно я тебя найду, и уже никуда не отпущу. Твоя решительность, на нее приглашаю. Подожди. А мама, да, мам, привет. А мы с Лешей в универе, да. Как бабушку госпитализировали? Ты как? Что врачи говорят? Повторный инсульт на фоне отравления. Мама сейчас в интенсивной терапии. Миша, отравление, понимаешь, отравление. Это хорошо еще, что Леша с Ксюшей настояли, чтобы я сегодня к ней поехала и уговорила в больницу лечь. Фью, час, два, и все. Да, все, 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 успокойся. Главное, что все под контролем. Ты успела. Все хорошо. Откуда это отравление взялось? Может, врач что-то не то прописал? Нет, врач здесь ни при чем. Я думаю, это Рита, она уже так делала. Она мужа отравила, точно так же по накопительной давала ему лекарства, чтобы вызвать сердечный приступ. Хотела наследство получить, пока он с ней не развелся. Ты серьезно думаешь, что твоя сестра пыталась убить вашу маму? Она сильно стронна, не ей души не чает. А Рита в себе и в деньгах. Ничего ее не учат. А полиция в курсе? Я понимаю, что она твоя родная сестра, но как-то... Я уже дала показания, не знаю, пускай сами разбираются. Боюсь, что по-другому Риту не остановить. Нет, это хорошо, что ты еще Анну Николаевну к ней отправил. Это же она первую тревогу забила. Она нашла лекарство, которое не было маме прописано. Миш, отравление. Она же наша мама. Я не понимаю, Миш, она мама наша. Это я понимаю, я. Но в ней же она души не чаяла. Мама же ее всегда любила, обожала, холила, лилела. Ну, все-все-все, успокойся, все наладит, все. Правда. А Рита сама где? Я не знаю, сбежала, наверное. Ничего, найдем. Ты чокнутая, как тебе в голову могло прийти мать родную отравить? Ты вообще отмороженная. А что у меня вставалось в делах? Молодарственное, наверное, меня не захотела подписать. Так бы я подпись поделала, и все, что-то крыто. А что мне делать с этой одной треть? Ленка бы сразу меня вышвырнула после похорон матери. Куда бы я пошла? Да, Ленка, тебя не бросала, пока ты в тюрьме сидела все эти годы. Она тебе передачки носила. Что ты взяла, что она тебя часто бросила бы? Какое-нибудь жилье тебе организовала бы? Не, не надо какой-нибудь. Мне нужна нормальная квартира, без этих там всяких приживалок, типа твоей Лены. Куля, ты чего ты меня отсуждаешь-то? Сам бабу грохнул, а теперь вот так на меня смотришь, я никого не убивала. Это в этот раз, потому что Ленка вовремя подоспела. И не надо вот это вот. У нас с тобой разные ситуации, ты не сравнивай. Ты знала, что ты делала, а я был в состоянии аффекта. Да? А труп ты прятал тоже в состоянии аффекта? Все. Колька, если ты сразу в полицию не позвонил, все. Пойдешь по статье предумышленной. Прощай свободно долгие годы. Снар, вернешься уже стариком, но если вообще вернешься, то все. Лена, ты Ленка во всем виновата. Уж ты все рухнула. Если бы она была рядом, ничего бы этого не случилось. Я знаю, что мне надо делать. Я должен вернуть ее. Ведь она моя жена и обязана быть рядом со мной. Крепко идешь, Мань. Интересно, как ты собираешься ее возвращать? Ни одна нормальная баба после богатого мужика к тебе не вернется, Коля. Сама не захочет, силой заставлю. Сможешь узнать, в какую больницу тещу увезли. Ой, Маша, тебе было бы за меня сейчас очень больно. Знаешь, я ведь пытался доказать им, что я что-то могу. Чего-то стоя без отца. Но они, видимо, были правы с самого начала. Я неудачник, ничтожество. Еще ты меня оставил. Какой мне смысл здесь быть без тебя? Ну, скажи. Это ты? Ты сделал? Ты хоть понимаешь, что меня опозорил перед всеми в ресторане? Из-за тебя я даже не смогла и расплатиться. Кристина, это моя карта. Да какая разница? Была-то она у меня. Я всегда и по мелочам рассчитывалась, и теперь она заблокирована. Я требую компенсации. Шутка дня. Кристина, да когда до тебя дойдет, что я банкрот? Все мои счета арестованы. И это будет чудо, если я делаю с условным сроком, а не сяду. Да мне плевать, сядешь ты или нет. Мне деньги нужны. Иди отсюда. К своему бывшему. Если тебе деньги нужны, так у него и проси. В конце концов, это он виноват. Он сорвал нам тендер. Ты думаешь, ты можешь вот так вот просто взять и выгнать меня? Нет. Последнее слово все равно за мной будет. Ну, конечно. Говори. Я весь во внимании. А ты знаешь, что ты полный дурак? Если ты опять про тендер, то в эту лужу мы сели с тобой вместе. Нет. Дело не в тендере, а в тебе. Помнишь, два года назад я с пьяну рассказала тебе один маленький секретик про твоих лучших друзей. секретик, который и разрушил весь ваш карточный дом дружбы. Так вот, я соврала. Кто? Твой отец никогда не платил Мишке и Семену за дружбу с тобой. Никогда вы маленькими были, никогда вы выросли, никогда. А эти два идиоты считали тебя своим братом. Братом, который с такой легкостью их предал. Что? Что ты смотришь на меня? Больно? Вот и чудно. Прекрасно. Это ж каким надо было быть неуверенным в себе? Идиотом, чтобы поверить в этот абсурд, который я выдумала? Нет, это, ты сейчас врешь. Ты пьяна тогда была, ты, ты, тебя вырвало случайно. Я тебя умоляю, я была трезва, как стеклышко. А знаешь, зачем я это сделала? Чтобы отомстить твоей любимой женушке за ее длинный язык. Если бы тогда твоя Машка не напела мне про измену Мишке Семену, я бы никогда не пошла налево. Я бы не изменила Мише. И потом же, она же, эта стерва, все ей рассказала брату. Она всегда была сплетницей. Ты считаешь, это было честно? Нет! Она разрушила всю мою жизнь. Пошла вон. Вон пошла отсюда! Счастливо оставаться, Гокер. В своем оту. Почему я послушал? Что я наделал, а? Чему я послушал? Вот, выпей. С травами, я еще туда мед положила. Чете, а ты всегда получаешь то, чего ты хочешь? Почти. Но иногда бывают такие ситуации, что лучше отступить. Цель не всегда оправдывает средства. Я жалею, что не дала тогда шанс грестному. Скорее уж жалею, что он не дал мне шанс. Я слишком поздно спохватилась. Почему поздно? Он же не женат. Поверить-то ненадолго. И ты так просто сдашься? Я и так по своей вине потеряла его любовь. Я не хочу потерять и дружбу. Она мне слишком дорога. То есть, если бы ты проявила инициативу, или раньше спохватилась, то все могло бы быть по-другому? Скорее всего, да. Но это уже не актуально. Ложка, как говорится, хороша к обеду. А чай надо пить. Горячим. Так что давай, пей. А то остынет. Нет, я так не хочу. Я не хочу потом жалеть. Не переживай, все хорошо будет. Она под присмотром лошек врачей. Какая я дура, Леша. Надо было вчера бабушку в больницу везти, как ты говорил. Почему я тебя не послушала? Потому что я не врач. Вот они. Псю, ты прости меня, пожалуйста. Я вообще не знаю, что ты на меня нашла. Я дура. Дура. Леша, все нормально, все. Проехали. Как? Как бабушка? Плохо, но хотя бы жива. Хорошо, что мама вовремя к ней приехала. Леша, слушай, может, если что, помочь надо у меня отец главврачом? Да, я не переживаю, Моцарт, у меня батя договорил все обо всем. Да как, где тетя Лена? Она сейчас у бабушки, только ее просто пустили туда. А скажите, я один не понял вот эту историю с отравлением? Мама Иоанна Николаевна считает, что все это построила тетя Рита. Вот стерба. Лен, профессор сказал, что сразу после симфонии мы приедем ее посмотреть. Хорошо. Ты же ума как? Выглядишь не очень. Нервы. Не обращай внимания. Слушай, с тобой врач хотел поговорить. Ну, ты иди, я тут посижу по коровлю. Спасибо, Миша. Давай. Здравствуйте. Извините. А вы кто, доктор? Нет, нет, я не доктор. Мы с вами виделись уже, просто вы не помните. Я ваш зять. Муж Лены. Меня зовут Михаил. Приятно с вами познакомиться, Зина Илья Петровна. Как вы себя чувствуете? Жива. А где Лена? А Риточка? Лена пошла поговорить с врачом, сейчас вернется. А вот Рита, похоже, сбежала. Наверное, так лучше. Вы знали? Что? Что она вас травит? Почему не остановили? Позвонили хотя бы Ксюшу. Вот приехали, забрали вас. Зачем нужно было доводить до такого? Вам этого не понять. Вы не мать. Да, я не мать. Житой и отец. Мне взрослый шин. Если бы он вытворил хотя бы десятую часть того, что провернула Рита. Да, простите, вам нельзя волноваться. Мне просто Ленку жаль. Уже вся издрелась. Лена сильная, она выдержит. А вот Риточка. Сильная? Если бы вы узнали, при каких обстоятельствах мы все познакомились. В ту ночь, когда она ушла из дома. Я ее силой с моста снял. Как с моста? Твой отец никогда не платил Мишке и Семену за дружбу с тобой. Вы же знаете, что все зависит от нас самих. Только можно и дальше делать новые ошибки. Можно набраться мужества, остановиться и не сделать еще хуже. Вот дурак. Она же пыталась меня отговорить. Предупредить, чтобы я не участвовал в аукционе. Почему я ее не услышал? Мамочка. Я была у доктора, он сказал, что все будет хорошо. Прости меня, доченька. Я думала, ты сильная, выдержишь. А ты? Ты о чем? Так. Не про что. Скажи, что там с Виточкой? Где она, что с ней? Я не знаю. Миша сказал, что ты знаешь, что она сделала. Только не говори, что сейчас ты будешь ее защищать. Она мой ребенок. Запутавшийся. Постоянно ошибающийся. Ну, мой. Понимаешь? Ну, поставь себя на мое место. А если бы речь шла не о Рите, а о Ксюше? Если бы твой ребенок у тебя на глазах по своей дурости падал в пропасть, а ты ничего не могла бы сделать. Доченька, ты не представляешь, как это страшно. Мам, я бы постаралась ее остановить. Даже если бы мне пришлось сделать ей больно. Иначе она снова и снова бы возвращалась на этот обрыв. А я не могу. Я не такая сильная, как ты. Доченька, я тебя умоляю, помоги Реточке. Спаси ее. Ты же старшая сестра, ты обязана ее защищать. Прости. Все эти годы я делала все только, что возможно было делать. Я с ней разговаривала, я ее слушала, я ее умоляла, я ей кричала, я ее защищала. Мам, ну сколько можно? Она же слушает только себя и делает только то, что она хочет. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Васильев. Зинаида Петровна, мне надо задать вам несколько вопросов, касаемо вашей дочери Маргариты. Я Елена, старшая дочь. Очень приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Какие вопросы? Скажите, пожалуйста, ваша дочь подсыпала вам что-нибудь в еду? Или, может, вы видели какие-то странности в ее поведении? Нет, не замечала. Если вы намекаете на отравление, то я сама. Я сама несколько дней принимала не те лекарства. По своей дурости перепутала. Вот так бывает. Мам, понятно. Простите. Простите. Да, Игорь Вадимович, я вас слушаю. Лена, простите, что я звоню вам. У меня один только важный вопрос. Скажите, я правильно вас понял, что при последнем нашем разговоре вы пытались предупредить меня, отговорить, чтобы я не участвовал в аукционе. Да, именно это я пыталась сделать, но вы меня не услышали. Простите, что я вас беспокою, но мы могли бы встретиться, поговорить. Для меня это очень важно. Речь пойдет не о тендере, а о Михаиле. Я правильно понял, что вы вместе. Лена, для меня это очень важно. Хорошо, давайте встретимся. Я в четвертой больнице. Что случилось? Со мной все в порядке. У меня сейчас у мамы проблемы со здоровьем. Хорошо, Лена. Спасибо вам большое за понимание. Я подъеду прямо сейчас. До встречи. Ну что, Егор, пришло время платить за ошибки. Так а почему ты тут готовишь? В таком огромном доме наверняка есть повариха. А я нервы успокаиваю так, чтобы лишним не думать. Знаешь, у меня до сих пор в голове не укладывается, как тетя Рита могла так поступить. Я ведь даже бабушка ее поддержала. Да, с этим явно перегиб вышел. Привет, девчата, есть что-нибудь вкусненькое? Так, еще ничего не готово. Иди давай. Если что, мы с Валерой у меня в комнате. Ксю, я даже не думала, что Агапа потенциальный подкаблучник. Знаешь что? А Валера недалеко от него ушел. И я сейчас не про себя говорю. А про кого? Ой, только не говори, что ты не заметила, как Валера на тебя смотрит. Ксю, давай будем объективными. Я не в его вкусе. Ты видела его бывшую Настю? Там фактура, а я... Не надо решать ничего за Валеру. Парень, он не слепой, не глупый, знает, чего хочет и что делает. Ксения, к вам там пришли. Ожидаются в гостиной. Спасибо. Ну, я с тобой. Давай. А я вижу, ты тут хорошо освоилась. Ты что-то хотела? Да. Я бы хотела, чтобы ты навсегда исчезла из жизни Лешеньки. Это мой тебе дружеский совет. Все равно он рано или поздно поступит с тобой, как со своей бывшей. Ты не знаешь эту душераздирающую историю? Я тебе сейчас расскажу. Так, это все документы по тендеру, больше ничего подписывать не надо? Нет, остальное оформлено. Замечательно. Пардон. Ничего страшного? Миха, тут такие дела разворачиваются. Что там еще? Ленкиного бывшего в розыск объявили. Да ладно, за что? Проститутку избил. Мало того, он ее в бессознательном состоянии в канаву бросил. Несколько часов назад нашли. Чудом жива осталась. Походу, он совсем с катушек съехал. Я бы на твоем месте... Так, представь охрану линии Ксюши немедленно. Я не хочу рисковать. Мало ли, что ему в голову сбредет. Никогда этого не понимал. Я когда в ментовке работал, у нас любимая доля криминала приходилась на семейные разборки. Женится же вроде по любви. А финал всегда полный трэш. Куда я этот номер делал, м? Почему она опять трубку не берет? Спасибо, что согласились с вами встретиться. Немного странная ситуация, да? Да. О чем вы хотели поговорить? Прежде всего, хотел попросить у вас прощения. Если вы знали, все с самого начала, должны понимать, что я не самый лучший человек в мире. Это вы простите меня, что вы гола. Простите, но... У меня так сложились обстоятельства, я не хотела долго объяснять, хотя... Вы знаете, когда тогда в лифте мы первый раз с вами встретились, вы мне понравились как человек. Вы меня хотели предупредить, потому что у нас в парке, да? Бедно? Мне очень жаль, что я вас не услышал. Я... Чего звонил? Вы могли бы кое-что передать на хайл? Вы же сами можете с ней поговорить. А я не могу. Мне в глаза и мы с ней не смотрите. Хорошо, я передам. Пожалуйста, скажите ему и Семену, что я виноват. И что мне очень жаль. Два года назад, во время похороны моего отца, я с пьяной послушал Кристины. А она мне такое про них наговорила. И я идиот поверил. Просто мне было очень больно. И обидно, что в этот страшный день их нет со мной рядом. И я повелся на ее слова. Я очень хотел бы исправить свои ошибки и... все вернуть. Но это невозможно. Поэтому... передайте, что мне очень жаль. И простите, что я вас чуть не подставил со взятками. Ну что, Лена? Я все видел. С очередным любовничком перепишется, да? Все, погуляли, хватит. Поехали. Я никуда с тобой не поеду. Поехали, я сказал! Лена! Коля, останови машину. Давай спокойно поговорим. Сейчас приедем, поговорим. Куда ты меня везешь? Домой. Приди в себя, пожалуйста. Нет у нас с тобой общего дома. Конечно, у нас нет больше общего дома, потому что ты предпочитаешь теперь во дворце жить. Но только ты моя жена. Все равно ты моя жена и будешь жить со мной там, где я скажу, поняла? Кому ты там звонишь? Дай телефон. Да, я сказал! Ладно. Не отвечает? Нет, не отвечает. Дай сюда телефон. Отдай! Любовь, ты ему звонишь. Вот от скуха. Ты что? 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 Господи, ты что с тобой? Ты же никогда таким не был. Да, потому что ты меня таким сделала. Ты во всем виновата. Зараза. Господи, да как же вы меня достали-то? Вы достали обвинять меня во всех своих бедах. Это твоя жизнь, а не моя. Я не обязана за тебя отвечать. Ты не ребенок. Ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Да? Ты, не я, не кто-то другой. Ты сам во всем виноват. Сам. Куда ты пошла? Стоять. Подальше от тебя. Видеть тебя больше не могу. Серьезно? Да! К любовничкам с вами пошла. Лен, ты что? Лен. Господи, да что же я творю-то? Не хочу в тюрьму. Не хочу. О, наконец-то. Абонент временно недоступен. Она что, издевается надо мной? Я ей точно охрану приставлю, чтобы всегда была на связи. Ого. Лена? Круче. Наверное, по поводу тендера хочет поговорить. Не до тебя сейчас. Подожди, ответь. Если ты по поводу тендера хочешь поговорить, то... Как это? Я не понял, как увез? А ты что, стоял, смотрел что ли? Все, все, все. Я понял, понял. Давай. Что там? Николай и Лену увез. Егор видел, как он ее силой в машину запихивал. А добежать помочь не успел, спринтер хренов. Я ему говорил, спортом занимайся, а не по выставкам своим. Ходи, эстет не доделан. Он в полицию общил? Да. Поехали. С вашими спринтерами хреновыми. Помнишь, год назад, Лешенька встречался с... Да хоть с папой римским. Мне без разницы, с кем он встречался до меня. Главное, что происходит сейчас. Поэтому оставь свои сплетни при себе. А ты наивнее, чем я думала. Да он наиграет, с тобой выбросит. И останешься ты у разбитого корыта. Ксюшенька, мне тебя так жаль. Так пожалей лучше себя, курица мокрая. А это кто у нас здесь? Отличница, которая не получила желанную стажировку. Каково это, проигрывать более слабому сопернику? У нее и баллы ниже, а в Европу едет все равно. Но она... Ты думаешь, что пока ты там будешь мотаться по своим заграницам, Лешенька будет тебя ждать? Да он тебе мигом замену найдет. А ты знаешь, что я сказала? Что? Что он поедет со мной. Врешь. Нет, не поедет. А как ты заставишь его не поехать? Как? А я попрошу тетя симу, чтобы она стажировку отменила. А вы не знали, что она дружит с ректором? Или ты реально думала, что ты получила заслуженно свою стажировку? Господи, Ксюша, какая ты наивная! Нет, это наивная ты. Раз думаешь, что стажировка для меня важнее Алексея. Да я сама не поеду. Никуда. Меньше проблем будет. Юль, может, уже хватит? Да, Лешенька, ты прав, хватит. Хватит унижаться и жить на этом свете. Господи, ты опять намекаешь, что хочешь покончить с собой? Класс. Мне нравится твоя идея. Стой здесь, я помогу. А ну-ка. Она же убивать в этом себе. Я очень на это надеюсь. Нашла почти все. Начнем? Что начнем? Как что? Убивать тебя. Ну, ты же хотела покончить с собой. Смотри, есть выбор. Можем тебя повесить. Есть веревка, мыло. Ароматное такое. Ты сможешь подкинуть веревку туда, на люстру, а? А, ну... Ты спортсмен, ну... Чисто теоретически, да, да. Может, можешь? Леш, ты сейчас понимаешь, что ты говоришь? Ты же мой друг детства, как ты можешь так со мной? Второй вариант. Ты можешь отродиться. Смотри, столько таблеток. Класс. Ты накидаешься, и тебя не откачают. Только подожди. Ты макияж нанеси, хорошо? Пудры, пудры, больше пудры. Зачем? Да чтобы тебя не испугались в морге, потому что у них же все глаза выкатываются, они такие все опухшие, лица лязык выкладываются. Под эти белье, белье на тебе вверх, и не с одного комплекта, потому что там же раздевают докола, будь не ловит. Черт, ну-то я! Вы все тут, п***ли, заодно! Ребята, сейчас... Браво, Лида, браво! После такого шоу я бы лично в петлю не полез. Лида, а ты палку не перегнула? Как по мне, самое то. Пускай она на ситуацию со стороны посмотрит. Может, что-то изменится, и она придет в себя. Юль, подожди! Что, Юль? Жалею, что я не повесила, что не устроила вам шоу-то! Глупости не говори, Юль! Тебя Лида разыграла. Она хотела, чтобы ты на ситуацию со стороны посмотрела. Юлька, ты же адекватная девчонка. Что с тобой происходит? Да происходит то, что я люблю тебя. Ты даже этого не замечаешь. Ты зациклился, нахер! Да не любишь ты меня! Ты с детства привыкла получать все, что хочешь. У тебя это не любовь, у тебя это дело принципа! Юля, я тебя прошу, остановись, пожалуйста. Не все, что мы хотим, приносит нам счастье. Леша, скажи, пожалуйста, неужели я не заслуживаю любви? Заслуживаешь, Юля, заслуживаешь. Я тебя люблю, но как друг. Я этого мало. Извини, это все, что я тебе могу предложить. Господи, да я никому не нужна! Нужна. Если бы ты не была так на мне зациклена, ты бы увидела, что рядом с тобой есть человек, который тебя по-настоящему любит. Со всеми твоими закидонами и тараканами. Любит? Я уже отправил наших ребят на поиски, но Николай пропал. Дома не появлялся, с работы уволился. Надеюсь, у нее хватит ума, а не навредить Лене. Кто знает, по-моему, мужика совсем пришуставал. Все, прости, глупость брякнул. Привет. Сто лет в обед. Ты покажение дал? Да, это точно был ее бывший муж, а я с ним недавно пересекался. Они очень далеко были. Я бы не успел добежать. Вот вы где, Лену нашли? Пока нет, но в розыске уже объявили. Я с соседями поговорила. Коля недавно после скандала из квартиры ушел, где живет, неизвестно. До этого у Стаса на сервисе работал. Там еще мой муж машину ремонтирует. Это на перекрестке, недалеко от их дома. Там Жора работает, друг его. Вот он должен знать, где я, Николай. Спасибо, Вера. Надо туда ехать. Можно я с вами? Я помочь хочу. Сами разберемся. Колька совсем рихнулся, страх потерял. Даже боюсь себе представить, что может быть. Он же никогда себя так не вел. Никогда. Он никогда на нее руки не поднял. Сколько лет с ней прожил. Даже представить боюсь, что будет, если он узнает о ее беременности. Какую еще беременность? А Лена тебе ничего еще не рассказала? Язык бы меня отрезать. Коля. Коля. Коля! Коля, выпусти меня. Коля! Коля! Коля, выпусти меня! Коля! Помогите! А что, ты уже решил, что будешь с ней делать? Че не касается. Ну, я смотрю, запал-то остыл, да? Ах, приволоку я сюда и теперь не знаю, что с ней делать. А ты ее отпусти. Пусть она бежит назад к самому богатому любовничку. Пускать я ее не собираюсь. Она моя жена и обязана быть со мной. Так тебя устраивает? Вполне. Мужики, ну, говорю же, я два дня как не виделся и не общался с ним после того, как он уволился. А где он живет? А я откуда знаю? Он передо мной не отчитывается. Вы понимаете, что речь идет о похищении человека? Какое похищение? Какого человека? Ну, поругался мужик с бабой. Поехали бы я снять отношения. С кем не бывает. Она не его баба, они официально разведены. Лена не хотела садиться к нему в машину. Но есть свидетель, который видел, как твой друг ее похищал. А вот это уже уголовное дело. Полиция объявила твоего дружка в розыск. Или лучше сказать подельника. Ты что, к соучастникам по уголовке пойдешь? Да вы что, мужики, я и богу не знаю. Ну, говорил, вроде где-то у кого-то на даче живет, но я не знаю. Надо в пригороде искать. Пригород-то не маленький. Вдвоем мы не справимся. Мальчик же их подключим, я Алешке позвоню. Давай. Я сразу сказал, гнилой тип этот Миронов. Станислав Зайцев, хозяин сервиса. Вы мне телефончик оставьте. Если объявится здесь, я сразу сообщу. Спасибо за сотрудничество. Давайте я запишу. Мужики, давай что, с ума посходили все, что ли? Они же 20 лет вместе прожили. Двоих детей на ноги подняли. Неужели вы думаете, что Колька Ленке может вред какой-то причинить? Вы не знаете криминальной статистики. Каждый день совершается огромное количество преступлений на бытовой почве. Как раз после кучи лет совместной жизни. Спасибо, что напомнил. Ты лучше Симе позвоню. Она журналистка, у нее хорошие связи в полиции. Пусть возьмут дело под особый контроль. Сделаем. Идем. Что отец, что дочь. Вы где тусите? Мы же так выводимся пообедем вместе. Тетя Сим. Так, племяш, что с тобой? Все хорошо. Точно? Все очень хорошо. Не пьяная вроде. Так. О, Сема, только ты мне сейчас не рассказывай, что ты опаздываешь на... Что? Подожди, точно? А, на почте нет, я еще не проверяла. А там обоих фото? Так, значит, я сейчас... Так, позвоню Максиму Леонидовичу, но он не должен в помощи отказать. Столько лет сотрудничаем. В общем, ну, чтобы под особый контроль там взял патруля. В общем, ну ладно, в общем, не переживай. Да, обоих даст, найдется. Угу. Да, да. Пока. Буду рот. Выходи замуж после этого. Максим Леонидович, добрый день. Да, извините, пожалуйста, это я. Извините, что беспокоен. В общем, в семье моего друга произошла... Там, беда. Мне нужна срочно ваша поддержка и помощь. Так, смотри, разделяемся. Мы с тобой берем вот эти вот отказачные участки. Дядя Семена с отцом, те, что западные. Если кто-то их находит, сразу звоним и ставим. Понял? Да, дядя Вань. Если что-то узнаете, пожалуйста, сообщите, хорошо? Если что, если что, позвоните, хорошо? До свидания. Так, ребят, вы чего? Мы с вами. Я думаю, вам лучше пока дома остаться. Если тетя Лена вернется... Если мама вернется, она обязательно позвонит. Леш, я правда с ума сойду, если здесь останусь. Я с Моцартом. Вы сами говорили, что он россиян за рулем, да? Значит, надо кто-то, чтобы его контролировал. Все, что стоим? Может, рабыню позовешь? Она приготовит нам пожрать. То готовка, это не мое. Или сколько ты ее запланируешь держать? Ты же понимаешь, что я буду искать? Либо с Леной надо как-то договариваться мирно, а это у тебя не получится. Либо это похищение, статья УК. Либо... Замолчи, идиотка. О, ну, святого ты себя не строй. Одну бабу грохнула, назад тебе дороги нет. Заткнись! Ты что творишь, Куль? А не надо меня было бросать, Лен. Ты меня первый бросил. Нет, я тебя не бросал. Если ты насчет Ритки, то это по пьянке случилось. Это не считается. Я тогда бухой был и не соображал, что творю. Коль, ну ты хоть себе не ври. Ты же все соображал. Мы святые еще до нашей свадьбы спали. Развеши. Если я развяжу, то уйдешь. Лен, я все вернуть хочу. Я хочу, чтобы, как раньше было, дом, семья, чтобы... Степка. Лен, я очень виноват. Я не должен был идти на поводу у Ритки. Не должен был покупать этот проклятый мотоцикл. Ну, правильно ведь люди говорят, что от судьбы не уйдешь. Не мотоцикл случилось бы что-нибудь другое. Лен, вернись ко мне, а? Я без тебя не могу, я пропадаю, Лен. Отпусти меня, Коль, Коль, отпусти. Коль, тебе легче станет. Ты еще молодой, ты еще встретишь кого-нибудь. Я не хочу другого. Ты как, ты не понимаешь, что я не хочу? Я тебя хочу, понимаешь? Я хочу, чтобы как раньше, Лен. Я не хочу, Коль, слышишь меня? Я не хочу, как раньше. Ты из-за него, да, из-за того мужичка? Нет, Коль, это из-за тебя. Я устала, понимаешь? Я не могу. Нет, неправильно. Я не хочу, как раньше. Я устала подстраиваться под тебя. Я устала делать вид, что я счастливая. Мне плохо рядом с тобой, Коль. Что ты за человек-то такой? Коль, ну что вы, ты же столько лет мы вместе прожили. Ты же всегда была терпеливая, покланистая, хорошая. Лен, ну ты же все ссоры сглаживала. Вот можешь сейчас просто взять, закрыть глаза на все мои ошибки. Снова все будет хорошо. Лен. Да не было ведь хорошо, Коль. Ты не представляешь, как я устала от нашего брака. Я не железная. Понимаешь, не железная. Все, кончилась батарейка. Я не вернусь к тебе. Нет, я не верю. Не буду. Колька, ну давай так. Ради всего хорошего, что между нами было. Ради нашего сына. Отпусти меня. Я прошу тебя, Коля, отпусти. Не надо переходить, черт, улыжь. Не надо. Поздно, Леночка, я ее уже перешел. Поэтому я тебя никуда не отпущу. Ты будешь со мной, либо я... Короче, выбор за тобой. Леночка, выбор за тобой. Коль, Коль, какой выбор? Только это. Посмотрим, есть ли сестренки-бабусики. Не густо. Это что? Это сестренка дает. Я думаю, Коля обрадуется. Что, отказалась королевшину нам готовить? А смотри, что я нашла. Тест на беременность положительный. Я хотела тебя поздравить, ты скоро станешь папой. А потом вдруг вспомнила, Упс, а папа-то это не ты. С�арни-патри. Добрый день. Добрый день. Вы здесь вот этих людей не видели? Нет, не видели. А машину вот эту? Нет. Хорошо. Извините, спасибо большое. Смотрите, пожалуйста, точно не видели? Нет, этих нет. Я здесь всех знаю. Тетя Люб, вы точно уверены, да? Спасибо, спасибо. Кажется, нашли от дачи речни к тому папину другу маленький домик. Так, кидай адрес, я папе отправлю. Пап, а сейчас тебе адрес кидай, Ксюха нашла. Да, 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 еду туда же. Понял, в полицию сообщу, давай. Спокойно, Лена, тебе нельзя нервничать. Рита? Рита? Привет, сестренка. А что ты здесь делаешь? Коля, зачем тебе нож? Ты что делаешь? Она тебе первого в полицию сдаст, и меня зато, как соучастницу. Ты меня слышишь? Я не хочу. Опять на нары. Лена, я так устал. Я тебя понимаю, Коля. Нет, не понимаешь. Я таких дел натворил. Не волнуйся. Мы все расрулим. Если ты за меня переживаешь, я скажу, что я к тебе в гости приезжал. Чай в память. Какой же я был адиот. Как я мог тебя потерять, не разглядеть. Прости, что видел только себя. Ась, послушайте, аж тошнит. Только никуда она отсюда не уйдет. Я не собираюсь больше возвращаться в тюрьму. Хорош дурить, положи ноги. А сейчас! Да, да. Успокойся. Не надо меня успокаивать. Ты что, решила? Хорошо устроилась, да? Обеспечила свою безбедную старость. Залетела от богатенького. А мне что-то в этой жизни досталось. Что мне в этой жизни досталось? Это из-за тебя я оказалась в тюрьме! Это ты меня заставила родить Ксюшу! Я стала бесплодной. Не смогла родить наследника своему мужу. А он решил со мной развестись. И меня пришлось его убить. Ты замахнуть, молодец, в шестом месяце ты была. И врач тебе сказала, что после Ксюши ты не сможешь больше иметь детей. А так у тебя есть хотя бы Ксюша. Ты мне не нужна, Ксюша! И ты мне не нужна! Строишь из себя праведницу! Думаешь, ты что? Лучше меня? Имеешь право меня судить? Я, значит, хочешь. Спасного исчезла. И попала в тюрьму. Только я туда больше не собираюсь. Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Коль, Коль. Ты только глаза не закрывай. Рит, скорую! Я и не думала, что она такая красная. Я держу. Дай телефон. Телефон дай хотя бы. А зачем? Ты же меня все равно в полицию сдашь. Праведница, черт. А меня тошнит от праведницы. Хочешь, я тебе расскажу одну забавную историю? Про то, как муж похитил свою жену и убил ее, когда узнавшина беременна от другого. А потом покончил жизнь самоубийством и пырнул тебя в живот. Драма, драма, драма. Рит, хотя бы ради мамы, слышишь? Она не переживет, если ты еще раз сядешь. Ты не волнуйся, сестренка. Я не сяду. Потому что мне некому будет сдать. Коля, Коля, Коля. Я не собираюсь в своей жизни рисковать из-за тебя. Господи, пожалуйста, помоги. Господи, пожалуйста, хоть бы все было хорошо. Пожалуйста, господи, пожалуйста. Не переживай, успеем. Ребята уже почти там. Да и потом, может, с этой Леной вообще все в порядке. Ты об этом не думала? Не маньяк же твой батя все-таки. Леша, я уже ни в чем не уверена. У меня какое-то дурное предчувствие, как тогда, когда Степка погибла. Господи, пожалуйста. Остановись! 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 Удох, лягонь! Если я не смогу родить, то у тебя ничего не получится! Руки прочь, чертилены! Что ты взяла? Тихичка! Алло, скорая? Тут человека ножом пырнули. Дачный общество, речник, дом 5. Что здесь, Коля? Он жив вообще? Это она убила, она. Не ври. Алло, дядь Миш. Дачный общество, речник, дом 5. Все, скорая едет. Я ее догоню. Что с вами? Вам плохо? А, живой болит. Лида, вызови, пожалуйста, полицию. Сейчас, что с дядь Коля? Он выживет! Коля, Коля. Как же так? О, привет! Ты что, кровь была? Дядь Сён, ловите ее! Она человека убила! Ленку! Нет! Мужа бывшего! Стойте здесь! Тюшну дом не пускай! Что, Селена? Жива! Просто не пускай! Что, ты вообще не пускай? Почему? Где моя мама? Папа сказал, жива. Знаю, все в порядке. Хорошо? Побудь со мной, ладно? Побудь со мной, ладно? Лена, мало ли, что там случилось. Ольга, мой хороший. Ну, почему? Лен, я сижу. Лена, пойдемте отсюда. Пожалуйста, пойдемте. Лена! Ой, господи, ты как? Ты села? Она с ума сошла, она его убила. Как? Почему? Она меня хотела, но он меня защитил. А, слушай, это твоя кровь-то. Ты ранена? Нет. Ты цела? Да. Как себя чувствуешь? У живот болит. Ну-ка, иди ко мне сюда. Пойдем. Вот так. Все хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот так. Давай я с тобой. Мама, что с тобой? Мама, я сюда не пускаю. Осторожно. Ксюшенька, ты в дом не ходи. Поехали с нами в больницу. Маму надо врачу показать. Где папа? Твой папа, он... Он жив? Что с папой? Его тетерита ножом ударила. Я ничего не могла сделать, прости. Это не может быть, Света, нет. Это не хочу. Тихо. Он меня с собой прикрыл. Если бы не он, то я. Где она? Где-то здесь. Она не могла далеко уйти. Кто-то здесь. Лёша, это мой отец, я должна быть рядом, пока не приедет болеть. Папа. 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 Как же так? У нас же всё было хорошо. Да и Стёпком было хорошо. Папа. А может они ошиблись? А может он сейчас проснётся? Папа, просыпайся, папа, просыпайся, я не уйду, пока он не очнётся. Ксюша, Ксюша, он не очнётся, Ксюша. Ксюша, посмотри на меня. Папа больше здесь нет. Здесь только его дело, всё. Пойдём. 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 Твояна! 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 Вам очень повезло. Вовремя отправили в больницу. С ребенком все в порядке. Но рекомендую личное сохранение. Она ляжет. Прекрасно. Главное, никаких стрессов. Также я назначила витамины. Пропьет весь курс. Думаю, с таким заполошенным папой вам и вашему малышу ничего не угрожает. Жду вас на консультацию. Придет. Спасибо. Слышала, что тебе врач сказал? Нельзя волноваться, все. Верка проговорилась. Тебя же не добьешься. Конечно, кто я такой. Все вы лишаетесь ребенка. Прости, я хотела сказать. Я не была уверена, что ты обрадуешься. Я угрозил полюбиться вот так вот. Дурочку. Тебя тоже люблю. Очень-очень. Мне кажется, я раньше не любила. Так что считаю, что ты моя первая, единственная любовь. Слушай, давай я тебе, Петру, не скажу, что Рита погибла. Не-не, не надо. Я-то с ума должна. Тебе нельзя волноваться. Ты же знаешь, что я все равно буду волноваться. А ты вот лучше позвони Егору. А что с Егором-то? Ты можешь считать, что я сошла с ума, но сегодня утром мы с ним встречались. Я толком ничего не поняла, но он просил передать вам Семеном, что он тогда ошибся. В день похорон его отца тогда с Кристиной. Кристина ему что-то наплела про вас, и он записал вас во враги. Но ты лучше с ним лично поговори. Не думаю, что это может что-то изменить. Знаешь, сегодня я увидела в нем себя. Как тогда, когда я собралась на мост. Да нет, этого не может быть. Нет. Он слишком любит жизнь, себя. Он не такой. Твою ж мать. Вот же послал бог идиота-то. Он мне больше не понадобится. Я уже придумал, как нам с тобой встретиться, Маш. Надо просто пройти тот же путь, что это. Если бы ты знал, какими пустыми эти два года были без тебя. Без Мишки с Семкой. Я так больше не могу. Я не хочу. А теперь криминальные новости. Сегодня утром в дачном обществе «Речник» произошла трагедия. Во время семейной ссоры женщина пыталась убить ножом свою сестру, но от рокового удара ее заслонил с собой бывший муж. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Нам удалось выяснить, что нападавшую зовут Маргарита Баранова. Она уже ранее отбывала наказание за убийство и недавно вышла из мест лишения свободы. При попытке к бегству с места преступления женщина по своей неосторожности попала под машину. Ее сбил грузовик на прилегающей к дачному обществу трассе. Она скончалась в реанимации час спустя. И напоследок прогноз погоды на неделю. Судя по всему, осень еще порадует на степле. Вот и все. Отмучилась моя девочка. Судя по всему, Стой, придурок! Стой! Стойте! А ну и подходите! Что вы здесь делаете? А догадайся с трех раз, тебя, дурака, спасает. Долго думал, прежде чем туда залезть? Этот мост медом, что ли, намазан? Сюда все прете. А ну, прилавь обратно. А ну и подходите! Я сейчас прыгну, ясно? Ребят, вы лучше идите, куда вы шли, а? Меня здесь уже больше ничего не держат, после того, что я натворил. Я сам на себя смотреть не могу. Как жучара, ну прыгнешь ты сейчас, дальше что будет? Мы же за тобой следом сиганем. Если втроем, коллективно, шеи не свернем себе, мы все равно тебя вытащим. И потом уже накостыляем так, чтобы мозги на место вставить. Кстати, в чем о делах говорит? Гоша, смирись, ты сегодня не помрешь. Только если мы тебя не прикончим. Гоша, меня уже так два года никто не называл. И не назовет, придурок, если ты сейчас сиганешь. Как ты вообще туда вылез? Ты же высоты боишься. Стоять! Вы что, не понимаете? Я предал вас. Я сам все испортил. Уже ничего нельзя изменить. Изменить нет. Но перекрыть старые воспоминания новыми ты еще можешь. Ну, тебе решать. Или ты сейчас уйдешь последним трусом. Или попытайся хоть что-нибудь исправить. Ну, хотя бы в память о Маше. Стой! 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 Стой, дурачок! Ах ты, дурачок! Ах ты, дурачок! Руки я держу. Ах ты. Все, все. Все, стой, стой, стой. Да. Все, все, все. Простите меня. Все, успокойся. Простите. Ну, все. Ну, все! Все, все! Броехали! Простите меня! Не волнуйся. Все, все, все. Все, все. Степочка, смотри, что у тяги Буша есть. Настенок. Тихо, 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 тихо. Упы, тихо, тихо, бусечки. Странная парочка, да? Да не то слово. Они вообще собираются отдавать нам наших детей? Попробуй же, Верик. Ваня, Ютю, кто этот улыбается? Видишь, он улыбается, между прочим. Да, да. Потихонечки. Мне не вкусно. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, ну, вы вообще экстремалы. Жениться в таком возрасте? Да. Ну, а что тянуть, если я уверен, что рядом та самая? Да. И тот самый. Обалдеть. Вот я? Ребята, я бы никогда. Все, нет. Уверена? Да. Моцарт, ты не пугай меня, хорошо? Пугай-пугай ее, Моцарта. Час, тебя пригласим. Нет, не я. Добрый день. Извини, что опоздалась. Ну, кризис держи. Поздравляю со свадьбой. Хотя невесту, конечно, ты себе мог бы выбрать. И получше. Видимо, сказался окончательно испорченный вкус твоего отца. Оставь свой комментарий при себе. Ты чего здесь делаешь, я тебя не приглашал? Разве? А здесь написано обратное. Сынок, я ради тебя бросила все свои дела и прилетела из Парижа. Ты должен это ценить. О, Агапов. Рада встрече. А я как раз по родственному хотела с тобой обсудить один очень перспективный проект. Уверена тебе, как инвестор, он будет крайне интересен. Сама уйдешь или охрана возбуждена? Миша, Миша, не надо так. Это же свадьба твоего сына. Здравствуйте. Лене, не будь такой наивной. Она не сына поздравить приехала. Ей инвестиции под проект нужны. Ты где приглашение взяла? Это я отправила приглашение. Прости, сынок, я очень хотела, чтобы на твоей свадьбе была твоя мама. Да ладно, мама, не переживай. Ты здесь, мне этого достаточно. Пойдемте торт резать. Почему он зовет ее мамой? Это я его мать. Жаль, что об этом ты вспомнила только сейчас. Знаешь что, Аганов, да пошел ты. Она все-все, не расстраивалась. Ты все правильно сделал. Просто это Кристина. Она всегда будет для себя на первом месте. Не сына, а она. Я не хотела портить детям свадьбу. У каждого человека должна быть мама. Спасибо тебе. Да что? За то, что организовала скандал? Нет, не за это. Не за равнодушие и любовь. За то, что растопила нас с Лешкой. Научила доверять и любить. А хочешь, тебе открою один секрет? Какой? В ту ночь на мосту. Это не я тебя спас. Это ты меня спасла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!